Вернулся Данила на свое прежнее место, привалился спиной к стене, задремал, но скоро Никифор снова его окликнул, заставил вернуться и пересказал уже сказанное. И еще три раза поднимал он его, шептал, теряя силы и голос, и в третий раз не довел до конца своей речи, вздохнул облегченно, вздрогнул всем телом и обмяк, уронив на грудь голову. Данила перекрестился, дотянулся вздрагивающей рукой и закрыл ему глаза. 13. Изможденный долгим, суровым постом, Евлампий почти не выходил из своей избы, жарко молился, а когда его оставляли силы, ложился на ловку, скрестив на груди руки, и задремывал ненадолго, внезапно просыпаясь от частого стука сердца, оно билось, словно птичка в селке. На грани сна и яви медленно проплывали перед ним картины долгой, в век с лишним, прожитой жизни. Иногда они путались, смешивались, и видел он себя то мальчиком в пестрой рубашке, сидящим на берегу тихой речки и завороженно любующимся на закат за кромкой леса, то сильным и красивым парнем, бегущим на звуки протяжной и зазывной девичьей песни за деревней, то солдатам, вытянувшимся во фрунт, то смыкались над ним каменные своды узилища, то брел он по бесконечному этапу и ноги его, окольцованные кандалами, наливались такой рвущей болью, что даже сейчас, при одном лишь воспоминании, начинали соднить, как в давние, минувшие годы. Все было, полной мерой, в судьбе Евлампия. Он переждал, когда сердце утихомирится, спустил ноги с лавки, посидел, отдыхая, а затем поднялся и тихо добрел до полки, на которой лежали старинные книги. Помолившись, взял одну из них. В досках, обтянутых толстой кожей, с медными, позеленевшими от времени застежками, она была тяжелая, источала тонкий, почти неуловимый запах старой сухой бумаги и давно прошедшего времени. Повесть «Дивное о страдании», выведено было на первом листе, украшенном сказочными цветами и растениями. Давно знакомые слова Зачина звучали для Евлампия, как начало главной молитвы «Отче наш». Он их наизусть вспомнил. «Сице и аз, раб грешный Ефрем, верую, сице и исповедую, село Сим живу и умираю». И дальше, после этого Зачина, следовали тоже знакомые, лежащие в памяти слова. «Бысть в лето наше, в некоем граде бе некий человек благонравен и кроток и страннолюбив, имееша же и подружие подобно себе, так и же благонравну, кротку и милостиву, и оба боящиеся Бога». Так начинал, с боголюбивых родителей своих, рассказ о собственном житии старец Ефрем, великий праведник и страстотерпец за истинную веру Христову. Писал старец свое житие, означенное как повесть дивная о страдании, в этих самых местах, незадолго до своей кончины, а Евлам пеленовал для него бумагу, собирал чагу, березовый гриб, вываривал ее, чтобы получились чернила, а затем переплетал написанные листы и всегда просветленно благодарил Бога, что сподобил он своей волей пересечь две жизненные дороги, молодого солдата Бороздина Эстарца Ефрема, имя которого было известно во многих киржатских скитах, затаенных по Уральской и по Сибирской земле. Евлам печатал с великим бережением, переворачивая знакомые листы, а потревоженная память уносила его на своих крыльях во времени, распахнув тесные стены избы на четыре стороны света, в минувшую жизнь, которая до краев налита была тяжкими испытаниями. И как самое главное видение этой жизни возникал, ни капли не потускнев во времени, образ. Волнистая белая борода, закрывающая половину груди, жгучий, насквозь пронизывающий взгляд из-под косматых бровей и быстрый, звонкий голос, в котором не иссякали никогда страсть и сила. Это был старец Ефрем. Таким его увидел и услышал молодой солдат Евлампий Бороздин, когда к караульному помещению возле Тобольского тюремного замка подкатила телега, в которой сидел колодник, скованный по рукам и ногам. По бокам телеги и сзади, держа ее в полукольце, скакали на конях усталые казаки. Унтер-офицер приказал выйти из строя Евлампию Бороздину, Ивану Кудрявцеву и Петру Рожневу. Хмуро оглядел их и кивнул в сторону колодника, сидевшего на телеге. За государева преступника, чтобы не убежал он, головами теперь отвечать станете. А государев преступник слез с телеги, перекрестился на восток, гремя цепями и возвестил. Ради Христова имени, светлого и непорочного, пострадать все равно, что живой воды и спить. Унтер оглянулся на него, нахмурился еще больше и скомандовал. Ружья на караул Охраняли старца Ефрема, обвиняемого во многих прегрешениях, а пуще всего в том, что посмел называть власть государеву антихристовой, и содержали его в тюремном замке с великим тщанием. В отдельном узилище, а перед дверями должен был находиться неотлучно, днем и ночью, один из троих солдат. Второй нес караул в коридоре. И только третий мог отдыхать в это время в караульном помещении, но спать в полглаза, чтобы при первой же тревоге спешить на выручку. Никто из троих не имел права выхода за стены тюремного замка. Время в неволе, как известно, тянется медленно. А служба солдатская, та же самая неволе. В каменном мешке да за забором воинского артикула много света не увидишь. И стали молодые ребята отзываться на голос своего узника, какое-никакое, а все развлечения среди одинаковой и серой полосы дней. Узник же оказался велеречивым и многознающим человеком и говорил с солдатиками, как мудрый отец, наставляющий своих сыновей на путь истинный. Месяца не прошло, как подпали они, все трое, в духовную власть старца Ефрема. Проклинали теперь никонианскую ересь, знали о духовном подвиге протопопа Аввакума и сами готовы были последовать хоть на казнь, хоть в огонь за старую истинную веру. Будто переродились молодые солдатики, и выше присяги, выше отцов командиров стал для них старец Ефрем, смело обличающий все неправды. Дело Ефрема, между тем, вместе с особым письмом генерал-губернатора, одолевало долгую дорогу до Санкт-Петербурга, затем столь же долго рассматривалось в Святом Синодии даже, так говорили по прошествии времени, читалось самим царем, который и вынес решение. Наказать строптивого хулителя прогнанием сквозь строй и тремя тысячами ударов шпицрутиными. Раньше генерал-губернатора узнали об этом решении тобольские купцы-староверы. Как узнали, никому, кроме них самих, неведомо было. И вот подкупом, изворотливой хитростью, удалось одному из этих купцов пробраться в тюремный замок. Упал он на колени перед солдатиками, стал предлагать огромные деньги, умолял, чтобы помогли они устроить побег старцу Ефрему. Да только не было надобности купцу столь рьяно усердствовать, солдатская троица к тому времени уже готова была и побег устроить старцу Ефрему, и пострадать за святую и чистую веру. На дворе декабрь стоял, под стены тюремного замка намело высоченные сугробы. На эти сугробы и возложили свою надежду купцы, солдаты и сам Ефрем. Ночью Евлам пизбил кандалы со старца, вывел его на высокую стену тюремного замка, и Ефрем, перекрестившись, ринулся с молитвой вниз, только снег взлетел, словно вода во все стороны брызнула. А неподалеку уже вазок стоял. Кинулись из воска двое, выцарапали Ефрема из сугроба, и лишь стук копыт потревожил тишину глухой и студеной ночи. Теперь, как замысливалось ранее, наступал черед отчаянных солдат. Двое должны были уйти со своих постов, на которых оставались еще полчаса после того, как вывели Ефрема, чтобы никто не хватился и не заподозрил побега раньше времени, подняться на ту же самую стену, где дожидался и к Евлампий, и прыгать вниз, второй вазок стоял уже на готове. И все бы, наверное, свершилось по задуманному, если бы не ретивой доказенной службы Унтер. Унтер. Властена говорит, что их и на допросную бумагу страшно будет заносить. А после спросят с губернаторской власти из Петербурга. Чем вы там занимаетесь, если у вас такие бунтовщики развелись? И присудили комиссии и военный суд, разом прекратив все допросы, приговор немудренный и жестокий. Прогнать Евлампия Бороздина, Ивана Кудрявцева и Петра Рожнева сквозь строй, чтобы каждый из них получил по три тысячи шпицрутинов, ровно столько же, сколько предназначено было старцу Ефрему. Выстроились войска на плацу в морозный и солнечный день. Привезли на санях Евлампия, Ивана и Петра. Сдернули с них одежду до пояса, привязали к ружьям и подвели к краю строя. Ударили барабаны, один из барабанщиков громко возгласил. Пройди, пройди, молодец. Недалеко твой конец. И шпицрутины, толстые березовые прутья, засвистели, разрезая студеный воздух, рассекая кожу на спинах и выбрасывая на волю теплую кровь, от которой шел пар. Половины строя еще не прошли наказуемые, а по снегу за ними потянулись кривые и алые полосы. В строю стояло 350 солдат. За спинами их шли командиры и строго следили, чтобы не проявилось сочувствия, чтобы взметывался и опадал прут на полную руку, а не с прижатым локтем. Молчали все трое под безжалостными ударами, лишь время от времени громко вскрикивали под свист прутьев. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!» Первым стал запинаться и волочить ноги Иван Кудрявцев. После его все упал. Петр Рожнев рухнул следом за ним. Их отнесли, беспамятных, и уложили в сани, набросив на искромсанные спины легкие тряпицы. Евлампий держался до последнего, до той поры, пока не застило глаза черным цветом. Очнулся и пришел в себя он только в госпитале. Боль рвала с такой силой, что казалось, все тело жарит на медленном огне. Уксус, который прикладывали к голове, помогал мало. С тоном стонал Евлампий и слышал, справа и слева, как на соседних одрах стонут его сотоварищи. Окликал их, но ответов не получал. А под утро и стоны стихли. В легкой просине рассвета, слабо просочившегося к изголовью, увидел Евлампий черные толстые решетки на узком окне, и смерть ему в этот миг показалась столь желанной и сладкой, что стал он просить ее у Бога, чтобы последовать за товарищами. Знал Евлампий. Вылечит его, поставит на ноги, а затем снова привяжут к ружьям и поведут сквозь строй, пока в силах он будет двигаться, а коли упадет, оттащит опять в госпиталь, и повторяться сия будет до тех пор, пока не ударит по спине последний шпицрутин и не обозначит число в три тысячи. Но Бог не посылал ему смерти. Бог послал ему тобольского купца-старовера, который выручал Ефрема из узилища. Пройдошистый был купец, настырный и ловкий, как уж в любые двери проскальзывал, лишь бы махонькая щелка имелась. Упросил начальство, что желает узнику Снеди передать от своего сострадания. Пока навещал и передавал, успел шепнуть нужные слова Евлампию, и тот, соглашаясь только глазами моргнул, показывая. Решился, не раздумывая, и на это испытание. Поел кушаней, доставленных сердобольным купцом, выблевал их в тот же час, а на следующий день от еды отказался, в рот ни крошки не взял и объявил, что отбитое его нутро пищи не принимает. И стал угасать, как свечка, догоревшая до основания. Только воду пил. Скоро и от нее отказался. Пытались его накормить насильно, сомневаясь. А вдруг задумал строптивый узник сам себя уморить, боясь предстоящего наказания шпицрутиными. Но сколько удалось в него впихать, столько же назад из него и вывалилось. Тогда отступились. Прошло еще время, и госпитальный лекарь обнаружил Евлампия бездыханом. Призвал начальство, и составлена была сообща казенная бумага, в которой говорилось, что солдат Евлампий бороздин, такой-то и такой-то к тому-то и к тому-то приговоренный. И прочее, волею Божией умре и похоронен за городом в безымянной могиле без покаяния и отпевания, согласно правилу, которое имелось на такой случай. Когда начальство уехало и два инвалида, приставленных к госпиталю, ругаясь и досаду, что обременили их столь хлопотной в морозы работой, вытащили покойного на улицу и стали запрягать лошадь в сани. Объявился тот же самый купец и изъявил желание помочь инвалидам. Еще пообещал наводку дать, пусть помянут покойного. А могилку он сам выкопает, чтобы столь преклонные в годах люди на холоду не мучились. На том и порешили. Приволокли гроб, уложили в него покойника. Правда, когда купец крышку тащил, умудрился так уронить ее, что одна доска хрустнула. Приколачивать новую не стали некогда, день короткий, а мороз жмет, достает через худую одежку. Приехали за город, к месту, где покойного следовало закопать, гроб с саней сняли, на землю поставили. Инвалиды, получив денежек на водку, скоро и весело уехали, а купец остался. И как только госпитальная кляча из глаз скрылась, кинулся он к гробу, крышку отодрал и к носу Евлампия маленькое зеркальце приставил. Запотело зеркальце. Ухом к груди прислонился, стучит сердце через раз, но стучит. Тут же черный вазок из ближнего леска вынырнул. Евлампия в вазок, а лошадей в плете. Погнали. Следом за вазком появились два мужичка с заступами, отбили неглубокую ямку в застывшей земле, поставили в нее пустой гроб и мерзлыми комьями закидали. Вазок тем временем летел прямым ходом в недалекую от города деревню, где ждали в одном из потаенных домов верные люди. Выходили Евлампии и поставили на ноги. Там и узнал он, когда в себя пришел, что удалось купцу госпитального лекаря подкупить, и тот закрыл глаза на мнимую смерть узника, а резать его тело и заглядывать во внутренности не стал. Крепко рисковал лекарь, да деньги, видно, немалые были дадены и перешибли страх. Из деревни переправили Евлампия в скит, где встретили с радушием и уважением. Как же самого старца Ефрема спас, за что и пострадал. Прожил он в скиту ровно один год. Но такой год десяти стоил. Открылись древние книги перед пытливым умом молодого парня, в долгих умных беседах выковывалось, словно под молотом опытного кузнеца, ненависть к антихристу, который захватывал власть над миром, и стойкая вера в истинного Христа. Словно невидимый стержень обрел Евлампий, согнуть нельзя, только переломить возможно, но это лишь в том случае, если лишить жизни. Через год пришел в скит человек от Ефрема и передал Евлампию, что ждет его старец, потому как собирается он основать в совсем недоступных местах новый скит, и нужен ему крепкий помощник. Дождались весны и тронулись в дальний путь. А вот дойти до цели не смогли. В одном странно приимном доме под городом Томском выглядел их местный становой, арестовал и отправил после недолгих разбирательств в Тобольскую консисторию, там сразу же все и открылось. И пустой гроб с разбитой крышкой, чтобы лежащий в нем человек не задохнулся, и подкуп лекаря, вот только ушлого купца не смогли найти, успел вовремя скрыться. В этот раз уже не шпиц Рутины, а трехгранный кнут палача разгуливал по спине Евлампия, кусками вырывая плоть, и когда снимали его, окровавленного скобыла, едва снова не посчитали мертвым. Показалось, что не дышит. Но он был жив. Снова встал на ноги, не покаялся, дерзил высоким чинам и гордо выслушал приговор об отправке в каторжные работы. Прошел в кандалах долгие этапы от Тобольска до Александровского завода и пять лет ждал, когда выйдет ему послабление и снимут с него кандалы. Как только кандалы сняли, он через неделю ушел в побег. И еще раз, в обратную сторону, до скита, где провел год и где получил весточку от Ефрема, который звал его к себе. А скита уже не было. Нагрянула воинская команда и разорила его. Постоял я в лампе на пепелище, поскорбел, глядя, как крутит быстрый вихрь остылые угли и сажу, дал избитым ногам отдых, попил водички из таежной речки и достал из заплечного мешка топор. Первая срубленная сосна, ломая длинные сучьи, гулка ударилась о землю. Скоро встала на месте пепелища довольно просторная избушка, а через два года, как и прежде, здесь жил в своей истинной вере большой скит, воздвигнутый на гаре. А еще через два года снова пришел человек от Ефрема и передал. По-прежнему ждет старец Евлампия к себе. Не колеблясь, оставил я в лампе обжитый скит, и в глаза ему теперь по утрам светило солнце, шли они на восток. Долго шли, трудно. Три раза попадались под арест, но всякий раз удавалось бежать, и они снова брели навстречу солнцу, поднимающемуся над землей. Совсем немного верст оставалось до того места, где скрывался Ефрем. Как говорил проводник, пять-шесть дневных переходов, не больше. Но встретились они раньше. Услышал я в лампе шум и тележный скрип на узкой горной дороге, первым нырнул в густые заросли на обочине, затаился там и увидел. Гонят солдаты сверху, с горы, людей, связанных на одну веревку, будто рыба на снизке. А впереди, Ефрем. Согнуло время сурового старца. Обвисли плечи, сгорбился, но голову держал гордый голос у него звенел, шел он, загребая мелкий камень ногами, с молитвой. Не сговариваясь, повернули ее в лампе со своим попутчиком в обратную сторону и потянулись, прячась в придорожных кустах, следом за воинской командой и за пленниками, которых она охраняла. Пригнали несчастных в волосное село, заперли в пустом амбаре. А Ефрема, отдельно, в сборне, где имелся особый чулан с железной решеткой на окне и с крепкими, окованными железом дверями. Ничего не помогло. Ни решетка, ни железо на дверях. Маленькая печурка имелась в чулане, от печурки выходила труба. За половину ночи, не уронив ни одного кирпичика, не стукнув и не грюкнув, Евлампий разобрал трубу, через узкий лаз на собственной опоязке вытащил Ефрема из чулана, и они ушли из села во второй половине ночи, не нарушив тишины ни одним звуком. Замели свой след учитель с учеником в глухих горах. Сколько не металась воинская команда по окрестностям, все впустую. Видением не было, Евлампий, говорил Ефрем, когда ушли они в безопасное место и остановились на роздых. Видел я Беловодье и путь к нему. Горы неодолимые сию благодать ограждают, но видел я и проходы сквозь горы. И виделось еще, что достигнуть того места только с тобой возможно, больше никто путь этот не одолеет. Потому и звал, и ждал тебя. Пойдешь ли? Пойду. Почти год убили они на тяжкую дорогу за кедровый кряж. Выбрались в долину в самый разгар теплого лета. И только охнули, когда увидели дивную красоту, развернувшуюся перед ними. Йохас-то там и обшедши не калика гор и на единой обритоши пещеру, удобну для прохода и не входну для чуждаго человека. Возлюбиши же место то зело. Вот какими словами заканчивал свою дивную повесть о страдании старец Ефрем. И сейчас, перечитывая ее, Евлампий будто и по своей жизни, долгой и трудной, прошелся заново, много выпало в той жизни страданий, ох, много. Прошли годы скатились, как полая вода в горной речке. Давно уже упокоился старец Ефрем. Спит праведным сном под развесистой кудрявой березой, которая шумит под ветром своими длинными ветвями и навевает ему тихие и благостные песни. На месте избушки, которую они срубили когда-то вдвоем на скорую руку, раскинулась теперь целая деревня с кузней, с лесарней, с добротными амбарами, с большущей пасекой и с коровьим стадом. За деревней распахали пашню и научились сеять рожь в здешних местах, чтобы быть с хлебом. А самое главное, крепко отгородились от греховного антихристового мира. За все эти годы казенные чины так и не смогли перебраться через кряж. А вот лихие люди перебрались. Сразу почуял Евлампий, не с добром они явились. И не ошибся. А сегодня ночью, в полудреме, увидел он явственно. Перекрестился Никифор, улыбнулся ему и уплыл в синий искрящийся свет, который сразу же загустел и налился чернотой. Понял Евлампий, что принял Никифор мученическую смерть. Потому и достал он сегодня дивную повесть о страдании, написанную старцем Ефремом, потому и читал ее, окропляя листы слезой, потому что предчувствовал. Завершается и его земная дорога. Силы требовались, чтобы не оборвалась она раньше времени, еще не все дела были исполнены. И приходили такие силы, соскальзывали невидимые, с пожелтевших от времени листов и поддерживали высохшее и немощное уже тело. Вечером в сумерках он призвал Мирона, усадил рядом с собой на лавку, ровным, спокойным голосом известил. Помру скоро? Все на тебя остается. Береги, пуще своего глаза. Никифора загубили, я знаю, видением не было. И вот благословение мое и наказ тебе. Выгоняй пришлых из долины. Снега падут, выгоняй. А если не выгонишь, жизни с ними не будет. Нам с этого места уходить, все равно, что в огне гореть. Лучше сгореть. Теперь ступай, Мирон. Помни мои слова. Он дошел на подсекающихся ногах до лежанки, вытянулся на ней и слабым жестом руки указал Мирону на дверь, в последние свои часы Евлампий желал остаться один на один с Богом. Мирон вышел из избы, глянул на розовеющий восток и тяжко вздохнул. На плечи ему будто невидимый тяжкий груз возложили. Утром, когда он вернулся, Евлампий лежал, сложив крест-накрест на груди руки, бездыханный. 14. Догорели и погасли сальные плошки, пыхнув напоследок вонючими дымками. В избушке угнездился непроглядный мрак, и глухая тишина повисла в бревенчатых стенах. Как в гробу, который закопали в землю. А может статься, это и есть гроб для Данилы. Даже вздрогнул, так подумав, и цепи на нем негромко звякнули. Отсчет времени он потерял. Сколько здесь сидит, напротив мертвого и распластанного на стене Никифора, день или ночь на дворе, неведомо. Из-за толстых стен никаких звуков не доносилось. Воды в деревянном ведерке осталось лишь на донышке, и пил он теперь ее малыми глоточками, только бы сухое горло промочить. Голод не мучил, но появилась в избитом теле необыкновенная легкость, казалось Даниле, что стал он невесомым, как пушинка, вот оттолкнется ногами от пола и взлетит к потолку, как та пушинка, вздернутая ветром. Но когда дверь открылась и хлынул в избушку яркий, искрящийся сноб света вместе со свежим воздухом, отдающим запахом талого снега, оказалось, что Данила не может подняться. Елозил ногами по полу, упирался руками в стену и оставался на месте, словно его гвоздем прибили. Ну, брат совсем растюхался. Кишка тонкая ли, гонору нету. Цепляй его, выдергивай, глянуть надо. Живой или скукожился? Голос с порога избушки звучал громко и весело. Кому он принадлежал, Данила разглядеть не успел. Его вздернули, выволокли на улицу, протащили волоком к крыльцу приземистого строения и бросили на рыхлый и влажный снег, будто старую ветошь. День, оказывается, стоял на дворе. Теплый при ярком солнышке. Обтаявшие ступеньки крыльца были черными и мокрыми. На крыльце, широко расставив ноги, возвышался Цезарь, за спиной у него, брыластый горбатый мужик в длинной одежине, похожей на рясу. По бокам справа и слева от крыльца толпились разношерстно одетые мужики с лихими разбойными рожами. Ванька Петля и его напарник, долговязый, костлявый парень смуглого татарского вида, от Данила не отходили и ждали приказания. Чего сотворить над горемыкой? Данила приготовился к худшему. Даже попытался встать, но ноги подчиняться отказывались. Тогда он перевернулся на бок, упер локоть в снег и поднял голову, чтобы смотреть прямо на Цезаря. А тот улыбался, глядя, как вышкается Данила на влажном снегу, и черные усики его, колесиками закрученные на кончиках, шевелились. «Слушай меня!» Громко оповестил Цезарь и шагнул на край крыльца, словно собирался спрыгнуть с него. «Я обещал вам райскую жизнь здесь. Обещал. А слово свое я всегда держу. С завтрашнего дня он будет делать за вас самую грязную работу. Скоро таких работников появится здесь сотни, не меньше. И все они будут горбатиться на вас, как на родных. Петля. Руки ему раскуй, на ногах браслеты оставь. Накорми, а завтра, как я сказал. Сейчас, все за стол. Заслужили орелики. Мужики весело загомонили, задвигались, потянулись к крыльцу, с которого уже ушел Цезарь, оставив дверь широко раскрытой. Петля и долговязый парень куда-то сбегали, скоро вернулись, схватили Данилу за руки и отащили в избушку, где снова горели две плошки. В деревянном ведерке поблескивала вода вровень с краями, а рядом с ведерком притулилась большая миска с просиной кашей. «Хряпай», — сказал на прощание Ванька Петля, прежде чем закрыть дверь и запереть ее снаружи на засов. «А расковывать тебя некогда, там уже водка прокисла». Никак не мог Данила взять в голову и уяснить, куда он попал. К варнакам-разбойничкам. Похоже, что так. Но Цезарь на разбойника никак не походил. Будто залетная птица из другого мира смотрелся он среди пестро одетых мужиков, которые подчинялись ему беспрекословно. Найти объяснений он так и не смог. Вздохнул и принялся жевать кашу, скудно приправленную конопляным маслом. На следующий день, с утра, началась у Данилы каторжная жизнь. Ванька Петля и долговязый парень, кличка у которого была не менее чудной, Колумб, оба злые и похмельные, вытолкали его, едва стоящего на ногах, на работу и заставили для начала вычистить отхожее место. Чистил это место Данила, забитое за зиму под самую завязку, до позднего вечера. Угорел, расковыривая добро, от нестерпимой вони и сам пропах, словно вывалился в дерьме. Ворнаки приходили на него посмотреть. Скалили зубы, давали советы, мочились здесь же, стараясь до него достать, и хохотали, надрывая глотки, когда он шарахался от них, путался в цепях кандалов, запинался и падал. Потекли дни, похожие один на другой, как близняшки. Данила, не давая себе упасть духом, старался прислушиваться к разговорам ворнаков, откладывал в памяти услышанные слова, собираясь со временем сложить их в один ряд и понять, к кому все-таки забросила его судьба, так неласково посмеявшись над ним. Опухший глаз понемногу выправился, стал видеть, и Данила внимательно приглядывался, замечая все, что происходило вокруг. Жизнь ворнаков крутилась по обыденному кругу. Кто-то уходил на охоту, никогда не возвращаясь без добычи, кто-то занимался хозяйственными делами, кто-то, получив роздых на 2-3 дня, резался в карты или в кости. Почему-то больше всего ворнаки любили игру в кости. Со временем Данила пересчитал их всех, 32. А чуть позднее, приглядевшись пристальней, смекнул. Всех этих мужиков, крученных и верченных тяжелой и суровой жизнью, можно было смело засчитывать за сотню. Каждый из них был штучный. Один по конскому делу, другой открывал с закрытыми глазами любой замок, а третий стрелял так, что одной дробиной, забитой в патрон, не то что в глаз, а в ноздрюбилке попадал. От пушнины, к слову сказать, ломились два просторных амбара, забитые под потолки. Не походили ворнаки на ворнаков, на тех, которым лишь бы ограбить кого-то награбленное в тот же вечер и продуванить. Бывало, загуливали и крепко. Порой и до драки. Но только с разрешения Цезаря, который сам же на следующее утро и наказывал Буянов, определяя их в одну упряжку с Данилой, пока не протрезвятся. Чем дальше приглядывался к ним Данила, тем сильнее и печальнее задумывался. Ясно ему становилось, как при солнечном свете, что убежать от таких мужиков и скрыться, чтобы они не настигли, дело дохлое. Найдут, разыщут и шкуру, согласно приказу Цезаря, спустят до кровавого мяса, глазом не моргнут. На руку они все были легкие и не требовалось особой наблюдательности, чтобы убедиться. Потребуется, прирежут, деловитые скоро, как барана или свинью. Еще уяснил Данила, прислушиваясь к разговорам, что все они были собраны Цезарем, в самых разных местах Сибири, согласно их редким талантам. Были среди них и беглые каторжники, и пропившиеся в пень пьяницы, и вполне добропорядочные обыватели, и те, кого в народе именуют коротко и ясно, голь-перекатная. Голь-то-голь, да только каждый из них владел таким мастерством, которое не всякому богатому по разуму. Все они ждали особого сигнала, который обещанным был Цезарем, и согласно которому ринутся они в небывалое дело, а когда оно выгорит и сладится, станут они, каждый сам по себе, кум-королю, и сват-министру. Держался лагерь варнаков на обещаниях Цезаря. И были они не пустословны. Что обещал, то исполнял. Никифор, видно для устрашения, продолжал висеть на стене, и тянуло от него все крепче кислым, смрадным запахом. Данила пытался привыкнуть, принюхаться, но получалось плохо, каша, которую подавали по вечерам, не лезла в горло. Попросил Ваньку петлю. Покойного уберите. Уберем, как ты загнешься, отвечал ему Ванька петля и скалил редкие зубы, коричневые по краям от табака. Любуйся, парень, и думай. Думай, парень. А чего тут думать? И так ясно, что тело Никифора не убирается со стены для того, чтобы домучить Данилу до края. Прикидывая, что его может ожидать, он никак не мог взять в голову и уяснить для себя. Отчего, собственно говоря, от него добиваются? Про постоялый двор им известно, о приезде Луканина ему ничего не ведомо, и ворнаки, похоже, поняли это, никаких признаний от него больше не добивались. По какой причине тогда держат здесь, непонятно. Но у Цезаря, оказалось, были свои виды. Однажды под вечер он призвал к себе Данилу. Стоял на крыльце картинно облокотившейся перельцея, задумчиво покусывал ноготь мизинца и щурился, глядя на закатное солнце. За спиной у него маячил Бориско. Шлепал толстыми губами и что-то говорил торопливо, но Цезарь в ответ только недовольно вздергивал головой, будто отгонял надоедливую муху. Подошел Данила, гремя цепью, встал возле крыльца. Слушай меня, Цезарь перестал покусывать ноготь мизинца и сплюнул, словно убрал с губ невидимую соринку. Хочешь, чтобы я тебя отпустил? Хочешь? Могу отпустить. Только милость мою ты заслужить должен. И дальше сказал такое, что у Данилы подсеклись колени. Пятнадцать. Белоярск справлял масленицу и был насквозь пропитан жирным ароматом блинов, которые выпекались и съедались в эти дни в несчетном количестве. Блин не клин, брюхо не расколет. Тем более, если под водочку. Только попервости берет опасение, как бы не перебрать, а дальше, как по маслу. Первая рюмка колом, вторая соколом, а третья, плесните полнее, для нашего удовольствия. По Александровскому проспекту неслись, одна за другой, разнаряженные тройки, в бумажных цветах и лентах. Звонко, как выстрелы, щелкали бичи, слышались удалые возгласы. Добавляя веселости в общий гамм, заливались медными голосами под дугами колокольчики. С правой стороны Вознесенской горы, неподалеку от усадьбы Луканина, устроили гладкий спуск для катания на санках, и висели теперь над горой, не умолкая виск-крик, свист, понеслась душенька, обрываясь от восторга, на легких салазках, да с ветерком. Масляница, повторяла по слогам Луиза, запрокидывала голову и рассыпала такой звонкий и заразительный смех, что Захар Евграфович тоже начинал смеяться без всякой видимой причины. Они шли к дому, досыто накатавшись с горы и вывалившись в сыром снегу с головы до пят. В глаза им ослепительно сияло солнце, похожее на поджаренный, румяный блин. Луканьин. Луиза забежала вперед, заступая дорогу, и раскинула руки, словно собиралась взлететь. Глаза ее сияли шальным блеском. Луканьин. Люблю тебя. Люблю. Кинулась к нему на шею, лихорадочно принялась целовать, а затем, словно разом обмякнув, примолкла в его крепких руках и... Заплакала. Ты что, лызонька, что с тобой? Встревожился Захар Евграфович. Скинул рукавицу, принялся вытирать крупные слезы с милых щек. Почему плачешь? Счастье. Плачет и счастье. Я счастье. Затихла под его рукой, по-детски шмыгая носиком, и дальше пошла сосредоточенной в своих мыслях и молчаливой. Захар Евграфович, озадаченный столь быстрой переменой в ее настроении, расспрашивать Луизу не стал, а когда пришли домой, сам раздел ее, уложил в постель и долго сидел рядом, убаюкивая, как малого ребенка, пока она не уснула. Выйдя из спальни, он направился к себе в кабинет, но по дороге его перехватил приказчик Евтеев и сообщил, что Агапов просит срочно прийти к нему. А ты почему в конторе? Спросил Захар Евграфович молодого приказчика. Все на улице веселятся. Мне Агапов не дозволяет, потупился Евтеев, говорит, если я шею на горке сверну, он как без рук останется. Чудит старый, Захар Евграфович покачал головой. Дуй на горку, только шею не сверни. Евтеев исчез как растаял. Захар Евграфович усмехнулся ему вслед и пошел в контору к Агапову, заранее приготовившись, что ничего доброго старик ему не скажет, не баловал он в последнее время хозяина хорошими новостями. Так оно и оказалось. Агапов сидел на своей коляске у стола, на столе перед ним стояла большая тарелка с высокой стопой блинов, в стеклянных вазочках, мед и варенье. Старик снял верхний блин со стопы, обмакнул в мед и с умильной улыбочкой, ехидничая, протянул Луканину. Сладенького не желаете, Захар Евграфович? Скушайте, сделайте одолженицы, коли милому устарался человек. Да и новость мою, которую скажу, заодно зажуете. Неважная новостишка, никуда не годная. Говори. Захар Евграфович нахмурился. Не любил он, когда старик начинал ломать комедию. Говорю, посерьезнел Агапов и положил свернутый блин с медом прямо на стол. Вчера в участке Савелий помер, тот мужичок, которого Цезарь из-за кряжа посылал. Кашки пожевал и приставился. Чуешь? А теперь дальше слушай. Два дня назад Акараков из Белоярска уехал, сказал, что по служебной надобности в губернию вызывают. Вот и получается. Хозяин из дома, мыши в пляс. А теперь соображай. Савелия. Савелия на тот свет отправили, нашему сидельцу кто-то выдергу в окно просунул, Данилу умыкнули, никаких следов нету, исправник по начальству ездит, а может в город веселиться отправился. Руки-то у Цезаря длинные оказались, тянется он ими к нам. А ты, Захар Евграфович, взял бы и выложила Каракову все карты, еще и слово дал, что без исправникова разрешения даже чихать не будешь. Хоть бы со мной посоветовался. Теперь картина такая. Сидим и ждем, когда очередную пакость нам сотворят. Самим надо за дело браться. Самим. Не верю я нашему исправнику, хоть зарежь меня. Не верю. На медне с дубовыми встречался, закинул удочку, и они кивнули. Если надежные людишки потребуются, предоставят. Я все сказал, Захар Евграфович. Какое твое решение будет? Прав был Агапов, будто затаенные мысли читал. Пожалел уже Захар Евграфович, что доверился Акаракову, отдал ему чертеж и бумажные копии. Одну, правда, себя оставил. А еще дал честное слово исправнику, что без совета с ним ничего предпринимать не будет. Сидел, ждал. Акараков больше не появился. Зато в участке помер Савелий, и помер, надо полагать, не своей смертью. И еще точила неугомонным червячком одна тревожная мысль. Кто Перегудову выдергу в окно просунул? Получается, что человек Цезаря совсем рядом, под носом, находится. Покумекой, покумекой, не дождавшись ответа, Агапов снова протянул свернутый блин Луканину. А блинчик-то скушай, знатный блинчик. Захар Евграфович сердито мотнул головой и вышел из коморки, не сказав ни слова. Да и не знал он, если руку на сердце положить и честно признаться, что ему следовало говорить. В кабинете достал бумажную копию чертежа, расстелил ее на столе и велел Якимычу позвать Козела Зелинского, чтобы еще раз посмотреть и точнее уяснить, где все-таки была обозначена эта самая лазня. Чтоб ей провалиться в тартарары. Йокимыч скоро вернулся, встал у порога и виновато опустил голову. Не может он, Захар Евграфович, своими ногами. Если только в охапке принести. Кого нести? Куда? Не сразу понял Луканин. Но этот козел. Тьфу ты. Пьяный он до изумления. И коли милый у него в пристяжке. Ни тяти, ни мамы, оба в стельку. Захар Евграфович вспыхнул, как порох от сердитой искры, и выскочил из кабинета. Йокимыч, потешно семеня ногами, едва за ним поспевал. Увидели они, прибежав на кухню, замечательную картину. За большим столом, за которым обычно обедали луканинские работники, сидели теперь двое Козелы Зелинский, Леонид Арнольдович и Миловидов, Николай Васильевич. На столе красовались те же самые блины, два стакана и наполовину пустая стеклянная четверть. Говорили вы пивохи разом, друг друга не слушая. Да что там слушать, они, похоже, в упор и не видели друг друга. Настоящее кушанье должно таять во рту. Гремел на всю кухню Коля Милой. Хорошее кушанье жевать и грызть не требуется. Оно само в человеческое существо проходит, радует его и облагораживает. Человеком делает. Козелы Зелинский по-петушиному вздергивал лохматой головенкой, ручки его неугомонно порхали над столом, и тонкие, пронзительно режущие слух с крики никак не желали уступать громовому голосу Коля Милова. Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги. Все пировали, сердце услаждая на пиршестве общим. Внезапно он оборвал свою декламацию, сдернул с носа очочки, плюнул на них и, забыв протереть, вновь насадил на прежнее место. Вгляделся в пришедших и, отопырив указательный палец, выкинул правую ручку, вопрошая. «Сие видения физически существуют, или они бесплотны? Отзовитесь!» Коля Милый, продолжая греметь о настоящем кушанье, повел суровым взглядом, чуть повернув голову, в сторону порога, прервался, а затем хлестнул по столу кулаком и грозно рыкнул. «А вам, босики, наслаждение кушаньем недоступно. Брысь отсюда! Водки не нальем, самим мало!» «Я кому сказал, брысь! Чтоб духу не было!» С Якимычом от такой картины, от таких речей едва не приключилось подучее. Открывал рот, закрывал, но ни единого звука выдавить из себя не мог. Захар Евграфович, раздувая ноздри, уже шагнул к столу, готовый надавать оплеух обоим петухам, но вдруг остановился и неожиданно засмеялся. «Не это, дружочки, синяками от меня не отделаетесь. Я вам покажу видения, физические и бесплотные. Йокимыч, свистни пару ребят. И веревки пусть захватят». Йокимыч, так и не обретя дара речи, задом выпятился из кухни. Вернулся с двумя работниками, которые выслушали хозяина, дружно хохотнули и проворно взялись исполнять порученное дело. Два собутыльника со связанными ногами были доставлены в дальний угол конюшни, уложены на жесткие объеди, а сам угол работники быстро и сноровисто заколотили досками. «Внахлёст ещё планки прибейте», — самолично проверял работу Захар Евграфович, чтобы ни одной щёлочки не осталось. Работники и планки прибили. Так плотно и ладно подогнали, что в огороженном углу конюшни установилась кромешная темнота. Ни Козел и Зелинский, ни Коли Милой ничего этого не видели и не слышали. Они безмятежно спали, один громко всхрапывая, а другой тоненько присвистывая носом. Зато пробуждение их было небезмятежным. Первым очнулся Козел и Зелинский. Ничего не понимая, где он и что с ним. Зайлозил ручками вокруг и наткнулся на чьё-то тело, толкнул его, но тело не отозвалось. Попытался вскочить на ноги, но ноги были связаны. Тогда он перевернулся, выставил раскрытую ладонь, но она везде нащупывала сплошную стену. А вокруг была непроницаемая темнота. Густая, вязкая, пугающая до озноба. Остатки хмеля вылетели. В груди возревал отчаянный крик, но Козел и Зелинский всеми силами пытался его сдержать. Снова пополз, нашарил безмолвное тело и принялся его трясти. Тело долго не отзывалось на его усилия, наконец хрипло выругалось. Отстань, сучья семя. Я. Я. Эй, где я? Ты кто? Где я? Они еще долго орали в темноте, допытываясь друг у друга, кто они такие и в каком месте оказались. Луканинские работники, набившиеся в конюшню, только что по полу не катались, едва сдерживая хохот, стараясь не подать голосов и не нарушить тишину. А Козел и Зелинский и Коля Милой, окончательно протрезвев, заревели уже на взрыд. Колотились в стены и в доски, ползали в темноте по объедям в маленьком пространстве и от страха теряли головы. Коля Милому показалось, что они в могиле, и он, надрываясь, заблажил. Я живой. Живой. Меня зовут Николай Миловидов. Я не помирал. Я тоже не помирал. Я Козел и Зелинский. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта затея, если бы не вмешалась, прибежав на конюшню Ксения Евграфовна. Велела отбить доски и выпустить несчастных петухов на свет Божий. После выговаривала брату, что шутить таким образом над людьми и наказывать их непозволительно. Но Захар Евграфович, забывший обо всех своих неурядицах, в ответ только хохотал, да слез, и время от времени вскрикивал. Я не помирал. Я не помирал. Масленица на дворе стояла, самое время веселиться. Шестнадцать. А вот исправнику Акаракову было не до смеха. Он горбился над махоньким костерком, грел над шатающимся огнем ладони и настороженно слушал тягучий, тоскливый вой волков. Выли они совсем недалеко, на краю высокого ельника, никак не насмеливаясь выбраться на чистое пространство, тянувшееся до трех старых кедров, под которыми Акараков остановился на ночлег. Возле костерка стояли широкие крестьянские сани с разброшенными на стороны оглоблями, к саням был привязан конь. Он беспокойно дергался от волчьих голосов, прядал ушами, косил широким глазом, в котором отражался зыбкий огонек костра. Акараков подживил опадающее пламя сушняком, вытянул ноги и удобнее уложил на коленях винтовку. Подремать бы сейчас после долгой дороги и тряской езды по неудобью, набраться силы на следующий день, но волчь его и тянулся, не иссякая, как бесконечная нить. Приходилось бодрствовать, да и за конем догляд требовался, неровен час, оторвется и кинется со страху, куда ноги понесут. Можно было коня запрячь в сане и отъехать на другое место, но волки тогда потянутся следом и все равно не дадут покоя. Лучше уж не трогаться, до утра дождаться. И Акараков терпеливо ждал, перемогая наваливающийся на него сон. Вот уже четвертые сутки пошли, как выехал он из Белоярска, известив всех о том, что отбывает в губернский город по казенной надобности. Но дальше вшивой горке не уехал. Свернул в тайгу, добрался до укромной заимки, где сидел у него верный человек. Оставил там тройку с резной кашовкой, грозную свою форму и тронулся в дальнейший путь в таком виде, что встреть его знакомые, не признали бы. На простых крестьянских санях, в задке которых увязаны были какие-то мешки и мешочки, сидел деревенский дядька в рыжем малахая, истерханном полушубке и правил незавидным конюшкой, время от времени лениво пошевеливая его стареньким бичом. Хотя конюшка в этом не нуждался. Несмотря на свой неказистый вид, оказался он выносливым и ходким. Волчь его и оборвался внезапно, как срезанный. В наступившей тишине послышался треск пламени в костерке и тяжелый вздох притомившегося коня. А Караков, не поднимаясь с саней, протянул руку, погладил его по ноге, и конь благодарно замотал головой. Теперь можно было и подремать. Но едва только начали синеть предрассветные сумерки, а Караков вскинулся, накидал снегу на остывшее кострище, чтобы оно не маячило черным пятном, быстро запряг коня, и тот бодро потянул сани по льду талой. Еще вчера с полудня, выбравшись к реке, а Караков теперь с нее никуда не сворачивал. Был у него на это свой расчет, в котором он, таясь от самого себя, очень боялся ошибиться. Тогда вся затея, псу под хвост. Весь день пробирался по льду, к вечеру уже потерял всякую надежду и когда увидел в наползающих сумерках, что вливается в реку неширокий, но совершенно прямой приток, тоже покрытый неровными буграми льда, даже не обрадовался. Бросил коню охапку сена, сам, голодный, прилег в санях и уснул чутким сном, который до утра ничто не нарушило. Дальше он уже ехал по притоку. Изредка доставал кожаный чертеж, мельком вглядывался в него, хмыкал и торопил коня. Приближаясь, вырастал в своих размерах, все резче врезаясь в голубое небо белым обрезом, кедровый кряш. Но никаких двух вершин не было. Почти ровный, чуть изгибистый полосой тянулся кряш. Сбил с толку, чудо гороховое, ругнулся о Караков, вспоминая догадку козела Зелинского о том, что два излома на чертеже обозначают гору с двумя макушками, а я, дурак, еще похвалил его. И вот приток кончился. Застывшее его русло, по которому расползалась наледь, уперлось в подножье кряжа и вздыбилось вверх мощными ледяными торосами. С огромной высоты, через три перепада, летом здесь обрушивался вниз водопад. Теперь он был скован льдом, и только понизу по невидимым щелям, струилась вода, от чего и образовывалась наледь. А Караков свернул с притока на берег, остановил коня, прихватил из саней винтовку и подошел к торосам почти вплотную. Крутым изгибом заледенелая водяная громада высилась над ним неприступно. И все попытки разгадать чертеж и собственное его. А Каракова, догадка, что прямая линия может обозначать речку или ручей, ради чего он и тащился сюда несколько суток. Все сейчас показалось до обидного смешным и глупым. Он постоял, запрокинув голову, полюбовался на недосягаемый белый обрез кряжи и тяжело, разом ощутив усталость, побрел к саням. Надо было возвращаться домой с дыркой от бублика. А Караков завернул коня, отогнал его на маленькую полянку, окруженную густо растущими кривыми сосенками, распряг и принялся разводить костер, достав из мешочка заранее припасенную сухую бересту, тщательно, с умом готовился исправник в дальнюю поездку. Только вот хлопоты его и старания оказались напрасными. Да, милый друг, из дуги оглоблю не выстрогаешь, а Караков задумчиво рвал сильными руками бересту на тонкие ленточки и морщился, а из догадок. Из догадок твоих одна маэта получается. Поднял голову и обомлел. А в следующее мгновение с непостижимой для его большого тела проворностью выдернул из саней винтовку, скинул полушубок. И под ним, на ремне, оказались у него две кобуры с револьверами. В несколько прыжков, а Караков ушел в сторону от саней и коня, в глубину кривых сосенок, и втиснулся в снег, почти скрывшись даже для зоркого глаза. Сам же он имел полный обзор. И смотрел, не отрываясь, все видя и замечая, не веря тому, что видел, хотелось встряхнуть головой и проморгаться. Не примерещилось ли? Нет, не померещилось, зрение у исправника было доброе. Там, где ледяной торос, круто загибаясь выпуклым боком, доставал до редких и жиденьких кустиков, цеплявшихся в расщелины у подножия кряжа, будто из самого льда, высунулась конская голова, затем, напрягаясь в усилии, шея, и, наконец, словно продравшись через преграду, выскочил ладный конь вороной масти. Конь был оседлан, но седло у него болталось под брюхом, а длинный повод волочился по земле. А Караков, не шевелясь, затаив дыхание, напряженно ждал. Что будет дальше? Конь, встряхивая гривой, скользя копытами по наледи, вышел на берег и остановился. Постоял, понюхал снег под ногами и стронулся с места неторопким шагом, наискосок пересекая открытую береговую полосу и целясь к кривым сосенкам, за которыми укрылся А Караков и стоял возле саней его распряженный конь. Из-за тороса больше никто не появлялся. Ну а Караков продолжал лежать, не обнаруживая себя ни одним движением. Выдержку он имел железную и, как человек бывалый, хорошо знал. Главное сейчас не спешить. Иначе можно все дело порушить. Лежал он долго. Подмерз, но терпел. Конь, продолжая волочить по снегу повод, пробрался между сосенками, достиг в один прискок саней и начал хватать сено, видно было, что наголодалась животина. Конь А Каракова, удивленный неожиданно появившимся помощником по корму, пятился и косил круглым глазом. Откуда тебя принесло? А Караков, окончательно окоченевший, не выпуская из глаз края ледяного тороса, ползком вернулся к саням и снарядился. За спину закинул винтовку, на палку, подвернувшуюся под руку, намотал сухой бересты, проверил спички, вытащив один револьвер из кобуры, тронулся к ледяной глыбе, к тому месту, из которого выбрался конь. Когда подошел вплотную, почти носом упершись в сверкающий под солнцем лед, чуть припорошенный снегом, понял дивный секрет, сотворенный самой природой. Застывший под морозами водопад, падавший из крутого, чуть нависшего выступа, образовал между льдом и каменной стеной узкий лаз, выше человеческого роста. А Караков пробрался по нему едва ли не до середины, и перед ним, после мудреного изгиба стены, в двух шагах стоять будешь и не догадаешься. Открылась округлая горловина в пещеру. Помедлил, набираясь духа, прислушался и шагнул в темноту. Сделал несколько шагов и снова прислушался. Тишина. Только хрустально струилась через протоки во льду вода, вырываясь затем на волю. А Караков достал спички, запалил бересту. Ярко вспыхнувший огонь разорвал темноту, бросил шатающиеся отблески на стены пещеры и на ее свод, изломанные острыми гранями, точно такими же, только перевернутыми вниз острием, какие были указаны на чертеже. Вот тебе и лазни, вот тебе и бани, вот тебе и две вершины, совершенно спокойно, не испытывая радости, подумал А Караков. Яснее ясного. Чтобы проникнуть сюда под рушащимся сверху водопадом, надо было крепко вымокнуть. А зимой, когда водопад сковывало льдом, надо было еще умудриться и пролезть через узкий лаз. Короткий, испуганный стон заставила Каракова шарахнуться к стене. Прижавшись к ребристому камню, положил, подальше от себя, палку с горящей берестой и сдвинулся в сторону, иначе освещенный факелом представлял бы собой хорошую мишень. Стон повторился. Снова короткий, похожий на вскрик. А Караков взвел курки револьверов и двинулся вперед. Глаза привыкли к темноте, за спиной качался зыбкий свет догорающей бересты, и ему удалось разглядеть в полутьме ничком свернувшегося человека. Быстро наугад обшарил его. Оружия не было, только угодил голыми пальцами в липкую густоту и сразу догадался, что это кровь. Береста догорела, и неизвестного человека Акаракову пришлось вытаскивать из пещеры в полной темноте. Он безвольно обвисал в его руках и продолжал стонать, словно извещал, что еще жив и просит о помощи. Выбравшись из пещеры, Акараков доволок его до кривых сосенок, уложил на сани и разглядел. Из небольшой черной бородки проступало молодое, красивое лицо, белое, без единой кровинки, будто оно вырублено было из холодного камня. Но темные ресницы вздрагивали и показывали, что в теле еще теплится жизнь. Толстая штанина на правой ноге, подстывая, коробилась насквозь пропитанная кровью. Акараков распорол ее, на бедре сочилась сквозная рана. Он ремнем перетянул ногу, чтобы остановить кровь, саму рану перемотал бинтом, который тоже был у него припасен, накрыл раненого теплой кошмой, также имевшейся в его хозяйстве, и глянул в сторону ледяных торосов. Пожалуй, и хватит. Дальше соваться не следует. Баня, она и угарной бывает. Решив так, Акараков торопливо принялся запрягать своего коня, а Воронова, сняв с него седло, привязал за повод к затку саней. Огляделся, не осталось ли каких слишком заметных следов. И щелкнул вожами, не забывая оборачиваться на торосы. Но там было пусто. Кого же это я добыл? Гадал Акараков, поторапливая коня. Только в Белоярске узнал он, что привез из дальней своей поездки Василия Перегудова. Семнадцать. Трое долгих суток под неустанным доглядом Белоярского доктора Гряднева обретался Перегудов в тяжелом полубреду, который мучил его после большой потери крови. Иногда, открывая глаза, он видел перед собой доктора и даже слышал, не различая слов, его голос, сердитый и торопливый, но сразу же и проваливался, как в яму, в странное видение. Узкая проселочная дорога, бесконечно длинная, уходящая пологими зигзагами к самому горизонту, где гаснет, закатываясь за край земли, солнца. Он идет по этой дороге и понимает, что до горизонта ему не дойти. Падает в отчаянии в теплую пыль, задыхается от нее и вырывается в явь. Снова видит доктора, слышит его голос, и снова тянется бесконечный проселок. А солнце никак не может исчезнуть за линией горизонта. На четвертые сутки он увидел, что огненное осветило не закатывается, а поднимается над землей, все выше стремясь в зенит небесного свода, и вдруг лопнуло со стеклянным, рассыпающимся звоном, и сердитый голос отчетливо донесся до его слуха. Вот старый дурень, что же у тебя из рук-то все валится? Доктор Гриднев, оказывается, разговаривал сам с собой и сам же себя ругал, что выронил стакан с чаем, и тот, грохнувшись о половицу, разлетелся в дребезги. В глазах у Перегудова прояснило, и он увидел, что лежит в маленькой комнатке с чисто выбеленными стенами, а посреди комнатки стоит пожилой человек с седыми обвислыми усами и покачивает головой, продолжая сердито ворчать. Старость она, конечно, не в радость, но не до такой же степени, чтобы чай на штаны выливать. Тут он перевел взгляд на Перегудова, встрепенулся и кинулся к кровати. Под подошвами его ботинок захрустела стеклянная крошева. Широкая и мягкая ладонь доктора легла на лоб Перегудову, и голосом, теперь уже совсем несердитым, он спросил. Что, Орелик, прилетел из дальних стран? Какие там дивы видел? Дорогу видел, тихим, едва шелестящим шепотом отозвался Перегудов, передохнул и добавил. И солнце еще. Сначала оно закатывалось, а затем поднялось. Ну и ладно, легко согласился доктор Гриднев, пусть оно себе закатывается, пусть оно вздымается с утренней зарей, а мы теперь будем выздоравливать. И он, ловко приподняв голову Перегудову, стал поить его противной микстурой, заставляя глотать ее не торопясь, мелкими глоточками. Напоив заверил, что ничего страшного теперь уже нет, и скоро его подопечный поднимется на ноги. Правда, ходить на первых порах придется с помощью костылей. Перегудов, слушая его, хотел вспомнить, как он попал в эту маленькую, старательно выбеленную комнатку, но вспомнить ничего не мог и пытался лихорадочно уяснить. Что о нем знают здесь, какая опасность ему грозит? Хотел спросить об этом у доктора, но тот закрыл ему рот ладонью и остановил. Бормотать, орелик, тебе рано. Вот оклемаешься, хоть заговорись. А пока молчи. И спи. Оклемался Перегудов скоро. Не прошло и недели, как он окончательно пришел в себя, а Креп стал присаживаться на кровати и ел все подряд, до блеска вычищая чашки кусочками хлеба. Сиделка, которая приносила еду, глядела на него и горестно вздыхала. Все попытки разговорить эту сиделку или доктора, выяснить, каким образом он здесь оказался. Закончились ничем. И сиделка, и доктор молчали, делая вид, что плохо слышат и даже не понимают, чего больной желает от них узнать. На исходе недели в комнатке появился окороков, при полном форменном параде. Даже в фуражке. По-хозяйски поставил стул возле кровати, удобно уселся на нем, закинув ногу на ногу, и зарокотал мощным басом без всяких предисловий. Теперь, парень, ты на меня всю оставшуюся жизнь должен молиться. Если бы не я, отдыхал бы ты в светлых кущах на том свете. Надеюсь, что в знак благодарности все мне и расскажешь. И про Цезаря, и кто выдергу в окно подсунул, и кто подстрелил тебя, и как ты в пещере оказался. Голова болит, я спать хочу, сказав это, Перегудов закрыл глаза. Не волить не буду, подреми, разрешила Караков, только учти. В этот раз тебе сбежать не удастся. Времени я тебе даю на раздумье до завтрашнего дня. Перегудов долго лежал, не открывая глаз, и сам не заметил, как уснул. Во сне ему виделась все та же полевая дорога, закатное солнце, но он уже не падал в мягкую пыль, не задыхался от нее, а шел без всякой усталости, но все равно знал, что до горизонта ему не добраться. С этой мыслью и проснулся, уже в середине ночи, в полной темноте, и горько усмехнулся, подумав. Вот она когда отрыгнулась, дорога чертова. Надо же было на нее угодить. И солнце светило. Закатное солнце висело над самой землей. Край неба был краснокаленого, зловещего цвета, словно гигантский разрез, сделанный острым ножом по светло-синему бархату. Стояла в то лето великая жара, земля высохла до мелкой, сыпучей пыли, листья на деревьях скукоживались и опадали, а дождей не было с ранней весны. Трава на взгорках высохла и пожелтела. Небо по ночам распарывали молнии, но гром после них не гремел, и от тишины, от ослепляющих белых вспышек становилось жутко, как перед неминуемой бедой. Василий Перегудов брел по пустынной дороге, по горячему песку, обжигал подошвы босых ног, смотрел на красный закат и не знал, куда он идет и где он находится. В рваной рубахе и в старых штанах, с непокрытой головой и с рассеченной губой, вот в каком наряде и обличье выбросили его в голую выжженную степь прямо из мягкой постели. Даже когда он шел на поселение в Сибирь, вчерашний московский студент, наказанный за печатание вредных прокламаций, не испытывал столь гнетущего отчаяния, какое овладело им здесь в степи под палящим солнцем. А ведь так славно завершалась его сибирская ссылка в далеком степном селе обширной губернии. Заехал в село по случаю известный в округе солепромышленник Алексей Алексеевич Афиногенов, познакомился с Ассыльным и предложил поработать у него, очень он нуждался в грамотном и толковом человеке, который мог бы вести бумажные дела. Перегудов подумал и дал согласие. Деньги, рассуждал он, после ссылки ему крайне понадобятся, а вознаграждение за службу Афиногенов обещал немалое, так что провести еще несколько месяцев на соляных промыслах, можно сказать, на полной свободе, дело не такое уж обременительное. Промысел у Афиногенова был поставлен широко, основательно, в летний сезон до 300 рабочих добывали соль на дальних степных озерах. Вот между этими озерами и курсировал Перегудов, ведя учет добытой соли и заполняя бумаги. Трудился на совесть, спал урывками, осунулся и похудел, высох под палящим солнцем, и, казалось, сам просолился до легкого звона. Афиногенов, видя такое старание, повысил ему жалование, дал неделю на отдых и привез к себе в дом, отдыхай, парень, заслужил. Перегудов напарился в бане, выспался и огляделся. Огромный дом с большущим хозяйством, с работниками, с конюхами и с собственным выездом, на широкую ногу жил Афиногенов. Но, пожалуй, главным украшением во всем этом большом поместье была молодая жена хозяина. Схоронив свою первую жену, Афиногенов, старик еще охочий до сладкого, женился во второй раз, будто лазоревый цветок сорвал. Ленушка, как он ее называл, и впрямь напоминала в своем юном возрасте только что распустившийся цветок. Перегудов, когда увидел ее в первый раз, даже задохнулся, словно ему воздуха не стало хватать. Истасковавшийся за годы ссылки без женской ласки, он будто умом тронулся. И не видел уже ничего вокруг, только ее, Ленушку. А много ли надо умения, чтобы сбить с толку молодую, здоровую женщину, вынужденную делить супружеское ложе со стариком? Двух дней хватило Ленушке и Перегудову на короткие взгляды и недолгие, такие же короткие, разговоры. И в первый же отъезд хозяина оказался Перегудов в спальне, из которой не выходил целые сутки. Там и застал молодых любовников, внезапно вернувшиеся домой Афиногенов. Не шумел, не ругался, слов зря не тратил, только отдал работникам короткое приказание, и они рьяно бросились его исполнять. Ленушку, сдернув с нее рубашонку, пороли вожами прямо в спальне, на той самой кровати, на которой она изменила законному мужу. С Перегудовым обошлись по-иному. Выволокли в ограду, встали кругом и взяли его на кулачки, не дозволяя даже упасть на землю. А когда вдоволь натешились, содрали с него одежду, нарядили в рваные штаны и в такую же рваную рубаху, завязали глаза и вывезли в степь, на глухую дорогу, где испихнули с коляски в горячую пыль, ступай, родимый, куда пожелаешь. Вот он и брел, обжигая подошвы босых ног. Раскаленное солнце кануло за край земли, но гигантский красный разрез на небе остался, и мелкая пыль, которую поднимал за собой Василий, окрашивалась в розовый цвет. Звон колокольчиков за спиной он различил не сразу. Показалось сначала, что чудится. Но нет, вот уже и стук колес слышится. Оглянулся, а на дороге, подкатывая к нему, тройка вороных коней, запряженных в маленькую и аккуратную, словно игрушечную коляску. Проскочив мимо, тройка остановилась, и Василий увидел, что сидит в коляске молодой, крепкий мужик с фронтоватыми усиками, а на облучке, управляясь с вожами, кучер, горбатый, с толстыми губами и маленькой, как у ребенка, головкой. Обернувшись, и седок, и кучер смотрели на Василия, не окликая его, и ждали, когда он подойдет. Поравнявшись с коляской, Василий ухватился за ее нагретый, горячий край и жалобно выдохнул. Довезите ради Христа хоть куда-нибудь. «Залезай», — коротко сказал ему молодой усатый мужик и протянул сильную руку, помогая забраться в коляску. Вот так и свела судьба Василия Перегудова с Цезарем Белозеровым и главным его помощником Бориской. Они и повезли парня не куда-нибудь, а прямиком в иную жизнь, о которой он даже не помышлял. На следующий день, как и обещался, Акараков снова появился в комнатке, выпроводил сиделку с доктором Гридневым, подвинул ближе к кровати табуреткой и сел, широко расставив ноги в начищенных до зеркального блеска сапогах. Коротко спросил. «Говорить рассказывать будешь?» Василий отрицательно помотал головой, а затем добавил. «Не буду». Акараков сжал огромный кулачища, поднес его к самому лицу Перегудова и пообещал. «Если все не расскажешь, как на исповеди, я тебя зашибу. Рука у меня тяжелая». Сутки еще маялся Василий Перегудов в нелегких раздумьях. Понимал он прекрасно, что деваться ему некуда, что убежать в этот раз не удастся. А Акараков угрозу свою обязательно исполнит. Глазом не моргнет. Никто здесь исправнику не указ. Изувечит нутро, отобьет, а после скажет, что так и было. И до суда не дотянуть. Куда ни кинь, везде острый клин вылезает. А жить хотелось, пусть и в неволе, пусть в тюремном замке или даже на каторге. Просто жить. Чувство это захлестывало его, а выздоравливающее тело, наливая силой и радостью, диктовало безмолвно и настойчиво. Жить, жить, жить. Василий приподнялся на кровати, уселся, положив под спину подушку, бросил из-под лобья взгляд на Акаракова и отвернулся. Хрипло спросил. О чем услышать желаете? Да обо всем, живо отозвался Акараков, а для начала поведай мне. Где и каким образом встретились вы с господином Белозеровым? Где встретились? На дороге. Хозяин, у которого на соляном промысле служил, вывез в степь и бросил, а Цезарь ехал мимо и подобрал. Шайка у него уже была к тому времени? Нет, они вдвоем тогда были с Бориской. Кто таков? Из попов бывших, растриженный. Фамилию не знаю, только имя Бориска. Правая рука у Цезаря, он без совета с ним ничего не предпринимает. Больше о нем сказать не могу. Цезарь сразу предупредил. О прошлом не спрашивать и не любопытствовать. Не спрашивать и не любопытствовать. Значит, о Цезаре, кто он такой и откуда, ты тоже ничего не ведаешь? Совершенно верно. Ладно. О Цезаре ты не знаешь, а Бориске не знаешь. А про делишки, которые вы делали, ведаешь? Когда за кряж перебрались и кто вас провел? Проход через кряж Бориска знал, он и провел. Тогда нас уже 12 человек было. Сразу же начали строиться. Пригнали лошадей, скотину. Бориска оставался за старшего, а мы с Цезарем ездили в губернский город. И высматривали, кого бы облапошить. Например, сестру господина Луканина. Чья задумка была? Цезаря? Да, он надеялся выманить у Луканина пароходы. Зачем вам пароходы? Пиратский флаг повесить и плоскодонки грабить. Не знаю. Про пиратский флаг разговора не было, мы же не ребятишки. Пароходы нужны Цезарю для какой-то его задумки, но он об этом не говорил. Странная штука получается. Цезарь ничего не говорил, ни о чем не рассказывал, а вы ему подчинялись. Чем он вас так сладко ублажал? Он обещал, что скоро свершится большое дело, ради которого он всех собрал, и все будут богатыми. Ему верят. Он умеет так сказать, что не хочешь, а поверишь. Сколько сейчас человек за кедровым кряжем? 32, но в скором времени будет больше. Цезарь постоянно набирает охочих людей. И мужичка Савелия послал сюда для этих целей. Да. Выход из пещеры охраняется. Раньше не охранялся, теперь, не знаю. Зачем карты стали рисовать? Для кого они потребовались? Цезарь говорил, что скоро в долину придет много людей, им нужны будут карты. А чертеж мы отобрали у староверов. Ну а теперь расскажи, кто тебя из Луканинского плена выручил и кто подстрелил. У Цезаря есть в городе верные люди. Кто они, я не знаю. Ночью никто не назвался, я услышал только, что стекло в окошке звякнуло. Подошел, выдерга. И больше ни одного звука не слышал. А подстрелил меня мужик, у которого я лошадью вел. Выбрался за город, ночами по дороге шел, днями в лесу отсиживался. Возле деревни какой-то стал к вечеру на дорогу выбираться, смотрю. Лошадь под седлом стоит, а мужик под кустом нужду справляет. Я и рискнул. Только мужичок проворный оказался. И штаны успел натянуть, и пальнул вдогонку. Я думал, что вытерплю, да сил не хватило. Как до пещеры добрался, помню, а дальше, мрак. Да, полный мрак, с мужичками-то. Савелия у меня прямо в участке отравили. Как думаешь, чьих рук дело? Думал, что тех же самых, которые мне выдергу подсунули. Верно думаешь. Ладно, на сегодня хватит. Выздоравливай, там поглядим. А Караков поднялся с табуретки, выпрямился во весь свой высокий рост и шагнул к дверям, но Перегудов остановил его. Подождите, вопрос имеется. А меня не отравят? А Караков обернулся, внимательно посмотрел на Перегудову и негромко, утешив свой ракочущий голос, произнес. Постараюсь, чтобы не отравили. А еще постараюсь, чтобы ты не убежал. Мы с тобой разговоры говорить не закончили. Девятнадцать. Вечером, когда в доме никого не оказалось, отец с матерью и братья управлялись по хозяйству на улице. Анна отняла от груди сынишку, которого нарекли посвятцем Алексеем, уложила его в люльку и воровато скользнула к печке. Наотмашь отмахнула заслонку трубы и услышала, как в печном внутри гулка ухают порывы ветра. Оперлась руками, а теплый еще шесток, подняла голову, заглядывая в темный зев, украшенный сажей и беспросветно черный, тонким, тоскующим вскриком, позвала. Данюшка. Гудел в ответ ветер, будто шумно вздыхало над крышей огромное существо. Данюшка. Родной, отзовись, где ты? Слышишь ли меня? Подай знак. Напряглась, прислушиваясь до звона в ушах, но доносились до ее слуха только глухие вздохи, тешился, проскакивая над крышей, резвый, упругий весенний ветер. Не дождавшись ответа, Анна снова и снова звала Данилу, рассказывала ему, какой баскою родился у них Алексей, как он гулит, а еще рассказывала о том, что сама она извелась и истосковалась до края, нет ей ни дня, ни ночи, темно в глазах. И вскрикивала, саму себя обрывая. Данюшка. Стукнули двери в сенях, и Анна, закрыв заслонку, метнулась к люльке. Звать Данилу в трубу научила ее Митрофановна. Говорила, что примета эта верная, только голосить надо, когда в избе никого нет. Вот Анна и выгадывала редкие минуты, голосила. Да все напрасно. Ни слуху, ни духу, никакой весточки от Данилы не явилось. С улицы, глухотопая старыми подшитыми валенками, пришел Артемий Семенович. Кряхтел, раздеваясь и стаскивая валенки, покашливал, но когда услышал, что заплакал внук, затих. Долго сидел на лавке, опустив кудрявую голову, думал. Было о чем подумать. Дав слово Луканину и согласившись приглядывать за строительством постоялого двора, Артемий Семенович обещание свое строго выполнял и с рук плотники уже подвели под стропила. Теперь требовалось пилить тез и крыть крышу. Дом получался крепкий, просторный, хоть на телеге по нему катайся. Но эти дела, связанные со строительством, не слишком обременяли и нисколько не тревожили Артемия Семеновича. Совсем иная забота неотвязно томила душу. Видел он, как мучается Анна, как изводится она в тревоге за своего исчезнувшего мужа, но помочь не мог. Луканин давно уже не появлялся в Успенке, Егорка жировал у Митрофановны на сытных харчах и ни о чем, похоже, не печалился. А Данила продолжал пребывать за кедровым кряжем в руках у лихих людей, и как его оттуда вызволить, ума не приложишь. Жалея дочь, любуясь на внука, который уродился до удивления похожим на деда, даже кудряшки велись на головенке, Артемий Семенович и не заметил, как постепенно истаивала его прошлая злость и уступала место совсем другому чувству, напрочь, казалось бы, по забытой нежности. Даже о Даниле думал он теперь по-иному и больше уже не называл его сурозенком. Тятя прервала его раздумья Анна, я к Митрофановне хочу сходить, вдруг какая весточка подоспела. Сходи, если не терпится, отозвался Артемий Семенович, я посижу с Алёхой. Да мать там поторопи. Что она уснула? Ужинать пора. Анна, накинув платок на голову, торопливо вышла из дома, мигом добежала до избы Митрофановной на крыльце, нос к носу, столкнулась с йогуркой. Тот, по всей видимости, навострился на вечерку. Отпрянул в сторону, хотел проскользнуть мимо, но Анна цепко ухватила его за рукав, сверкая глазами, из которых только что сердитые искры не сыпались, злым шепотом, будто гвозди вбило. Жируешь кобель паршивый. Тебя для этого послали. Данила в неволе загинается, а ты харю наел, как у хомяка. Убью, гада. Возьму ружье и ухлопаю. Егорка пятился перед таким напором, выдергивал рукав из крепко сомкнутых пальцев Анны и, пугаясь невольно, верил безоговорочно. Сунь сейчас ружье дури бабе, пальнет, не раздумывая, столько в ней было иступленной ненависти к нему. Ты чего, Анна, чего с коня упала? Заюлил Егорка, по-прежнему пытаясь высвободить рукав, но она держала его крепко, я-то причем, я его не умыкал. Эх ты, дерьмо на палочке. Анна расцепила пальцы и так пихнула Егорку в грудь, что он чуть не загремел с крыльца, едва-едва на ногах удержался. Спрыгнул, минуя все ступеньки, на землю и шмыгнул в калитку, исчез, будто его корова языком слезнула. Анна постояла перед закрытой дверью, хорошо понимая, что Митрофановна никакой весточки о Даниле не скажет, что будет лишь охоть и ахоть досоветовать. Ты, девка, надежду не теряй, молись хорошенько, зови его, явится. Постояла, повернулась и пошла прочь. Клочихины, когда она вернулась, садились ужинать. Анна присела вместе со всеми за стол, взяла ложку и, хлебая натомившееся в печище, даже не замечала, что по лицу у нее текут и капают на столешницу крупные слезы. Глядя на нее, все остальные смущенно молчали и ели в абсолютной тишине, словно на поминках. После ужина без разговоров улеглись спать. За ночь Анна несколько раз вставала, тетешка лоплачущего Алексея, а когда он успокоенно и засыпал, она долго еще не могла сомкнуть глаз, все прислушивалось к порывам ветра, который буйно разгуливал за стеной. И шептала, почти не размыкая губ, чтобы домашние не услышали. Встаю я, раба Божия Анна, перед дымным окном, и прошу я вас, двенадцать братцев, ветра ветрущие, вихоря вихорющие, северные и восточные, западные и полуденные, малые юноши, прошу я вас разыскать раба Божьего Данилу и унести ему тоску мою тоскучую, горе мое горючее, чтобы из ума он меня не выпускал. Упатите, мои слова, в ретевое сердце, в горячую кровь, в ясные очи, в белые зубы. Если только слова мои на землю упадут, земля выгорай, а на лес, ветром шибай. Она сама не замечала, что переставляет и путает слова в заговоре, да и не важны были ей сами слова, она докричаться хотела, вырваться, пусть и мысленно под ветер, свистящий на улице, и устремиться вместе с ним в неведомое место, где пребывал Данила. Данюшка. Отзовись. Безмолвно взывала Анна в ночную темноту. Ответа ей не было. Двадцать. Но Данила слышал ее голос. Он звучал у него в памяти так явственно, словно она стояла рядом. И пока звучал голос Анны, силы не оставляли. Данила упорно налегал на постромке, с хрустом проламывал ногами снежную корку, волочил за собой длинные санки, на которых лежал завернутый в грязную холстину и обмотанный веревками труп Никифора. Следом, по протоптанному целику, неспешно брели Ванька Петля и Колумб. Синие тени все длиннее вытягивались по нетронутому насту, тащили за собой робкие сумерки, и только макушка дальней горы, за которую закатилось солнце, продолжала розово светиться. Небесный склон от этого свечения казался совсем темным, словно уже наступила ночь. Данила косил глазом на макушку горы и горько жалел, словно малый ребенок, что нет у него крыльев, взлетел бы сейчас над проклятой этой долиной, перемахнул через кряж, прямиком назовущий голос Анны и оказался бы в Успенке, которая представлялась отсюда самым лучшим на Земле местом. Дернулся рывком вперед, нога соскользнула, и он, не удержав равновесия, медленно и неуклюже завалился на бок, запутавшись в пастромках. «Эй, чего развалился?» Сразу зашумел Ванька Петля. «Не у бабы на перине!» «Вставай!» Данила освободился от пастромок, отбросил их в сторону и перевернулся на спину. Отозвался со злостью. «Не ори!» «Дай дух переведу!» Ванька снова закричал и даже побрел по снегу, намереваясь пинками поднять Данилу, но Колумб его остановил. «Погоди, сам встанет!» «И мы передохнем!» «Вон до тех кедров дотянем, и шабаш!» Отдышались, поднялись и медленно потащились дальше, к каменной гряде, у подножия которой щетинился острыми верхушками густой кедрач. В нем, забравшись поглубже, остановились на ночлег. Пока расчищали место для костра, пока рубили хворост, пока варили в котелке болтушку, сумерки переплавились в темноту, и она плотно встала за стволами деревьев. Макушка дальней горы погасла, на небе ярко проклюнулись первые звезды. Данила прилег на лапник, скрючился, подтянув к животу ноги, и сразу уснул, не дождавшись скудного ужина, как в яму провалился. Пробудился столь же внезапно, словно его в бок толкнули. Вскинулся, подняв голову и увидел над собой млечный путь. Рассыпая звездную пыль, он уходил в неведомые дали и выси, разделяя небо на две неравные половины. Медленно и величаво плыла луна. Неверный крадущийся свет заливал темный кедрач. Данила пошевелился на холодном лапнике, и в тот же миг колун открыл глаза, тоже вскинулся со своего хвойного лежбища, быстрым шепотом спросил. Чего шаришься? Дрыхни! А то свежу! Данила не отозвался. За последние дни, измотанный долгим переходом, он потерял страх и опаску перед своими охранниками. Молчал, когда они на него орали, или со злостью огрызался, хотя знал всякий раз, что отыграются на нем пинками и тумаками. Здесь, за пределами разбойничьего лагеря, на воле, пусть и под охраной, Данила как будто выпрямился. Отвердел своими чувствами и больше уже не впадал в безнадежное отчаяние, потому что пробудилась спокойная уверенность. Какие бы каверзы и несчастья на его голову не свалились, он все равно выберется из этого гиблого места, перехитрит Цезаря и охранников. Глаза у страха, конечно, велики, но и страх свои пределы имеет. Вот и Данила, укрепившись в своей решимости, думал теперь лишь об одном. Как ему выбраться из той клетки, пусть и невидимой, в которую посадил его Цезарь. Посадил, надо сказать, с изощренной, прямо-таки дьявольской жестокостью. Не зря у Данилы, когда он понял, что ему предстоит сделать, подсеклись колени. А сделать ему требовалось почти невозможное. Под присмотром Ваньки Петли и Колуна дотащить на санках труп Никифора до деревни Староверов, отдать этот труп старцу Евлампию и сказать ему, что предупреждению Цезаря он не внял, а раз так, пусть получает подарок в виде мертвого парня. И еще требовалось сказать, что если Староверы из долины не уберутся, всех их ждет безжалостная смерть. Сообщив это условие старцу Евлампию, да еще таким манером, чтобы все слышали, Данила должен вернуться обратно, в оговоренное место, где будут его ждать Ванька Петля и Колун, затем добраться вместе с ними до лагеря, и только тогда отправит его домой. А если вздумает он сбежать или у Староверов затаиться, то лучше об этом даже не помышлять. Цезарь прикажет доставить за кряш жену Данилы. Ребятки мои без баб наскучались, вот и потешатся, Цезарь посмеивался и кусал ноготь в мизинце. Тебя быстро притащили, жену твою еще быстрее вскач привезут. Поверил Данила в угрозу Цезаря и не поверил его словам, что будет отпущен домой. Понимал. Не выпустит Цезарь из-за кряжи человека, который столь долго пробыл за кряжем. Поэтому и не надеялся на добрый исход, не тешил себя несбыточными мечтами. Отправились в дальнюю дорогу пешими. Боялись, что лошади изранят ноги, а затвердевший наст. Вместо лошади оказался Данила, тащивший санки с трупом Никифора и пожитки, уложенные на эти же санки. Дорога, как он сразу догадался, Ваньке петлей ко луну была ведома. Шли уверенно и еще ни разу не заплутали. Зря старался Никифор, пересказывая не один раз, как добраться до деревни староверов. Не пригодились его старания. Синий купол над землей продолжал сиять искрящимся разнозвездиям, словно великий праздник или великое гуляние совершалось на недосягаемых небесах, вселяя успокоение и надежду в души тех, кто смотрел, забыв про сон, в бесконечность огромной ночи. Треснул в догорающем костре сучок, стрельнул в снег красным мигающим угольком, и тот зашипел едва слышно, но скоро погас и затих. Ни звука. Лишь язычки пламени взметывались, слабее, и опадали, бесшумно доедая последние остатки крупно нарубленного сухостоя. Утром, замерзнув у потухшего костра, поднялись рано. Ванька петля шумно, как бык, помочился на остывший пепел, запоясался, глянул на яркую стылую зарю, хрипло выговорил. Собирайте манатки, тронулись. Давай хоть чайку изладим, попытался остановить его колун. Некогда. До речки дойдем и сюда вернемся, тогда и чаи будем распивать. Ну а тебе, повернулся к Даниле, дальше своя дорога, к киржакам. Ждем тебя здесь. Помни, мужичок, какое у тебя условие имеется, про бабу свою помни. Теперь запрягайся, поехали. Данила натянул на плечи по стромке и побрел, не оглядываясь вперед. Наст, подстылый за ночь, захрустел под его ногами громко и весело. Двадцать один. Вздрагивающими руками развязал Мирон тугие узлы веревки, размотал холстину и долго, безотрывно смотрел на обезображенное до неузнаваемости лицо Никифора. Тяжело поднялся с колен, медленно, словно на руку навешана была неимоверная тяжесть. Осенил себя крестом и негромко, не оборачиваясь к мужикам, стоявшим у него за спиной, сказал. Приберите мученика Никифора. Тело покойного сняли с санок, понесли на руках, и в свежем воздухе явственно почувствовался запах тлена. Данила, обессилевший от последнего перехода, сидел прямо на снегу, по-стариковски сгорбившись и стащив с головы шапку. Волосы были мокрыми от пота, и над ним белесым облачком стоял пар. В глазах плыли цветные кругляши, и он почти ничего не видел перед собой. Вставай, Мирон встряхнул его за плечо, ступай за мной. Данила встал, покачиваясь, побрел, стараясь не дать себе слабины и не упасть. Привел его Мирон в ту же самую пустую избу, где проживал не так уж давно Егорка Костянкин. Полы в избе были до бела выскоблены и чисто вымыты, на широких половицах светились солнечные дорожки, падавшие из окон, а на лавке, вольно и по-хозяйски развалившись, лежал большой рыжий кот и щурил зеленые ленивые глаза. Данила обессиленно опустился на лавку, откинул голову к стене теплый, мирный дух обычного человеческого жилья показался после страшной избушки, где на стене был распятник кифор, невыразимо сладким и почти сказочным. Хотелось прилечь, вытянуть на лавке измученные, а деревенелые от усталости ноги уснуть, заспать все, что случилось с ним в последнее время, а затем, проснувшись, удостовериться. Не было никакой избушки Цезаря, Варнаков, ничего не было, привиделось жуткое наваждение, а дыр растаяло, как дым под ветром. Если бы так. Мирон присел рядом на лавку и долго молчал, искосо разглядывая Данилу. Не знал он сейчас, что ему делать. Поверить ли этому изможденному парню или не верить и бояться его, как вестника предстоящей беды. Теперь, заменив ушедшего в иной мир Евлампия, он словно пудовые вериги водрузил на свои плечи и жил с этой постоянной тяжестью, хорошо понимая, что легче не будет до конца дней. Как пастух, отвечающий за свое стадо, мечется в беспокойстве, когда слышит волчий вой, так и Мирон не находил себе места, получив угрозу от лихих людей, затаившихся на краю долины. В какую сторону ступить? Что придумать? Он решительно поднялся с лавки, пошел к порогу и, взявшись уже за ручку двери, сказал. Покормят тебя, в бане сводят, поспи, а после решать станем. Погоди, остановил его Данила, там, на улице, не стал говорить. Никифор незадолго до смерти наказал мне. Если я в лампе не поверит, скажи Мирону такие слова. За синим камнем ласточка спит, не выходили мы ее, а про кота никому не говорили. Мирон постоял, покачивая головой, и вышел. Слова, сказанные Данилой, прозвучали для него столь неожиданно, что он растерялся и не знал, как ответить на них. Заключалась в них давняя детская тайна двух неразлучных дружков. Увидели они, как добрался до ласточкиного гнезда серый кот и как успел он поранить ласточку, сидевшую на яйцах. Она вырвалась, упала вниз и отчаянно трепыхалась одним крылом, пытаясь взлететь. Ребятки подобрали птичку, поили ее с рук, кормили, но ласточка умерла, и они похоронили ее за синим камнем, даже крестик из двух прутиков на маленькой могилке поставили. А полосатого кота подкараулили и забили палками. Сотворив такое жестокое дело, испугались. Отношение к кошкам в деревне было любовное. Собак старовера не держали, чтобы они своим лаем потаенное селение не обозначили, а вот кошек холили и берегли. Родительское наказание, если дознаются, неминуемо. И решили ребятки молчать, никому не признаваться. После, когда уже выросли, пошучивали между собой. А вот пойду к Евлампию да расскажу, как ты кота замучил, будет тебе на орехе. Никто про это не мог знать, кроме них двоих. Значит, сигнал посылал Никифор. Не обманывает этот парень, чужой он среди лихих людей, подневольный. Доверится. Весь остаток дня, до самого вечера, терзался Мирон, не зная, какое принять решение. А вечером снова сидел на лавке рядом с Данилой, и тот, помывшийся в бане, поевший и поспавший, глядел веселее и обстоятельно рассказывал о лагере Варнаков. О порядках, какие там существуют. О том, какое условие поставил перед ним Цезарь, и что ждут его, в одном дневном переходе от деревни, Ванька Петля и Колум. Все рассказывал, ничего не утаивал. И Мирон ему поверил. Заодно укрепился в твердом своем желании выполнить наказ Евлампия. Прав был старец. С лихими людьми в долине мирного житья не будет. Придется кому-то уходить. А деревня со всем хозяйством, со стариками и малыми ребятишками, с домашней живностью, это тебе не шапка, которую нахлобучил на горькую голову и ступай, отыскивая новое потаенное место, голое, где все придется начинать с изного. Да и мысли такой не допускал Мирон, чтобы многолетние труды пустить прахом по ветру, подчиняясь злой воле незваных пришельцев. Долго сидели они с Данилой в пустой избе, и только рыжий кот, зевая и потягиваясь, слышал их речи. Рано утром по торному следу Данила отправился в обратный путь. Ванька, Петля и Колун встретили его с нескрываемым удивлением. Не ожидали, что обернется так скоро. Сразу приступили с расспросами, но Данила, угрюмо насупившись, отшил их. Пока Цезарю не доложусь, слова никому не скажу. А уж он волен будет, пересказывать вам или нет. В резном кресле Цезарь восседал в обличии генерала. Постукивал золочеными ножнами сабли по носку сапога, улыбался, и усики его, закрученные на концах колесиками, шевелились. За левым плечом у него, опираясь рукой о спинку кресла, стоял Бориско, распустив толстые губы, и сверлил Данилу маленькими, настороженными глазками. Время было позднее, ночь уже на дворе стояла, и в высоких подсвечниках горели свечи, ярко освещая просторную комнату и отражаясь шевелящимися огоньками в широких зеркалах. Неделю-другую, не меньше. Пойдут обозом, через проход. Пока снег совсем не растаял, хотят на санях проскочить. Еще просил препятствий не чинить, когда они двигаться станут. Избы свои не тронут и рушить не будут. Разумно, Цезарь отставил саблю и покусал на отопыренном мизинце ноготь. Разумно. Если ты верно сказал и не наврал мне, то я тебя отпущу. Как староверы уйдут отсюда, сразу и отпущу. А теперь ступай на место. Бориско скажи, чтобы браслеты больше не надевали на него. Заслужил. Ступай, ступай, чего встал, как пень. Понурив голову, Данила вышел. На крыльце замешкался, вытирая с олба холодный пот, а затем медленно побрел в свою избушку, где все еще властвовал невыветрившийся трупный запах. Следом за ним шел и ругался, неизвестно по какой причине, Ванька-петля. Закрыв с наружной стороны дверь избушки на засов, он еще раз, с коленцами и переборами, выругался и утихомирился. Только хрустящие шаги донеслись, но и они скоро стихли. Под толстыми половицами шабаршали, попискивали мыши. Данила долго не засыпал, слушая этот шумок, и думал лишь об одном. Прав он оказался, когда не поверил Цезарю, что тот выпустит его отсюда живым. Нет, не выпустит. В кухне было светло, как днем. Горели сразу три лампы. Йокимыч, удобно устроившись возле одной из них, держал перед собой новую, еще не растрепанную книжку и громко, придыхая от переживания, читал. Банка такая уютненькая, красивенькая, даже показалась мне маловатую, однако делать было нечего, как немала, да, может быть пользительно, и я с нетерпением вскрыл банку. Ужас наших дней, что я в ней увидел. В банке сидел вместо помады черт. Они си опросиньи охали, вздрагивали полными телесами, испуганно крестились, словно хвостатый и впрямь перед ними вылупился. Они давно бы уже убрались отсюда со страху, да побаивались Йокимыча. Он и осерчать мог, потому как не любил, чтобы нарушали его чтение хотя бы и малым движением. Коля милый старательно раскладывал пасьянс, вытягивал губы трубочкой, покачивал головой, и было непонятно. То ли удивляется он проделкам черта, то ли досадует, что пасьянс не сходится. Кухня была прибрана, чисто вымытая и жарко натоплена. За окнами буйствовал весенний ветер, свистел в голых ветках старого тополя, раскачивал И, и они протяжно, глухо скребли по крыше. Я сперва думал, мышь, продолжал читать Йокимыч, схватил за хвост, тащу, знаете, оттуда. Глядь, черт. Даже отороп взяла, да и досада, на первых порах, что вместо помады за полтинник черта приобрел. Которые путаются и так по свету во множестве, по сказаниям старух, задаром в услуги навязываются. Аксиньи и Апросиньи заохали громче и стали чаще креститься. Йокимыч оторвался от книги, стегнул их суровым взглядом, и они замерли. Даже телесами перестали колыхаться. В три погибели. Заорал вдруг громовым голосом Коли Милой, так заорал, что Йокимыч, Аниси и Апросиньев скинулись со своих мест, словно всадили им в заднее место по шилу. Ошпарить и не ощипывать. Не сходятся. В пятый раз не сходятся. Он сгреб карты в кучу и кинул их себе под ноги. В сердцах и в запале даже хотел потоптаться на них, но передумал. Нагнулся, сердито засопел и стал собирать карты в колоду. В это время дверь распахнулась внезапно, раздался громкий стук, и Аниси и Апросиньи испуганно пискнули. Пришел, оказывается, запнувшись в сенях, Захар Евграфович. Оглядел своих работников, удивленно спросил. Вы чего такие взъерошенные? Чего напугались? Увидел в руках Йокимыча книжку, коротко хохотнул и, пройдя к столу, взглянул на обложку, прочитал. Черт в помадной банке. Йокимыч великий пост на дворе, а ты про чертей страху нагоняешь. Как же так? Надо будет батюшке сказать, чтобы он мозги тебе поправил. Да вот попутался, засмущался Йокимыч, убирая книжку, от скуки соблазну подался. Подался, передразнил его Захар Евграфович, всякой дребеденью голову забиваешь, а после нечисть во всех углах тебе мерещится. Ступай к сторожу, скажи, что скоро Окораков подъедет, пусть сразу пропустит, без доклада. А ты, Николай Васильевич, сделай ужин, прямо сейчас, по-скорому. Что готовить будем? Бодро спросил Коля, милый. Йокимыч, пока они разговаривали, тихонько выскользнул из кухни, неслышно прикрыв за собой дверь. Они си опросиньи кинулись растоплять печь. Захар Евграфович посидел еще, полистал, усмехаясь книжку, оставленную Якимычом, и собрался уже уходить, как с улицы, через двойные рамы, резанул тонкий и пронзительный виск, так обычно свиньи кричат, когда их режут. Захар Евграфович и Коля Милый выметнулись на улицу. Темнота. Ветер. И виск, где-то совсем близко, за углом. Кинулись туда. Неясная куча шевелилась на земле и верещала. Захар Евграфович ухватился обеими руками, вздернул, подтащил к окну, из которого падал свет, и увидел перед собой внезапно замолчавшего Якимыча. Ты орал. Якимыч открыл рот, закрыл, вымолвить ничего не смог, и только показал рукой за угол. Откуда его только что выдернули. Наконец выговорил. Там. С рогами он. Кто? Кто с рогами? Допытывался Захар Евграфович. Черт! Выдохнул Якимыч. Коля Милый между тем притащил фонарь, и все трое, освещая себе дорогу шатающимся желтым кругом света, зашли за угол. У стены, в затишке, мирно лежал молодой бычок. Его широкий лоб украшали небольшие, но толстые рожки. Он поморгал, глядя на свет фонаря, и вдруг вскочил проворно, будто его подбросили, скакнул вперед, угнув лобастую голову, и так подал Коле Милому, что тот не устоял на ногах, фонарь отлетел в сторону и погас. Захар Евграфович, которому все стало понятно, отыскал фонарь, снова зажег его и увидел, что Коля Милый, поднявшись, потирает бок. Якимыч стоит, опустив голову, а бычок по-прежнему мирно лежит на своем месте, помигивает глазами и, наверное, раздумывает. Может, еще кого-нибудь подеть на крепкие рожки, чтобы дремать не мешали? Почему скотина по двору ходит? Закричал Захар Евграфович, разозленный до нельзи глупой и дурацкой конетелью. Почему хлев не заперли как следует? Черти ему блазнятся. Из жалованьи вычет сделаю. Иди сам его в хлев загоняй. Пусть он тебя да и коты забодает. Накричавшись, он плюнул в сердцах и пошел к дому. А там, на крыльце, его уже дожидался окораков. Видно, сторож сам сообразил и пропустил исправника без доклада. Подняться в дом и отужинать окораков наотрез отказался. Объяснился следующим. Некогда, Захар Евграфович, дело не терпит. Да и говорить нам лучше всего в другом месте. И еще нижайшая просьба имеется. В известность о нашем разговоре никого не ставить. Дело сугубо секретное. Ну что же, будем молчать, если секретное. Поехали. И Захар Евграфович первым стал спускаться с крыльца. Приехали они в полицейский участок, в окнах которого, несмотря на поздний час, горел свет. У крыльца дежурили трое городовых. Проходя мимо них, окораков коротко бросил. Никого не впускать. В кабинете у исправника висел на стене большой портрет государя. Всероссийский самодержец, большой и грузный, по-мужицки коренастый, сурово взирал на окоракова и, наверное, удивлялся. Очень уж они были похожи, царь и исправник, словно родные братья. Захар Евграфович невольно улыбнулся, когда окораков, сняв шинель, подошел к своему столу и остановился под портретом. Чему веселимся, Захар Евграфович? Спросила Караков. Да так, знаете ли, старая история вспомнилась, ушел от ответа Захар Евграфович. Для чего призвали? Я вас слушаю. Акораков, не присаживаясь, стоял возле своего стола и молчал, словно забыв о Луканине. Затем решительно подошел к двери, выглянул и раскатистым голосом приказал. Давай его сюда. За дверью послышались стук, сопенье, и городовой, придерживая за шиворот и за плечо, ввел в кабинет Василия Перегудова, который тяжело опирался на деревянные костыли и неумело передвигал их по полу. Лицо у него, усеянное крупными каплями пота, дрожало, губы кривились, и видно было, что двигается он через силу, едва одолевая собственную немощь. Остановился посреди кабинета, опираясь на костыли, из-под лобья глянул на Захара Евграфовича и отвернулся. Вот, хочу представить, господин Перегудов. Как ни странно, мы нашли с ним общий язык и договорились, а Караков повернулся и спросил. Я верно утверждаю, господин Перегудов. Договорились? Перегудов кивнул. А Караков, недовольствуясь его кивком, сурово ракотнул. Ответа не слышу. Да, едва слышно выдавил из себя Перегудов, договорились. Уведи его, кивнула Караков городовому. Когда двери закрылись, исправник тяжело затопал по кабинету и неторопливо стал рассуждать, словно беседовал сам с собою. Теперь имеется верный шанс взять Цезаря Белозерова. Я подготовил надежных людей, у них будет записка от Перегудова, своего рода рекомендательное письмо. Где находится проход через кедровый кряж, нам тоже теперь известно. И все остальное я продумал. Мне, Захар Евграфович, нужен ваш беглый, который пребывает сейчас в Успенке. Он ведь был за кедровым кряжем, пусть хотя бы поможет моим людям сориентироваться. А приказать ему должны вы. Мне в деревне появляться пока не следует, сами понимаете. А вот вы и мои люди, без всяких подозрений можете туда приехать. Скажете, что новые работники, будут постоялый двор достраивать. А в цене не сошлись. Вот они и отправились в Освоясе, и беглый ваш тоже с ними убрался. Понимаете, о чем прошу, Захар Евграфович? Понимаю. Поможете? Конечно. Когда нужно в Успенку ехать. Сегодня, прямо сейчас. И просьба. Никто не должен знать, куда вы отъехали. Догадываетесь, почему? Догадываюсь. Это хорошо, что догадываетесь. Скажу более откровенно, теперь я точно знаю. Кто-то из вашего ближайшего окружения напрямую связан с Цезарем. Ладно, вы человек умный, сами понимаете. А теперь знакомьтесь. А Караков снова открыл двери, молча кивнул, и в кабинет, один за другим, вошли трое мужиков. Одетые в разношерстную одежду, кто во что, кто в шабур, кто в потрепанный полушубок, у одного на ногах, растоптанные пимы, у другого – старые бродни, а третий переминался в дыроватых сапогах. Все бородатые и нестриженные. Похоже, они были то ли навозчиков, которые со своими лошаденками перебиваются скудными заработками, перевозя мелкие грузы в Белоярске, то ли на мастеровых, то ли на обитателей дубовской ночлежки, не успевших еще прожиться до основания. Василий Спиридон, Петр, по очереди представила Караков вошедших, думаю, что этого вполне достаточно, для того, чтобы разговаривать, о вас, Захар Евграфович, они знают с моих слов. Задача ваша простая. Доехать с ними до Успенки, присоединить к ним Беглого и вернуться обратно в Белоярск. Больше от вас ничего не требуется. Я хотел бы тоже. Но Акараков даже не дал договорить Захару Евграфовичу. Ни в коем случае. Всю обедню мне испортите. Поверьте, я знаю, что говорю. Иначе оставайтесь здесь. Захар Евграфович хмуро кивнул и замолчал. Понял, что Акараков все продумал и что настаивать на своем желании поучаствовать в поимке Цезаря, бесполезно. Через четверть часа в ночь в сплошной темноте, они выехали в Успенку. Двадцать три. Гори, 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 ясно, чтобы не погасло. Издалека, из детства, почти напрочь забытого вернулись в память эти слова, и Егорка повторял их, словно молитву, высоко вздымая над головой яркий факел. Огонь раскачивался, словно от ветра, и под низкими каменными сводами прохода через кедровый кряж метались, испуганно шарахались из стороны в сторону огромные тени. Страшно было идти первому, разрывая темноту и ступая по каменистому неровному дну прохода, все казалось, что сейчас оттуда, из темноты, грохнет выстрел или выскочит кто-то страшно и вцепится мертвой хваткой в горло. Факел потрескивал, источая вонючий смолевый дым. Где-то рядом, не видная, хрустальным звоном журчала вода, но под ногами было сухо. Каменное дно прохода полого уходило вниз. Назад Егорка не оборачивался, потому как слышал за спиной тяжелое сопенье и спиной же чуял, что трое мужиков, которых так неожиданно и скоро подсунул ему Луканин, идут, не отставая, следом. Упорные мужики, серьезная, у таких из-под догляда не выскочишь, Егорка это сразу понял. И глядя на них, еще в успенке, пожалел самого себя. Вот жизнь косолапая, только-только прижился, прикормился на сладких хлебах, а тут и подоспела новая Дакука, приехал Луканин, привез с собой трех мужиков и сурово наказал Егорке, чтобы он подчинялся им безоговорочно. Что скажут, исполняй. Вот он и исполняет. Шагает прямо к черту в пасть, еще и дорогу освещает неверным пламенем факела. Мужики, двигаясь за ним следом, тащили на себе немалый груз. У каждого на горбу топорщились большие вьюки. Что в них лежало, Егорка не любопытствовал. Да и то сказать, чего лишний раз серьезных людей беспокоить. Он хорошо знал, что в его заплечной котомке ничего, кроме жратвы, не имелось, и этого знания ему было вполне достаточно. Егорка уже изрядно притомился и вспотел, когда различил впереди неясный и зыбкий свет, какой бывает обычно на переломе ночи и утра. Невольно прибавил шагу. Свет разрастался, становился ярче и скоро обозначил неровный полукруг. Выход из прохода. В лицо потянул свежий ветерок, и пламя факела затрепыхалось, готовое вот-вот потухнуть. Дно прохода круто поднялось и плавно выкатилось наружу, под ослепительно белый снег, над которым буйствовало полуденное солнце. Просевший, под искрящейся коркой снег не был отмечен ни одним следом, лежал нетронутый. Егорка воткнул в него громко зашипевший факел, поднял голову и прижмурился. Даже глаза заслезились, столь нестерпимым было сиянье и искристость отражающихся солнечных лучей. Мужики, выбравшись за ним следом, огляделися, не снимая со спин вьюков, сразу же взяли круто в сторону, туда, где густой щетиной стоял молодой ельник. Егорка потянулся за ними. В один след ступай. Приказал Спиридон, который был, похоже, за старшего. В ельнике, забравшись в самую его глубину, мужики притоптали в снегу маленькую полянку и, наконец-то, стащили с себя тяжелую поклажу. Сейчас передохнем, оглядимся, вьюки спрячем и дальше тронемся. Спиридон стянул с потной головы шапку, вытер ей лоб и строго поглядел на Егорку. Выведешь нас к Цезарю, а сам сюда вернешься. И здесь будешь нас ждать. И сколько мне ждать? Спросил Егорка. Сколько потребуется. Сиди и жди. Ясно? Ясно вздохнул Егорка. Передохнув, теперь уже налегке, они тронулись дальше, и скоро Егорка различил знакомые места, до лагеря Цезаря оставалось совсем немного. Вон горушку видите. Поднимитесь на нее, как на ладошке все видно. Не забудь, что я говорил, еще раз повторил Спиридон, жди. А теперь ступай, по старым следам иди. Егорка повернулся и пошел по старым следам. Мужики тронулись вверх на Горку. Солнце круто шло на закат и красило их всех на белом снегу в розовый цвет. А в лагере Цезаря в это время происходило следующее. Пришел на лыжах Ванька Петля, от которого поднимался, словно от загнанной лошади, густой пар, и сразу кинулся к низкому крыльцу, осторожно постучал в дверь и проскользнул в нее, чуть приоткрыв, будто в узкую щель спрятался. Цезарь и Бориско, увидев его, оборвали свой разговор и молча повернулись, оба с немым вопросом. Что принес? Ванька Петля обтер потное лицо грязной ладонью и выдохнул одно только слово. Уходит. Затем, отдышавшись, стал рассказывать обстоятельней. Выбравшись из лагеря, налегке, на лыжах, он добрался до поселения киржаков и увидел, что стоят возле испвозы, а на вазы грузят скарб. Укладывают его старательно, как и положено перед дальней дорогой, укрывают рогожами, увязывают веревками. По всей деревне бегают бабы, голосят, а лошади, еще не впряженные в вазы, стоят с торбами на мордах, видно, овсом откармливают. Ну, Бориска, что скажешь? Цезарь весело рассмеялся, и лицо его будто засветилось. Сказать особо нечего. Теперь к встрече надо готовиться. Вот завтра с утра и приступим, Цезарь поднялся со своего кресла, выпрямился во весь рост и неторопливым жестом запахнул богатый цветастый халат, в котором он сейчас пребывал. Халат был шелковый, играл яркими красками, и казалось, что диковинные птицы на нем шевелятся, как живые. Бориска, всегда одетый в одну и ту же хламиду, отопыренную на спине горбом, мелкими шажочками прошелся по залу, старательно глядя себе под ноги, словно боялся запнуться, внезапно остановился и вскинул маленькую головку. Не следует до утра ждать, Цезарь. Наших сегодня же к проходу послать надо, на всякий случай. Не бойся, Цезарь с хрустом потянулся, раскинув руки и лицо его снова будто засветилось. Им по такому снегу да с вазами, долго пробиваться. Не суетись, Бориска, теперь они от нас никуда не денутся, теперь они у нас вот где. И он вздернул над головой крепко сжатый кулак. Бориска покивал головкой, будто птичка, склевывающая зерно, и тронул за плечо молча стоявшего Ваньку Петлю. А ты ступай, ступай, намаялся, отдыхай. Ванька Петля ушел. Бориска повернулся к Цезарю и спросил. Может выпустить Киржаков с миром? По начальству жаловаться они все равно не пойдут, будут молиться и благодарить судьбу, что целы остались. Ну уж нет, Бориска. Мне рабы нужны, но, аго, рабов. И они у меня будут. Будут. Больше таких речей не говори. Иначе я рассержусь. Хозяин, барин. Я еще вот что хотел сказать. Но сказать Бориска не успел. В зал просунулся все тот же Ванька Петля и доложил. Трое мужиков пришли. Через проход. Говорят, что Перегудов направил. Цезарь и Бориска переглянулись. Минули уже все оговоренные сроки, когда Перегудов должен был появиться в лагере, но его до сих пор не было, и что с ним случилось, неведомо. И вот новость. Заводи, приказал Цезарь, а сам за дверями постой, вдруг нужда будет. Двери широко распахнулись, и трое мужиков, осторожно ступая и удивленно оглядываясь, вошли в просторный зал, который, казалось, сразу уменьшился в размерах, столь мужики были громоздкие и неуклюжи в своих размерах. Цезарь и Бориска долго молчали и рассматривали пришедших. Мужики, выжидая, тоже помалкивали, только продолжали озираться, словно заблудились в лесу. Лица у них были растерянные. Огляделись? Первым нарушил молчание Цезарь. Теперь рассказывайте. Спрашивай, Спиридон чуть вышегнул вперед и поклонился, спрашивать, твоя воля, а наша отвечать. Отчего не спросят про то не рассказывать, так нас Перегудов учил, когда сюда отправлял. Учил он вас верно, вклинился в разговор Бориска. Да только где же вы его видели, если он сейчас за стенкой обретается? Позвать? Воля ваша, на лице у Спиридона даже тени тревоги не промелькнула, можете и позвать, да только не должно его тут быть. Он велел передать, что в губернский город отъехал, вот такими словами. Птица важная летит, и я за ней. А для вас, ваша милость, письмецо имеется. Спиридон стащил с ноги растоптанный валенок с кожаной заплатой на заднике, сунул руку в пахучее нутро, пошарился там и вынул бумажку, в несколько раз сложенную. Цезарь, морщась от запаха, развернул ее, быстро прочитал и передал Бориске. Тот скользнул цепким взглядом и сунул записку в необъятную свою хламиду. Снова повисла долгая тишина. Цезарь испытующе смотрел на мужиков, а они стояли перед ним, опустив руки, и ждали, что скажет. И Цезарь сказал. Друг мой пошутил. Он любит у нас шутки. Нет никого за стенкой. А теперь поведайте, ребятки, каким мастерством владеете, у нас за красивые глаза не кормят. Правильно я говорю, Бориска. Не кормят? Истинно так. У нас, милые мои, каждый кусочек хлеба заработать требуется. Перегудов-то рассказал вам, когда посылал сюда. А как же, степенно и спокойно отвечал Спиридон, видно взявший на себя, как старший, обязанность вести непростой разговор, все он обсказывал нам. И мы согласны и стали. А иначе зачем бы сюда тащились? А что касаемо нужного мастерства? При нас оно, никуда не делось. Василий, Петруха, ну-ка. Мужики степенно стали раздеваться, складывая свою верхнюю лопатину прямо на пол. Остались в штанах и в одних рубахах. Переглянулись между собой, и Спиридон сказал. На улицу бы надо выйти. Цезарь и Бориско тоже переглянулись. Вышли на улицу. И тут мужики словно переродились. Неуклюжие и мешковатые, казалось неповоротливые в своей драной лопатине, они в один миг стали ловкими и будто невесомыми. Спиридон кинул быстрый взгляд на крыльцо, прижался спиной к стояку, сложил ладони в замок, и Петр без всякого разбега впрыгнул в гнездо ладоней. Спиридон поднял его, Петр зацепился за ребро навеса, вскинул тело наверх, свесился вниз, подал руку. Еще мгновение, и на ребре были уже все трое. Рывок, и они уже на гребне крыши. И снова, Спиридон уцепился за край. Петр, ухватываясь за своего товарища, словно за веревку спустился вниз, принял товарищей, и вот уже все втроем стояли перед Цезарем и Бориской, даже не запыхавшись. Произошло это действо столь стремительно, что показалось, будто все привиделось. Ну и еще кое-чего могем, если надобность будет. Спиридон огладил чернявую бороду. Кони нам ведомы, стрелять приходилось, и по тайге хаживали. Где же вы, ребятки, ремеслам этим обучались? Спросил Бориска. Да жизнь у нас пестрая выдалась, вот и пришлось выучиться, ответил ему Спиридон, сохраняя на лице прежнюю серьезность и степенность. Ладно, хватит фокусов, перебил их разговор Цезарь. В избушку их к этому. Покормить как следует, а на ночь запереть. Утром скажу решение. Данила уже собирался спать, когда в избушку к нему привели Спиридона, Петра и Василия. Следом принесли в большом чугуне кашу с мясом, ковригу хлеба, выставили все на пороге и заперли дверь. Железный засов проскрепел громко и протяжно. Мужики дружно навалились на еду, а Данила молча сидел в углу и разглядывал их при мутном свете сальной плошки, пытаясь угадать. Что за люди оказались в избушке и чего ему следует ожидать от них. Чугун быстро опустел, Спиридон поскреб деревянной ложкой под днищу, вздохнул с сожалением и обернулся. Тебя, парень, не Данилой, кличут. Ну, Данилой. А вы кто такие? Да мы так, прохожие. Поклон тебе от жены Анны принесли, а еще весточку добрую, парень у тебя родился, Алексеем назвали. Алексей, божий человек. Значит, счастливым будет. Данила поднялся из своего угла, утвердился на ногах и замер, растерянно опустив руки. Двадцать четыре. В ночь погода круто переломилась. Повалил, встав сплошной стеной, беспросветный снег, похолодало и тоскливо, по волчьи завыла метель. Вот тебе и весна, которую так долго ждали и которая, казалось, пришла и утвердилась до красного лета. Мирон поднялся с лежанки. Не зажигая огня, оделся и вышел на крыльцо. Теперь, после смерти Евлампия, он жил в его доме и всякий раз, завершая молитву, вспоминал о нем и даже просил совета. Читал повесть дивную о страдании, примеривался к тем страданиям, которые ломали старцы Ефрема и Евлампия, и думал. А он, Мирон, смог бы вынести, хватило бы ему силы и веры. И медлил, не торопясь отвечать на простой и ясный вопрос, заданный самому себе. Стоял на крыльце, просекаемый резкими порывами ветра, чуял, как тает на лице сухой и колючий снег, смотрел прямо перед собой и ничего не мог различить, кроме белесой мути. Тяжело и смутно было на душе у Мирона. Запахнувшись в полушубок, он слушал взвизги метели и вскинулся вдруг. Даже руку поднял от удивления, увиделся ему среди белесой мути просвет, будто в густом лесу просека, а в просвете этом два человека. Они шли один за другим, опираясь на посохи, и слышал Мирон. Благословляем. Не бойся, мы здесь молимся за тебя. Внезапно появившись, просвет также внезапно исчез. Мирон из того перекрестился и вернулся в избу. Он понял, кто благословлял его. В душе появилось тихое спокойствие, и уснул он на лежанке и в лампе крепко и сладко, как уже давно не спал в последние недели. Минул день, минула еще одна ночь, а наутро, когда поднялось солнце, двадцать крепких мужиков вышли из деревни на широких лыжах, тихо, без разговоров, след в след, один за другим, и скоро скрылись в молодом кедраче. Мирон уверенно вел за собой людей, больше уже не сомневался, и беспокоился теперь лишь об одном. Не опоздать бы. Надеялся, что суета с погрузкой скарба на вазы, которую он устроил в деревне, даром не пропала. Наверняка лазутчик Варнаков, за которым следили, как только он появился у деревни, уже доложил, что условия Цезаря приняты. Вот и пусть вазы ждут, пусть их караулит. Легкий морозец не отпускал, и широкие лыжи с негромким шорохом проминали сухой снег. Не будет тебе прощения, Данила, если слукавил. Думал Мирон, все ускоряя свой ход по нетронутому снегу. Гореть тебе в гиене огненный за обман. Держи свое слово. Данила колол дрова, бухая тяжелым колуном по толстым сосновым чуркам, которые промерзли за долгую зиму и разлетались со стеклянным звоном. В прохладном воздухе пахло смольем. Время от времени он устраивал себе передых. Втыкал колун в чурку, выпрямлял натруженную спину и подолгу смотрел за высокую ограду, где виделись на взгорке четыре сосны. После обеда, в очередной раз глянув на них, Данила вздрогнул и даже оглянулся испуганно. Не заметил ли кто? А вздрогнул он потому, что острая макушка одной сосны была надломлена и лежала на ветках. Это был знак от Мирона. Старовера уже здесь. Теперь оставалось лишь одно, Господи, пособи. Данила доколол оставшиеся чурки, из старой поленицы, разворошив ее, вытащил большущие свитки бересты, обложил их сосновыми щепками, а сверху придавил поленьями, которые все еще ядрено пахли смольем. Только поднеси огонь к бересте, и запылает до самого неба. На этом и строился нехитрый замысел Данила и Мирона, на несколько рядов, обговоренный ими в деревне. Запалить в нескольких местах лагерь варнаков, двери, если удастся, подпереть кольями, а староверы залягут вокруг с ружьями, на свет стрелять ловко. Сами же они будут в темноте. А дальше? Дальше никто не знал, что случится. По всему лагерю, под избами, казармами, под сараями, под амбарами успел Данила сделать свои закладки, береста в перемешку со смольем. Припас спички и даже изладил факел. Все приготовил. Страха не испытывал, только в одном сомневался. Успеет ли он добежать до всех своих закладок, хватит ли ему проворности? Хотя бы еще одного помощника, да где его возьмешь? Трое новых варнаков, принесшие новость из Успенки и ночевавшие вместе с ним в избушке, попытались завести разговор, намекая, что неплохо бы Даниле с ними подружиться и довериться, но он в ответ каменно молчал и ни одного слова не произнес. Не верил им Данила, да и как можно было верить, если от Цезаря в любую минуту можно было ожидать всяческой гадости? А если он этих мужиков с тайным умыслом посадил в избушку, догадавшись о сговоре с Мироном? Нет, придется в одиночку совершить, никто не поможет. Там, в Успенке, ждет его Анна, и если не врут новоявленные варнаки, сын у него родился, Алексей. Он все сделает, чтобы к ним вернуться. И от варнаков вырвется, и этот чертов кряш одолеет. Не имеется такой силы, которая удержала бы его. Данила поднял с земли тяжелый колумб, вскинул его на плечо и неторопким шагом направился к избушке. С недавнего времени, после похода в деревню Староверов, за ним уже не было постоянного и строгого догляда. Утром он получал от Ваньки петли приказания на работу, исполнял его и остальное время мог проводить в избушке, которую на ночь снаружи уже не закрывали на запор. Но вот появились новые варнаки, и вчера избушку заперли. Неужели и сегодня запрут? Данила прибавил шагу. Возле дверей избушки огляделся, вокруг никого не маячило. Данила вывернул колуном пробой, обрубил вытащенные гвозди и все аккуратно вставил в старые гнезда. Глянешь, точно так же, как и было, даже запор закрыть можно, оттолкнешь изнутри посильнее все и вывалится. Теперь оставалось ждать ночи. Данила лег в углу на грязное тряпье, повернулся лицом к стене и попытался представить, каков он на лицо, сын его Алексей. Однако представить так и не смог. Задремал на коротке, но сразу и вскинулся, словно от тачка. Сел на полу, оглядывая полутемную избушку, пытался понять, что его так подкинуло, какая тревога оторвала от сна. В избушке было тихо, пусто, а в раскрытой двери ровной полосой струился свет. Данила вышел на улицу, но и здесь все было как обычно и никакой тревоги или угрозы не наблюдалось. Сереле строение, искрился белый и ровный после неожиданной недавней метели снег, солнце стояло высокое и по-весеннему теплое. Варнаки спокойно занимались своими делами. Кто хозяйничал на конюшне, кто тянулся за Варевом к общему котлу, кто просто сидел на лавке и жмурился, глядя на солнце. Никого из трех мужиков, прибывших вчера, не было видно. Цезарь разговора говорит с ними, догадался Данила, который никак не мог избавиться от тревоги, так неожиданно поднявший его с жесткого лежбища. Он вернулся в избушку, снова улегся в свой угол, но уснуть не смог. Так и пролежал с открытыми глазами до самого вечера, до синих сумерек. Новоявленные варнаки не появлялись. Данила с облегчением вздохнул. Ему это было на руку, легче выскользнуть из избушки, когда наступит полная темнота. И темнота наступила, не задержалась нигде и не заблудилась. Лагерь быстро окунулся в нее, словно ушел на дно, обозначил себя несколькими мутно светящимися окошками в приземистом доме, где обитали Цезарь с Бориской, и затих. Снег, подтаявший и оцаревший за день, скрадывал звук шагов, и Данила бежал почти неслышно. Первые две закладки были заложены им возле дома казармы, в котором находились варнаки. Одна рядом с крыльцом, другая – возле боковой стены. Спичка вспыхнула и осветила трясущуюся ладонь. Данила зажег факел, подождал, когда он разгорится, и сунул в бересту. Она вспыхнула, словно порох. Теперь к крыльцу. Заранее припасенный кол твердо подпер двери. Огибая дом казарму, чтобы достигнуть глухой стены, Данила еще успел краем глаза увидеть, что первая закладка разгорается быстро и весело. Вспыхнула и вторая. Еще две, возле дома Цезаря, и там же крепкий кол под дверь. Данила метался с горящим факелом, не испытывая страха, словно не разбойников поджигал, а торопился доделать спешную работу по хозяйству. Голова была ясной, глаза все видели и замечали, и делал он свое поджигательское дело столь ловко и скоро, словно всю жизнь только им и занимался. Из-под крыши сеного сарая огонь сразу же выметнулся красным клубком, качнулся в одну сторону, в другую и взмыл вверх, раскидывая по снегу неверный, шатающийся свет. Пылали стены, пылала поленица, было светло. Данила бросил в сторону ненужный теперь факел и метнулся в темноту, туда, куда не доставал свет пожара. За спиной у него слышались крики, звенели выбиваемые окна, кто-то отчаянно колотился в двери, подпертые колом, а навстречу вспыхивая мгновенными огоньками, громко и часто ударили первые выстрелы. Данила с размаху упал на снег и пополз. Боялся, что старовера примут его за ворнака и возьмут на мушку. Выстрелы бухали равномерно и густо. Выскочившие ворнаки вскрикивали и падали, срезанные пулями, пытались отползти в сторону, ругались и стонали от боли, царапая снег. Никто из них не ожидал нападения. За время долгого сидения под защитой неприступного кряжа они потеряли чувство опасности и той постоянной настороженности, когда человек беспрестанно оглядывается, проверяя, нет ли за спиной угрозы, и вот расплачивались. Староверы, не видные в темноте, били безжалостно и точно. И все-таки ворнаки были люди бывалые, и смерть им не по одному разу заглядывала в глаза, обдавая холодным дыханием. Одолели первую растерянность, разобрали ружья, перебрались в правый конец дома казармы, куда еще не добрался огонь. Оттуда из окон ударил дружный залп, и сразу же выбросились на снег несколько неясных фигур, скрылись, отползая под защиту глухой стены. А из крайних окон, снова залп. И новые тени отползли к глухой стене. Уцелевшие ворнаки так просто сдаваться не собирались. Залп следовал за залпом, из-за глухой стены тоже густо посыпались выстрелы. Под их прикрытием кто-то метнулся к конюшне, волоча по розовому снегу огромную тень, но далеко не убежал, откинулся назад, подгибая колени, и медленно завалился на спину. Данила, увидев как упал этот ворнак, едва не вскрикнул. Как же он, дурак, мог забыть про конюшню. Она стояла целехонькой, и ясно было, что ворнаки сейчас начнут прорываться именно к ней. Только на конях можно было выскочить из крепкой осады староверов. В это время грохнул еще один залп, и он будто подкинул Данилу с земли. На прямик, почти не пригибаясь, бросился он к конюшне, отмахивая огромные прыжки, словно заяц, уходящий от близкой, настигающей его погони. Пуля, которой он не услышал, сдернула с него шапку. Но Данила даже не почуял. Рванул ворота, в лицо ему дохнуло теплым конским духом, но он и этого не ощутил. Нашарил на стене недоуздок и принялся стягать им направо и налево, выгоняя лошадей. Они сразу встревожились, захрапели, затем кинулись к выходу и уже на улице, в отблесках пламени, в грохоте выстрелов, испугались по-настоящему и брызнули в разные стороны, разметывая в воздухе длинные грива. Данила в запале выскочил следом за ними с недоустком в руках и споткнулся от сильного удара в грудь. Упал ничком, теряя сознание, но еще продолжал елозить ногами, ему казалось, что он быстро-быстро бежит, настигая коней с розовыми развивающимися гривами. 25. Пожарище удушливо воняло гарью. Хлопья сажей густо покрывали мокрый снег. С неба сеяла мелкая и противная морось, будто стояла поздняя осень и обугленные бревна, в широких трещинах которых еще мигали красные прожилки, сердито шипели, исходя белесыми струйками дыма. Густо валялись черные головешки, похожие издали на стайки невиданных птиц, опустившихся по странной надобности в этом гиблом месте. Две лошади, одна за другой, словно они были связаны, ходили по кругу, огибая пожарище, и тревожно фыркали, как бы жалуясь, что ничего съестного здесь не осталось. Лошадей приберите воды, хоть дайте, что ли. А Караков стоял в самой середине пожарища, оглядывался во все стороны, как оглядывается в глухом лесу заблудившийся человек, и в его ракочущем голосе явственно слышалась едва скрываемая злость. Весомая причина была у исправника, чтобы злиться. На самого себя, на своих помощников, на варнаков во главе с Цезарем и на весь белый свет. Тщательно продуманный, ночами выненченный план его, в котором, кажется, он предусмотрел все мелочи, ухнулся псу под хвост. А ведь так хорошо раскладывалось по полочкам. Три опытных жандармских офицера, прибывшие из губернского города, заехали сначала под видом плотников в Успенку вместе с Луканиным, пожили там несколько дней, затем разругались, как и было задумано, с Артемием Семеновичем и ушли из деревни, захватив с собой Егорку Костянкина. Сделано это было для того, чтобы у Саглядатаев Цезаря, если таковые имелись у него в Успенке, не возникло никаких подозрений. Ну, сманили плотники с собой непутевого мужичка и сманили, делов-то. Может, хорошие деньги обещали на другом подряде. Дальше план, придуманный Окараковым, должен был исполняться в следующем порядке. Агенты оставляют Егорку на краю долины, возле прохода, а сами идут с письмом Перегудова в лагерь Варнаков. Через два дня Егорка должен был в условленное место, рядом с лагерем, доставить для них оружие и забрать записку, в которой бы агенты сообщили о том, как охраняется лагерь, есть ли караулы и когда удобнее сделать нападение. Егорка, забрав эту записку, приносит ее Окаракову, который ждет с воинской командой у входа в лазню баню. Конечно, можно было двинуться сразу и напрямик, без всяких мудрствований, но тогда, верно рассуждал Окараков, варнаки могли без боя разбежаться по всей долине и ловить их по одиночке было бы попросту невозможно, из-за опасения напороться на засаду. Поэтому он намеревался взять их с копом, в одном месте и в одно время. Но вышло все наперекосяк. Когда Егорка добрался до назначенного места, никакой записки там не нашел и решил глянуть. Что в лагере делается? Подобрался поближе и увидел, что лагеря нет, а вместо него шают большим черным кругом свежее пожарище. Сломя голову Егорка кинулся к Окаракову. И вот исправник стоял теперь здесь, посреди пожарища, оглядывался вокруг, и очень ему хотелось на ком-нибудь сорвать свою злость, которая распирала его так, будто внутро березовый клин вбили. Но он себя сдерживал, воли чувствам не давал и только слегка хмурился, сохраняя на широком лице суровую сосредоточенность. Господин исправник. Донесся до него испуганный, вздрагивающий голос. Господин исправник, гляньте, чего творится. Страсть-то какая. Молоденький розовощекий солдатик торопливо крестился и пятился испуганно от обгоревшей и покосившейся стены бывшего дома казармы, которая, рухнув до половины, другой половиной устояла после пожара и, одинокая, клонилась на бок, осыпая на землю сажу. А Караков сдвинулся с места, подошел к солдатику. Чего кричишь? Солдатик молча ткнул перед собой пальцем и попятился еще дальше, была бы его воля, убежал бы отсюда. В чистых голубых глазах его плескался неподдельный ужас. Впервые в жизни видел парень такую картину. Под накренившейся стеной аккуратно, один подле другого, были уложены трупы застреленных варнаков. Некоторые из них были в исподнем, даже одеться не успели. Здесь же, чуть сбоку, в обгоревшей одежде, с опаленными волосами, но узнаваемые лежали Спиридон, Петр и Василий. А Караков присел перед ними на корточке, внимательно оглядел и убедился. Люди его были убиты не из ружей, а зарезаны ножами, как бессловесные животины, распаханы острым железом одинаково и страшно, одним рассекающим взмахом, от уха до уха. Штабс-капитан Истратов, ротмистры Веденеев и Лукин, несколько раз, а Караков повторил про себя фамилии и звания погибших, словно боялся их позабыть, и лишь после этого шумно вздохнул и прошептал, да нельзя приглушив свой ракочущий голос. На чем же вы промахнулись, друзья? Он сразу уверился, что Цезарь раскусил опытных жандармских офицеров, поймал их на какой-то оплошности, потому и были они зарезаны. Но что все-таки произошло здесь? Кто перестрелял разбойников? И еще с доброй десяток вопросов, ответов на которые даже не маячило. А Караков взмахнул рукой, подзывая к себе Егорку. Когда тот с готовностью подбежал, спросил. Кто из них Цезарь? Кто из них Бориска? Егорка окинул убитых быстрым взглядом, швыркнул застуженным носом и развел руками. Нету их здесь, ни того, ни другого. И Ваньки петли нету. Первый живодер у них на подхвате. А парень? Парень из Успенки. И Данилы тоже нету. А Караков тяжело потоптался на месте, затем медленно прошелся вдоль лежащей шеренги убитых и отдал приказ. Выставить караулы, устраиваться на ночлег. Сам же принялся обходить пожарище, старательно все осматривая, но закончился его обход ничем, даже малой зацепке, которая помогла бы объяснить произошедшее здесь, обнаружить ему не удалось. Только обугленные бревна и стоптанный и растаявший снег да обгорелые сани, оказавшиеся почему-то за пределами лагеря. На санях, видимо, было сено, и пока оно горело, снег вытаил до самой земли. А Караков подошел к костру, разведенному солдатами, протянул руки к огню и замер в тяжелом раздумье, даже не ощущая широкими ладонями жара от толстых бревен, которые, не успев остыть, быстро разгорелись и густо сыпали искрами. Землю по-прежнему кропила сырая мороси, угрюма наползали потемки. Часть четвертая. Один. Сердито съежившись с сухоньким лицом, так, что даже узенькие бакенбарды вставали дыбом, Александр Васильевич быстро писал, разбрызгивая чернила, и буквы из-под пера выходили кривые, будто встопорщенные. В третье дело производства. Коршуну. Чрезвычайно недоволен. Работа ваша, из рук вон. Думайте и действуйте осмотрительнее и хитрее. Гости, о которых сообщалось ранее, собираются в дорогу. Пересылаю дополнительные сведения. Принять все меры к розыску. Никаких оправданий быть не может. Аф. Дописал, плюхнул ручку в чернильницу, запечатал письмо в конверт, повертел его в тонких, морщинистых пальцах и стал на вид не таким сердитым. Морщины разгладились, бакенбарды улеглись. Александр Васильевич положил конверт в папку и уже спокойно, негромко, себе под нос, пробормотал. Если с умом овес посеяли, он и через лапоть прорастет. Вскочил с кресла, обежал вокруг стола, громко постукивая каблуками башмаков, и остановился внезапно, словно в стенку ударился. Постоял, замерев, и снова бросился к столу, разорвал только что запечатанный конверт и быстро дописал на бумажном листе. Постскриптум всех, кто понадобится, принудить к содействию. Соответствующее распоряжение отдано. Новый конверт он запечатал еще тщательнее и погладил ладонью, как гладит по головке непослушная, но любимая чада. За входной дверью раздался звонок, через некоторое время дверь неслышно открылась, и молодой человек с незаметным, словно стертым лицом, заглянув в кабинет, шепотом спросил. Заводить? Александр Васильевич извлек из кармана жилетки круглые старинные часы на крупной серебряной цепочке, отщелкнул крышку, внимательно уставился в циферблат, словно пытался что-то сосчитать. Вдруг усмехнулся, с веселым щелчком захлопнул крышку часов и распорядился. Пока подержи. А через четверть часа заводи. Ровно через четверть часа в кабинет вошла богато одетая дама. Александр Васильевич услужливо подвинул ей стул, усадил и слегка поморщился от невидимого, но очень запашистого облака духов, которое его окутало. Дама оглядела кабинет, Александра Васильевича и томным, распевным голосом спросила. Чем обязана? И по какой причине я здесь оказалась? Александр Васильевич не ответил. Из ящика стола достал исписанные листы бумаги, положил их перед дамой и коротко приказал. Читайте. Дама презрительно хмыкнула, опустила глаза, и лицо ее сразу же изменилось, стало таким избуганным, словно перед ней положили не бумажные листы, а живую змею. Дочитать до конца Александр Васильевич ей не дал. Отобрал бумаги, положил их на прежнее место и лишь после этого, присев в кресло, с нескрываемым любопытством стал рассматривать даму. Почему вы так смотрите? Не выдержала она. Любуюсь. Любуюсь, голубушка. В нашем сером заведении не каждый день такую красоту лицезреть приходится. Вот и растягиваю минуты удовольствия. Будь я моложе, и не таких бы комплиментов наговорил. Придумал бы нечто возвышенное, может быть, и в стихах. Но я человек старый и ворчливый, поэтому говорить будем о скучном. Все ваши похождения, как вы поняли, на этих бумажках подробно записаны. О Цезаре Белозерове знаем, об английской торговой компании, где вы служите, тоже ведаем. Теперь вы у меня послужите. Каким образом? А как я скажу, так и будете служить. Если я откажусь, то... Не откажешься, поганка. Я тебя в порошок сотру. Слышишь? Слышу, сникнув, ответила дама. Вот так оно лучше, милейшая Мария Федоровна. Два. Это был третий пожар за его жизнь, под корень, сжигавший прошлое. Первый он пережил еще мальчишкой, давно. Там, словно занавешенный сиреневой, зыбкой дымкой стоял на деревянной окраине Тюмени родительский дом. Над домом плыл тихий, спелый август, и солнце, истратив за долгое и не по-сибирски жаркое лето свою силу, светило утомленно и неярко. Дождей давно не было, трава выгорела, а пыль на дороге лежала мягкой и пушистой, по самой щиколотке. Маленький Мишат Каспирин играл в этой пыли перед оградой своего дома. Мастерил из деревянных бакулок, оставшихся после строительства нового хлева, большой дворец, с башнями и с высоким шпилем, как на картинке, которая висела в горнице, в простенке между окнами. Дело шло плохо. Бакулки рассыпались гвоздей, чтобы приколотить их друг к другу, отец не давал, и приходилось довольствоваться глиной, разведенной в старом, наполовину расколотом чугуне. А что глина? Не держит она бакулки, как ты их не жимай, хоть изо всех сил. Отец говорит, что надо подождать, когда она высохнет, но ждать Мишатка не желал, торопился. Снова намазывал глину, укладывал бакулки, и неизвестно, сколько бы еще времени занимался этими неотложными делами, если бы не прибежал Яшка, соседский мальчишка, и не предложил залезть на старый тополь. На тополе, как Яшка рассказывал, он вчера прибил досточку к двум сучьям, и на ней можно сидеть, как на скамейке в доме, даже ноги можно свесить и болтать ими, сколько захочется. Мишатка с радостью согласился, бросил незаладившееся строительство, и приятели быстро полезли на старый, высокий тополь, который рос возле ограды спиренных. Досточку скамейку Яшка прибил высоко, когда добрались до нее и уселись, дух захватило, так далеко сверху было видно. Улицы дома, бани, огороды, а за ними поле, а там, за полем, кладбище. И вдруг оба мальчишки вскрикнули в один голос от удивления. Над дальними домами взошел столб дыма. Он беззвучно закручивался, вырастал и винчивался все выше и выше в небо, на котором не было ни единого облачка. Вскрикнув, мальчишки завороженно смотрели на гигантскую картину, разворачивающуюся перед ним в полном безмолвии тихого августовского дня. Столб дыма набухал, закрывая уже половину неба. В скором времени разломилась тишина. Округа огласилась птичьим испуганным ором. Вороны, сороки, воробьи, голуби, смешавшись в одну диковинную стаю, летели, словно рваная туча, устремляясь прочь от черного столба. Выскочила из ограды мать Мишатки, всплеснула руками, взглянув на небо, и согнала друзей из тополя, хотя им очень хотелось остаться на скамейке до сточки, чтобы с высоты глядеть на невиданное зрелище. Яшку она шуганула домой, Мишатки велела сидеть на крыльце и строго-настрого наказала, чтобы он не вздумал куда-нибудь уйти. Перевязала платок и побежала вдоль по улице, надрываясь в страшном и хриплом крике. Горим! Захлопали калитки улица наполнилась многоголосым шумом, а под ногами у людей, просекая пыльную дорогу, густо замелькали крысы, словно серая молния. Мишатка от шума и крика, а больше всего от увиденных им крыс, испугался и заревел во весь голос, тоже хотел бежать вместе со всеми, но боялся ослушаться матери и сидел на крыльце, до которого уже доставал горький запах дыма. Деревянные дома, просушенные долгим жаром за сухое лето, вспыхивали, как смолевые лучины. Скоро уже стало видно, что внизу дымного столба мечется красное зарево, быстро раскидываясь во все стороны. Вернулась мать, следом за ней прибежал отец, и они вдвоем стали выносить из дома скарб, складывать его на телегу, в которую впрягли единственную свою лошадь. На месте лошадь стоять не желала, взмахивала головой, словно хотела скинуть с себя хомут, дергала телегу то взад, то вперед, а с телеги падали то подушки, то корыто. «Езжай!» — крикнул отец и махнул рукой. «Я здесь останусь. Если успеешь, вертайся». Мать схватила вожи, отец подхватил мешатку, усадил его на воз, поверх скарба, и лошадь едва ли не рысью устремилась со двора. Мать бежала рядом с телегой и все оглядывалось назад, там, приближаясь к дому, накатывал огненный вал. На поле, возле кладбища, уже выселись целые горы домашнего скарба, кудахтали куры, бродили коровы, мяукали перепуганные кошки. Мешатка смотрел во все глаза и уже не плакал. Ему было необычно тревожно, и он больше всего боялся остаться один. Но остаться пришлось. Мать выгрузила скарб, снова строго-настрого наказала никуда не уходить и уехала, взобравшись на телегу, погоняя лошадь концами вожей. Мешатка ждала ее до самых потемок, а затем прилег на подушке и не заметил, как уснул. Проснулся он только утром, от громкого плача. Мать, без платка, с растрепанными волосами, с диким, словно бы остановившимся взглядом, прижимала его к себе и вскрикивала. Сироты мы, сироты. Отец Мешатки погиб на пожаре, бросился в новый свой хлев, который недавно сам выстроил, потому что в горячке забыли про свинью, которая там осталась и отчаянно верещала. Выпустил ее из загона, она с диким визгом вылетела из горящих уже дверей, а крыша хлева рухнула, и под ней остался старший Спирин. Даже хоронить было нечего. Положили черный, обугленный комок в гроб и сразу заколотили. Началась у Агриппины Спирина и ее сына Мешатки новая жизнь, вдовья и сиротская. Лошадь, чудом уцелевшая свинья да еще груда скарба на поле, вот и все, что осталось после пожара. Даже голову преклонить негде. Пришлось идти на поклон. Стояла Агриппина перед дальним родственником мужа, крепким хозяином Афанасием Грязновым, просилась на временной постое, боясь отказа, только что на колени не падала. Афанасий, недавно отобедавший и разомлевший от водочки, сыто жмурился и важно надувал щеки. Говорил, не торопясь, размеренно. Мне большого резону нету, но постой тебя с парнишкой брать. Работай от вас с гульки нос, а поить кормить надо. Отработаю я, Афанасий Игнатич, отработаю, торопилась заверить Агриппина. Знамо дело, отработаешь, куда денешься, перебивал ее заверение Афанасий. Давай так порешим. Лошадь я твою беру на свое содержание, ну и тебя с парнишкой. В сенках определяйтесь. В теплых сенях большого дома Грязновых была отгорожена небольшая клетушка, вот в ней спиренные обосновались. Агриппина ломила с утра до вечера по хозяйству, а маленького мешатку приспособили макать свечи. Из веревочки скручивался фитиль, обмакивался в теплое сало, остужался, а затем еще раз обмакивался и еще, пока не появлялась свеча. Горела она неярко, воняло, но зато продавалось на базаре по дешевой цене, и покупателей на нее было изрядное количество. За два года мешатка провонял салом насквозь, возненавидел свечи, житье в чужом дому и мать, которую было ему ни капли не жалко. Своими глазами видел, как она с Грязновым занималась на сеновале непотребным делом. Все опротивило мальчишке. И стал он подумывать. Куда бы ему сбежать от такой скудной и тоскливой жизни. Но тут подоспел случай и многое предрешил. Грязнов содержал кабак, который в округе все называли мокрым. Он и впрямь был мокрый. Низкая изба, разделенная дощатой перегородкой, в избе этой всегда сумрачно, сырый стоял, никогда не выветриваясь, тяжелый и удушливый запах, от которого с непривычки нестерпимо болела голова. Распоряжался в этом кабаке сиделец-приказчик, а на посылках у него был мальчишка. Принеси, прибери, подай, сбегай. Мальчишку этого завороствую за то, что начал к вину прикладываться, выгнали, а на его место, чтобы денег не платить, за еду пусть отрабатывает, Грязнов приставил мешатку. Целыми днями толпились в кабаке пьяницы, шумели, орали песни, иногда дрались. Не было покоя от них и ночью, то и дело раздавался стук в закрытые ставни. Горит душа и темнота ей не помеха. В глухой стене проделано было специальное окошко, сиделец его открывал, принимал деньги и в это же окошко подавал вино. В округе имелось множество маленьких кожевенных заводиков. Народ там трудился по большей части пьющий, и кабак никогда не пустовал. Мешатка со временем освоился, подружился с сидельцем-приказчиком, а затем и со многими посетителями, которым глянулся бойкий и веселый парнишка, скорый на ногу и на любую услугу. Иногда ему от хмельной щедрости совали копейки, он их никогда не тратил, а складывал в укромном месте, еще не зная на что потратит, но твердо зная, что деньги эти, рано или поздно, обязательно ему пригодятся. В дом к Грязнову, чтобы попроведывать мать, он почти не ходил, только по большим праздникам. Не хотелось ему туда идти и никого там не хотелось видеть. Сиделец-приказчик выучил его счету и грамотей, видя, что парнишка учения схватывает на лету, предсказывал. Большой мошенник, Мишка, из тебя получится, только вина не пей. Несколько лет, проведенных в кабаке, стали для Мишатки первыми уроками в жизни, которые он усвоил накрепко, потому как сама жизнь поворачивалась здесь к нему очень уж неприглядным боком. Узнал он, как можно пьяного обсчитать и карманы у него вывернуть, как можно своровать, чтобы не сиделец-приказчик, ни Грязнов даже не догадались, как соврать, глядя при этом широко раскрытыми и честными глазами. Многое постиг Мишатка не по-детски пытливым своим умом. В один из апрельских дней, а выдался он с редким дождиком и пронзительным, холодным ветром, забрели в мокрые нищие. Вымокшие до нитки, дрожащие, тощие и злые, будто цепные собаки, они сразу же потребовали вина, сели за дальние столы и когда выпили, принялись ожесточенно собачиться. Кто лучше пел сегодня на базаре и как надо делить деньги. Чем больше пили, тем яростней кричали друг на друга и в конце концов разудрались. В драке никто никого не одолел, только изорвали и без того ветхую одежонку да сломали посох. И, утомившись, попадали спать прямо на полу, сунув под головы истрепанные котомки. Сиделец-приказчик сначала хотел вызвать околоточного, но передумал, рассудив, что с нищебродами лучше не связываться. Затаят злобу и пустят при удобном случае красного петуха, им что, народ-то аховый и бросовый. Только и наказал мешатке не спать и глаз с незваных гостей не спускать. Мешатка всю ночь не спал. Рано утром нищие зашевелились, зашуршали будто тараканы и оглушительно закашляли, надсадно отхаркиваясь и сплевывая на пол. Когда поднялись на ноги и, переругиваясь, собрались уходить, увидели. Один, разметав руки и безвольно откинув на сторону голову, остался лежать в углу. Кинулись к нему, думали, что помер, но он с хрипом дышал, и в уголке рта надувались и лопались белесые пузырьки слюны. Нищие о чем-то невнятно пошептались между собой и быстренько выскользнули из кабака, даже двери за собой не закрыли. Подоспевший к этому времени сиделец-приказчик только руками развел. Снова собрался бежать к околоточному и снова передумал. Начнутся расспросы, грязного придется призывать, а тот за приют нищих на ночь по головке не погладит, если разозлиться, может и с насиженного места вышибить. Что делать? А давай его в сарайку, там тепло, глядишь, и сам очунеется, предложил мешатка, вина ему дадим, похлебки горячие. Сиделец подумал-подумал и махнул рукой. Семь бед, один ответ. Нищего перетащили в сарайку, застелили солому в углу старыми тряпками, уложили, а сверху накрыли рваным полушубком. Мешатка влил ему в рот вина, накормил горячей похлебкой, и нищий, перестав надувать пузыри из белесой слюны, посмотрел на парнишку осмысленным взглядом и хрипло выговорил. Я уж помирать собирался. Через два дня, на удивление, он бодро встал на ноги и затороторил веселой, бойкой скороговоркой, рассказывая о том, что болезнь к нему привязалась по причине простуды. На паперте сидели, а чтобы подавали погуще, Яков Танишко свой скинул, вот таким макаром высиживал. И нищий, скинув для правдивости верхние ремки, остался в одной рубахе, раздернул пошире ее ворот и обнажил тощую, впалую грудь, на которой болтался на засаленной веревочке погнутый медный крестик. Звали его, как выяснилось чудно, Иван Коврига. Какого он рода племени и как оказался в нищебратьи, не рассказывал, а на расспросы сидельца приказчика только отмахивался. В щелоке меня варили, вальком меня лупили, в проруби полоскали, все позабыл. Ты лучше, мил человек, дай супчику похлебать, нутро у меня после болезни шибкое голодное. Какой шустрый, удивлялся сиделец, на ходу подметки рвет. Может тебе и перинку постелить, да девку подкатить под бок. Благодарствуем премного, скалился нищий, показывая мелкие, наполовину раскрошенные зубы. Только перебор будет с периной да с девкой, а мы краеведаем. Супчику горячего да хлебца кусочек, нам и достаточно. Был коврига высокого роста, худой и жилистый, словно из веревок сплетенный, легкий на ногу и быстрый в движениях. Чем больше мешатка на него смотрел, тем он больше ему глянулся. Было в ковриге что-то необычное, такое, что притягивало к нему и манило. То ли быстрый говорок, то ли легкость, с которой он смотрел на всех, то ли его непоказная свобода, ведь ясно было, что принадлежит человек самому себе, никому не подчиняясь. Куда пожелает, туда и пойдет. И никто ему не указ. Сам себе господин, хоть и нищий. О товарищах своих, которые бросили его помирать в углу кабака, он не вспоминал, будто никогда и не ходил с нищенской артелью, не пел с ними жалостливых песен, собирая скудное подаяние. Говорил, что вот еще окрепнет маленько, и дальше пойдет один на Ирбитскую ярмарку, там народу тьма, торг идет невиданные люди намного щедрее, чем здесь, в прижимистой тюмени. Далекое слово Ирбит казалось Мишатке особенным, оно приманивало, словно кусок сладкого пирога, и хотелось прямо в сию минуту бросить все бросом и уйти в неизвестность, оставив навсегда до зла горя надоевшей мокрой, столь же надоевшего грязного и даже мать, которая ходила на сносях. Все опостылило. И Мишатка, недолго думая, обратился к Ковриге с просьбой. «А не возьмешь меня с собой?» Коврига ухватил его за плечо цепкой ладонью, потянул к себе поближе, заглянул прямо в глаза, будто в душу, и спросил. «Измаялся здесь?» Мишатка молча кивнул. «Хлеб у нас, парень, горький, иной раз слезами его солим. Подумай крепко. Я уж давно надумал. Возьми, не пожалеешь, я страсть какой в острый. Ишь ты, в острый. Коли так, собирайся, мне напарник завсегда пригодится». В три. Высокое пламя большого костра бросало отблески на воду. И были видны небольшие пологие волны, которые с тихим шорохом лизали низкий песчаный берег. Стоял сентябрь, на землю ложились уже стылые ночи, и звезды, словно готовясь к близкой зиме, светили ярко и холодно. Трава по утрам серебрилась от иния, и от этого студенного посверка хотелось закутаться как можно теплее и не открывать глаз. Спать, однако, пора, коврига глянул вверх, на небо и широко зевнул, быстро перекрестив рот. Убирай огонь. Мишатка палкой сгреб головешки в сторону, выскреб с земли угли, и они вдвоем с ковригой подтащили на место кострище чью-то непривязанную лодку, а прокинули ее вверх днищем, вот и ночлег построили. Тепло, уютно от нагревшейся земли, и холодный ветерок почти не достает. Улеглись, и коврига, откашлявшись и отплевавшись, быстро уснул, негромко посвистывая носом, будто играл на дудочке. Мишатка не спал. Ныли ноги, натруженные за последние дни до крайнего предела, урчал живот, требуя, чтобы уронили в него хоть малую крошку, и бесконечной вожой лезла слюна, которую он не успевал сглатывать. Что и говорить, неказистое о судьбе, но у нищебродов. Вот уже третий день оставались они с пустыми руками и спать легли снова голодными. Но Мишатка не отчаивался, потому что знал по опыту. Сегодня не повезет, завтра будет пусто, зато на третий день, глядишь, и привалит под самые завязки котомок. Всегда так получается. Вот о завтрашнем дне и думал, загадывая, чтобы выдался он удачным. И надеялся, что именно так и будет. С тех пор, как ушел Мишатка вместе с Ковригой из мокрого кабака, покинув Тюмень, не попрощавшись даже с матерью, прошло целое лето. За несколько месяцев, где они только не побывали с Ковригой, чего только не увидели и не испытали. В Ирбите их чуть не прибили, потому что промышляли там свои артели нищих, дружные и злые чужаков не терпели и выживали их, травили как тараканов, едва ноги унесли. Дальше наученные шли они все больше по богатым селам, на ярмарки не совались, и получалось подаяние вполне сносным. Дальней целью своей на этот раз Коврига выбрал Нижний Новгород. Говорил, что на тамошней ярмарке им будет полное раздолье. В сентябре добрались они до Нижнего и теперь ночевали на берегу Волги, оберегаясь от ветра под днищем перевернутой лодки. Вольная бродячая жизнь пришлась Мишатке по душе, и теперь, испытав ее, не вернулся бы он в мокрый кабак ни за какие пряники. Коврига научил его петь жалостливые песни, и Мишатка в этом мастерстве преуспел так, что получалось у него лучше, чем у учителя. Особенно бабы любили слушать его тоненький мальчишеский голос, вытягивавший из них слезу, они же и подавали щедро, от всего растроганного сердца. Добытая Коврига всегда делил честно, поровну, на две части. И еще между делом научил мальчишку, кроме жалостливых песен, многому, что необходимо в нищенской жизни. Как сбежать незаметно и в толпе затеряться, как разговаривать, если казенные чины тебе допрос учинят, что рассказывать, если сердобольные бабы станут расспрашивать про судьбу. Как и в любом деле, в нищенском тоже были свои секреты, и Коврига их не таил от парнишки. Только приговаривал. Учись, Мишатка, пока я не помер. О себе и о прошлой своей жизни Коврига ничего не рассказывал, а если Мишатка начинал спрашивать, отделывался присказкой. В крапиве подобрали, крапивой кормили крапивой и пороли, когда лишнее спрашивал. Крапивная каша для головы, самая пользительная. Хочешь попробовать? Мишатка в ответ смеялся и мотал головой. Нет, не желаю. Утром, когда они проснулись и вылезли из-под лодки, то в два голоса ахнули. На землю за ночь лег первый зазимок. Кругом все было бело и студено. Не задерживаясь, согреваясь в быстрой ходьбе, пошли они прямиком в город, целясь на высокие колокольни, которые во множестве сверкали на утренней заре золотыми куполами. Перед тем, как войти на окраинную улицу, Коврига присел на землю, подогнув под себя левую ногу, из потайного кармана в недрах лохмотьев достал маленькую деревянную коробочку, а из нее – длинную тонкую иглу. Наведем красоту, чтоб день удачным выдался. Бормотал он себе под нос, ловчее перехватывая в пальцах правой руки иглу. Мешатка, затаив дыхание, смотрел на него и, как всегда, морщился, словно на самом себе ощущал стальные уколы, не мог он до сих пор привыкнуть и глядел со страхом, когда Коврига наводил красоту. А наводил он ее так. Выворачивал левой рукой века и быстро, точно начинал накалывать его длинной иглой. Верхняя века, нижняя. Затем прятал иглу в коробочку, коробочку в потаенное место и долго сидел неподвижно, зажимая глаз ладонью. Посидев так, медленно поднимался, и это уже был иной человек, совсем не тот, который четверть часа назад ловко присел на землю. Сгорбленный, будто переломленный в пояснице, тяжело опирался на длинный посох, ноги в коленях мелко-мелко дрожали. На сером худом лице, обметанном жиденькой бороденкой, страшно краснел один глаз. Воспаленные от уколов иглы веки набухали, выворачивались наизнанку, а из глаза текли частые, крупные слезы. Второй глаз Коврига прищуривал и открывал его только по необходимости. Мишатка взял его за руку, и они медленно поплелись к истоку крайней улицы, слепой, нищий и мальчишка-поводырь. Небольшую церковь нашли быстро, услышав печальные вздохи колокола, которые созывал народ к заутрине. На паперте было пусто. Коврига с Мишаткой заняли удобное место, и когда мимо пошел народ, они завели длинный и печальный стих про Лазаря, которого исцелил Христос. Подавали скудно. Да и богомольцев в будний день было немного, но все-таки на горячую требуху, на хлеб, на чай и даже на шкале к Ковриге накидали милосердные прихожане. Теперь можно было и в кабак наведаться, хорошенько поесть с голодухи и обогреться. Но только успели они пересчитать медики, только успели выйти с церковного двора, как им тут же заступили дорогу нищие, числом не меньше десятка, прижали к каменной стене и закричали, будто в один голос, злой и хриплый. Это наше место. Вы откуда взялись? Ноги переломаем. Поддыхало им. Поддыхало. На чужое заритесь, сукины дети. Нече толковать. Лупи их, приблудных. Бей! Нищие, разодоривая себя криком, подвигались все ближе, на первом кинуться никто не насмеливался, потому что Коврига молча перехватил свой посох, крутнул его у основания, и обнажилась ярко поблескивая на солнце, тонкая и длинная полоска железа, остро заточенная с двух сторон. До поры до времени покоилась она, как в деревянных ножнах, приделанных к посоху, да так ловко, что в руках будешь держать и не разглядишь. А сдернул деревяшку, и вот она поблескивает. Холодно, пугающе. И мешатка мигом изготовился к бою, выдернув из котомки проволочный крюк с полувозагнутым концом. Таким крюком очень удобно снизу за ноги цеплять. Дернул посильнее противник и загремел наземь. Не впервой было им вдвоем отбиваться. Нищие кричали все громче, подзадоривая друг друга, но броситься на длинный посох, выставленный ковригой как копье, все-таки не решались, хотя подвигались мелкими шажками ближе и ближе. Неизвестно, чем бы закончилось столь грозное дело, если бы не остановилась в это время, как раз напротив, богатая коляска, на козлах которой выседал широкоплечий кучер с аспидно-черной бородой. Он ловко соскочил на землю, волоча за собой по снегу длиннющий кнут, похожий на невиданную змею, язычным голосом гаркнул. Ханус, гинь, рвань косоротая. Оставь парнишку. Брысь. Чуть вздернул руку, взмахнул ею, и бич оглушительно хлопнул, словно бахнули из ружья. Кучер безбоязненно шел на нищих, взмахивал рукой, и бич продолжал бухать, готовый своим острым концом вот-вот прогуляться по спинам и по ногам. Нищие, не искушая судьбу, дружно брызнули в разные стороны. Кучер опустил кнутовище, подошел ближе и приказал мешатке. Ступай к коляске, барыня моя глянуть на тебя желает. Ступай, если сказано. Коврига потолкнул мешатку, и тот, не выпуская из рук проволочный крюк, настороженно приблизился к коляске, готовый при малейшей опасности задать стрекача, бегать он умел отменно, не в раз догонишь. Кожаный полок коляске широко отмахнулся, и мешатка увидел перед собой барыню. Она зажимала рот узкой рукой в черной перчатке и смотрела на него, широко раскрыв глаза. Лицо ее морщилось, словно от сильной боли, и казалось, что она сейчас в голос заплачет. Но барыня не заплакала, она отняла от губ ладонь в перчатке, приложила ее к груди и прошептала едва слышно. Мальчик мой. Мешатка, ничего не понимая, переминался с ноги на ногу, держал перед собой проволочный крюк и на всякий случай оглядывался. Где этот бородатый мужик с бичом? Илья, негромко позвала барыня, Илья, подойди ко мне. Кучер подошел, встал возле коляски рядом с мешаткой. Посади его на козлы к себе, барыня показала на ковригу, а ты, мальчик, со мной садись. Не бойся, теперь с тобой ничего плохого не случится. Полезай. На мешатке было боязно, он оглядывался на ковригу и медлил. И лишь когда тот кивнул ему, усаживаясь на козлы, осторожно забрался в коляску. Кучер свистнул, щелкнул бичом, и кони махом набрали быстрый ход. Из-под колес коляски полетел снег, перемешанный с грязью, в узкой щели неплотно прикрытого кожаного полога мелькнули дома, редкие прохожие, и скоро потянулась широкая равнина с редкими деревьями вдоль дороги. Мешатка глядел, не отрываясь, в узкую щель и почему-то боялся обернуться, боялся посмотреть на барыню, которая так ловко и вовремя выдернула их с коврига из беды. Наверное, потому брало его опасения, что никак не мог взять в голову. Зачем ей такой богатый, нищий, и куда они теперь едут? Как бы хуже не было. Недолгая бродяжья жизнь уже приучила Мешатку, что доверяться чужим и незнакомым людям столь же опасно, как сдуру лезть в речку, не узнав брода. Словно догадавшись о его опасениях, барыня осторожно погладила его по плечу и успокоила. «Я тебе только добро хочу, мальчик!» «Я тебя!» Она замолчала, словно задохнулась внезапно, еще раз погладила его по плечу и убрала ладонь в черной перчатке. Мешатка, не отрывая взгляда от узкой щели, не обернулся и не посмотрел на барыню, словам, даже самым ласковым, он не верил. А коляска катилась и катилась по ровной дороге, оставляя за собой черные, извилистые полосы. Солнце, поднимаясь все выше, окрашивало белую равнину в розовый играющий цвет. Ехали долго. Лишь к полудню увидел Мешатка-аллею из старых высоких лип. А дальше, когда она кончилась, увидел огромный белый дом с круглыми колоннами и услышал негромкий голос барыни, которая с легким вздохом сказала. «Ну вот, мальчик мой, мы и дома!» Быстрым движением она погладила Мешатку по голове и приказала Илье, чтобы срочно истопили баню. Сама же, не оглядываясь, поднялась на высокое крыльцо, где ее встречали с поклонами дворовые, и прошла в дом. Илья почесал пятерней широкую черную бороду, хмыкнул и коротко кивнул ковриге с Мешаткой. «Ступайте за мной!» Напарившись до звона в ушах, соскоблив и смыв с себя прикипевшую дорожную грязь, досото наплескавшись в горячей воде, легкие и чистые, словно народились заново, коврига и Мешатка вывалились из бани в предбанник и блаженно растянулись на широких, до беловыскобленных лавках. От малиновых тел шел пар. Едва-едва отдышались. Попили холодного кваса из бочонка, который стоял в углу, и окончательно повеселили. Дверь в предбанник широко распахнулась, и кучер Илья заслонил с собой весь дверной проем. В руках он держал одежду. Бросил ее на лавку, коротко приказал. Одевайтесь. Рвань свою не трогайте, велено в печке сжечь. Взялся уже за скобу, чтобы уйти, но коврига остановил его. Погоди, милый человек, скажи слово. За какие заслуги нам такой почет оказывают? Неужели и кормить будут? Верно мыслишь. Велено отвезти в людскую, накормить и спать уложить. А про заслуги не знаю, не сказывали. Одевайтесь. Да, сразу было видно, что из Ильи лишнего слова не вытянешь. Коврига с мешаткой оделись и вышли из предбаника на вольный воздух. Солнышко успело согнать снег, и он белел теперь только в низинах. Тихо благостно было в округе, и дух стоял, будто свежий арбуз разрезали. Коврига остановился, запрокинул голову и долго смотрел в небо, словно желал что-то разглядеть в легкой просине. Вздохнул. Сладкая она все-таки штуковина, жизнь. Слышь, мешатка. Слышу. А почему сладкая? А вот поживешь с мое, тогда поймешь. Сладкая. В людской их накормили от пуза, уложили спать на деревянных лавках, мягко застланных, и они блаженно вытянулись на них, сморенные усталостью и сытным ужином. Коврига только и успел промолвить. В толк не могу взять, зачем мы ей. Чудная барыня. Любовь Сергеевна Остроухова, урожденная Астахова, замуж была выдана в 17 лет за порядочного и почтенного человека, генерала от инфантерии Петра Петровича Остроухова, который незадолго до свадьбы вышел в полную отставку и поселился в своем родовом имении Дубовище Нижегородской губернии. Словно редкое и теплолюбивое растение, с великим бережением, привез Петр Петрович юную жену в имение и одарил ее искренней любовью и ежечасной заботой. Любовь Сергеевна, благодарно отзываясь на его добрые чувства, расцвела во всей своей красоте, глаз нельзя было отвести. Вскоре у них родился мальчик, которого нарекли посвятцем Юрием, и жизнь в старинной усадьбе наполнилась особым смыслом и уютом счастливой семьи. Все рухнуло в один день, тихий стоял день, ласковый и солнечный. Петр Петрович с маленьким Юрой, было которому к тому времени шесть лет, отправились гулять далеко от усадьбы, чтобы посмотреть на озеро Светлое, там, как рассказали дворовые, в такие дни плавают утки со своими подросшими утятами. Едва лишь добрались до озера, как вскипел страшной силой вихрь, пронесся, вздыбив водную гладь, а на небе взбухла черная туча, грянул гром, и встал стеной проливной дождь. Петр Петрович схватил Юру в охапку, бросился к одиноко стоящему дубу, чтобы укрыться под ним от дождя, но едва успел добежать до дерева, как вызмеялась из тучи ломаная молния, раскаленная до ослепительно-белого цвета, и ударила ему под ноги. Мужик, ехавший по дороге на телеге, повернул коня, погнал его к рухнувшему на землю барину, да только, как оказалось, зря торопился. Петр Петрович с Юрой были мертвы, одежда на них дымилась, а вокруг лежал рваный круг опаленной до черноты травы. Любовь Сергеевна почернела, как та опаленная трава. Несколько лет не снимала траур, никуда не выезжала и даже не замечала, что в мире ничего не нарушилось. Лето сменялось осенью, осень, зимою, а затем, в положенные ей сроки, расцветала весна. Перед глазами у нее, никуда не исчезая, стоял все тот же летний день, рассеченный внезапным вихрем и ломаный, добила раскаленной молнией. Только лет через пять стала она понемногу приходить в себя и вникать в дела имения, которые, как оказалось, шли из рук вон плохо. С удивлением обнаружив, что вместо доходов зияют лишь одни прорехи, Любовь Сергеевна занялась обширным своим хозяйством, вникая во всякую мелочь, увлеклась, сама того не заметив, и не прошло трех лет, как к ней стали ездить соседи, чтобы полюбопытствовать на ухоженные и урожайные поля, на богатый сад, на чистый скотный двор, на разноголосый птичник и идеальную конюшню. Но хозяйственные хлопоты не помогали до конца изжить горе. Оно лишь чуть отступило в сторону, давая ей передышку, и напоминало о себе неустанно. То натыкалась она на Юрины рубашки, то на его башмачки, то попадали ей всегда случайно вещи Петра Петровича и она, подолгу не выпуская их из рук, рыдала без слез, потому что все слезы были уже выплаканы. Случайный взгляд, брошенный из коляски на шумно кричавших нищих, будто высветил лицо мальчика, и он показался Любови Сергеевне удивительно похожим на Юру. А в следующее мгновение ей уже показалось, что это сам Юра, на которого налетят сейчас и которого станут бить злые нищие. Она закричала Илье, чтобы он остановил лошадей, велела выручить мальчика и взять его с собой. Про взрослого нищего, про Кавригу, она почему-то даже не думала, а когда приехали в усадьбу, то пожалела, что он оказался здесь. Каврига будто стоял между ней ими шаткой, удивительно похожим на Юру, и поэтому был лишним, ненужным. Всю ночь, проведя без сна, под утро она приняла решение, утвердилась в нем и сразу после завтрака приказала, чтобы Каврига поднялся наверх, в зал. Стояла у столика, опираясь на него рукой, смотрела на почтительно замершего у порога Кавригу и никак не могла насмелиться произнести первое слово, будто онемела на минуту. Каврига переступал с ноги на ногу, шевелил выцветшими белесыми бровями и закусывал нижнюю губу, это был первый признак, что он не на шутку тревожится. Послушай меня, дрожащим голосом заговорила Любовь Сергеевна, но как только она произнесла эти слова, голос сразу окреп. Мальчика я оставляю у себя, он мне будет как приемный сын, а с тобой сгинет, пропадет в какой-нибудь драке. Я дам денег, и сегодня же ты уйдешь отсюда, а мальчику скажешь, что ему здесь будет лучше, он тебя должен послушать. Вот деньги. Взяла со столика заранее приготовленные деньги, протянула их, и Каврига, осторожно ступая по паркету, подошел, распустил закушенную губу в довольной ухмылке и поклонился, принимая деньги. Премного благодарен, барыня. А что мешатки касаемо, я ему не тяде родимый, а так. С папучек. Поговорю. Правда, парнишка норовистый, да я знаю, чего сказать следует. Сказал он мешатке, голову не ломая просто и ясно. Барыня у себя оставить желает. Тебя оставить. Ты, мешатка, не фордыбач, а соглашайся, пока не передумала. Со мной долго не протянешь. У меня судьба известная, под забором копыта откинуть, а тебе зачем такая судьбина? Живи, парень, не будь дураком. Мешатка от столь неожиданного известия растерялся, поначалу даже не нашелся, что сказать, лишь набычился и уперся взглядом в пол. Коврига больше его не уговаривал, молча сидел за столом и наворачивал пшенную кашу, зачерпывая ее из чашки полной ложкой и запивая молоком. Опытный он был человек, Коврига, многое повидал на своем бродячем веку и понимал, что парнишке требуется осознать услышанную новость, примериться к ней. Сам же мешатка после долгого молчания спросил. Отчего я, барыня, этой делать буду? Кататься будешь, глухо ответил Коврига, продолжая неутомимо запихивать в рот кашу, как сыр в масле. Он еще что-то хотел сказать, но подавился, закашлялся, а мешатку в это время прибежавшая горничная позвала наверх, к барыне. Любовь Сергеевна, едва лишь мешатка появился в дверях, бросилась к нему, обняла, опустившись перед ним на колени и заплакала, приговаривая бессвязно. Мальчик. Мальчик мой, родной. Оставайся, оставайся, милый, ты мне нужен. Руки у нее были мягкими и теплыми, голос прерывался от волнения, слезы, которые капали на лицо мешатки, были горячими. И он, сам не понимая, что с ним происходит, тоже заплакал. Коврига ушел из имения, в тот же день даже не обернулся, когда пересекал Липовую аллею, и только длинный его посох вскидывался выше и чаще, чем обычно. Мешатка стоял рядом с Любовью Сергеевной на высоком крыльце дома, смотрел ему вслед и щурился от яркого солнца, которое светило на прощание, приготовившись к долгой зиме, почти по-летнему. В разъеме непроницаемо черной бороды Ильи блестели передние зубы с двумя широкими прорехами, и довольная ухмылка преображала всегда угрюмое лицо. Лихой, дьяволенок, будет из тебя толк. Запыхавшийся Мешатка сиял. Гордость распирала ему грудь, еще бы, Илья никогда зря не похвалит, чаще ругается и обзывает его косоруким. Мешатка птичкой спорхнул с седла, похлопал по потной шее статного жеребца по кличке Воронок и от полного удовольствия встал на руки и пошел, дрыгая в воздухе ногами. Вот красота. Хватит, продолжаю ухмыляться, утихомиривал его Илья, а то моча в голову шабанет. Мне уж барыня выговаривала, боится, чтоб ты не покалечился. Хватит, загоняй коня, пойдем доложимся, что живы-здоровы. Кучер Илья, бывший солдат, отянул долгую лямку царской службы и не удосужился обзавестись собственной семьей, а теперь и вовсе не желал, хлопот шибко много. Он верно служил барыне, искренне ее уважал, а к мешатке, приглядевшись со временем, прикипел всей душой. Не жалея времени, учил его верховой езде, показывал разные гимнастические приемы, безжалостно швырял на землю, натаскивая в борьбе, а мешатка с восторгом заглядывал ему в щербатый рот и льнул к кучеру, как неразумный и косолапый еще щенок льнет к сильному и опытному псу. Барыня в своем приемном сыне души не чаяла. Вся ее нерастраченная любовь, все ее горе от потери мужа и сына, все ее долгое одиночество, все переплавилось, как в котле, в одно целое и ненаглядное, в мешатку. А он, еще хорошо помня свое недавнее прошлое, мокрый кабак и нищенство, жил и радовался в свое удовольствие, стараясь не огорчать приемную мать. Впрочем, огорчения начались, когда появилась в доме высокая, сухопарая англичанка, нанятая любовью Сергеевной для воспитания, обучения языкам и привития хороших манер мешатки. Если с учением никаких сложностей не возникало, он на лету все схватывал, то с хорошими манерами дела обстояло худо. Мешатка никак не мог справиться с вилками, ножами и ложками, путался в них, ронял на пол, а при удобном случае старался улизнуть в людскую, где из чашек ему дозволялось таскать хоть руками, хоть ногами. Миссис Дженни, освоившись, решительно отправлялась в людскую, молча брала мешатку за руку и вела в дом, где подробно рассказывала обо всех прегрешениях своего воспитанника. Мишенька, родной мой, тихим голосом внушала любовь Сергеевна, целую его в маковку, ты вырастешь, тебя станут принимать в приличном обществе, а ты руками из тарелок будешь кушать. Над тобой будут смеяться, а я тебе этого не желаю. Ты ведь любишь меня, не хочешь огорчать, будь добрым, слушайся, миссис Дженни. Сухопаруя Дженни, с ее витыми косичками, с неизменным лорнетом в руке и со скрипучим голосом, мешатка тихо ненавидел, тем более, что не любил ее и Илья, отзываясь, как всегда, кратко, но выразительно. Виходка жеваная, а не баба. Но именно миссис Дженни, сама того не подозревая, подвигла мешатку к полному исправлению. Однажды они пили чай с любовью Сергеевной возле открытого окна, и миссис Дженни рассуждала. Мальчика трудно воспитать. Он никогда не станет истинным джентльменом. Низкое происхождение, это как родимое пятно, его не выведешь. Я думаю, что все наши старания напрасны, что... Любовь Сергеевна тихим, но решительным голосом властно ее перебила. Голубушка, давайте договоримся раз и навсегда. Вы этих слов не говорили, а я их не слышала. Мишатка мой сын, пусть и приемный. Но он мой сын. Потрудитесь запомнить. Хорошо, кратко согласилась миссис Дженни. Видно, поняла сразу, что опасений своих вслух ей высказывать не следовало. А сам Мишатка сидел в это время под окном, натягивая на лук веревочную тетиву, и все прекрасно слышал. Особенно его резанули незнакомые слова. Низкое происхождение. Будто взяли за ухо, отвели на скотный двор и сказали. Вот твое место. Но он туда уже не желал. Он привык жить в господском доме и выселяться отсюда не собирался. А для того, чтобы остаться, требовалось стать другим, чтобы ни у кого и малого сомнения не возникло. А на своем ли месте живет этот парнишка? И стал Мишатка в самое короткое время, совсем другим. Словно переродился. Кушал за общим столом, ловко и опрятно орудуя вилками и ножами. Поддерживал, когда к нему обращались, общую беседу, переходя с английского на французский. Старательно занимался в отведенные часы и подчеркнуто почтительно вел себя с миссис Дженни, которая смотрела на своего воспитанника столь удивленно, будто не могла его признать. Но едва лишь выдавалась свободная минута, он выпрыгивал прямо из окна на улицу и летел, сломя голову на конюшню, где встречал его Илья и спрашивал с неизменной ухмылкой. «Вихотка твоя следом не ползет?» И начинали они заниматься своими обычными делами. Скакали на лошадях, боролись, ходили на охоту, на рыбалку, варили уху на берегу Тихого озера. Илья рассказывал о своей службе и войне, на которой ему довелось побывать, а Мишатка впитывал его рассказы и мечтал о будущих подвигах и о военной карьере. Он к тому времени твердо определился, что пойдет служить по военному ведомству. Любовь Сергеевна его желания всячески поддерживала, говорила, что покойный Петр Петрович был достойным генералом, и уже начинала хлопоты по поиску достойного военного заведения, куда можно было определить Мишатку. Заведение такое, Юнкерское училище, нашлось в столице, куда он и был отправлен. На первые каникулы Мишатка прибыл в имение в военной форме, вытянувшийся и повзрослевший, уже совсем не похожий на того мальчика, которого со слезами отправляли в столицу. Статный красивый юноша стоял теперь перед Любовью Сергеевной, и она не могла отвести от него влюбленных материнских глаз. Илья радовался, как ребенок, и они снова занимались своими делами. С качками, охотой и рыбалкой, благо, что теперь им никто не мешал. Миссис Дженни уехала на свою туманную родину и напоминала о себе только рождественскими открытками, адресованными Любови Сергеевне, в которых непременно справлялась об успехах своего бывшего воспитанника. На последние каникулы, перед выпуском из училища, приехал уже молодой человек, отпустивший усики, сильный и рослый, уверенный в себе и попросивший перед обедом, чтобы на стол поставили графинчик с наливкой. В это же лето, наполненное тихим счастьем и всеобщим довольством, появилась в старинном имении молодая особа, племянница Любови Сергеевны, которую тетушка встретила с плохо скрытым неудовольствием. Но на руках у племянницы имелось письмо от ее матушки, младшей сестры Любови Сергеевны, в котором она слезно просила приютить непутевую дочь на время в глуши. Письмо было длинное, обстоятельное и подробное, Любовь Сергеевна утомилась, его читая. А когда до конца дочитала, лишь безнадежно вздохнула, вспомнив народную мудрость, что в семье не без урода. Но Мария Федоровна была не урод, даже совсем наоборот. Статная, с горделиво вскинутой головой, с огромными голубыми глазами, горящими зазывным светом, она не ходила, а плыла величавой походкой, словно царица, и на нее, как на царицу, смотрели все, где бы она ни находилась. Смотрел и Михаил, погибельно чувствуя, что земля уходит у него из-под ног, а кровь в голове бьется тугими толчками, так бьется, что звон в ушах стоит. Лишенные в училище женского общества. Вечера с девицами из женской гимназии проходили под строгим взглядом начальства. Еще не познавшей женщины, но уже давно мечтающей о ней, Михаил будто наговорного зелья нахлебался, спать ночами не мог, а Мария Федоровна с каждым днем расцветала на теплом деревенском солнышке все пышнее и красивее. Любовь Сергеевна тоже теперь не спала ночами, помня содержание письма от сестры. Пыталась поговорить с Михаилом, но он смотрел на нее затуманенными глазами и, кажется, не слышал. Была Мария Федоровна девицей странного полета. Начитавшись любовных французских романов, она бредила приключениями, страстями, пышными балами и горячими признаниями пылких любовников. Придуманные ею картины, перемешку с книжными историями, иногда снились ей по ночам, и юная Маша, просыпаясь, даже плакала от досады, в бессилии кусая подушку, потому что наяву видела она по утрам совсем другое. Старенький обветшалый дом, лужайку перед ним, заросшую лопухами, вечно кудахтающих кур, которые рылись в этих лопухах, а дальше, за лужайкой, сирели соломенными крышами невзрачные избы. Махонькая деревенька, принадлежавшая ее тятеньке, совсем не кормила, семья жила в скудости, никуда не выезжала, да и неприлично было уже выезжать в общество по одной простой причине. Тятенька безудержно пил горькую. Напиваясь, буянил, и во всем доме не было ни одного целого зеркала и стеклянного графина. Маменька беспрестанно точила безутешные слезы, но образумить супруга не могла по причине мягкости своего характера. Из дома сбежала Мария Федоровна, когда ей исполнилось 17 лет, с молодым студентом войницы Ким, которого наняли родители, чтобы он преподал ей за лето курс истории и словесности. Но получилось так, что ученица оказалась учительницей, а ее подопечный послушно семенил за своей наставницей, только ногами успевал перебирать. Однако в столице, куда они прибыли, скоро запнулся, потому что кончились деньги. Едва он об этом заикнулся, как сразу же получил отставку, и на его место заступил оперный бас Марго Цекий, который уверял, что в скором времени он получит ангажемент и будет петь в одном из самых известных театров Европы. Марго Цекий сорил деньгами, называл свою избранницу королевой, но получение ангажемента все откладывалось и откладывалось, а скорая совсем отложилась, навсегда. Умер он, как сказали, от чрезмерного употребления шустовского коньяка и шампанского, которые он любил смешивать в одном фужере. На место Марго Цеково заступил скромный служащий банка, Венедиктов Кирилл Николаевич. У него не имелось широких жестов Марго Цеково, но зато имелась истинная страсть, а иначе разве пошел бы человек на подлог, поделал документы, получил огромную сумму денег и уже ехал в гостиницу, к Марии Федоровне. Но не успел доехать, догнали полицейские и арестовали. Марию Федоровну тоже допрашивали, но, убедившись, что к краже банковских денег она не причастна, предписали ей в срочном порядке из столицы выбыть и отправляться к родителям в имение. Иначе. Мария Федоровна, как очень догадливая, сразу поняла, что сейчас ей лучше вернуться в родные Палестины. Но тятенька, напившаяся в первый же день, когда приехала блудная дочь, грозился ее убить, чтобы она не позорила его честное имя. Маменька, напуганная, что рано или поздно супруг исполнит свое пьяное обещание, написала длинное, жалостливое письмо и отправила дочь в имение к сестре. Ничего этого Михаил не знал, а что говорила ему Любовь Сергеевна, не слышал. А если бы знал и слышал, это обстоятельство навряд ли остудило бы горячо кипевшую кровь. Михаил, а почему вы смотрите на меня украдкой, будто подглядываете из кустов, когда я в пруду купаюсь? Мужчина должен смотреть прямо в глаза, а не отводить их в сторону. Хотите я вас научу? Мария Федоровна остановилась на тропинке, по которой они шли, прогуливаясь по саду, прислонила ладони к щекам Михаила, притянула его к себе, так близко, что он почувствовал ее высокие груди, и посмотрела, чуть прищурив глаза, долгим-долгим взглядом, словно завораживала. У Михаила пресеклось дыхание, но Мария Федоровна уже опустила руки и шла дальше по тропинке, как ни в чем не бывало, величественно вышагивала, словно по блестящему паркету, и говорила, не поворачивая головы. Ночи здесь ужасно душные, я всегда открываю окно, иначе уснуть не могу. А вас, Михаил, бессонница не мучает? Вам, наверное, красивые девушки снятся? А Михаил? Не желаете признаваться? Он отмалчивался. Пресекшееся дыхание словно лишало голоса. Мария Федоровна на ходу гибко изогнулась, сорвала белую, только что распустившуюся ромашку, покрутила ее в тонких пальчиках и вздохнула. Такие ночи душные, придется снова окно открыть. Этой же ночью Михаил залез в настежь распахнутое окно. Осторожно спустился с подоконника, замер пытаясь разглядеть небольшую комнату, которую обычно отводили для гостей. Различил в темноте мутно белеющую кровать и сделал несколько осторожных шагов, стараясь ничего не опрокинуть. И услышал насмешливый шепот. Вы так шумно дышите, Михаил, что можете всех в доме разбудить? Тише, не шумите, присаживайтесь вот сюда, на краешек. Дайте руку. Михаил присел на краешек кровати, протянул руку и ощутил под ладонью упругую грудь, твердый, набухший сосок, и сердце ударило с такой силой, словно хотело проломиться наружу. И снова шепот, уже без всякой насмешки. Какие вольности вы позволяете? Я сейчас закричу, я позову тетушку. Уходите сейчас же. Негодяй. И довольно ощутимая пощечина глухо шлепнула в тишине. Ничего не понимая, Михаил отскочил от кровати, опрокинул стул, оглушительно загремевший, и уже наугад, собирая все, что попадало по дороге, рванулся к окну. После завтрака Мария Федоровна пригласила его прогуляться по саду. Они снова шли по тропинке, и в тонких пальчиках снова крутилась сорванная ромашка. Вы чем-то опечалены, Михаил? Не печальтесь, все поправимо. Я вас жду сегодня, только. Только вы должны оказать мне одну услугу. Вы согласны оказать мне услугу? Михаил без раздумий кивнул. У тетушки, в ее старом комоде, имеется нижний ящичек. Он закрыт на ключ. Мне очень нужен этот ключ, очень, но я не знаю, где он лежит. А вы знаете? И Михаил точно так же, как и вчера, молча кивнул. Он знал, что ключик от нижнего ящика комода Любовь Сергеевна держит в посудном шкафу, в пустой фарфоровой сахарнице. В тот же день он передал ключ Марии Федоровне, ночью залез в окно и выбрался оттуда лишь под утро. Угрызений совести Михаил не испытывал. Ради такой сладкой ночи, какая выпала ему, он мог бы совершить что угодно. Как сбежала Мария Федоровна из имения, прихватив все наличные деньги своей тетушки, никто не знал и не видел. Пришла вечером Любовь Сергеевна звать к чаю, а племяннице и след простыл. Все к лучшему, все к лучшему, говорила, успокаивая саму себя, Любовь Сергеевна, с глаз долой, из сердца вон. Я так боялась, что она мишеньку соблазнит, слава богу, пронесло. А деньги? Деньги еще наживем. Михаил ее слов не слышал, он в это время рыбачил с Ильей на пруду, и у него как раз клевал большущий сом. 6. После выпуска из училища Михаил не наведался в имение, а сразу отправился к месту службы в гарнизон, расположенный в маленьком и грязном городишке, недалеко от западной границы. Юношеские мечты о громких подвигах и блестящей карьере быстро растворились под серенькими и нудными дождями, которые крапали на городишко едва ли не круглый год. Серая как шинель, служба, серые будни, серые развлечения. Карты походы в шинок, где услужливо суетился старый еврей, а после шинка, в публичный дом, где также услужливо суетились напудренные девицы. Михаил стал подумывать о том, чтобы завершить неудавшуюся военную карьеру. Выхлопотал отпуск и поехал в имение к Любови Сергеевне, хотелось ему не торопясь, в тишине и спокойствии обдумать свое положение. Телеграмму он отправил заранее, известив о дате своего прибытия в уездный город, куда следовало выслать коляску, чтобы уже на ней добираться до имения. Но его никто не встретил. На почтовой станции, как назло, не оказалось лошадей, и поэтому пришлось устроиться в плохонькой уездной гостинице. От обедов, Михаил снова отправился на станцию, чтобы выяснить, появились свободные лошади или нет. Каково же было его удивление, когда увидел он на крыльце станции, на нижней ступеньке, Илью. Тот сидел в разодранной до пупа рубахе, мотал кудлатой головой, что-то невнятно бормотал и время от времени сердито стучал кулаком по ступеньке, словно хотел забить по самую шляпку невидимый гвоздь. Михаил кинулся к нему, схватил за плечо, пытаясь привести в чувство, показалось ему, что Илья пьяный. Но тот сердито отбросил его руку, поднял мутные глаза в ободке красных век и твердым, совершенно трезвым голосом выговорил. Поднялся со ступеньки, крепким шагом направился к колодцу. Бухнул на голову ведро воды, фыркнул по лошадиному и прошел под дощатый навес, где стоял узкий стол и лавка. Сел, глухо позвал. Иди сюда, Мишеня. Рассказывать буду. Рассказ его оказался коротким и печальным. Месяца два назад Любовь Сергеевна сильно занемогла. Сначала жаловалась на головную боль, которая мучила ее сутками напролет, а затем стала задыхаться. Сообщать о своей болезни Михаилу не пожелала, чтобы зря его не тревожить, надеялась, что выздоровеет, да и доктор обнадеживал, что все обойдется. Сообщила своей сестре, которая и не применула вместе с муженьком примчаться в имение. Пока сестра ухаживала за Любовью Сергеевной, муженек ее, Федор Арсентьевич, быстренько огляделся и все дела ухватил в цепкие руки, хотя они и дрожали от пьянства. Первым делом объявил, что хозяйку беспокоить теперь ничем нельзя, а распоряжаться отныне в имении будет он. И распорядился. Какие именно бумаги и каким образом оказались у Федора Арсентьевича, Илья не знал. Знал только об одном. Что отныне единственной наследницей и владелицей всего имения стала сестра Любови Сергеевны. По закону и по завещанию. Как говорится, и комар носа не подточит. Сама же Любовь Сергеевна, тихо, никого не потревожив в ночной час, ушла туда, где нет ни печалей, ни воздыханий. Девятый день сегодня, как умерла. А что касаемо Михаила, то Федор Арсентьевич громогласно всем объявил. Пожил-поел на чужих хлебах, и хватит, пусть Бога благодарит и покойную Любовь Сергеевну, что его из грязи вынули и в приличное заведение определили, теперь пускай сам о себе заботится. Похоже, что самого себя поставил Федор Арсентьевич хозяином имения, а безответная супруга и слова не могла возразить своему бойкому мужу. На похороны приехало много народа, которого раньше здесь и в глаза не видели, и большинство приехавших остается там по сей день, шумят, спорят, и деловито прицениваются к движимому и недвижимому, потому как Федор Федорович сказал, что жить здесь в глухомане, он не собирается и имеет планы продать имения, только вот еще не решил, целиком его продать или по частям. Но порадовал я тебя, Мишеня. Илья поднял на него мутные, тоскливые глаза и, помолчав, добавил. А на похороны тебя вызывать, змей, запретил. Я все думаю, что помог он барыне на тот свет убраться, что-то подолгу они с доктором шептались, я сам видел. Что теперь скажешь, Мишеня? Михаил молчал. Он не знал, что ответить, слишком уж внезапно и непоправимо навалились на него эти известия. Только и смог прошептать, не размыкая крепко жатых зубов. Дай срок, Илья, скажу. Но вот и срок прошел, целых три дня, а сказать Михаилу было нечего, его визиты по уездным властям закончились ничем. Есть завещание, оформленное в установленном порядке и по всем правилам, и согласно этому завещанию, господину Спирину не положено выдать из имения Остроуховой Любовь Сергеевны даже и сухой травинки. Вернувшись в гостиницу после очередного неудачного визита, Михаил, не раздеваясь, прилег на кровать и забылся коротким сном, а во сне увидел себя мальчишкой. Будто идут они с ковригой по пустому полю, а впереди перед ними синеет озеро. Очень хочется пить. Они все убыстряют шаги, почти бегут, а озеро отодвигается и отодвигается. Так и не достиг он во сне синего озера, проснувшись от нестерпимой жажды. Долго пил воду прямо из пузатого стеклянного графина, а когда осушил его до самого дна, грохнул об пол с такой силой, что звенящие осколки весело разлетелись по всему номеру. Было у Михаила такое чувство, будто вновь оказался он на длинной и пустынной дороге с нищенской сумой через плечо. Вскинулся Илья, который спал в углу в этом же номере, не желая возвращаться в имение, ошалело спросил. Ты чего бушуешь, Мишиня? Как ты Федора Арсентьевича называл «змеем»? Истинно так, он и есть змей, самый настоящий, без подмесу. На змеев тоже охотники имеются. Слушай меня, Илья. Илья выслушал, ни о чем не спросил, лишь кивнул кудлатой, растрепанной головой и пообещал. Все, Мишиня, сделаю, не сомневайся. И сделал. Под вечер встретил его недалеко от имения, куда Михаил приехал, наняв под воду, проводил в укромную ложбину, где щипал траву оседланный воронок, и велел дожидаться темноты, сообщив. У меня все готово. Как угомоняться, дам знать. Уже в сплошной темноте в имении мигнул фонарь, раз, другой, третий. Михаил взлетел в седло и пустил воронка крупной рысью. Вдвоем с Ильей они сразу в нескольких местах запалили имение, и когда убедились, что огонь набрал силу и что потушить его невозможно, тихо выехали на дорогу и пустились по ней во весь мах. Выскочив на дальний пригорок, Михаил остановил воронка и привстал на стременах, чтобы лучше разглядеть огромное зарево, которое вздымалось в ночной темени на полнеба, ярко и страшно горело старинное имение, где прожил он благополучные свои годы. Больше они уже никогда не повторятся, в этом он был твердо уверен, как уверен и в том, что отныне начинается у него новая жизнь, которая никаким боком не будет походить на прошлую, уже прожитую. Подъехал отставший Илья, тоже обернулся, поглядел и сказал. Ладно, хватит любоваться, поскачем дальше. А куда дальше? Решили пока вернуться в уездный город. Илья быстренько нашел барышника, продал ему лошадей и пришел в гостиницу. Выложил перед Михаилом деньги, спросил. Выходит, прощаться будем, Мишиня. Деньги себе оставь. А прощаться. Прощаться, Илья. Давай не торопиться, я утром скажу, что надумаю. Илья, как всегда, не тратя зря слов, кивнул, бросил котомку на пол в углу номера и мгновенно уснул. Михаил в эту ночь не спал, лежал на кровати, вглядывался в мутно белеющий потолок и не знал, что ему делать дальше. Понимал, что самое верное и безопасное решение, это отправиться к месту службы, в гарнизон, и служить там, забыв о том, что произошло. Но все существо его восставало и не желало принимать этого решения. Восторг, с которым он глядел на взметнувшееся на пол неба зарево, не проходил, будто что-то случилось за ночь, словно перевернулась душа и он обрел новое зрение, увидел. Кроме серой службы, которая ждет его в гарнизоне, есть иная жизнь, опасная и грозная, которая может захлестывать без остатка. Задремал Михаил лишь под утро. И почти сразу проснулся от осторожного стука в дверь. Илья уже был на ногах, тревожно смотрел на него и одновременно на окно, в которое весело сочился солнечный свет. Михаил кивнул, и Илья, поняв его без слов, бесшумно раскрыл окно, распахнул створки, если уж придется прыгать, чтобы никакой задержки не случилось. Кто там? Господин хороший, донесся из-за двери приглушенный голос коридорного, извиняйте великодушно, вас одна дама желает видеть. Какая дама? Я никого не жду. А я без приглашения, милый друг, зазвенел в ответ напевный женский голос, нам очень нужно поговорить, Михаил. Поверьте, вам ничего не угрожает. Илья взмахнул рукой, показывая, чтобы Михаил не открывал двери, но тот, сам не понимая почему, отщелкнул медную, тускло сверкнувшую защелку, и увидел перед собой Марию Федоровну, одетую в черное траурное платье, в черной же шляпке с темной вуалью, которая закрывала почти все лицо. Мария Федоровна быстро переступила через порог, защелкнула за собой дверь и повернулась к Михаилу, медленным, красивым движением тонкой руки приподняла вуаль. На него в упор смотрели огромные голубые глаза, влажные, словно в них стояли слезы. Они завораживали, а знакомый голос с трудом доходил до сознания. Михаил, это невежливо, даже неприлично. Спалили имение и уезжаете, не попрощавшись. Мы могли бы поговорить, нам есть что вспомнить. Что вам нужно? Собрав всю свою волю, перебил ее Михаил. Я не поджигал никакого имения. Поджигали, не поджигали. Мария Федоровна легким величавым шагом пересекла номер и оказалась у раскрытого Насти шакна, выглянула и спокойно, напевно известила. Вот эти господа сейчас и разберутся, кто виноват, а кто невиновен. Гляньте, Михаил, будьте любезны. В узком и высоком проеме окна хорошо было видно, что по площади перед уездной гостиницей, взметывая сапогами летучую пыль, степенно и важно вышагивая, будто гусаки, двигаются трое городовых, придерживая на боках тяжелые шашки в черных ножнах. У вас нет времени, Михаил, и выбора тоже нет. А я все-таки желаю вам добра. Сейчас коридорный выведет нас через черный ход, и мы спокойно покинем этот городишко. Решайтесь, иначе будет поздно. Михаил быстро взглянул на Илью, тот насупился и отвернулся. Хорошо, видите, через силу выдавил из себя Михаил и схватил саквояж с вещами, который уложил еще ночью. Расторопный коридорный низенький и худенький парень, похожий своими ухватками на мальчишку, вывел их через черный ход на другую улицу, где уже стояла коляска с крытым кожаным верхом. Михаил подсадил в нее Марию Федоровну, запрыгнул следом за ней, но прежде чем коляска рванулась с места, успел еще оглянуться, где Илья. Тот, не оборачиваясь, быстро уходил по деревянному тротуару. Михаил хотел окликнуть его, но Мария Федоровна положила ему на плечо узкую руку в темной перчатке, останавливая, и сказала негромко. Не надо. Он не вернется. Коляска между тем набрала ход, полетела, мягко приседая на рессорных шинах. И вот уже мелькнули окраинные домики уездного городка. А впереди выстелилась прямая дорога с полосатыми верстовыми столбами, до самого горизонта. Клубилось пыльное облачко и не отставало от коляски. Семь. В плотную красную штору бились солнечные лучи, и на полу в просторной спальне, на толстом белом ковре лежали розовые отцветы. Михаил наступал на них подошвами босых ног и не слышал звука собственных шагов. Дойдя до окна, откинул тяжелую штору, распахнул створки окна, в лицо дохнул прохладой свежий ветерок, и в нем явственно различился запах цветущей липы. Пытаясь пересилить тупой жар, который душил его, Михаил раздернул воротник шелковой рубахи, оборвав пуговицы, и вздохнул на полную грудь. Радость моя, потерпи, сейчас подадут холодное шампанское, донеся до него напевный голос из глубины спальни. Он медленно, словно через силу, обернулся на этот голос. Долго всматривался и тяжело, запаленно дышал, тупой жар в груди не отпускал. Шампанское вчера лилось немеренно и не считанно, вот и приходится расхлебывать злое, удушливое похмелье. Вкратчивый стук в дверь прозвучал едва различимо, но Мария Федоровна его услышала и отозвалась, прикрывая обнаженную грудь легким алым покрывалом. Входите. В спальню неслышно проскользнул коридорный с большим круглым подносом, который он держал на одной руке, растопырив пальцы. Не поднимая головы, коридорный ловко расставил тарелки с закусками, бесшумно открыл шампанское и без единого звука, будто был невесомым, исчез из гостиничного номера. Михаил налил полный фужер шампанского, с жадностью выпил и, почувствовав малое облегчение, спросил сиплым голосом. «Зачем вы меня привезли сюда, Мария Федоровна? Зачем я вам нужен? Радость моя, ты так обращаешься ко мне, будто нас только сейчас представили друг другу. А вчера обращался совсем по-иному, почти по-родственному, Мария Федоровна рассмеялась негромко, скинула на пол легкое покрывало, и оно сверкнуло в солнечном луче, словно кусок зари. Прошла по нему, сияя обнаженным телом, и остановилась напротив Михаила. Продолжая тихонько посмеиваться, попросила. «Налей мне шампанского». Чуть пригубила из фужера и прильнула к Михаилу, обвела его шею мягкими руками, зашептала на ухо. «Ты неправильно спросил, радость моя, совсем неверно. Я тебе нужна, понимаешь, я нужна тебе. Хочешь, повторю еще раз. Я нужна тебе. Я». Внезапно отшатнулась от него, накинула на себя просторный халат и подошла к окну, возле которого только что стоял Михаил. Еще шире раздвинула створки, долго смотрела на верхушки цветущих лип, а затем заговорила, твердо и жестко. И хотя голос по-прежнему оставался напевным, звучали в нем теперь совсем неласковые нотки. «На днях тебе привезут новый паспорт, на имя Цезаря Белозерова. И у него, у Цезаря Белозерова, начнется новая жизнь. Я специально выбрала тебе для паспорта это имя, Цезарь. Надеюсь, ты знаком с римской историей». «Какой, к черту, Цезарь, какая римская история. Я ничего не понимаю». Он действительно ничего не понимал, словно пребывал в дурном сне, начавшемся еще вчера, в уездном городишке, из которого они тайно уехали, затем продолжился уже в губернском городе, где они поселились с Марией Федоровной в самой лучшей гостинице, в просторном и богатом номере. Михаил лишь дивился обильно накрытому столу, нежностям и ласкам, которые оказывала ему Мария Федоровна, дивился и самому себе, он был, словно связанный, и подчинялся безоговорочно тем условиям, в которых столь неожиданно оказался. Пил без меры шампанское, любил без устали Марию Федоровну, и почему-то ни разу не задумался над простым вопросом, который, казалось бы, должен волновать в первую очередь. А что будет дальше? А дальше оказалось это утро, похмельное пробуждение и напевный голос Марии Федоровны, которым она продолжала говорить, мило улыбаясь. Наберись терпения, и все поймешь. Давай присядем, позавтракаем. Наливай шампанского и внимательно меня слушай. Слушай, мой дорогой, и соглашайся, иного выхода у тебя просто нет. На сегодняшний день, Михаил, ты обычный уголовный преступник, тебя ждет суд и тюрьма. Или каторга. Лично я на тебя зла не держу, маменька с папенькой, слава богу, живыми остались, им в науку пойдет, не беритесь, если не умеете. Да и я для них ломтик давно отрезанный. Но сгорела и сгорела, свечку кто-то потушить забыл, а тятенька не проверил, видно пьяным, как всегда, пребывал. Но выручила я тебя, дорогой, не для того, чтобы о сгоревшем имении печалиться. Я тебе новую жизнь предлагаю, такую, о которой ты даже и не мечтал, а зависеть все будет от твоего согласия. Ты согласен? Но я же не знаю, что мне предлагают. Мария Федоровна рассмеялась. Поверь, дорогой, на слово я предлагаю тебе нечто лучшее, чем тюрьма или каторга. Что ж, в этом был свой резон, и Михаил согласился, еще не ведая, на что соглашается. Дальше события закрутились и замелькали, как спится в колесе, когда мчится телега с бешеной силой. Через несколько дней на руках у него был паспорт на имя Цезаря Белозерова, а через неделю Михаил уехал с Марией Федоровной в Санкт-Петербург, где они также остановились в шикарной гостинице. В тот же день в их номере появился прилично одетый господин, представился английским поданным Генри Кейси и сразу же, без всяких предисловий, начал расспрашивать Михаила. Где родился, где крестился, как жил и чем занимался. Вопросы были короткие, неожиданные и с двойным дном. Михаил это сразу почувствовал, понял, что не сами ответы интересуют господина Генри Кейса, а то, как он на них отвечает. К нему присматривались, его оценивали как жеребца на конской ярмарке, только что в зубы не заглядывали. Оценили. И скоро в номере появились уже два других господина, которые не представились. Они тоже подолгу беседовали с Михаилом, а затем предложили поступить на службу в английскую торговую компанию и выполнить одно поручение. Для того, чтобы его выполнить, необходимо отправиться в Сибирь. Что нужно будет делать в Сибири, не уточнили, но положили на стол бумаги, в которых черным по белому была прописана огромная сумма вознаграждения. Михаил поначалу даже не поверил своим глазам, но господа заверили, что ошибки здесь никакой нет, и деньги уже лежат в лондонском банке на его имя. Он подписал все бумаги. И лишь тогда ему разъяснили суть поручения, которое он должен исполнить в Сибири. Михаил сразу понял, что игра, в которую его втянули, крупная. И до крайности опасная. Большущие деньги за красивые глаза ему платить не собирались. Но тревожные вопросы недолго его мучили. Восторг, пережитый им, когда он глядел на пылающее имение, будто возвратился и заполнил душу. А гори оно все синим огнем. Почему бы и не погорцевать в опасном, но выгодном предприятии. Сама судьба открывала перед ним новую дорогу, словно говорила. Не зевай. И он решил окончательно и утвердился в своем решении. Не прозеваю. О Марии Федоровне, которая упорхнула неизвестно куда, как только в номере стали появляться англичане, он даже не вспоминал. Ясно было, что она свою роль выполнила, привела и сдала с рук на руки англичанам. Ну и ладно. Теперь это уже не имело никакого значения. Он не знал, что после побега из имения своей тетушки Мария Федоровна претерпела множество приключений. Сначала завела роман с цирковым жонглером, вместе с цирком отправилась в Европу. Там они с жонглером расстались, а Мария Федоровна открыла в Вене цветочный магазин и фабрику по производству чернил, но дело ее скоро прогорело, и тогда она познакомилась с богатым англичанином, надеясь с его помощью покрыть долги. Англичанин, благосклонно принимая ее ласки, долги покрыл, а затем потребовал продать цветочный магазин, чернильную фабрику и возвращаться в Россию в качестве служащей английской торговой компании. Той самой, в которую приняли и Михаила, теперь уже Цезаря Белозерова. Еще целый месяц прожил Цезарь в номере петербургской гостиницы, где с ним каждый день занимались, будто со шкалером. И он из этих уроков многое усвоил, серьезно готовясь к той новой жизни, которую выбрал для себя окончательной и бесповоротной, в которой сам хотел быть хозяином. На исходе лета он покинул столицу империи и с новым именем, с новым паспортом, снабженный деньгами, отправился в Сибирь. 8. Кабак мокрый еще глубже ушел в землю нижними венцами. Почернел от дождей и талых снегов. При тусклом свете пасмурного дня казался совсем неприглядным и заброшенным. Но нет. Скрипнули протяжно входные двери, распахнулись настежь и выпустили на волю двух пьянчуг, которые поддерживали друг друга, чтобы не свалиться на землю, и вразнобой горланили каждый свою песню. И разом оборвали пение, когда они удержались на ногах и рухнули, распластавшись на влажной земле. Ничего здесь не поменялось, кругом царила прежняя картина. На мгновение Цезарю даже показалось, что появится сейчас всегда недовольный Грязнов и примется ругать сидельца, а его, тогда еще маленького мешатку Спирина, отреплет за ухо, не за провинность. А так, для порядка, чтобы знал парнишка свое место. Да, не только ничего не поменялось, но и ничего, оказывается, не забылось. Все сохранилось в памяти. Он обошел стороной копошившихся на земле пьянчуг, поднялся на низкое, в две ступеньки, крыльцо из распахнутой двери дохнуло на него кислым, застоялым запахом. Перешагнул через порог, и увидел, что и в самом кабаке все осталось по-прежнему. Только новый сиделец посматривал строгим взглядом, да проворно бегал между столами новый парнишка. Он обмахнул стол мокрой тряпкой и вытаращил на Цезаре острые, смышленые глазенки, не каждый день заглядывали сюда такие господа, хорошо одетые. Сидельца позови, попросил его Цезарь. Подошел сиделец, молодой еще мужик, настороженно оглядел странного посетителя и спросил, чуть наклонив голову. Что угодно, господин хороший. А скажи мне, братец, кому нынче это заведение принадлежит? Афанасию Грязнову. Да какой Грязнов, господин хороший. Грязнов уж давно приставился. Теперь Амелин здесь хозяин, купец, может слыхали? А у Грязнова работница была, Агриппина Спирина, живая она? Так ее выставили сразу, как Грязнов помер, она от него парнишку прижила, но пока сам живой был, содержала из жалости. А как помер, ее и выпихнули с парнишкой за ворота. Вы чего заказывать будете, господин хороший? Спасибо, братец, сытый я. Цезарь положил на столешницу серебряный рубль и вышел из кабака. Двое пьянчука, угомонившись, мирно спали на гулой земле, разметав руки ноги, и даже не чуяли, что начал накрапывать мелкий дождик. Зачем он сюда зашел, что хотел увидеть и зачем, спрашивал о Грязнове и о матери. Сам себе не мог Цезарь дать ответа на этот вопрос. Не было ему никакого дела до паршивого кабака, и ничуть не вырахнулась душа, когда услышал от сидельца о смерти Грязнова и о том, что мать с прижитым ребенком выставили на улицу. И только выбравшись к торговым рядам, где остановил извозчика, понял Цезарь, покачиваясь на мягком сиденье под кожаным верхом, зачем он приходил и что искал в знакомых местах. Неосознанно, безотчетно захотелось ему взглянуть на начало своей жизни. И вспомнилась, как говорила миссис Дженни. Низкое происхождение, это как родимое пятно, не выведешь. Вот в чем вся беда из-за кавыка. Улыбнулась судьба, а затем взяла и нахмурилась, напомнила про низкое происхождение, оставив без всякого наследства, с одной лишь серой служебной лямкой. Но он тащить ее не желал. Низкое происхождение. Что ж, происхождение не переиначишь, не в его воле, а вот подняться в высоту, так, чтобы у самого дух захватывало, эта мечта заполняла теперь все его существо без остатка. И он деятельно принялся, отбросив последние сомнения, превращать свою мечту в явь. Маленький, ладный домик с полисадником, возле которого он велел остановиться извозчику, встретил Цезаря тишиной и прохладой. На полу лежали веселые домотканные половички, на подоконниках радовала глаз герань в глиняных горшках, а в переднем углу стояла маленькая деревянная конторка с двумя чернильницами, вставленными в специальные гнезда, и в эти чернильницы невысокий худенький человек наливал из пузырька чернила. Вскинул быстрый взгляд на гостя, запечатал пузырек пробкой и, не выпуская его из руки, поклонился, показав небольшой горб под рубахой. Странная была рубаха, длинная, едва не до пола, и напоминала рясу. Цезарь поздоровался и услышал в ответ приветливый говорок. И вам доброго здоровья, человек хороший. По какой надобности ко мне прибыли? Чернухин, Борис Акимович, вы будете? Он самый. У меня письмо для вас имеется, из английской торговой компании, желательно передать его прямо в собственные руки. А разве они прошение мое не получили? Я решил отказаться от службы и прошение посылал. Не дошло, видно, ваше прошение, а письмо велено, лично в руки. Ах, какая жалость, милый человек, не могу я ваше письмо принять, я же по-английски читать не обучен. Письмо на русском языке написано. Это был пароль. Хозяин поставил пузырек с чернилами на маленький столик с изогнутыми ножками, прибрал на этом столике разбросанные бумаги, сложил их в одну стопку и лишь после этого обернулся, снова скользнув быстрым взглядом, сказал. Проходи. Чай будем пить и думу, станем думать. Подрядились мы с тобой, братец, на опасные делишки, и думать нам крепко надобно, чтоб головенки целыми остались. Да ты проходи, не стой у порога. Вот так и свела судьба, хитрая и своенравная баба, Цезаря с Бориской, который, как оказалось, давно уже служил в английской торговой компании, но до последнего времени служба его заключалась лишь в том, что он отправлял в столицу сведения о ценах на разные товары да отписывал, в каких количествах эти самые товары в сибирских городах продаются, какой месячный да годовой оборот получается. Писал и писал, пока не подоспело странное и опасное предложение, на которое он согласился, не сильно долго раздумывая. Отчего, спрашивается, было раздумывать? Жизнь у Бориса Чернухина, поповского сына, складывалась пестрая и запутанная, как моток тонкой веревки, над которым сколько ни маракуй, а все равно концов не найдешь. Правда, со временем по отдельным разговорам и нечаянным воспоминаниям, Цезарь узнал понемногу о прошлой жизни Бориске, как он сам себя называл, но знание это было ему совершенно не нужно, потому что в нынешней жизни он прикипел к нему, как оловянная спайка, накрепка. Никогда не имелось у Цезаря такого друга-наставника и, похоже, никогда не будет два раза подряд судьба такие богатые подарки не выдает. Был Бориско последышем в большой поповской семье, пятым по счету. Приход, в котором служил его батюшка, находился на отшибе, в глуши и, само собой разумеется, особых доходов не приносил, довольствовались малым, не голодали, и слава богу. Едва Бориско начал ходить, как постигло его несчастье, свалился в открытый голбец, ударился спиной, едва отходили. Но со временем с ужасом увидели родители, что растет у сына горбик. Лечить пытались, всякие снадобья привязывали, не исчезал горбик. Смирились матушка с батюшкой, приняв несчастье, не роптали и отправили его, когда подрос, послушникам в монастырь, решив, что лучшей доли, чем монашеская ряса, ему и желать не надо. Молодой послушник всех удивлял в монастыре, даже самого настоятеля, игумена Феодосия. Прилежный, работящий, а самое главное, умный. Ночи напролет сидел над богословскими книгами, все Евангелие и Псалтыр знал на зубок, а еще, получив благословение, разбирал старинные бумаги, хранившиеся в монастыре с незапамятных времен. И открывалась ему, вместе с этими бумагами, огромная и холодная страна, именуемая Сибирью. Он начинал видеть ее сквозь каменные стены, бескрайнюю, сказочно богатую и манящую к себе, словно недостижимое счастье. Туда, в просторы, рвалась душа молодого послушника и желала, все настойчивей, иного жития. С опасностями, с лихой гульбой, с тяжелой добычей. До поры до времени сдерживал он в себе такие порывы, не давал им воли, а тут еще и в монашеский сан был пострижен с именем Гидеон. Но оказалось со временем, что и сан не утешил его порывы, за каменные стены, на свободу рвалась душа. И вырвалась. Зашел игумен Феодосий как-то в библиотеку, где теперь исполнял свое послушание Гидеон, посмотрел, полюбовался на порядок и аккуратность, увидел рукописные листы на столе, глянул в них и пришел сначала в изумление, а затем и в полное негодование. Вот, оказывается, с чем еще занимался монах Гидеон. Он описывал разные места Сибири, потаенные дороги к этим местам, а дальше. Дальше на рукописных листах следовало совсем уж непотребное. Высчитывал монах Гидеон, сколько людей и подвод потребуется, чтобы к этим местам добраться и основать там, собственное царство. Так и написано было, собственное царство. А поданных в это царство набирать из бродяг и беглых каторжников, из людей, которые с казенной властью ужиться не могут. И многое еще было написано на тех листах, читать страшно. Но Феодосий прочитал до конца-то последнего листа. Велел срочно позвать Гидеона и, когда тот предстал перед ним, долго его разглядывал. Низенький, худенький, горбатенький, головка маленькая, ручки тоненькие, а вот, поди ж ты, в государе собрался. В тот же день прямо из Келли и Гумена, проводили Гидеона на широкий монастырский двор и определили на житье в земляную яму. Еду и воду спускали на веревках. А Феодосий думал, не знал, что предпринять. Заявить властям, духовным и светским, на монастырь бросить плохую славу, уморить строптивца в земляной яме, душа противилась, не по-христиански. Сделать вид, что ничего не произошло, невозможно, Гидеон покаяться отказался. И тогда решил он принять грех на душу, предъявив Гидеону совсем иную вину, непотребное пьянство и греховное прелюбодеяние. Молодого монаха Лишилисана и с позором выгнали за монастырские ворота. Ушел он, снова став Бориской, ни разу на монастырь не оглянувшись, и поколесил зигзагами по всей Сибири. Кем только не был и куда только не попадал. Даже в тюрьме и в ссылке, за пребывание в разбойничьей шайке, посидел и поскучал. И все ждал, не теряя надежды, своего заветного часа. О кедровом кряже и о проходе через него узнал Бориска из старого допросного листа. Давно еще пойман был один старовер, при допросах с пристрастием впал в неистовство, кричал бессвязно, а добросовестный писец заносил его непонятные речи на бумагу. Помер старовер, оборвав свои речи на полусловие, дело положили в дальний угол на долгие годы, и в допросные листы больше никто не заглядывал, пока не добрался до них, уже поеденных по краям мышами, Бориска. Он и вычитал, как возможно перебраться за кедровый кряж. Когда оказались они с Цезарем и с первыми своими подручными в долине, когда обустроились за кряжем, поверилось им обоим, что час долгожданный совсем близок, что вот она, жар птица, рядом, осталось только руки протянуть. — Погоди, Цезарь, — говорил Бориска, — мы еще так развернемся, что не бушку тошно станет. Цезарь кивал, соглашаясь. Он уже привык к новому своему положению, которое нравилось ему все больше. Сладко было повелевать людьми, сладко было решать их судьбы, и не хотелось уже никому подчиняться, даже английской торговой компанией. Бориска его понимал и поддерживал. Он же первым высказался. Есть одна задумка, как с торговой компанией развязаться и как самим возвыситься и дальше жить, сами себе хозяева. На десять рядов все обговорили они долгими вечерами, дожидаясь нынешнего лета, которое, надеялись они переиначит их судьбы. И в это самое время, когда долгие труды должны были венчаться счастливым исходом, грянул третий в судьбе Цезаря пожар и слезнул огненным языком за считанные минуты все надежды. Ушли они, как дым в небо, и растворились бесследно. Цезарь потянул колени, глубже засунул ладони в рукава полушубка, пытаясь удержать ускользающее тепло и согреться, но понял, что из этой затеи ничего не получится, и поднялся на ноги, вздрагивая от озноба. Костер затухал, лишь слабенькие угольки под слеповатыми гали, покрываясь серым летучим пеплом. Караульный крепко спал, сидя на плоской коряге, уронив голову в колени, и даже не чуял холода, упираясь голыми руками в мокрый снег. Цезарь шип его пинком с коряги, и тот, очумело мотая головой, упруго вскочил и выставил кулаки. «Просыпайся», — негромко сказал ему Цезарь, — «и дров в костер подбрось». Скоро пламя костра высоко подпрыгнуло вверх и осветило мужиков, в повалку лежавших прямо на мокром снегу, сил вчера ни у кого не было, чтобы наломать лапнику. Выдохлись до последней капли. Один лишь Цезарь не рухнул на землю, когда добрались до уступа горы, где высокая каменная щека, загибаясь, ограждала от ветра. Смог еще развести костер и поставить караульного, который, похоже, сразу же и заснул. Долго бежали они, вырываясь из-под пуль, от горящего лагеря. Ни минуты передыха не дал Цезарю целевшим своим людям, уводя их все дальше, на край долины. Вел наугад почти на ощупь, хорошо понимая лишь одно. К переходу через кедровый кряж приближаться сейчас никак нельзя. Смертельно опасно было приближаться. Именно там и захлопнется окончательно западня, чтобы накрыть тяжелой крышкой всех уцелевших. Он подошел к костру, протянул ладони, едва не засовывая их в пламя, и озноб, колотивший его, прошел. Цезарь внимательно оглядел спящих своих людей и тяжело вздохнул, мало осталось. Больше всего ему жалко было, что нет среди уцелевших бориски. За долгое время он привык к нему, даже сроднился. Хитрый и изворотливый был мужик, великого ума отпустила ему природа, словно извинивший за горбатое уродство. Если бы не светлая голова бориски, гороздая на всякую выдумку, еще неизвестно, чем бы дело закончилось и сколько бы человек из того огненного кольца вырвалось. А выход он, как всегда, быстро придумал простой и неожиданный. Запалили спереди воз сена, который был на санях, навалились и покатили его впереди себя, освещая дорогу и укрываясь от пуль. Одни толкали, другие полили наугад, заслоняясь от пламени, теперь даже и не вспомнить, как все было, но главное, вырвались. И след в след, заметая за собой снег верхушкой елки, ушли. Плохо мне будет без тебя, Бориска, плохо, тяжело вздыхая, думал Цезарь, продолжая держать руки над пламенем. Кто мне теперь исправниковых шпионов так ловко раскусит? Надо же! По золотым зубам определил. Цезарь усмехнулся, вспомнив, как Бориска ловко разоблачил подосланных агентов. Пригласил их за стол, принялся угощать, расспрашивать, а один возьми да и зевни во время долгого ужина, рта не перекрестив. Вот и углядел гренечка у него во рту золотой зуб. А где это видно, чтобы простые мужики разбойного поведения золотые зубы себе вставляли? Ну а дальше совсем просто было. Определили их на ночлег в отдельную комнатушку, где в стене дырки были просверлены, Бориска к одной из них ухо приставил. И ясно стало, какие такие гуси-лебеди залетели, не остереглись служиво и пошептались между собой. Жаль только, что взять их живьем не удалось. Крепкие оказались, пришлось Ваньке петле кривым ножом орудовать, а тому лишь бы дорваться, распахал всех троих от уха до уха. В сердцах Цезарь ему даже за трещину отвесил, да что толку, дело-то сделано, у мертвых много не выпытаешь. И только-только угомонились после этой передряги, только уснули как заполыхало. Цезарь передернул плечами, будто его снова прошиб позноб, и качнулся, усталость и сон брали свое. Но он себя пересилил, отошел от костра, вытер снегом лицо и вдруг насторожился. Где-то невдалеке послышался звук шагов. Молча дал знак караульному. «Слышишь?» Тот кивнул и начал будить спящих, зажимая им рты ладонью, чтобы с просонья не подали дурной голос. Прошло еще несколько времени, и четко стали слышны шаги, шумное, запаленное дыхание. Цезарь рассредоточил своих людей таким образом, чтобы вход в углубление каменной щеки был под обстрелом, сам выдвинулся чуть вперед и крепче перехватил цевье винтовки. Пламя от разгоревшегося костра светило ему в спину, и он увидел перед собой сначала две неясных тени, вскинул винтовку, но не стрелял, дожидаясь, может, еще кто появится следом. Тени между тем продолжали двигаться, пламя костра пыхнуло ярче, и в неверном качающемся свете Цезарь узнал. Бориска, а за ним широко размахивая руками и клонясь вперед всем телом, тяжело брел петля. Следочки-то свои худо вы, ребятки, прикрыли, ворчливо, как ни в чем не бывало, выговорил Бориска с тяжелым и усталым крехом, усаживаясь на плоскую корягу, вытягивая перед собой натруженные ноги. Оглядится завтра господина Караков, да и кинется в погоню. А? Веселая будет картинка. Вы как здесь? Не удержался, заторопился Цезарь. Как уцелели? А бог помог, беззаботно ответил Бориска и рассмеялся мелким, дробным смешком. Оказывается, Бориска вместе с петлей кинулись в другую сторону от саней с горящим сеном, и только успели чуть отбежать, как в спину им кто-то принялся настырно палить. Тогда они залегли, и петля с первого же выстрела успокоил беспокойного стрелка. Дальше решили не рисковать, отползли, не поднимая голов, в ложбину, и затаились намертво в темноте, надеясь, что если они себя никаким звуком не выдадут, то их и не найдут. Так оно и случилось. Впрочем, их и не искали. Подобрали своих убитых раненых и сгинули. Так закончил свой недолгий рассказ Бориска. А кто солдатами командовал? А Караков? Спросил Цезарь. Командовал-то А Караков, да только не солдаты нас пощелкали, а староверы, которым мы ловушку мастерили. Вот так-то. Староверы нас пощекали. Хитрее оказались. А после уже под вечер, и солдатики нагрянули во главе с господином А Караковым. Как раз к шапошному разбору поспели. Но мы судьбу искушать не стали, как только их заметили, из ложбинки выскользнули, следочки ваши нашарили и ходу-ходу, мои ноги. Бориска снова рассмеялся мелким смешком и вдруг широко зевнул и сполз с коряги, устраиваясь на земле темным клубочком, успел еще пробормотать. Лапничку мне под старые кости наломайте, ребятки. Утром, выспавшись, Бориска отвел Цезаря в сторону и твердо, как о деле уже решенном, сказал. Будет нас теперь А Караков по этой долине, как мышей гонять. До Старовера еще обозлились. Новое место искать некогда, скоро гости явятся. Одно нам остается, в Белоярске их ждать. Дороги нам в Белоярск нет, возразил Цезарь, теперь у прохода А Караков караул выставит. Посмотрим, успокоил его Бориска, караул, не божий перст, можно и обмануть. Но обманывать не понадобилось. Ванька Петля, посланный на разведку, скоро вернулся и доложил, что солдаты уходят. На следующий день, снова посланный в разведку, убедился он, что и караула нет. Послали в третий раз. Петля прошел по проходу, огляделся с другой стороны кряжа и никакой засады, никакого подвоха не обнаружил. Тогда вернулись к пепелищу, надеясь, что удастся хоть чем-нибудь поживиться, но ничего съестного найти не удалось. А голод, не тетка. Да и одежда на всех была легонькая, в торопях надетая. По ночам отчаянно мерзли, потому что метель завихяривала в полную силу и укрыться от нее не было никакой возможности. Цезарь с Бориской приняли решение, уходить в Белоярск. Дело, конечно, до крайности было рисковое, но ничего лучшего придумать не смогли. 10. По чистому нетронутому снегу вытягивались ровной, прямой цепочкой глубокие следы. Вдруг они стали наливаться аспидно-красным цветом, который набухал, выплескивался и брызгал во все стороны крупными каплями. Да это же кровь! Она аспидно-красная вскипала в снегу, и слышалось, что шипит, будто растопленное сало на сковородке. Брызги летели в лицо и обжигали его неожиданной острой болью. Хотелось поднять руки и закрыться ладонями, но руки не подчинялись и не шевелились, словно были связаны. Данила дернулся, пытаясь их вызволить, но тут же иная боль, долгая и тягучая, перепоясала грудь, сдавила с такой силой, что пресеклось дыхание. Он снова дернулся в отчаянии, хлебнул воздуха широко распахнутым ртом и открыл глаза. Не было ни снега, ни следов на нем, ни крови. Горела в полутьме сальная свеча и освещала белобородого старика в длинной серой рубахе, который стоял над Данилой и смотрел на него, прищурив лохматые брови, острым, совсем не стариковским взглядом. Наконец-то Данила смог поднять руку, протер глаза, желая удостовериться, не в бреду ли он продолжает все видеть. Нет, кажется, наяву. Где я? Спросил он, и голос у него прошуршал едва слышно, как будто сухой лист шевельнулся под слабым ветром. Здесь, глухо ответил старик, помолчал и добавил. Лежи и не трепыхайся. Теперь у тебя одно дело, лежать. Данила хотел еще спросить, как он здесь очутился, но старик ушел и унес с собой свечу. Слышно было, как в наступившей темноте стукнула дверь. Данила закрыл глаза и сразу же провалился в глубокий сон, на этот раз без всяких видений. Проснулся он уже при дневном свете, огляделся и увидел, что лежит в маленькой коморке, где остро пахло каким-то травяным варевом. Низкий потолок был забран толстыми досками, и в широких щелях поблескивала паутина. Как же он здесь оказался? И кто этот старик? Словно услышав его безмолвные вопросы, в коморку вошел старик, а следом за ним – Мирон. Вошли они степенно и неспешно, встали возле топчена, на котором лежал Данила, и также степенно и неспешно, как вошли, прочитали на два голоса короткую молитву и перекрестились, крепко жимая двуперстия. Лишь после этого Мирон присел на краешек топчена, и легкая улыбка шевельнула его густые усы и бороду. Господь милостив, негромко сказал он, да и молились мы за тебя крепко. Благодарны премного, помог ты нам. В долгу не останемся, поднимем на ноги и домой отправим. Как я здесь очутился? Спросил Данила и сам услышал, что голос его заметно окреп и не шуршал уже, как палый лист. Мирон осторожно кашлянул, словно боялся нарушить тишину в коморке, и принялся негромко рассказывать. Когда ворнаки выкатили горящий сток сена на санях, удержать их не смогли, и они прорвались из кольца. Догонять их Мирон не рискнул, здраво рассудив, что в темноте они запросто могут устроить засаду и скольких людей еще постреляют, одному богу известно. Решили уходить. Забрали раненых, двоих убитых и тихо, не оставляя за собой следов, ушли в деревню, оставив несколько саглядатаев, чтобы удостовериться, вернутся ворнаки на пепелище или не вернутся. Вернулись? Торопя его, спросил Данила. Нет, покачал головой Мирон, солдаты пришли. А нам что ворнаки, что солдаты, одна беда. Будем теперь здесь сидеть. Надежду имеем, что не доберутся теперь до нас. Ну а если доберутся, стоять насмерть будем, а коли совсем прижмут, сожгемся. Нам с антихристовыми слугами житья никогда не будет. Лучше смерть принять и в Царство Небесное чистыми войти. В последних словах, сказанных по-прежнему негромким и спокойным голосом, прозвучала такая уверенность, что Данила даже вздрогнул. Неужели и впрямь живьем себя сжечь могут? Взглянул в спокойные глаза Мирона и понял. Так и будет, если доберутся до деревни солдаты. И еще понял, что дальше расспрашивать об этом или, того хуже, отговаривать, ему не следует. Иона Афанасьевич на ноги тебя поставит, продолжил Мирон. Он у нас все травы знает, и молитва у него крепкая. А там, как Господь даст? Он поднялся и вышел из коморки, а Иона Афанасьевич, не сказавший ни слова, взял со стола глиняную кружку с пахучим травяным отваром, ловко приподнял Данилу, ухватив его за шею с сильной рукой, и лишь после этого подал голос. «Пей понемногу, не захлебнись». Скоро, чуть оправившись от ранения, Данила встал на ноги. И сразу же, не слушая уговоров Мирона, засобирался домой, хотя еще был совсем слаб. Мирон, видя, что его не остановить, удерживать не стал, только сказал, что даст проводника, который доведет его до прохода в кедровом кряже. «Там уж сам оглядывайся, Данила, там тебе от нас никакой помощи не будет. А сюда дорогу забудь. Не был ты у нас никогда и слышать про нас не слышал, забудь». В проводники ему отрядили крепкого, молодого мужика хмурого и молчаливого, и они вместе с ним ранним утром, провожаемые только Мироном, выбрались из деревни. Солнце еще не поднялось из-за горы, но край неба уже блестел ярким, переливающимся светом, день обещал быть погожим и солнечным. В Белоярске буйствовала теплая и дружная весна. За считанные дни снег скатился говорливыми ручьями, земля парила, и в полдень от нее поднималась зыбкая, туманная дымка. Сани поменяли на телеги, и деревянные колеса замешивали на улицах вязкую грязь, которая жирно поблескивала на солнце. Рикаталая, оправдывая свое название, подтачивала ноздреватый лед и вырывалась в иных местах на волю, образуя большие промоины, которые, похоже, были на темно-голубые заплаты. По ночам лед гулко трещал, словно хотел известить, что держится из последних сил, что скоро начнет крошиться на тяжелые льдины, и они ринутся, налезая друг на друга, вниз по течению. Захар Евграфович в эти дни, никому не доверяя, лично проверял, как готовятся пароходы к навигации, подолгу беседовал с капитаном Основа Иваном Степановичем Дедюхиным, и тот всякий раз успокаивал хозяина, заверяя, что причин для беспокойства никаких нет и что навигация нынешняя, как и в прошлый год, пройдет без сучка и без задоринки. А что касаемо иноземцев ваших, которых потало и вверх поднять, требуется и спустить обратно, не извольте беспокоиться. И поднимем, и спустим, и накормим, и спать уложим. Примного довольны останутся. Ну смотри, Иван Степанович, я на тебя надеюсь, Захар Евграфович пожал маленькую, но жилистую и крепкую руку капитана и направился из затона в контору, где его с утра еще дожидался Агапов. В конторе был обеденный час, все пили чай, по коридору никто не спешил, царила тишина, и только из коморки Агапова доносился тягучий, дребезжащий голосок, которым старик напевал свою бесконечную песню про ухари купца. Заслышав шаги Захара Евграфовича, он оборвал свою песню, положил ручку на чернильный прибор и, развернув коляску снизу вверх, по петушиному встряхивая головой, весело глянул на хозяина. Я уж думал, что не дождусь тебя, Захар Евграфович. Жду-жду, все жданки съел, а оно, наше солнышко, никак не всходит, все по иным местам светит. В затоне с утра был, пароходы смотрел, стараясь не замечать шутейного тона старика, сухо ответил Захар Евграфович, хорошо зная по опыту, что этот шутейный тон означает лишь одно, предстоящий серьезный разговор. Сразу спросил. Какая срочность? Да срочности особой нету, посерьезнил Агапов, телеграмму прислали от господ иностранцев. Полагаю, что скоро здесь будут, вместе с грузами. Только раненько думаю, они сюда явятся, ждать им придется. Пока река вскроется, пока ледоход пройдет. Пусть ждут, лед мы им не разгоним. А вот обед в их честь, за милую душу. Нина Дмитриевна, жена исправника, уже всю шею мне перепилила, требует создания в Белоярске отделение Русского географического общества, чтобы, значит, выглядели мы не хуже иностранцев, как просвещенные люди. Видал я ее на медне, бойкая бабенка, и трындочит, как сорока на колу. Денежки-то на это общество, так полагаю, из твоего кармана выудить желает. Из моего, из моего, рассмеялся Захар Евграфович, не из жалованье же исправникова, он человек служивый, у него капиталов не имеется. А у тебя, значит, денег куры не клюют и давай всем, кто попросит. Да я ей ничего не обещал. И то ладно. А исправник наш, господин Акараков, и жалование свое не отрабатывает. Агапов замолчал, пожевал блеклые губы и совсем уже серьезно, с тревогой, продолжил. Цезаря-то он проворонил. Проворонил. А теперь у него и солдат забрали. Два дня назад их опять в губернский город отправили. Видно, решило начальство, что исправник наш совсем негоден, вот и забрали у него солдатиков. Теперь проход свободный стал, гуляя по нему, как по прошпекту. Откуда про солдат знаешь? Синичка на хвостике принесла. Чует мое сердце Захар Евграфович, не следует Акаракову доверяться, двойной он человек, остеречься бы его. Хорошо, остережемся. Чего еще хотел сказать? Клочихин Артемий Семенович весточку прислал. Просит в Успенку прибыть, работу принимать. Передать велел, что двор постоял и под крышу завели, и печи сложили. Ехать надо, Захар Евграфович, за одной с йогуркой потолковать, как там все было, за кедровым кряжем, чтобы не сокораковских слов знать, почему от них Цезарю шел. Завтра и поеду, сразу решил Захар Евграфович, а ты здесь иностранцев наших жди. Подумай, куда их разместить, где они питаться будут. Определим, Захар Евграфович, не беспокойся. Акаракову не доверяйся, я сразу учуял, двойной он человек. Агапов ухватился руками за колеса коляски, крутнул их, подкатываясь вплотную к Захару Евграфовичу, и шепотом, словно боясь собственных же слов, произнес. Мне одна думка покоя не дает. А не взговаривали он с Цезарем? Да ты сдурел, старый. Воскликнул Захар Евграфович. Ну, сдурел, значит, сдурел. Легко согласился Агапов, отъехал на своей коляске к столу и принялся разбирать бумаги. Захар Евграфович вышел из конторы, направился к дому, но неожиданно остановился, круто развернулся и снова в коморку Агапова. Тот, не удивившись, оторвался от бумаг и вздернул свою беленькую головку, всем своим видом выражая послушание и готовность исполнить любое приказание хозяина. Я сегодня в Успенку поеду, как о деле решенном сказал Захар Евграфович, а ты, старый, наведайся вечерком к Дубовым, поинтересуйся между делом, может, какие новости есть или люди какие появились. Так я вечером и собирался к ним ехать, сообщил Агапов. Вот и ладно. А я сейчас пообедаю и поеду. Агапов одобрительно кивнул и проводил хозяина долгим, внимательным взглядом. Старик был доволен, своего добился, внушил Захару Евграфовичу. Не следует доверяться Акаракову, принимая его рассказ за чистую монету. Надобно осторожно и других людей расспросить. За обедом Захар Евграфович сообщил Ксении и Луизе, что по срочной надобности он в сей же час отъезжает в Успенку, что вернется скоро, и заодно сообщил, что в ближайшее время прибудут господа иностранцы и поэтому следует поторопиться с новыми платьями. Ксения, услышав о платьях, только покачала головой, как всегда, не одобряя брата, который собирался закатывать огромный обед. Луиза же, наоборот, развеселилась и сказала, что они сегодня же отправятся к портнихе. Но после обеда, когда Захар Евграфович, уже одетый в дорогу, спустился на крыльцо, она выскочила следом за ним, уткнулась ему в грудь и горько, безнадежно расплакалась. — Ты что, лызонька, что с тобой? — растерялся Захар Евграфович, — я же скоро вернусь. — Луканьин. — Я без тебя. И она заплакала еще громче. Едва-едва Захар Евграфович ее успокоил. Проводил в дом и отъехал, терзаясь грустными мыслями. Уже не в первый раз Луиза внезапно впадала в форменную истерику, рыдала, непонятно по какой причине, а затем, успокоившись, снова становилась прежней, зазывно смеялась, глаза ее сияли лаской, а голос, которым она нараспев произносила Луканьин, по-прежнему заставлял вздрагивать Захара Евграфовича от захлестывающего его чувства. Что-то все-таки неладно с ней, — думал он сейчас, покачиваясь в коляске и глядя в широкую спину кучера, — какая-то печаль на душе лежит, а сказать не желает. Какая печаль. Захар Евграфович вздохнул и закрыл глаза, пытаясь задремать. Но какой тут сон. Грязь на дороге закисла жидким тестом, скрыв все колдобина, и коляску мотала из стороны в сторону, словно утлую лачонку на крутой волне в непогоду. Кучер ругался в полголоса и время от времени хватался рукой за облучок, чтобы не свалиться на обочину. Добираться до Успенки пришлось дольше, чем обычно. Ночь застала в дороге и выдалась темной, без единой звездочки на небе, ехать в сплошном мраке стало невозможно, и поэтому решили остановиться и переждать до рассвета. Кучер выпрек усталых лошадей, на скорую руку развел костерок, на котором вскипятили чаю, и Захар Евграфович, устроившись в коляске, крепко уснул, успев еще напоследок подумать. Может и прав Агапов. Может и впрямь лукавит окороков. Столько солдат у него под рукой было, а упустил Цезаря. Двенадцать. Да там без нас управились. Подоспели, когда уже одни головешки шаяли. Спалил кто-то Цезаря и людишек его пострелял изрядно. А тех мужиков, которых я по вашему указанию привел, порешили напрочь, порезали как баранов, от уха до уха. Но главная заковыка, Захар Евграфыч, в другом. Главная заковыка, не один ушел Цезарь. Ваньку Петлю не нашли и Бориску тоже не нашли, выходит, вся головка у варнаков целой осталась. И Данила исчез. Вы уж, Захар Евграфыч, молчите про наши дела, не говорите клочехиным, а то Анна с меня с живого не слезет, да стукает до смерти. И так уже подступалось. Почему с Луканином моего Данилу не ищете? Еле-еле отбрехался. Подробный рассказ Егорки еще больше насторожил Захара Евграфовича. А Караков, вернувшись из-за кедрового кряжа, оказывается, о самом главном промолчал. Сообщил только, что поймать Цезаря не удалось, мол, ушел он и все. Да и разговаривал он, как вспомнил сейчас Захар Евграфович, сухо и отстраненно, словно по принуждению. А как ты думаешь, кто на Цезаря напасть мог? Егорка помолчал, посопел, поерзал на лавке и вдруг громко, словно собравшись с духом, выпалил. Староверы. Больше некому. Они тихие-тихие, а как обозлятся, спасу нет. Видно, не договорились с Цезарем, как в одной долине им мирно проживать. Вот и расклад, кого-то выпихивать надо. Ясно, сказал Захар Евграфович и поднялся с лавки, прекрасно понимая, что ничего не ясно, наоборот, все еще темнее и непонятнее запуталось. Сидели они с йогуркой на крыльце избы Митрофановны, на ярком солнышке, которое, поднявшись в зенит, светило уже не по-весеннему, а по-летнему, блескучий жарко. Успенка, облитая этим искрящимся светом, лежала, словно умытая после долгой зимы, веселая и нарядная. Где-то слышались громкие бабьи голоса, в пригонах мычали коровы, требуя, чтобы их выпустили на волю, и даже собаки в этот день лаяли по-особому, не сердито, а добродушно и звонко. В воздухе явственно пахло оттаившим навозом и сеном. Захар Евграфович спустился с крыльца, прошелся по ограде, разминая ноги, и хотел уже возвращаться в избу, где ждал обед, приготовленный расторопной Митрофановной, как вдруг увидел, что к калитке идет какой-то человек. Странно идет, неуверенно, сделает несколько шагов, остановится, качнется из стороны в сторону, словно пьяный, и дальше бредет, медленно переставляя ноги. Вот он подошел ближе, и Захар Евграфович, вглядевшись, безмолвно ахнул. По улице, целись к избе Митрофановны, шел Данила Шайдуров. На лице его, исхудавшем до неузнаваемости, почти полубезумно светились широко раскрытые глаза. Он добрел до калитки, облокотился на нее, тяжело со всхлипом отдыхиваясь, медленно стащил с себя заплечный мешок с веревочными лямками, обессиленно уронил его под ноги. Данила, ты? Кинулся к нему Захар Евграфович. Он поднял на него глаза, долго смотрел, словно не узнавая, и лишь после молчания хрипло отозвался. Захар Евграфович, выскочив за калитку, подхватил его, на помощь подбежал Егорка, но Данилов скинул руку, отпихивая его, сквозь зубы задышливо выговорил. А тебя, Гнус, убить мало. Меня? За что? Опешил Егорка. Я тебе где дорогу перебежал? Веди, Захар Евграфович, не отвечая Егорке, снова попросил Данила, веди, а то упаду. Анна где? Я позову, я быстренько, с готовностью отозвался Егорка и бегом припустил по улице в сторону Клочехинского дома. Захар Евграфович, не упуская его, Данила кивнул вслед Егорке, от него вся беда от гаденыша Катаржанского. Разберемся, давай, давай. Митрофановна обмерла, когда на пороге появился Данила, но скоро опамятовалась и кинулась его раздевать. Увидев на груди повязку с кровяным пятном, заохала, бросилась искать свою лекарскую кошелку, но Данила остановила ее. Митрофановна, не мельтиси, дай я передохну, уснуть хочу. Он закрыл глаза и задышал спокойней, а скоро и впрямь уснул, закинув голову на подушке и уставив вверх густоотрошую, давно не стриженную бороду. Лежал, не шевелясь, даже дыхание не было слышно, словно отошел в иной мир. Захар Евграфович постоял над ним и тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить спящего, вышел из избы. По переулку, неловко взмахивая руками и оскальзываясь на влажной земле, простоволосая, в одной кофте бежала Анна. Лицо ее без единой кровинки, словно было выбелено мелом, и только огромные, широко распахнутые глаза светились глубинным, неистовым светом, какой вспыхивает у людей, когда они, отдаваясь чувству, захлестывающему без остатка, как будто самих себя теряют. Подожди, Анна, он только уснул. Попытался придержать на крыльце ее стремительный бег Захар Евграфович, но она, похоже, даже не услышала его, толкнула плечом, отстраняясь с дороги, и вбежала, рывком открыв двери, в избу. Захар Евграфович подумал, что донесется сейчас бабе плача причитания, и хотел уже, чтобы не слышать, уйти куда-нибудь подальше. Но из избы ни единого звука не слышалось. Он осторожно заглянул в настежь распахнутые двери и увидел. Анна, по-прежнему бледная, с застывшим, словно одеревеневшим лицом, на котором горели лишь глаза, стояла на коленях, медленно, размашисто крестилась, сомкнув губы, и смотрела на Данилу, словно на икону. Захар Евграфович отвернулся и снова выбрался на крыльцо. Далеко отстав от Анны, по переулку трусил мелкой рысцой Егорка, успевая на ходу лузгать семечки и ловко сплевывать шелуху то в одну, то в другую сторону. Прибежала. Спросил он, войдя в ограду. Думал, стопчет меня, голопом поскакала. Я уж думал. Ты никуда не отлучайся, оборвал его Захар Евграфович, на глазах у меня будь понадобишься. А куда я денусь, разулыбался Егорка и даже языком прищелкнул, чай, сегодня на радость их пировать станем. Как же я от выпивки отлучусь. Ого, какие гости. Глянь, Захар Евграфыч, целая депутация. Захар Евграфович обернулся и увидел, что у калитки остановилась подвода, на которой разместилось в полном составе все клочехинское семейство. Сам Артемий Семенович, супруга его, Агафья Ивановна с внуком на руках и сыновья. Неторопливо, с достоинством прошли в калитку, степенно поклонились Захару Евграфовичу и также степенно, будто царские послы вошли в избу. Пробыли там недолго. Скоро братья на руках вынесли Данилу, уложили на подстилку в телеге, которую ловко расстелила Анна, усадили матушку с племянником и поехали прочь от избы Митрофановны. Анна, не убирая руки с олба Данилы, шла рядом с телегой, и шаг ее был ровный и пружинистый, будто на вечерке в хоровод выплывала. Артемий Семенович, оставшись в ограде, молчал, хмурился, сурово кашлял в кулак и строгим взглядом провожал свое семейство до тех пор, пока они не скрылись за поворотом узкого переулка. Лишь после этого поднялся на ступеньки крыльца, чтобы быть вровень с Захаром Евграфовичем, заговорил, как всегда, обстоятельно и неторопливо. Печи вчера топили. Хорошо греют, жарко. Когда работу принимать будем? Можно сядь не ехать. Добрый двор получился, крепкий, а простору, хоть на телеге завихяривай. Может, тебе не досуг сегодня, Артемий Семенович? Спросил Захар Евграфович. Дома важные дела имеются. Артемий Семенович вздернул головой, словно норовистый конь в хомуте, отрезал. Без меня управиться. Есть кому сопли подтереть. Никак не мог до конца смириться гордый Клочихин с тем обстоятельством, что придется ему под крышу своего дома принимать на житье Данилу, который дочь его убегом из семьи увел. Топорщилась суровая натура. Захар Евграфович, все это прекрасно понимая, едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Заторопился. Тогда поехали. Постоял и двор, срубленный из крупных и ровных бревен, под высокой двускатной крышей, смотрелся красавцем. Крепко и прочно осев на бугре, он будто венчал окружающую местность, оживляя ее своим удалым и веселым видом. Прошли по комнатам, оглядели отдельно построенную конюшню, сарае, погрели руки у неостывших еще печей, и Захар Евграфович, не скрывая своего довольства, сказал, показывая на пустовавшую поляну перед двором, как о деле решенным. А вот здесь Данила пусть себе дом ставит. Чего вам под одной крышей теснится? Да и догляд во всякое время будет иметься. Как мыслишь, Артемий Семенович? Я своего слова назад не беру, Данилу назначу постоялым двором управлять. Хозяин решает. Мне что? Мое дело десятое. Завтра баб пришлю, чтоб полы тут вымыли, подмазали, покрасили, ну и все, я свое дело закончил. Благодарствую, Артемий Семенович, хорошо закончил. А я по-иному не приучен. На этом и завершился их короткий разговор. В Успенку возвращались молча, каждый наедине со своими мыслями. Артемий Семенович, не показывая вида, думал о том, что сладилось все, лучше не надо. Коли уж так судьбе угодно, что в зятьях у него Данила оказался, пускай живет на отшибе, не надо будет каждый день на его рожу любоваться, а по праздникам в гости съездить уж как-нибудь перетерпится. Захар Евграфович тоже думал о Даниле, но совсем по другому поводу. Что значили его слова о Егорке? Что он хотел сказать, ругаясь, что все беды из-за катаржанца? Чтобы понапрасну не терзаться, Захар Евграфович решил набраться терпения. И правильно сделал. На следующий день под вечер, в избу к Митрофановне пришел Данила. Старухи дома не было, чужих ушей не имелось, и они втроем. Данила, Егорка и Захар Евграфович, уселись за столом, закрыв перед этим двери на щеколду, чтобы уж никто не мог помешать или подслушать. Из коса Захар Евграфович поглядывал на Егорку, ожидая увидеть на его лице признаки волнения или тревоги, но тот был, как всегда, весел, улыбался и, похоже, не догадывался даже, что с него сейчас будут учинять спрос. Данила начал рассказывать с самого начала, с того памятного утра, когда стреножили его возле сруба постоялого двора. Рассказывая, он заново переживал все, что с ним случилось за это время, голос начинал дрожать, и тогда он замолкал надолго, перемогая волнение. Захар Евграфович его не перебивал, Егорка тоже помалкивал. Вывел этот мужик меня через проход, но до Успенки я уж сам добирался. Думал, не доползу, а дополз, хватило силенки. Данила осторожно потрогал грудь, в том месте, где еще продолжала болеть рана, и без всякого перехода и передыха сурово выложил. Когда меня Цезарь пытал, одного добивался. В какое время и по какой дороге Луканин в Успенку приедет? А для каких надобностей постоялый двор взялись строить, он распрекрасно знает. Ухмыляется и говорит. Меня туда собрались заманивать. Каково? Если память мне не отшибла, мы трое тайну ведали. Кто ее Цезарю пересказал? Ты, Егорий, больше некому. Признавайся. И крепко жатым кулаком тяжело ударил в столешницу. Егорка вытаращил глаза, чуть отодвинулся от стола вместе с табуреткой и серьезно, безобычной своей шутливости в голосе, спросил. Данила, ты умишком не тронулся. Как видишь, еще не заговариваюсь. Отвечай прямо, поганец. Ты, Цезаря, про все наши дела докладывал. Не сознаешься, я тебе рожу в хлебово покрошу. Да погоди ты. Прикрикнул Егорка, и лицо его стало строгим. Ты подумай сначала, раскинь бестолковкой, а кулаками не размахивай. Да если бы я с Цезарем пожелал завязаться, я бы там сразу и остался, я что, самому себе вражина? Такие страхи принял. Да и к Луканину я на службу не набивался, если бы ни нужда да ни пьянка, только бы вы меня и видели. Да пойми ты, не было у меня никакого резона с Цезарем дела иметь. Скажи, Захар Евграфыч. Но тот не торопился вязываться в перепалку. Молчал, подперев голову двумя руками, и билась, стучала у него в голове лишь одна мысль. Тайну знали не только они втроем, были еще Агапов и исправника Караков. Вы, ребята, не лайтесь. И не шумите, я не глухой. Весточки им, похоже, другой человек подавал. Кто? В один выдох спросили Данила и Егорка. Придет время, скажу. А пока мне еще удостовериться нужно. Тринадцать. Никогда раньше Цезаря так сильно не мучили сновидения, как в последнее время. Снились ему едва ли не каждую ночь, то мокрый кабак, то усадьба Любови Сергеевны, то лагерь за кедровым кряжем. Снились люди, которые встречались ему по жизни, а заканчивался любой сон одним и тем же финалом. Ему срочно куда-то надо было или уехать, или уйти, но он никак не мог собраться. То искал одежду, то деньги, то седлал лошадь и всякий раз, прекрасно понимая, что безнадежно опаздывает, не находил ни денег, ни одежды и не мог затянуть подпругу седла. Просыпался, и первое, что ощущал наяву, неровный, испуганный стук собственного сердца. Оно колотилось, как у птички, угодившей в ловушку. А может он действительно в ловушке? И нет уже из нее выхода. Цезарь долго смотрел в темный и низкий потолок, пытаясь уяснить для себя, куда он хотел уехать. И не просто уехать, а стримглав ускакать на воронке, которого так и не смог подседлать. Но сон, только-только отлетевший от него, не оставил ясных следов в памяти, и помнилось лишь одно. Рядом с воронком стоял Илья, хлопал себя ладонями по коленям и хохотал, радовался, что Цезарь никуда не уедет. Он и не уехал, проснулся. Полежал, повернувшись с левого бока на спину, дождался, когда утихомирится быстро бьющееся сердце, и лишь после этого тихонько, стараясь не шуметь, поднялся с широкой лавки, на которой спал, поднял свалившийся на пол полушубок, накинул его на плечи и на ощупь в темноте выбрался из тесной избы, насквозь пропитанной спертым, тяжелым воздухом. Ярко светила луна, и в ее зыбком, неверном свете узкая и неподвижная тень Цезаря лежала во всю ширину ограды, достигая до нижней жерди покосившегося забора. Дальше, за оградой приземистой избы с прогнувшейся крышей, лежало поле, а еще дальше, за ним, изубренной стеной мрачно темнела тайга, и казалось, что лунный свет до нее не достигает. Нежилую избу на самой окраине Белоярска, которую бывший хозяин, построивший новый дом, собирался пустить на дрова, купили за сущие копейки, и теперь все люди Цезаря, оставшиеся в живых, бедовали в ней, представляясь артелью плотников, которая никак не может найти работу. Сейчас, стоя на вкопанных в землю чурках, заменявших крыльцо, Цезарь с особенной тоской вспоминал свой лагерь за кедровым кряжем, в который вложил столько сил и старания, сколько ни во что и никогда не вкладывал за свою жизнь. И виделся он сейчас отсюда прекрасным, как недосягаемая мечта. Все профукал, все псу под хвост спустил. С наслаждением выговаривал он бежалостные слова, словно не о самом себе думал, а об ином человеке. Последнее усилие оставалось сделать, и вот, разбитая корыта. Теперь Цезарь часто повторял такие слова, запоздал и ругая себя, что рановато он поставил себя хозяином долины за кедровым кряжем. Ругал за глупые маскарады, когда наряжался генералом, когда тешился, думая, что держит в руках большую власть, а вот ударили по рукам, и нет в них ничего, пустота. Дверь за спиной тягуче скрипнула, дохнула из избы стоялым запахом, и Цезарь, не оборачиваясь, спросил. Борис, как ты? Я, родимый я. Кто еще, кроме тебя, по ночам не спит, кто еще думки печальные перебирает? Он самый Борис Чернухин, прости, Господи, душу его грешную. Да уж, не простит, не надейся, усмехнулся Цезарь. Может, ты и верно говоришь, что не простит, а только попросить лишний раз, язык не отвалится. Язык, как известно, без костей, его куда хошь можно гнуть. Бориска коротко хохотнул и без всякого перехода спросил. Ну чего надумал, Цезарь Белозеров? По правде сказать, ничего не надумал. Но обязательно надумаю, сроку я себе оставил до завтрашнего дня. Многовато, многовато. А я вот в сию минуту тебе скажу, чего накумекал. Ты уж меня выслушай, раба неразумного, многогрешного. Первонаперво надо своего человека к Дубовым запустить, пусть он слушок кинет, что мы теперь в другое место ушли и охочих людей туда зазываем. В какое место? Не перебивай. Хоть в какое, главное, чтобы подальше от Белоярска. И по этому следу господина Окоракова направить. Ищи, родимый, в полное свое удовольствие. А мы за кедровый кряш снова уйдем и новых людишек призовем с собой. Куда? За кедровый кряш. Никому в голову не придет, что мы там рискнули остаться. Как должен Окораков рассуждать? Если он солдат с прохода убрал, если охраны там никакой нет, что господа-разбойнички должны делать? Ну? Отвечай за господина Окоракова. Цезарь мгновенно понял ход мыслей Бориски и отозвался. Господа-разбойнички должны оттуда улизнуть и в новом месте укрыться. А если мне, то есть господину Окоракову, еще и донесут тихонько, где это новое место, поверю. Может быть, посомневаюсь, но поверю. Эх, Ваську Перегудова жалко, в самый раз бы теперь пригодился. Промахнулся парень. Живой теперь или нет? Лучше, чтобы мертвый был. Придавили, он и дал слабину, черкнул записочку. Не разглядел бы ты золотых зубов у лазутчика Окораковского, неизвестно, чем бы все кончилось. Да как судить, Цезарь? Шкура-то своя, живая, ее как рубашку не скинешь, жить всякой твари хочется. Да и не знаем мы в точности, как там все, в участке у Окоракова, происходило. Дай время, узнаем. Сегодня в город собираюсь пойти. Поостерегся бы, Цезарь, в город шастать, не ровен час, загребут. Теперь остерегаться поздно, себе дороже. Теперь у нас одна планида, либо пан, либо удавка на шею. А все-таки поостерегся бы. Остерегусь. Голова у тебя, Бориска, золотая, цены твоей голове не имеется. Пожалуй, так и сделаем, как ты предложил. Уйдем за кедровый кряж. Одно только меня тревожит староверы. Дорога до них ведома, доберемся, а там? Там видно будет. Цезарь кивнул, соглашаясь с ним, и долго молчал, глядя на свою длинную тень, неподвижно лежавшую на земле. Бориска, вздыхая и покряхтывая, словно тяжелый груз тащил, отошел за угол избы, пожурчал там и отправился досыпать, оставив Цезаря в одиночестве под звездным небом и под ярким светом луны. До самого утра Цезарь не сомкнул глаз, простояв на улице. А утром, ненадолго заглянув в избу, он вышел в ограду совершенно иным человеком. Даже те, кто его хорошо знал, взглянув, не узнали бы. Большая, изодранная и дыроватая шапка нализала на самые глаза, на плечах, расползшийся по швам шебуришка, на ногах, немыслимые опорки с отвалившимися подошвами, а самое главное, грязная, в кудель свалявшаяся борода закрывала почти все лицо. Глянешь, и сразу ясно, что явился перед тобой постоялец дубовской ночлежки, в пень пропившийся и давно забывший даже собственное имя. Немочной шаркающей походкой выбрался Цезарь за ограду и ушел в город. Никто его не провожал, и вслед ему никто не смотрел. Сторонясь шумного Александровского проспекта окраинными улицами, не сбиваясь с шаркающего и немощного шага, Цезарь выбрался на берег реки Талой, все еще покоившийся подо льдом, и двинулся вдоль складов, где под тесовыми навесами лежали грузы, дожидавшиеся навигации, чтобы быть отправленными в верховье или низовье реки. Тюки и ящики, мешки громоздились высокими пирамидами под строгим доглядом сторожей, которые даже днем бухали в медные рынды, подвешенные возле их избушек, предупреждая лихой народишко, что люди, поставленные на эти посты, бодрствуют, с нам не предаются и готовы в любой момент защитить хозяйское добро. Миновав склады, Цезарь выбрался на узкую, но хорошо притоптанную дорожку, которая привела его прямиком в кабак, самый паршивый, окраинный, какой имелся в Белоярске. Ни Ставин, ни вывески у этого кабака не было, и обозначал он самого себя только разлапистой елкой с облетевшей хвоей, которая маячила, прибитая ржавыми гвоздями, сбоку низкой двери. Кабак назывался «Ванька Ёлкин». Ванька и Ванька, Ёлкин и Ёлкин, никаких вопросов у знающих и страждущих не имелось, и вывеска им не требовалась. Дверь открылась, будто визгнула собака, которые нечаянно наступили на лапу. Цезарь нагнул голову, чтобы не удариться о притолоку, и вошел в темное и тесное нутро кабака, навсегда пропахшее кислым, сивушным запахом. Примастился на скамейку с краешку свободного стола, выложил на столешницу медики и подпер ладонью голову, словно задремал, дожидаясь, когда у расторопного полового дойдет до него очередь. Молодой, рыжий парень долго ждать себя не заставил. Ничего не спрашивая, привычно смахнул медики в карман грязного передника, крутнулся и выставил мерзавчик, а на закуску – горячие требухи и соленые капусты, все в одной чашке. Сверху положил ломоть хлеба. Закусывай, господин хороший, радуйся, что у Ваньки Ёлкина для тебя всегда приют имеется. Цезарь неторопливо выпил, пожевал капусты и незаметно огляделся. Нет ли чего подозрительного? За дальним столом шумели уже веселыми голосами четверо оборванцев. Рядом с ними торопливо опохмелялись две трясущихся личности, судя по виду, из конторских. Больше никого в этот час в кабаке не было. Даже половой куда-то отлучился. Вот и славно. Цезарь незаметно достал из кармана шабура гвоздь с расплющенным и остро заточенным концом, грудью навалился на столешницу, уронил голову, будто задремал, задумался. Сам между тем быстро нащупал рукой толстую перекладину стола, едва ощутимую на ней углубленную полоску и всунул в нее острие гвоздя. Надавил и деревянная дощечка, словно крышка пинала, легко сдвинулась. Из узкого углубления Цезарь вытащил бумажку, свернутую в трубочку, вернул дощечку на прежнее место и сунул бумажку вместе с гвоздем в карман. Он вскинулся, протер глаза, как будто очнулся, и снова огляделся, в его сторону даже головы никто не повернул. Цезарь допил мерзавчик, доел капусту, требуху и выбрался из кабака, делая вид, что пошатывается на неверных ногах. По той же самой тропинке, по которой пришел, добрался до складов, миновал их, и, лишь оказавшись на безлюдном пространстве, достал из кармана бумажку, скрученную в трубочку. Развернул. Кривые буквы, падающие влево, складываясь в слова, извещали. Исправник, похоже, получил выговор от начальства. Солдат у него отозвали. Сейчас ничего не предпринимает. Луканин ездил в Успенку. Парень, который был за кряжем, вернулся живым. Что этот парень рассказал, пока неизвестно. Гости уже в дороге, Луканин о их приезде извещен телеграммой. Спешно готовят к навигации пароход, а снова. По всей вероятности на нем будут доставлять гостей к означенному месту, как только вскроется река. Больше никаких сведений не имеется. Не имеется, недовольно пробормотал Цезарь. А за что я деньги плачу? Эх, людишки, людишки, нет предела вашей мерзости. Он мелко-мелко изорвал бумажку, бросил клочки на обочину тропинки и глубоко притоптал их в грязи дырявым опорком. Четырнадцать Взволнованный голос Нины Дмитриевны звенел за ливистей Валдайского колокольчика. И вот сегодня, в этот высокоторжественный день, мы зажигаем в холодном и суровом краю яркую свечу просвещения и будущего процветания нашей отдаленной, но любимой Родины. Вековые сумерки, лежащие над Великой Сибирью, будут разорваны нашим общим служением на благо сказочно богатого, но еще мало обжутого края. Открытие Белоярского отделения Русского географического общества совпало с прибытием к нам дорогих гостей ученой экспедиции, составленной из поданных Соединенных Штатов и Британской империи. В самое ближайшее время их экспедиция отправляется в верховье реки Талой, чтобы составить описание флоры и фауны этой, еще не изученной местности. Мы окажем нашим дорогим гостям самый радушный прием, чтобы они навсегда сохранили в своих сердцах искренние и добрые чувства сибиряков. Зал серопитательного приюта был полон. Некоторые из приглашенных, кому не досталось места, стояли в проходе. В первом ряду располагались самые почетные горожане и члены Американо-английской экспедиции во главе с лейтенантом Колесом Крепким, рыжеватым мужчиной лет 35, который широко улыбался, слушая Нину Дмитриевну, одобрительно кивал головой, иногда что-то переспрашивал у переводчика Киреева, сидевшего рядом, выслушивал перевод и снова кивал головой, продолжая улыбаться. Публика внимала Нине Дмитриевне с большим вниманием. А признайтесь, Захар Евграфович, во сколько вам обошлась эта география? Городской голова Илья Васильевич Буранов улыбнулся и на ухо посочувствовал. Прекрасно вас понимаю, от супруги-исправника нет спасения, как от снегопада. И все-таки во сколько? Для науки мне ничего не жалко, шепотом сообщил, тоже улыбаясь, Захар Евграфович, да и устоять перед общественным напором, сами знаете, невозможно. Пришлось раскошелиться. А сколько, уже не важно. Горячая и глубоко прочувствованная речь Нины Дмитриевны подходила к концу. Сибирские общественные сил расправляют плечи для созидательной работы. И это находит замечательное подтверждение в стихах одного из сибирских авторов. Вот какие строки он посвятил нашей родной Сибири. Край забытый, край изгнания. Много горя ты терпел. Без отрат и упования. Был печален твой удел. И во тьме той непроглядной. Ты совсем почти заснул. Но надежды луч отрадный. И тебе, Сибирь, блеснул. Край родной наш и любимый. Благодатный юный край. Не тужи ты наш родимый. Упованье не теряй. Верь, зарею чистой, ясной. Мрак рассеется густой. И взойдет с зарей прекрасной. Солнце правды над тобой. Хлопали Нине Дмитриевне долго и громко. Душесчипательный стишок, даже слеза меня пробила, Илья Васильевич вытащил большой, крепко надушенный платок и промокнул глаза. Захар Евграфович с удивлением глянул на городского главу, но ничего не сказал. Затем слово было предоставлено лейтенанту Колесу. Он поднялся на сцену, одернул полы безукоризненно сидящего на нем пиджака и заговорил, Быстро и напористо, словно отдавал команды, и совсем не беспокоился, Успевает ли господин Киреев, исполняющий должность переводчика, переводить его речь. Уважаемые господа и дамы, члены Белоярского отделения Русского географического общества. Все англичане и американцы хорошо известны по их наклонностям говорить спичи. Морские офицеры, а я по своей недавней службе принадлежал именно к ним, напротив слывут за молчаливых людей, и поэтому мой спич будет коротким. Адмирал Фарагут однажды выразился, что он не желал бы иметь под своей командой такого офицера, который был бы в состоянии сказать спич. Прошу извинения, если я останусь верным знамени, воздвигнутому знаменитым командором. Выражаю благодарность всем вам за в высшей степени сердечный прием, оказанный нам в вашем городе. Когда мы окончим свою научную миссию, результаты которой послужат и будущему процветанию Сибири, и когда мы будем возвращаться домой, мы увезем с собой самые теплые и приятные воспоминания о вашем городе, о том замечательном приеме и радушии, которые были оказаны нам городскими властями, Белоярским географическим обществом и вообще сибирским народом. Мы этого никогда не забудем. Колес приложил правую руку к сердцу и низко поклонился. Зал разразился аплодисментами. Все встали. Захар Евграфович, тихонько хлопая в ладоши, наклонился к Буранову и напомнил. Вечером жду вас на торжественный ужин, а пока, вынужден покинуть, прошу прощения. Надо еще кое-какие распоряжения сделать. И он незаметно вышел в боковые двери, продолжая слышать, как за его спиной все не стихали аплодисменты. Приехав домой, Захар Евграфович первым делом прошел в залу, где уже стояли тщательно сервированные столы, сам все проверил и велел позвать Колю Милова. Тот явился незамедлительно, трезвый, как стеклышко, серьезный и деловитый. На потной голове лежал неизменный платок с четырьмя завязанными на углах узелками, промокший насквозь. Коля Милый, уже встав перед хозяином, вспомнил об этом платке, стащил его с головы и скомкал в ладони. Звали Захар Евграфович. Звал. Как ужин? Не опозоримся? Лицо Коли Милова мгновенно стало постным и глубоко обиженным. На вопрос он ответил не сразу, сначала подумал, наморщив лоб, и лишь после этого с обреченным вздохом сказал. Ежели хоть один человечек выразит недовольство, сам к мишке с мошкой в клетку сяду. Сам себе приговор исполню. Ладно, ладно, засмеялся Захар Евграфович, в пузырь-то не лезь, я же не обидеть хотел, а спросил для порядка. Хвалиться не желаю, Захар Евграфович, но кажется, что самого себя превзошел ныне. В назначенный час начали прибывать гости. Первыми приехали господа иностранцы во главе с лейтенантом Колесом. На правах радушного хозяина Захар Евграфович показал им дом и обширное хозяйство, рассказал о своей коммерции и вежливо подвел итог, выразив надежду, что деловые отношения, которые установились, будут продолжены и в будущем. Колес внимательно слушал и его, и Киреева, одобрительно кивал головой, а затем коротко выразил свои впечатления. Я не думал, что в столь отдаленном краю есть такая насыщенная деловая жизнь. Я восхищен, господин Луканин. Захар Евграфович не смог сдержать довольные улыбки. Что и говорить, приятно ему было слышать такие слова от иностранца. Погоди, парень, думал он. Тебе еще много удивляться придется, тебя еще от Коли Милова сюрприз ожидает. Николай Васильевич Миловидов, похоже, и впрямь в этот день превзошел самого себя. На столы, словно из сказочного и щедрого рога изобилия, бесконечно выплывали все новые и новые кушаньи, которым, похоже, и счета не имелось. Все уже наелись-напелись, а кушаньи несли и несли. Прервав долгие и бесконечные тосты, загремел оркестр, начались танцы. Ксения Евграфовна, которая нарушила в этот раз свое обычное правило и вышла к гостям, сидела рядом с братом и Луизой, недовольно морщилась от шума и многословия и, выбрав удобный момент, тихо попросила. Ты уж, Захарушка, не плеши нынче с медведями. Иностранцы все-таки скажут, что мы совсем дикие. Не буду, Ксюша, не буду, успокоил ее Захар Евграфович, мы с Луизой танцевать пойдем. Пойдем. Луиза подняла на него сияющие глаза, и столько в них выразилась ласки, любви бесконечной и преданности, что Захар Евграфович даже вздрогнул. Бережно, нежно держа Луизу за руки, он вел ее в танце, и казалось ему, что кружит их мягкое и теплое течение, уносит вниз по широкой реке и обещает впереди бесконечное, ничем не омрачаемое счастье. И шептал он, совершенно искренне, душевно радуясь тем словам, которые произносил. Луизонька, тебе нужно, как это называется, в православное перекреститься. Ну, Ксюша знает, она расскажет. А после этого мы с тобой обвенчаемся, будем по закону мужем и женой, ты станешь мне рожать наследников, должен же я свое дело кому-то передать. Луканин Милый Луканин, я боюсь плакать от счастья. Она подняла на него чудные свои глаза, в которых действительно стояли слезы, и Захар Евграфович не удержался и быстро, крепко поцеловал ее. Оркестр продолжал греметь, но гости, устав от танцев, снова потянулись к столам, и снова зазвучали тосты, попеременно то с одной, то с другой стороны. Киреев, глядя голодными глазами на стоявшую перед ним снеть, не успевал переводить и проклинал, наверное, в эти минуты свое ремесло, хоть и за столом, а не выпить и не закусить. Нина Дмитриевна Нина Дмитриевна Смущенно попенял ей Захар Евграфович, вы меня представили этаким херувимом, что, право, не знаю. Я ничего не представляла, шалые глаза играли, губки вздрагивали, а на щеках полыхал ядреный яблочный румянец, во всей своей красе была в этот вечер супруга-исправника, я говорила истинную правду. И наше общество меня, как вы имели возможность заметить, полностью поддержало. Быть скромным, это ваше право, Захар Евграфович, а говорить истину, это право мое. Спорить с ней было невозможно, и Захар Евграфович попытался увести разговор в сторону. А что же вашего супруга сегодня нет? В отъезде. Господин исправник, как известно, человек государственный. И в известность о своих делах меня редко ставит. Отбыл по служебной надобности, вот и весь сказ. Я даже хотела. Но что хотела госпожа Акаракова, услышать Захар Евграфович не успел. Ее пригласил на тур вальса лейтенант Колес, и она упорхнула с ним столь стремительно, словно ее сдуло неведомым вихрем. Закончился торжественный ужин глубоко за полночь. Ксения и Луиза, да нельзя уставшие, не дождались его завершения и ушли спать. Захар Евграфович, как хозяин, оставался до самого конца и, выйдя во двор, самолично провожал гостей, обнимался с Колесом и его спутниками, выслушивал благодарственные слова от захмелевшего Ильи Васильевича Буранова, подсаживал дам в коляске, целуя им ручки, и, наконец, всех проводив, облегченно вздохнул, чувствуя, что безмерно приморился. Присел прямо на ступеньку перед домом, перевел дух. Ночь была теплая, тихая, и слышались в тишине ясные громко долгие глухие хрусты, будто каленкор рвали, это Натало и зашевелился лед. Даже уходить не хотелось. Было лишь одно желание, сидеть под светящимся небом, слушать тревожный голос реки, задремывать, прикрыв глаза, и ни о чем не думать. Но долго пребывать в такой благости ему не дозволили. Прибежал запыхавшийся сторож, растерянно доложил. Там Дедюхин, капитан который, в ворота ломится. Слышать, говорить, ничего не желаю, веди к хозяину. А сам трезвый. Запусти, приказал Захар Евграфович. Через ограду Иван Степанович семенил. Видно было при лунном свете, мелкой трус цеой, и это было столь странно при его обычной степенности, что Захар Евграфович поднялся со ступеньки и пошел ему навстречу. Что случилось? Не знаю, с чего начать, Захар Евграфович. Нам бы пройти куда, чтобы не на улице. Разговор секретный. Пойдем. Но только они поднялись на крыльцо, как их остановил теперь уже совсем растерянный и даже слегка осипший голос сторожа. Хозяин, прощение просим, а тут еще. Черти ночью гостя посылают. Зарокотал знакомый голос исправника, который ни с каким иным спутать было невозможно. Покорнейше прошу прощения за поздний визит. Разрешите на крыльцо взойти, Захар Евграфович. Поднимайтесь. Чем обязан? А это я вам обязательно доложу, если вы меня в кабинет пригласите и чаю предложите. Дедюхин, чуть отступив в сторону, молчал, не вмешиваясь в их разговор, и только смущенно покашливал, словно у него першило в горле. Видно было, что смутило его появление исправника, и в данный момент он никак не мог решить, что ему делать. То ли уйти, то ли остаться и следовать за хозяином. Пойдем, пойдем с нами, голубчик. Радушно пригласила Караков. По всему видно, что без тебя наш разговор никак не обойдется. Дедюхин взглянул на Захара Евграфовича, тот кивнул, и они втроем прошли в дом. У дверей кабинета, а Караков остановил Ивана Степановича и показал ему на кресло. Подожди здесь, мы тебя позовем. Дедюхин снова посмотрел на хозяина, и тот снова кивнул, давая согласие, но в кабинете, куда они вошли вдвоем с Акараковым, не сдержался, выговорил. Вам не кажется, господин исправник, что вы ведете себя в моем доме не совсем прилично? Да какое там, кажется. По-хамски веду себя, Захар Евграфович. Самому до невозможности стыдно, а никуда не денешься, служба. Впрочем, к делу, Захар Евграфович, без предисловий и без церемоний. Вот, читайте. Из кармана кителя он вытащил бумагу, расправил ее и осторожно положил на стол. Бумага была под грифом губернского жандармского управления, и в ней просто, четко и ясно, без канцелярских витиеватостей говорилось о том, что купец первой гильдии Луканин Захар Евграфович обязан впредь выполнять все распоряжения белоярского исправника подполковника Акаракова и хранить тайну об этих распоряжениях, потому что расследуется дело особой государственной важности. В случае неисполнения грозили Захару Евграфовичу суровыми карами. Печать и подпись. Бумага сия, конечно, спорная, пророкотала Караков, ее можно и в суде обжаловать, и газетным писакам обнародовать, да только я вам не советую. Во-первых, дело государственной важности, о котором написано, оно и в ваших интересах, касается Цезаря Белозерова. А во-вторых. Что во-вторых. Не сдержался Захар Евграфович. Да требуется от вас сущий пустячок, я его сначала тет-а-тет хотел с капитаном Дедюхиным решить, а не вышло, он к вам сразу побежал, да так прытко, что едва догнал. С завтрашнего дня четырех человек из команды Основы надо уволить, а на их место взять новых людей, которые придут наниматься. Вот и все. Да забыл. Сам пароход, и все грузы мои люди тихонько незаметно должны будут осмотреть перед отплытием. И еще одна новость, правда, она уже частного порядка. Моя взбалмошная супруга отправляется вместе с экспедицией лейтенанта Колеса. Ну, тут вы сами виноваты. Не дали бы денег, не было бы общества и всех этих глупых капризов, с которыми, увы, я совладать не в силах, подкаблучник я, Захар Евграфович, несмотря на весь мой грозный вид. А Караков беспомощно развел ручищами и виновато улыбнулся. Свернув бумагу, Захар Евграфович протянул ее исправнику, но тот покачал головой. Себя оставьте. А у меня другие бумаги имеются. От Цезаря. В лоб спросил Захар Евграфович. Мне кажется, что вы давно с ним общий язык нашли. Может и переписку ведете. А иначе как объяснить, что вы его живым выпустили, и откуда Цезарю стало известно про постоялый двор, для каких целей я его строил. Данила мне все рассказал. Он вернулся. Вскинулся о Караков. Вернулся. Много интересного поведал. И вы сделали вывод, что я в сговоре с Цезарем. Простите, Захар Евграфович, но в переднем углу я иконы у вас вижу, так вот в следующий раз, если что померещится, креститесь перед ними. Говорят, помогает, и видения болезненные исчезают. А что касаемо моей просьбы, выполнить неукоснительно. А Караков резко поднялся и вышел, оставив за собой двери открытыми. Слышно было, как он сказал Дедюхину. Ступай, хозяин тебя зовет. Чего-то я, похоже, не понимаю, успел подумать Захар Евграфович, глядя в широкую спину исправника, другой бы на его месте оправдываться стал. «Чего же я не понимаю?» Спросил сам себя и не нашел ответа. Но Дедюхину, который вошел в кабинет и почтительно встал у порога, велел выполнять все указания исправника. Четырех человек из команды основы уволить и направить на работу в док, такое, мол, хозяйское решение. А новых людей принять. Дедюхин молча выслушал, кивнул, давая понять, что хозяйский приказ ему полностью ясен и потому переспрашивать и вопросы задавать, дело совершенно лишнее. Умница он все-таки был, капитан основы, за что и любил его Захар Евграфович, как родного. Пятнадцать. На следующий день, после обеда, Наталой взломала лед, и глухошумящая густая мешанина ринулась вниз по течению. Скребла берега, отламывая огромные пласты земли и роняя деревья. Иная льдина вдруг вздыбливалась, взблескивала на солнце неровным изломом, будто невиданная рыба, вынырнувшая из самой глубины. Проплывала недальнее расстояние, растрачивала свою крепость и рушилась, рассыпаясь на мелкие куски. Талая на глазах выплескивалась из берегов. Вездесущие ребятишки с визгом носились по пологим спускам и ставили метки, деревянные палочки. Они быстро скрывались под водой. Ощутимо наносила от реки влагой и холодом, хотя день стоял теплый и ласковый. Буйная, неуемная сила ледохода завораживала. Множество белоярцев толпилось на высоком песчаном откосе, любуясь сверху зрелищем, которое можно было увидеть только один раз в году. Ни Захара и Евграфовича, ни Агапова, никого из приказчиков в этот час на берегу не было, хотя раньше, согласно традиции, они всегда бросали работу и приходили к реке. Такой уж день выдался, не до любований. И имелась на это веская причина, бесследно исчез обоз из двадцати двух подвод. Ушел и пропал. Как корова языком слезнула. В Луканинской конторе царил переполох. Это ж не иголка, а бронил и не найдешь, сокрушался Агапов. Двадцать две телеги, восемь возчиков да еще купчишка этот. Ах, беда, беда. Ну где этот Евтеев, его только за смертью посылать? Евтеев, легок на помине, вбежал, запыхавшись в коморку Агапова. В руках он держал бумаги, которые сразу же выложил перед Захаром Евграфовичем, и заторопился, заикаясь от волнения. Вот, у меня здесь все записано, Захар Евграфович, все до капли записано. Вот, смотрите. Это подряд, вот тут указано, в лице купца замошного, вот квитанция, он наличными в кассу платил. Вот. Да ты сядь, прервал его Захар Евграфович, передохни. Считать я и сам умею. Быстро просмотрел все бумаги и отодвинул их в сторону. Все верно, все оформлено, как надо, честь по чести. И никаких нареканий к Евтееву быть не могло. Пришел некий купец замошный, подписал подряд на перевозку грузов, заплатил деньги, загрузил 22 подводы, и отправились они, согласно подписанному подряду, две недели назад в большое село Кротово, что стоит в 70 верстах от Белоярска. Хода туда и обратно, меньше недели. Ну и если что случилось, еще день-два накинуть. А возчиков и подвод нет, и нет. Послали верхоконных, те мигом обернулись и доложили. Никакой обоз в Кротово не приходил, и никто о купце замошным не слышал. А дорога до Кротово, одна единственная, по тайге идет, и нет от нее ни свертков, ни ответвлений. Но и на дороге следов обоза верхоконные не нашли, когда спрашивали у встречных проезжающих, в ответ им только плечами пожимали, в глаза не видели. А ну-ка узнай, Евтеев. Где они свой груз брали и чего они грузили? Распорядился Захар Евграфович. Приказчик молча кивнул головой и выскочил из комарки. Пожалуй, и я в одно место съезжу, встрепенулся Агапов. Ты уж наберись терпения, Захар Евграфович, подожди меня. Куда собрался? К Дубовым. Гложит меня одна мыслишка, как червячок ворочается. Агапов быстро выкатился на своей коляске из комарки. Захар Евграфович, оставшись один, вздохнул и неожиданно запел про ухари купца, никаких мыслей у него в голове в это время не имелось. Пусто. И тягучее, неодолимое отчаяние заползало в душу. Запутался он в последнее время, совсем запутался, словно стоял с завязанными глазами, растопырив руки, пытался наугад поймать бегающих возле него людей, а они ускользали и ускользали, успевая больно его шпынять со всех сторон. Так и просидел, будто в полудремя, пока не вернулся Евтеев и не доложил. Грузились они у Сушкова, который скобяной магазин держит. Оптом покупали. Топоры, гвозди, пилы, как будто строительство большое затевают. Много чего взяли. А у Колесникова, в Бакалея, муку брали, крупу, еду одним словом. На наши подводы грузили, так приказчики мне сказали. Вот. Ладно, ступай, отпустил его Захар Евграфович, надо будет, я позову. Агапов вернулся нескоро и вернулся встревоженный. Вкатился на своей коляске, попил холодного чая из тонкого стакана в серебряном подстаканнике, и пока пил, рука подрагивала, а стекло тоненько звенело. Отдышался, вздернул седую голову. Совсем худо, Захарушка, худо. Уйма народа у дубовых снялась в одночасье и ушла. Помнишь, я про Савелия рассказывал, которого после в участке отравили? Так вот он, оказывается, всем, кого за кедровый кряж зазывал, тогда особое слово говорил, как бы сигнал. Вот это слово и принесли, неизвестно кто, и народишко на крыло поднялся. Человек сорок, говорят Дубовы, не меньше ушло. А Караков после этого два дня ночлежку вверх дном переворачивал. Грозин был, обещался Дубовым, что прихлопнет их, как мух. Лучше бы он Цезаря прихлопнул. Да тут кишка тонка, либо сговор полюбовный. Похоже, под носом у нас Цезарь был-был бы сплыл. Евтеева сейчас встретил, сказал он мне, где и чего они грузили. Вот я и думаю. Выбрался Цезарь из-за кряжа, отлежался здесь, отдышался, новых людишек набрал и махнул с нашим обозом в укромное местечко. В какое? Спросил Захар Евграфович. Агапов развел руками. Они и предположить не могли, что обоз из 22 подвод был уже за кедровым кряжем. А у прохода теперь, на выходе в долину, круглыми сутками дежурили часовые, которых Цезарь, Бориска или Петля проверяли самолично, особенно ночью. Визжали пилы, стучали топоры, ядрено пахло в весеннем воздухе смолой. Свежие срубы ярко-желтея ошкуренными бревнами, быстро и весело поднимались вверх. Горели костры, пахло жирным мясным варевом. На этот раз Цезарь строил свой лагерь совсем по иному плану и в ином месте. Совсем недалеко от прохода уже стояли две караульные вышки, с которых прекрасно виделось все из ножек ряжа. За вышками ставились срубы, ставились в таком порядке, что образовывали круг. Место перед ними было открытое, и подступиться незамеченным к лагерю теперь никто бы не смог. Привязанная к длинной коновязи стояли лошади, виднелись подводы, на двух из которых лежало сено, по-хозяйски. Обстоятельно собирались люди на новое место жительства, ничего не забыли. У самого основания кряжа, там, где зиял темный ход из пещеры, оттаивали кострами не отошедшую еще от мерзлоты землю и копали широкий ров, с каждым днем углубляя его. В тех местах, где выходила каменная порода, долбили ее кирками. Заново набранное войско Цезаря трудилось азартно, не покладая рук. Обещанная награда в виде будущей беззаботной жизни грела души, да и долгое зимнее сидение в дубовской ночлежке изрядно прискучило и надоело, милое дело размяться на весеннем приволье, ощутить в теле собственную силу. А самое главное заключалось в том, что не надо было бояться казенных чинов, не надо было думать, как раздобыть копеечку и как жить. Здесь все имелось. И воля, и еда, и простор, который радовал глаз. Конечно, требовалось безоговорочно подчиняться Цезарю, но и уговор изначально таков был, силком сюда никого не тащили. Отнили шлуканинские возщики, закованные в ножны и железные кандалы, тоскливо смотрели потухшими глазами вокруг, проклиная свою судьбу, сотворившую с ними неожиданную беду. Они и помыслить не могли, собираясь в отъезд в Кротово, что вольной жизни им осталось сгульки нос. На первой же стоянке, когда решили дать передых лошадям и самим перекусить, на них налетели внезапно неведомые люди, быстро и сноровисто связали, рты заткнули, уложили как мешки или ящики, в сани, накрыли сверху рогожиной, и они уже не увидели, как подводы тронулись назад, стороной огибая Белоярск. Только здесь, уже за кедровым кряжем, и очухались, поняли в полной мере, что с ними произошло. Избежать нельзя, и жаловаться некому, вот и работали, не отставая от варнаков. Цезарь, будто заново народился. Словно и не было горьких раздумий и горького отчаяния после пожара, словно и самого пожара не было. Ему казалось, что он с чистого листа начинает строить свою будущую судьбу, и она будет такой, какой он желал всем своим существом, высокой. Он спал урывками, везде поспевал, за всем приглядывал, и веселая, довольная улыбка не сходила с лица. Ну, купец замошный, как думаешь, дадим ребятам один вечерок загульный. Бориску, который провернул ловкое дело в конторе Луканина, Цезарь теперь в шутку называл купцом замошным, а тот в ответ лишь распускал лошадиные губы, изображая усмешку, и на новое свое имя отзывался с удовольствием. Думаю, что заслужили. Пускай погуляют, пар спустят. Я и сам, многогрешный, водочки хлебну, только караулы надо надежные выставить. Староверы. Про староверов помню. Перебил его Цезарь, будут они у меня вот здесь горбатиться. И он указательным пальцем ткнул себе под ноги в сырую землю, недавно только освободившуюся от снега. Вздымая темную воду, от бортов основы тяжело откатывались пологие волны. Против течения, да еще в самый разлив, пароход шел с надсадой, словно приморившийся конь, которому положили на телегу слишком тяжелый груз. Иногда на излучине, корпус парохода дрожал от напряжения, и дождевая вода, скопившаяся в выемках палубы, покрывалась мелкой рябью. Дождик выпал короткий, весенний. Шальная тучка быстро скатилась с небесного склона, и выглянуло веселое солнце. Стоял конец мая, деревья по берегам талой уже опушились яркой зеленью. После дождя она и вовсе сияла, как изумруд. Иван Степанович, вы только взгляните, какая красота! Голос у Нины Дмитриевны звенел от восторга, когда она повела рукой, будто открывала перед старым капитаном величественную панораму реки Тала и ее берегов. Дедюхин, не разделяя восхищений жены исправника, да еще и крепко недовольный, что она вообще обитает на пароходе, а куда денешься, если хозяин приказал? На восторженные восклицания не отзывался и по сторонам не смотрел. Его маленькие, но сильные руки лежали на штурвале, прищуренные глаза нацеливались на фарватер, и стоял он на мостике, широко расставив ноги, так же прочно, как и на земле. Некогда ему было отвлекаться на бабьи глупости, потому что вести пароход в половодье, это вам не на цветочки листики любоваться. Проглядел топляк или корягу, а их в это время не считанно плывет, и жди беды. Нина Дмитриевна, ни капельки не обижаясь на молчание капитана, перегнулась через перила и стала звать лейтенанта Колеса. Но тот зазывно махнул рукой, приглашая, чтобы она спустилась на нижнюю палубу, на которой он, раздвинув треногу, устанавливал фотографический аппарат, с которым не расставался, наставляя его на берега, на пароход, на матросов, на грузы, сложенные на корме, словно хотел запечатлеть все, что его окружало, до последней мелочи. Сейчас он непременно желал запечатлеть Нину Дмитриевну. Киреева поблизости не оказалась, и он знаками объяснил ей, куда нужно встать, как повернуть голову и, показывая все это, ненароком задевал руками высокую грудь Нины Дмитриевны. Она улыбалась, а глаза у нее светились зазывным светом. Колес, сам того не замечая, облизывал языком нижнюю губу, и ноздри у него шевелились, будто он принюхивался. Дедюхин, передав штурвал своему помощнику, спускался вниз, в свою каюту, чтобы попить чайку, все сверху видел и недовольно бормотал себе под нос. Только блядства мне здесь не хватало. Не нравился ему этот рейс, открывавший нынешнюю навигацию, не нравились матросы, которых пришлось взять, согласно приказу Луканина, не нравились иностранцы, а больше всех не нравилась жена исправника, так и чесалась рука, чтобы изладить ей в аккуратный лобик-бульбочку, приговаривая при этом. Сиди дома, ветреная особа, не лезь на пароход с чужими мужиками и веди себя, как подобает замужней бабе. Но Нина Дмитриевна не замечала раздражения капитана, была с ним приветлива и улыбалась ему, будто отцу родному. Вот и сейчас, увидев, что он спустился с мостика, взмахнула полными ручками, будто взлететь собиралась и зачирикала. Иван Степанович, встаньте рядом со мной. Я хочу, чтобы у меня на память о вас имелась карточка. Ну, будьте так добры, будьте любезны. Не могу, Нина Дмитриевна, дело. Простите великодушно, не могу. Он ловко миновал колеса с фотографическим аппаратом и быстро нырнул по лестнице вниз, в свою каюту, только подковки сапог звякнули по ступенькам. Колес наконец-то приладился, накрыл себя куском черной материи, и стеклянная оптика запечатлела улыбающуюся Нину Дмитриевну на фоне крутого берега Талой, по которому, рассекая деревья, до самой воды спускал серебристый гранитный выступ, влажный от дождя и искрящийся под солнцем. Впереди по левому борту, на высоком взгорке, показалась маленькая, десятка в полтора домов, деревня Осиповка. Основа загудела своим знаменитым гудком, и помощник капитана переложил штурвал влево, чтобы причалить к деревянному мостику, чьи доски вплотную подпирала разлившаяся вода. Деревня была последняя на долгом пути в Верховье Талой, здесь следовало загрузиться дровами, которые по уговору местные жители заготовили с осени. Еще два дровяных склада ждали вверху, но они уже располагались в нежилом месте, а как дальше быть с топливом и хватит ли его до истока Талой, никто толком не знал, потому что еще никто на пароходе столь высоко не поднимался. Дедюхин, не допив чай, выскочил на мостик, встал за штурвал и ловко подвел основу к шаткому причалу. На берег к этому времени уже сбежалась вся деревня, от мала до велика. Всех раздирало любопытство и горячее желание побывать на пароходе. Дедюхин хорошо знал, как надо использовать это любопытство на благое дело, и сразу же отдал приказ. Тех, кто будет подниматься по трапу с дровами, пропускать беспрепятственно, а тех, кто с пустыми руками, не пущать. Матросы, потешаясь, встали на караулу трапа. Впрочем, могли бы и не вставать. Совсем малые ребятишки и те усердно тащили длинные поленья. За час с небольшим погрузку закончили. Дедюхин сошел на берег, вручил деревенскому старости деньги, чтобы он рассчитался с мужиками, которые заготавливали дрова. Со старостой они были давние знакомцы, с прошлой навигации не виделись и теперь, радуясь встрече, присели на обсохшее после дождя бревно, чтобы обменяться новостями и выкурить по трубочке. Но не успели и двух слов сказать. Не успели даже табачок достать, как с трапа скатился матрос Иванютин. Рослый широкоплечий парень с копной огненных волос. За что и звали его все, позабыв имя, просто Рыжим. Скатился и бегом, будто за ним гнались, к капитану. Иван Степаныч, слово надо срочно шепнуть. Рыжий шумно дышал, и широкая грудь его ходила ходуном. Видно было, что парень не в себе. Чего там, пожар? Недовольно, спросил Дедюхин. Хуже, Иван Степанович. Отойти надо на ухо шепнуть. Дедюхин поднялся с бревна, попрощался со старостой, не забыв наказать ему, что на обратном пути, как всегда, снова дрова понадобятся, пусть мужики готовят. Кивнул Рыжему и пошел к берегу. Остановился, не доходя до трапа, спросил, не оборачиваясь. Ну, по какой причине запыхался? Рыжий согнулся, чтобы достать до уха капитана, жарко зашептал. Там дрова, на палубе, я выкладывал, чтоб не развалились. А два полена не удержал, ахнулись, тяжелые поленья. Разя во что ахнулись там же грузы внизу, недовольно перебил его Дедюхин. Вот я и говорю, Иван Степанович, полез вниз, чтобы поленья убрать. А они так ахнулись, что крышку у ящика раскололи и доска одна отвалилась. Я доску-то на место хотел приладить, глянул, а там. Глаза у Рыжего стали круглыми, и он закончил свистящим шепотом. А там ружье. Полный ящик. Доску на место приладил. Быстро спросил Дедюхин. Прилепил на живульку, а сверху дирюгу натянул, дирюгу-то ветром скинуло, вот ящик, и стоял незакрытый. Кто еще видел? Да вроде никого рядом не было. Ясно. Никому ничего не говори, а вечером всех наших, без этих новых, позови тихонько в машинное отделение. Тихонько, по одному. Да рожу прибери, а то будто и впрямь с пожара прибежал. Все понял. Рожу приберу, Иван Степаныч, заверил Рыжий и пошел к трапу, но лицо у него оставалось по-прежнему удивленным, а глаза ошалелыми. Вот тебе инструмент для трудов научных, чертыхнулся Дедюхин, чуяло мое сердце, что ничего доброго в этом рейсе не будет, коли начался он через задницу. Команду мою разогнали, чужих наняли, иностранцы опять же, и бобенка эта. Вертится, как сорока на колу, и чирикает без передыху. Как только окораков с ней живет. Да черт с ними, как они живут, ты про ружье думай, старый пень, откуда они взялись, целый ящик. Кого стрелять собрались? А в других ящиках какая зараза лежит? Пушка. Весь в тревоге Дедюхин поднялся по трапу на палубу. Скоро основа дала гудок, отошла от деревянного причала и, напрягаясь, одолевая сильное течение, двинулась вперед, выплывая на середину реки. Вечером, когда с берегов на текучую воду поползли фиолетовые сумерки, плотно укрывая последние блестки на стремнине, а снова стала на якорь. После ужина разошлись по каютам, все стихло, и только один Дедюхин прохаживался по корме, соблюдая важную царственную походку, словно ничего особого и не случилось в этот день. Но вышагивать, не показывая вида, это одно дело, а вот мысли свои тревожные в порядок привести дело совсем иное. И пребывал Дедюхин в большом смятении. Не знал, что и думать, а самое главное, не знал и что предпринять. Но когда, выждав время, спустился в машинное отделение и увидел перед собой при тусклом свете фонаря родных ему матросов, с которыми ни один путь соли за долгие плавания переживали, ему стало спокойней. Он всматривался в знакомые лица и словно вел безмолвную перекличку. Вот Сидор Горелов, пожилой же, сивый, но крепкий, как смолёвый комель. Вот Ванька Баструхин, весёлый, разбитной парень, ловкий и увертливый, острый на словцо и вечно подсмеивающийся надувалистым рыжим. Вот и сам рыжий. Вот Семён Гужин, высокий, худой, как жертвь, особого дара человек, имеющий ко всякой железке и механизму свой подход и свой секрет. Вот Володя Репьёв, помощник капитана, серьёзный обстоятельный парень, на которого можно положиться, как на самого себя. Вот Кумовья, не разлей вода, Петро Савченко и Гриша Немытко, всё про всех знал капитан Дедюхин и ни в одном из них не сомневался. Потому и говорить начал негромким, тихим голосом сразу по делу, будто штурвал ухватил маленькими, но цепкими и сильными ручками. Значит, такая не складуха у нас, ребятки. Один ящик из груза расколотили нечаянно, а там ружья оказались. Мне про них ничего не ведомо. Кто положил, для каких надобностей везут, даже предположений не имею. Луканин мне про это ни слова не сказал, значит, и сам не знает. Что получается? Либо эти ружья четверо новых нанятых матросов везут, либо господа иноземцы. Вот и требуется разобраться. На случай тревоги я сигнал придумал. Два раза Рында ударила, всё на корму, где я стоять буду. Если меня нет, крепь Йову. За всеми остальными следить в четыре глаза. А теперь так. Ты, рыжий, и ты, Ваня с пожарного щита багры маленькие взяли и не слышно, не слышно только, откройте наугад еще три-четыре ящика, а ты, Семен, на карауле побудь. Мы пока обождем. Если что, шумните. Матросы быстро ушли. Остальные, не присаживаясь, молчали и ждали, напряженно вслушиваясь в тишину. Иван Степаныч подал вдруг голос репьев, нам бы свои ружья достать, положить поближе. У тебя, как мне помнится, револьвер был. И теперь есть. Оружие свои раньше времени доставать запрещаю. Увидит ненароком, сразу подозрение появится. Нам сейчас главное вида не показывать. Как плыли, так и плывем. Не слышим, не знаем и ухом даже не поведем. Что-то ребятки долго задерживаются. Петро, выгляни. Но выполнять это приказание не потребовалось. Посланные на корму матросы спустились один за другим в машинное отделение, и Ванька Баструхин четкой скороговоркой доложил. Еще в трех ящиках ружья лежат, а в одном вроде на мыло похоже. Как ты, Семен, сказал. Гужин кашлянул в кулак и неторопливо, как всегда говорил и делал любое дело, отозвался. Если щепку зажечь да в это мыло бросить, от нашей основы пустое место останется. Точно не разглядел, темно, но сдается мне динамит в ящике. Штука такая, взрывается со страшной силой. Я про него в одном журнальчике читал. А изобрел его какой-то Нобель, иностранец. Так было написано. Час от часа не легче, вздохнул Дедюхин. Ладно, ребятки, быстро разошлись, спать легли, но спать, в полглаза. И дальше теперь жить с осторожностью. Он последним поднялся из машинного отделения, прошелся по корме и лишь после этого направился в свою каюту. Чиркнул спичку, чтобы зажечь фонарь, стоявший на столе, и остолбенел. В каюте у него сидела Нина Дмитриевна. Он держал спичку до тех пор, пока пламя не обожгло ему пальцы. Да вы не удивляйтесь, Иван Степанович, зажигайте свет. Я вас не соблазнять пришла, свет нам не помешает. Дедюхин чиркнул вторую спичку, зажег фонарь. Нина Дмитриевна оказалась в круге желтого света, и поэтому, наверное, лицо ее было совсем иным. Не таким, как обычно. Куда делась глуповатая, безмятежная улыбка, ямочки на щеках и шальной блеск глаз. Словно переродилась бабенка, смотрела строго, поджав пухлые губы, а когда заговорила, и голос оказался другим, отрывистым и чуть сиплым. Иван Степанович, ни вы, ни ваши матросы к ящикам и вообще к грузам подходить больше не смейте. Вы меня хорошо понимаете. Не совсем я вас понимаю, Нина Дмитриевна. Приказы мне отдаете. А вы, собственно, кто такая? Я вам сейчас объясню, Иван Степанович. 17. Как же сладко и радостно жить своей семьей, своим хозяйством и в своем углу. Данила иногда просыпался среди ночи и не мог до конца поверить, что все его страдания и мытарства остались там, за кедровым кряжем. А здесь, на постоялом дворе, где обитали они теперь с Анной и Алешкой, есть у них просторная комната, гуси, куры, корова и лошадь, а в скором времени, к зиме, как загадывал Данила, появится и собственный дом, первые венцы сруба он уложил на прошлой неделе. Много думал теперь молодой хозяин о собственных делах-заботах, но и службу свою, на которую был поставлен, не забывал и относился к ней с полной серьезностью. На постоялом дворе царили порядок и чистота, все нанятые работники знали, что Данила, несмотря на молодой возраст, никакого ротозейства не спустит и за всякую, даже малую, а плошность спросит строго. Чуть свет, а Данила уже на ногах. Чаю не пил, крошки в рот не положил, только и успел, торопливо лицо из рукомойника ополоснуть, и сразу же побежал хозяйство оглядывать. Конюшня, комнаты для проезжающих, как печи топятся, как завтрак готовятся. Да мало ли дел, самых разных, с утра пораньше требуется переделать. Анна, не отставая от мужа, хозяйничала на кухне, и в глазах у нее стоял, не исчезая глубинный и счастливый свет. Маленький Алешка надувал пузыри, сучил ножонками и ручонками и любил, как будто нарочно дождавшись удобного момента, пускать бойкую струйку, когда его брали на руки. Кряхтел при этом, плямкал губами и был чрезвычайно доволен той жизнью, в которую он совсем недавно явился. Данила ничего не рассказал, а не о том, что довелось ему испытать за кедровым кряжем. Только и обронил, когда она пристала с расспросами. Хлебнул я там лихо досото, а рассказывать не буду, не в моготу. И ты не приставай больше, Анна, не береди. Она так и сделала. Не мог нарадоваться нынешней своей жизни и Егорка. Получив от Луканина паспорт и обещанные деньги, бывший вор и каторжник по прозвищу Таракан засомневался в своем неверном ремесле и стал подумывать. А не развязаться ли с ним, этим ремеслом, окончательно? Он даже не загулял без оглядки, как беспременно сделал бы раньше, оказавшись деньгами. Наоборот, стараясь сохранить подольше необременительное свое пребывание в Успенке, ходил трезво и серьезный, стараясь всякий раз попасть на глаза Луканину. Тот в деревню заглянул на короткий срок, один день только побыл, но Егорке и этого срока хватило, чтобы убедить хозяина в собственной необходимости. И тот определил его на тот же самый постоялый двор, в полное распоряжение Данилы. В первые дни Егорка попытался, как и раньше, когда жили у Митрофановны, залечь на боковую, но ничего из этой затеи не вышло. Данила сурово его отчитал и запряг в работу, а иначе сказал, доложит Луканину и придется лентяю собирать манатки. Егорка пошумел, размахивая руками, но ослушаться поостерегся и взялся за работу. По воскресеньям приезжала проведать внука Агафья Ивановна, в иные дни заглядывали повидаться с сестрой Игнат и Никита, и лишь Артемий Семенович заехал всего один раз. Поглядел, похмыкал в бороду, долгих разговоров не заводил, советов не давал, только и снизошел до Алешки, всунув ему в пальчики серебряную ложку. Это на первый зубок тебе, парень. Держи, крепша, свое добро из рук не выпускай. Клочихинская порода, она не ротозейная. С тем и отбыл. Анна и такому приезду радовалась. Твердо верила, что со временем тятя полностью изживет обиду и злость. О Даниле и подавно дела до тести не было, он о нем не скучал. Вот так и жила молодая чета, складывая день за днем свою судьбу и семейное гнездо. Казалось им, Даниле и Ане, что все беды остались в прошлом, а новые, если появятся, обязательно минуют их стороной. Но не вышло, как мечталось, не миновали. В жаркий день, уже по просохшей дороге, прискакал на постоялый двор подполковника Караков. С ним казаки. Лошади были в мыле, видно, торопились казаки вместе с подполковником и плетей не жалели. Данила и Егорка, вдвоем, чтобы успеть поскорее, доставали воду из колодца, насыпали овес в кормушке. Анна суетилась на кухне и торопилась, как только могла. Такую ораву накормить, дело не шуточное. Казаки, не подпуская своих лошадей к воде и не давая им стоять, тянули их за поводья и водили по большому двору, чтобы они остыли и отошли от скачки. Лишь один подполковник Акараков не принимал участия в общей суете. Тяжело плюхнулся на верхнюю ступеньку крыльца, стащил с потной головы фуражку и сидел так, задумавшись, не обращая внимания на происходившее вокруг. Словно вся эта торопливая суматоха никаким боком его не касалась. Долго сидел, казалось, что задремал. Но нет, не дремал, и все видел. Как только молодой казачок, выводивший его коня, остановился, а Акараков сразу же крикнул. Не стой, не стой, тяни его, чего рот разявил. Тот послушно потянул за узду упиравшегося коня. Обиходив лошадей, казаки получили от Акаракова разрешение на отдых и дружно повалились спать под навесом, приспособив под головы седла. Слитный могучий храп бился в доски навеса, и казалось, что они скоро начнут выгибаться от невидимого напора. Только Акараков продолжал сидеть, не сдвинувшись со своего места, и все держал в руке пропыленную фуражку. За последнее время он заметно похудел, под глазами залегли темные тени, а над переносицей еще глубже прорезалась глубокая морщина, будто постарел лет на пять. Впрочем, дело не хитрое. От всех передряг, которые свалились в последнее время на исправника, не мудрено было и на лицо осунуться, и телом исхудать, и духом ослабнуть. Мало того, что не смог он за кедровым кряжем взять Цезаря, мало того, что прозевал его в Белоярске, так он еще и хитрый крючок заглотил, который ему ловко подсунули. Когда шерстили и переворачивали дубовскую ночлежку, удалось выяснить, что людишки, ушедшие с Цезарем, называли местом сбора кривой камень. Торчал такой, огромный гранитный выступ, на одном из притоков Талой, вместе глухом и диком. Кинулся о Караков с казаками к кривому камню, просидел там почти неделю, пока не понял, что обвели его вокруг пальца. Вернулся в Белоярск, где узнал о том, что пропали бесследно 22 луканинские подводы. И только после этого известия закралось сомнение. А не на старое ли место откочевал Цезарь? Не скрылся ли он снова за кедровым кряжем? Отправил верных людей на разведку, и когда они вернулись и доложили, он схватился руками за голову. Разведчики смогли добраться до самого выхода из пещеры и там, притаившись за каменными выступами, выглядели. Глубокий ров, который одолеть можно только спустившись в него по длинной лестнице и затем, по такой же длинной лестнице, подняться вверх. Две караульные вышки, часовые на них, а за вышками, избушки, срубленные из толстых бревен, с маленькими окнами, похожими на бойницы. Представив все это, Акараков сразу же понял. Для того, чтобы прорваться за кедровый кряж, потребуется целая воинская операция, но в этом случае еще неизвестно, скольких солдат, пока они будут перебираться через ров, успеют отправить на тот свет люди Цезаря. Да и удастся ли всех ворнаков перебить или взять живьем, отступят в долину, в рассыпную, а там ищи ветра в поле. Акараков и в прошлый раз отказался от поисков Цезаря и уцелевших его людей только по одной причине. Поиски там вести, рискуя каждую минуту нарваться на засаду, все равно, что копну сено перебирать, надеясь обнаружить утерянную иголку. Да никто и не даст ему столько людей, и никто не дозволит такие большие потери. Он тяжело поднялся, дошел до колодца, вылил себе на голову воду, оставшуюся в ведре, и, не вытираясь, натянул фуражку на мокрые волосы. Встряхнулся, передернув плечами, и словно ожил. Зычным голосом оторвал от осна казаков, отправил их обедать, а сам двинулся быстрым, развалистым шагом к Даниле и Егорке, которые вытащили из амбара еще два мешка с овсом и собирались рассыпать его по кормушкам. Постоял около них, подождал, когда они опростают мешки, и коротко приказал. «Кончай хозяйничать, ступайте за мной!» Прошел, не оглядываясь, в самый дальний конец ограды, где высокий забор вплотную примыкал к могучей островерхой ели, и сел в тенек прямо на землю. Данила и Егорка почтительно встали перед ним. «Садитесь!» Когда они сели, Акораков внимательно оглядел их, пытаясь каждому заглянуть в глаза, и быстро спросил. «Ты Данила Шайдуров?» «А ты Егор Костянкин, и прозвище твое Таракан?» «Я не!» Заторопился Егорка и даже привстал на колени. «Закрой рот!» Окоротил его Акораков. Сказал, «Таракан, значит, таракан!» «И про новый свой паспорт лучше помалкивай, пока я его не отобрал. А теперь, ребята, рассказывайте по очереди. Ты, Таракан, о той тропе, по которой через Кряж перебирался, а ты, Данила, про староверов и про все остальное. Он их внимательно слушал, иногда переспрашивал, уточнял что-то для себя, а Егорка и Данила, чем дальше рассказывали, тем больше тревожились, и тревога эта явственно проступала на их лицах. Понимали они прекрасно, что не ради своего любопытства примчался сюда, на постоялый двор, исправник и слушает их, не пропуская ни одного слова. Нутром почуяли, что приехал он по их душе. А теперь меня слушайте». А Караков стащил с головы фуражку, бросил ее под ноги, словно она мешала ему говорить, и, глядя на ее лаковый козырек, продолжил. «Завтра отправитесь через Кедровый Кряж, по тропе. С вами мои люди пойдут. Если станете отказываться. Тебя, кивнул на Егорку, за шкирку возьму вместе с новым паспортом, сам знаешь, за какие грехи, а тебя, также кивнул на Данилу, потащу к допросу. Так ли все за Кряжем было, не являешься ли ты пособником варнаков, я знаю, что спросить, и знаю, за что человека можно в кутузку определить. Деваться вам некуда, ребята, будете плясать, как я скажу. Почему именно вас посылаю? Сами догадываетесь. Один дорогу знает, другой для староверов не совсем чужой человек. А вот меня увидят они, сразу ноги выдернут. Вскинулся Егорка, хватаясь за последнюю надежду. Не выдернут, усмехнулся Акараков, проведешь людей через тропу и можешь обратно вернуться, по этой же самой тропе. Ладно, перебрались мы через Кряж, чего дальше делать? С Цезарем воевать? Спросил Данила и нахмурился, дожидаясь ответа. Какой скорой? Завтра расскажу. А теперь вступай и придумай причину для жены, по которой ты ненадолго из дома отбудешь. Понял. И хорошую причину придумай, после мне доложишь, чтобы я знал. Идите, ребята, обедайте. Я здесь в тенечке, полежу, подремлю маленько. Он откинулся на спину, плотно приминая крупным телом молодую траву, и прикрыл глаза, словно и впрямь собирался задремать. На самом деле было ему не до сна. Ни на минуту не забывал о Караков, о своем главном деле, о Цезаре, который вновь затаился за кедровым кряжем. Если и в этот раз вся придуманная им затея рухнет. А Караков даже головой встряхнул, отгоняя эту мысль. Попытался об ином думать. Как вы там, уважаемая Нина Дмитриевна, не скучайте обо мне? Чем занимаетесь? Восемнадцать. Основа, выбрасывая из трубы черной, клубящейся дым, быстро и бесследно исчезавшей в воздухе, упрямо шла против течения. Внешне на пароходе ничего не изменилось. Команда занималась своим делом, Дедюхин стоял на мостике, Колес не уходил с кормы, настраивая свой фотографический аппарат и наставляя его на проплывающие мимо берега. Остальные иностранцы большую часть времени играли в нарды, не выходя из своей каюты. А Нина Дмитриевна голосила по-прежнему, призывая всех любоваться окружающими красотами. Четверо новых нанятых матросов по очереди несли вахту, определенную им Дедюхиным, были исполнительно и молчаливы, лишнего слова от них никто не слышал. Но при всем этом внешне благополучном раскладе явственно ощущалась неопределенная тревога и ожидания. Вот-вот случится нечто такое, что сейчас даже и предположить невозможно. И все, кто обитал на пароходе, не показывая вида, жили этим ощущением тревоги и ожидания. Вахту своих матросов Дедюхин построил так, что кто-то из них обязательно находился на палубе. А два человека постоянно дежурили в машинном отделении, даже по ночам, когда пароход стоял на якоре. Нина Дмитриевна, как и раньше, приставала к капитану с глупостями. Он, не изменяя своего обычного к ней отношения, отмалчивался и старался не попадаться жене исправника на глаза. И только очень наблюдательный человек мог заметить, что иногда они успевали перекинуться между собой мгновенными взглядами, какие бывают лишь у тех людей, которых объединяет общая тайна. А крутые берега Талы, между тем, все выше начали вздыматься к небу каменными уступами. Они угрюмо нависали над рекой, порою закрывая солнце, щетинились зеленой листвой деревьев, но щетина эта становилась редкой, все сильнее просвечивала, обнажая голые выступы, на которых лишь кое-где клочками маячил белесый мох. Иногда в проеме выступов скатывались вниз каменные осыпи, и здесь на круглых окатышах, уже ничего не росло. Это начинались подступы к кедровому кряжу. Вот-вот, уже скоро за очередным изгибом реки, должны были прорезаться до самого неба его недосягаемые громады. В этих местах пароход требовалось вести с особой осторожностью. Дедюхин с утра до вечера почти не сходил с мостика. Талая, обтекая длинный и высокий гранитный выступ, делала крутой зигзаг, так что быстрое течение закручивало воду в воронки, и дальше уже тянулось прямо и ровно, словно русло ее отчеркнули по линейке. И вот в том месте, где заканчивался зигзаг и начиналось прямое русло, на широкой каменной площадке выложены были длинные поленицы дров, которые требовалось перетаскать на пароход, теперь уже самим, без посторонней помощи. Дедюхин на правах капитана отдал приказ. На погрузку выйти всем, до единого. Попросил, чтобы Киреев перевел его приказ Колесу. Тот перевел Колес согласно кивнул головой и направился в каюту, где его подчиненные, коротая время, играли в нарды. Причалить удалось почти вплотную к берегу, бросили чалки, закрепили их за ближние ели, спустили широкий трап, и команды, весело гомоня, с удовольствием разминая ноги на твердой земле, сошла на берег, потянулась неторопливой цепочкой к высоким поленицам, густо засыпанным сверху прошлогодней хвоей. И как только они подошли, как только начали шевелить поленья, чтобы обрушить их вниз и брать с земли, так удобней, как теплый полуденный воздух прорезали скорое, оглушительное в тишине и совершенно неожиданные выстрелы. Столь неожиданное, что некоторые матросы даже присели в испуге, закрывая головы руками. Первым опамятовался Рыжий и бросился к трапу, но в тот же момент, пиукнув, пуля впилась перед ним и сырая земля брызнула мелкими комочками. Рыжий споткнулся и замер, как вкопанный. Ванька Баструхин оказался хитрее. Рухнув на землю после первых выстрелов, он попытался ползком двинуться вперед, но и ему ударили в лицо земляные брызги, пуля угодила рядом с головой. Еще чуть-чуть, и окрасились бы густые кудри алой кровью. Ванька, не шевелясь, лежал как убитый. Слушай меня. На срединной поленица, словно проклюнувшись неведомым образом через дерево, возник во весь рост Ванька петля. На левой руке его, согнутой в локте, лежало цевье винтовки, но лежало таким образом, свободно и вольно, что ясно было. Хозяин мгновенно вскинет винтовку в нужный момент и выстрелит, не задумываясь. Дедюхин это понял сразу и успел еще крикнуть. Тихо, ребята, не лезьте на рожон, я. Заткнись, старая хрен. Громогласно окоротил его сверхотуры Ванька петля. Или я ухо тебе отстрелю. Слушай меня. Тихо-тихо поднялись и по одному, на карачках, пошли к пароходу. На карачках. Если кто выпрямится, стреляем. И команда основы, позорно поставленная на карачке, двинулась к трапу. Когда Рыжий и Митька Баструхин, ковылявшие первыми, из-под лобья подняли глаза, они обомлели. Вдоль борта парохода, на равном расстоянии, словно специально и четко отмеренным, стояли подчиненные Колеса и в руках у них были винтовки. Сам Колес, безоружный, топтался у края трапа, поочередно поднимая то одну, то другую ногу, словно палуба ему жгла подошвы, и широко, показывая два ряда идеальных зубов, улыбался, будто приближались к нему долгожданные и бесконечно дорогие его сердцу гости. Из-за поленец, из-за ближних кустов, с оружием наперевес, не торопко выбрались люди Цезаря, полукольцом окружили команду, голова которой уже поднималась по трапу, и остановились, оборачиваясь назад, явно ожидая приказа, что дальше делать. И в это самое время не торопко, переставляя ноги мелкими шажочками, возник Бориска в длинном своем балахоне, отопыренном горбом. Прошагал до самого трапа, пересчитал, тыкая в каждого пальцем, всю дедюхинскую команду и подняв головку, крикнул Колесу, словно старому знакомцу. Восемь душ как одна. Здравия желаем, господин хороший. Какие восемь? С сильным акцентом, но вполне внятно заорал на русском языке Колес. Двенадцать. Двенадцать. Команду согнали на нос парохода, заставили сесть на палубу. Бориска и Колес быстро отдавали приказания, а варнаки иностранцы кинулись в рассыпную по пароходу, заглядывая в самые укромные уголки, отыскивая четырех недостающих членов команды, тех самых, которые приняты были на борт по приказанию исправника Акаракова. Но их нигде не было. Будто испарились. Сходили на берег вместе со всеми, никто не видел, чтобы убегали, а нету. Как корова языком слезнула. Чёртова баба. И я пень безмозглый. Тоскливый, с запоздалым раскаянием, что доверился Нине Дмитриевне, ругался и досадовал на самого себя Иван Степанович Дедюхин. Вязать их надо было всех в ту же ночь. А этим варнакам свою засаду устроить и перестрелять, как зайцев. Да что теперь досадовать, поздно. Развесил уши, поверил шальной бабе, а теперь. Теперь вот сиди на тёплой палубе родной основы и пошевельнуться не смей, если не желаешь, чтобы голову продырявили. А ведь тот вечер, когда жена исправника заявилась к нему в каюту, он ей действительно поверил. Да и как было не поверить, если Нина Дмитриевна положила перед ним казённую бумагу, в которой ясно и вразумительно было сказано, что все власти и частные лица должны оказывать ей всемирную помощь, а не оказание таковой будет расцениваться. До конца Иван Степанович не запомнил, и так ему было ясно. Если что, по головке не погладят. Потому и согласился всё её просьбы исполнить. К ящикам с оружием не подходить, иностранцам оказывать полную лояльность, а в нужный момент, когда Нина Дмитриевна подаст сигнал, арестовать их. Вопросы, которые попытался задать ей Иван Степанович, она отвергла решительным взмахом пышной своей ручки. Наберитесь терпения, я расскажу, но не сейчас. И ушла я с каюты, оставив после себя сладковатый запах духов. Иван Степанович ещё раз запоздал и ругнулся на самого себя и вдруг ахнул беззвучно. А где же сама Нина Дмитриевна? Неужели сидит до сих пор в своей каюте и не ведает даже, что творится на палубе? Или сбежала неизвестно куда с четырьмя матросами? Чёрт ногу сломит. В это время, пока Иван Степанович лихорадочно пытался хоть что-то для себя уяснить, Нина Дмитриевна, сидя перед зеркальцем в своей каюте, тщательно прихорашивалась. Расчёсывала кудряшки, пудрила круглые щёчки и милый, задорный носик. Когда дверь каюты распахнулась и в узком проёме, заслоняя его широкими плечами, возник Колес, она от неожиданности опрокинула пудреницу, и пудра, оставляя за собой пахучий шлейф, просыпалась на пол. Ой, господин Колес, вы меня так напугали. Нина Дмитриевна шлёпнула в пухлые ладошки. «Надо же стучаться, когда входите к даме! Я вас за джентльмена считала!» Подниматься палуба. «Быстро!» Голос у Колеса был отрывистым и звучным, словно лязгал винтовочный затвор. «Пой, господин Колес, а вы, оказывается, по-русски говорите!» Нина Дмитриевна ещё раз шлёпнула в пухлые ладошки. «Почему так долго скрывали?» «Вы почти совсем правильно говорите!» «Палуба, мадам!» «Подниматься!» «Быстро!» Колес шагнул в каюту. «Да не хочу я на палубу!» Капризно надула губки Нина Дмитриевна. «Вы же видите, я свой туалет не закончила!» Колес сделал ещё один шаг, ухватил Нину Дмитриевну за локоть и в неуловимое мгновение ослеп, и оглох от захлестнувшей его боли, в подглазе ему. Точно и выверенно, силой ударили два растопыренных пальчика. И сразу же новый удар, ребром ладони в шею. Колес с грохотом обрушился на колени, так падает бык, когда ему обухом проламывают череп. Нина Дмитриевна в один прыжок перескочила через него. Осторожно выглянула из каюты, направо, налево, и быстро захлопнула дверь. Скинула крышку с картонной коробки, выдернула тонкий шёлковый шнур и заломила Колесу руки, которые он пытался прижать к глазам. В мгновение ока запястья оказались перехваченными шнуром, который глубоко врезался в кожу и замкнулся хитрым, крепким узлом. Рывок и Колес вздёрнут с пола, прислонён к стенке каюты. Он широко разевал рот, из которого рвался наружу нутряной надсадный хрип. Лицо было измазано в помаде, и по ней, прочерчивая извилистые полоски, текли из крепко зажмуренных глаз крупные слёзы, подкрашенные сукровицей. Из той же самой круглой картонной коробки, предназначенной для изысканной дамской шляпки, Нина Дмитриевна неторопливо вытащила револьвер. Привычно и деловито взвела курок, открыла дверь и ещё раз огляделась. Убедилась, что поблизости никого нет, и неслышно вышагнула в коридорчик. Прошла до узкой железной лестницы, ведущей на палубу, поднялась по ней, осторожно выглянула наверх. За считанные минуты мгновенная перемена произошла с ней. Пухлая, говорливая дамочка, которая, казалось бы, только и способна болтать глупости и пудрить носик, напоминала теперь хищную рысь, гибкую и стремительную. Даже прищуренные глаза потемнели, и казалось, что они вот-вот вспыхнут зеленовато-жёлтым блеском. На палубе в это время, где столпилось столь много народа, происходило следующее. Бориско, не суетясь, толково расставлял своих людей. Одного на капитанский мостик, двоих послал в машинное отделение, ещё одного – в нос парохода, остальных поставил охранять команду основы. Теперь весь пароход находился под перекрёстным наблюдением, и что-то сделать либо куда-то проскочить незамеченным было попросту невозможно. Иностранцы, выполняя приказ Колеса, метались по основе, но найти никого не могли, а Бориско, сердясь и шлёпая лошадиными губами, вскрикивал. «Чего мечетесь, как угорелые? Толмача, давай вашего! Тащи толмача!» Привели Киреева, тот вытаращил глаза, не понимая, кому и что переводить. «Где главный? Спроси у них. Где главный?» Бориско тряхнул Киреева за плечо. «Уснул?» Да он же вниз спускался, опередил Киреева Ванька Петля, стоявший у трапа и зорко наблюдавший за всем, что происходило на пароходе. «Глянуть!» Я сам, Бориско подобрал полы своей хламиды и начал спускаться по металлической лестнице, осторожно ставя ноги на узкие ступеньки. Спустился, поднял голову, чтобы оглядеться, и даже повернул ее чуть в сторону, но лишь чуть. Точно в висок ему уперся ствол револьвера. Тихо, рот закрыт, идем вперед. Голос, прозвучавший над ухом, был женским, но рука, жестко ударившая его в горб, подталкивая вперед, была совсем не женской, такая сила не у каждого мужика имеется. Бориско подчинился и мелкими шажочками, спотыкаясь, двинулся по коридору. Когда он поравнялся с каютой Нины Дмитриевны, ствол револьвера оторвался от виска, сам револьвер коротко взлетел вверх, и сильный удар рукоятки по затылку вышиб Бориску из сознания. Ноги подкосились в коленях, он обмяк, как тряпичное чучело, и послушно, беззвучно сполз по двери каюты вниз. Лежал и не шевелился. Нина Дмитриевна распахнула дверь, и скоро уже Бориско, все еще не пришедший в себя, связанный по рукам точно таким же шелковым шнуром, как и колес, сидел, неловко привалившись горбом к стене. Нина Дмитриевна ладонью отметнула солба кудряшки, вздохнула, переводя дыхание, и аккуратно застегнула на высокой груди расстегнувшуюся синюю пуговицу веселой нарядной кофточки, тоже синий, с большими белыми цветами и пышными оборками на рукавах. Она явно чего-то или кого-то ждала. Сидела, не выпуская из руки револьвер с взведенным курком, настороженно вслушивалась и зорко наблюдала за своими пленниками. Быстрый торопливый шорох за дверью, словно мышь скребется. Нина Дмитриевна осторожно кашлянула и направила ствол револьвера на дверь. Из коридора донеслось. Нина Дмитриевна, как у вас? Оба здесь. Приступайте. Есть. От выстрела, глухо долетевшего до каюты, Нина Дмитриевна вздрогнула и упруго вскочила, не забывая сторожить взглядом Колеса и Бориску. А выстрелы, смешиваясь в сплошную пальбу, уже гремели на палубе без перерыва. Четверо матросов, бесследно исчезнувших в начале заварухи, вдруг объявились внезапно в самых неожиданных местах. Один выскочил из канатного ящика на носу, другой оказался на самой верхотуре возле трубы, третий вымахнул на палубу из-за левого борта, четвертый, стоя на металлической лестнице, высунулся по пояс, и два револьвера в его руках крохотали часто и оглушительно. Ванька петля был срезан первым же выстрелом, лежал на трапе, окрашивая шорканные доски кровью, и дергал ногами в предсмертной судороге, будто собирался уползти на берег. Стреляли матросы четко и выверенно. Люди Цезаря падали один за другим. Подчиненные Колесов скидывали свои ружья, нажимали курки, курки щелкали, но выстрелов не было. Капитан. Перекрывая звук выстрелов, заорал матрос, стоявший возле трубы. Поднимай команду. Вяжи иностранцев. Но крик этот уже запоздал. Рыжий и Митька Баструхин первыми метнулись к борту, сошлись на кулачках, вырывая ружье у подчиненных Колеса, а следом за ними с криком и руганью поднялась вся команда. Обезоруживали иностранцев и били их смертным боем. Люди Цезаря, за исключением двух раненых, были мертвы. В несколько минут кончилась необычная и скоротечная схватка. Выпорхнула на палубу, словно ее вынесло порывом ветра, Нина Дмитриевна. И голос ее, отрывистый и требовательный, звучал так, что все невольно ему подчинялись. Иван Степанович. Всех иностранцев в одну каюту, запереть, поставить часовых. Иностранцев загнали в одну каюту, возле нее встал на караул Митька Баструхин с винтовкой, которую он держал на плече, как дубину, и рыжий. Убитых сложили рядком на корме, закрыли широким рядном и остановились, недоуменно и ошарашенно оглядываясь вокруг, пытаясь понять. Да что же случилось за столь короткое время и почему на палубе так много кровяных пятен? Нина Дмитриевна, а дальше чего делать будем? Спросил Дидюхин срывающимся голосом, никак не мог старый капитан прийти в себя. Дальше, Иван Степанович, будем грузить дрова, Нина Дмитриевна протянула руку и ласково погладила его по плечу. Нам еще далеко плыть придется. 19. Не было печали, пришли черти, накачали. Молча и понура покидал Егорка постоялый двор, словно вылезал из-под теплого нагретого одеяла на колючий мороз. Нахохлившись горбился в седле, даже по сторонам не глядел, упирая тоскующий взгляд в лохматую конскую гриву. Данила же, наоборот, был весел, держался орлом-молодцом, и Анну, которая шла рядом, ухватившись рукой за стремя, успокаивал. Мы скоро обернемся, туда-сюда и дома. Ты за хозяйством приглядывай, не попускайся. Пригляжу, Данюшка, пригляжу. На сердце у меня неладно. Может, не ездить тебе? Скажись хвором. Да как можно? Хозяин попросил дело сделать, а я хворой. Нет, так не годится, Анна, мы ему по гроб жизни обязаны. Отпускай стремя, иди домой. Иди. Он наклонился, расцепил пальцы Анны, сведенные на стремени, и подстегнул плеткой коня, который сразу же взял убористой рысью. Назад Данила не оглядывался, не хотел рвать сердце, только крикнул Егорке, не поворачивая головы. Шибче скачи, не отставай. И не увидел он, как Анна широко и размашисто крестила его во след, а затем, безвольно уронив руку, тихо осела на землю и замерла, не отводя взгляда от Данилы, который уже пропадал из вида, скрываясь за высоким ельником. Егорка, встряхнувшись, тоже подстегнул своего коня и поскакал следом, не умело плюхаясь в седле тощим и легким телом. Пыль из-под копыт вспорхнула летучей строчкой и быстро истаяла. Узкая лесная дорога, прихотливо повиляв по ельнику, выкатилась на широкую елань, раздалась вширь и ровно выстелилась до самого края черневой тайги, где снова скукожилась и запетляла, огибая крепкие, могучие кедры. Данила коня не придерживал и гнал во весь мах, то и дело пуская в ход плетку. Желал он, чтобы в быстрой скачке выскочили из головы все тревожные мысли, которые донимали его и мучили, словно надоедливый гнус. Вот скачут они вдвоем с йогуркой, торопятся, а что их ждет через день-другой, какая велюжина судьбы уготована, один бог ведает. Причину своего отъезда, Данила сказал, что Луканин передал через Окаракова распоряжение. Добыть трех горных козлов, и чтобы обязательно они были с красивыми рогами. Гости у него важные прибывают, и требуется эти рога поднести в подарок. А горных козлов только на кедровом кряже можно добыть, вот они с йогуркой, который будет ему помощником, и отправляются на охоту. Анна вроде бы и поверила, но пребывала в тревоге и говорила не раз, что ожидает беды. Теперь Данила жалел, что ее обманул. Правду надо было говорить, ведь Анна все равно изведется, мучиться будет, пока он не вернется. А вернется ли? И еще быстрее гнал Данила коня, только бы не думать и не загадывать, что случится и что там мерещится блазница впереди. Впереди их уже ждали. В условленном месте, о котором накануне отъезда сообщил Окараков, увидели они на кривой сосне белую тряпку, это был сигнал, что люди Окаракова уже здесь. Данила придержал коня, разгоряченного скачкой, огляделся вокруг, пусто. Подъехал Егорка, слез с седла и, раскорячив ноги, прошелся, жалуясь, как обиженный ребенок мамке. Всю задницу изувечил. Больно, спасу, нет. Лучше на своих ногах топать. Подожди, сердитым голосом успокоил его Данила, еще натопаемся до соплей. Это уж к бабке не ходи, согласился Егорка, пожалуй, еще и красными станут, сопли-то. А? Как думаешь, Данила? Тот не отозвался, продолжая настороженно оглядываться. Но вокруг по-прежнему никого не было. Только беспечные птички, скрываясь в верхушках деревьев, громко распевали веселые летние песенки. Данила стащил картуз, вытер потный лоб, еще раз огляделся и встревожился. Все ли верно он понял из слов Акаракова? Ничего не перепутал. Да верно приехали, верно не заблудились, раздался голос Акаракова. Ближние густые елки раздвинулись, из них показался исправник и кивнул головой, указывая, чтобы следовали за ним. Полоса молодого ельника опоясывала кругом небольшую полянку, затянутую густой, мягкой травой. На траве паслись расседланные лошади, лежали вьюки, мешки, и здесь же в повалку отдыхали казаки, те самые, которые недавно побывали на постоялом дворе и вчера, еще утром, уехали вместе с Акараковым. Недалеко, выходит, уехали. Акараков подождал, когда Данила и Егорка со своими конями выберутся из ельника, коротко приказал казакам. Поднимайтесь. Прокопов ко мне. Невысокий рябой казак послушно и скоро подскочил к исправнику, вздернул голову вверх, и на тонкой шее у него обозначилась темно-синяя полоска, какая остается от петли у повешенных. Но казак был жив, глаза его смотрели бойко, и напоминал он всей своей повадкой шустрого жучка. Вот с этой минуты он ваш начальник, слушаться его без пререканий, а Караков помолчал, в упор глядя на Данилу с йогуркой, и добавил. Ты, Данила, помни, что я говорил. Главное, со староверами договориться. Проси как хочешь, хоть на коленях перед ними ползай, обещай им все, что пожелают. Теперь езжайте. Казачьи лошади были уже подседланы, сами же казаки, разделившись на две партии, молча прощались друг с другом. Не прошло и минуты, как Прокопов первым покинул уютную поляну, следом за ним потянулись казаки и последними, замыкая жиденькую цепочку, Данила и Егорка. Оставшиеся во главе с Акараковым долго смотрели им вслед, а затем и сами вскочили в седла, тронули коней, направляясь в другую сторону. Совсем не такого хода событий ожидал Акараков, надеясь до последних дней, что ему пришлют на подмогу хотя бы две-три роты. Не дождался. После неудачного первого похода за кедровый кряж, который стоил жизни трем опытным жандармским офицерам, ему прямо сказали. Радуйся, что хоть казаков дали, а будешь больше требовать, и их заберут. Вот и пришлось ему делить наличные силы на две части, будто тощий хлебный ломоть крошить наполовину. Но иного выхода не было. И он смирился. Лишь тоскливо думал сейчас, покачиваясь в седле. Почти на смерть ребят, посылаю. Эх! Выругался молчком самыми черными словами, какие знал, и подстегнул коня, направляя его на извилистую дорогу. Невеселые мысли перемалывали и Данила с йогуркой. Они-то в отличие от казаков хорошо ведали, до каких мест им предстоит добраться, если еще повезет добраться. Под ровный стук копыт мысли эти становились все темнее, но кони не ведали о чувствах своих всадников и уносили их все дальше, туда, откуда повернуть назад станет уже невозможно. Первый привал сделали поздно в сумерках. Прокопов выглядел удобное место на взгорке, где внизу поднималась густая трава, а рядом чернели две большие сухие валежины. Легко и невесомо спрыгнул с седла на землю, весело известил. Перед их ребята. И коням есть где пастись, и дрова для костра под боком. Да и похорчиться нам пора. Слезайте. Скоро стреноженные кони паслись на траве, жарко полыхал костер, в котле булькала просиная каша, дразня ноздри своим запахом. За долгую дорогу проголодались, и когда сели вокруг котла, ложки замелькали быстро и часто, а скоро уже застучали под нищу, выскребая его до блеска. После каши пили чай со смородиновым листом, только-только проклюнувшимся. Напившись чаю, закурили, набив маленькие трубки запашистым табаком. Егорка для забавы тоже выпросил себе трубку и курил вместе с казаками, клубами пуская дым через ноздри. При этом похохатывал. Вы, ребята, не вздумайте при староверах трубочки свои доставать, они за это дело сразу решку наведут. Шибко они не уважают табашников. Невелико горе, потерпим, успокоил Прокопов, а теперь давай, добрый молодец, рассказывай про свою тропу. Мне в подробностях про нее знать требуется. Егорка сразу перестал похохатывать, и его нечаянно вспыхнувшую веселость как рукой сняло. Чего про нее рассказывать, любезный? Не тропа это, а гибель человеческая. Чуть оступился, и поминай, как звали, только кости по камням состукают. Да не пужай ты нас, как баб штанами, может, в штанах пусто. Толково рассказывай, мне все знать требуется, нахмурился Прокопов. Егорка обиделся. Была нужда пугать вас. Вот увидите, сами испугаетесь. И штаны намочите. Но упираться, несмотря на обиду, не стал, в подробностях поведал обо всем опасном пути, который потребуется одолеть. Вспоминал, пересказывал и передергивал плечами, до сих пор не отпускали его пережитые страхи. Прокопов слушал, посасывал потухшую трубочку, кивал головой, будто соглашался с каждым Егоркиным словом. А когда рассказ иссяк, он поднялся и всласть, с хрустом потянувшись, только и сказал. Страшнее видали. Теперь, ребята, спать. Я пока на часах, после разбужу, кому на смену. Два раза повторять не пришлось. Быстро пристроились на попонах, и засопели-захрапели, каждый на свой лад. Один лишь Данила не мог уснуть. Кряхтел, ворочался и в конце концов, поднявшись, присел на корточке у затухающего костра. Шевелил сухой веточкой и угли смотрел, как мечутся на них, то вскидываясь, то опадая летучие огоньки. Не борется он дурные думы? Участливо спросил Прокопов. Может табачку отсыпать, какое-никакое заделье? Табак не курю, отозвался Данила, тронутый участливым голосом, так посижу, без заделья. Спросить хотел. Откуда у тебя такая отметина на шее? А вмахнул рукой Прокопов, это меня обрики пометили. Я на Кавказе раньше служил. Шиблись мы с ними нос к носу, ну и пошла веселуха, на саблях да кинжалах. Не успел я увернуться, навесили мне аркан на шею, из седла выдернули и потащили. Так бы головенку и оторвали, да хорошо дружок мой увидел, изловчился догнать и веревку пересек. Выдернули меня ребята из этой рубки, пропасть не дали, а отметина осталась. Да что обо мне толковать? Я казачок бывалый, резанный и колотый, битый и молотый, а все равно живучий. Не переживай, парень, пережуем мы это дело, пережуем и не подавимся. Простые, обычные слова говорил Прокопов, посасывая трубочку, но веяло от этих слов такой уверенностью и надежностью, что Данила, слушая его, успокаивался, тревогу уже не столь сильно давило сердце. На лучшее надо надеяться, а не помирать раньше смерти. Ложись, парень, подреми, посоветовал Прокопов, теперь много силы понадобится. Данила послушался его, прилег и сразу уснул. Силы и впрямь понадобились. Только через четыре дня после изматывающего пути по полному бездорожью, вышли они к подножию кедрового кряжа. Отыскали ложбину в гранитной выемке под сплошным буреломом, оставили здесь коней и поползли, как ужи, волоча за собой кожаные вьюки. И задрались в кровь. На следующий день одолели каменную особь, выбрались к истоку горной тропы и попадали в изнеможении на землю, судорогами схватывало до крайности натруженные тела. Один лишь Прокопов, будто из железа выкован бывалый казак, принялся развязывать кожаные вьюки, за которыми следил, как за золотыми слитками, чтобы их нигде не оставили, и вытаскивал из них мудреные железные скобы и мотки тонких шелковых веревок. По скобам стучал ногтем, и они, закаленные в кузнечном горне, отзывались легким звоном. У нас поручик один служил на Кавказе, между делом рассказывал Прокопов, из разжалованных. Богатейщих родителей сын в столице проживал, а для увеселения по горам лазал. Вот он нас и научил, как за камни цепляться, чтобы головы не расшибить. Шибко тогда наука его помогала, а теперь и нам поможет. Не робей, ребята. Остаток дня и ночь решили провести здесь же, не сходя с места, а утром, помолясь, выходить на тропу. А тебе, парень, в обратную сторону топать. Буднично сообщил Прокопов ошалевшему от счастья Егорке. Старовером тебя показывать исправник запретил, а за лошадками нашими догляд нужен. Негоже животину без догляда бросать. Спустишься вниз, и езжай до постоялого двора, там жди. Кого ждать? Спросил Егорка, все еще не веря в столь благополучное для него решение. Второго пришествия, ответил Прокопов, или исправника, помолчал и тихо добавил, глядя на закатное солнце. Дай нам Бог, ребята, завтра доброй погоды да удачи. Погода выдалась, загляденье. Тихое солнечное, а с утра еще и не жаркое. В тишине далеко слышался стук тяжелого молотка. Тук-тук, тук-тук, будто деревенский кузнец с утра колдовал над наковальней. Прокопов, немыслимым образом удерживаясь на узкой тропе, вбивал в скалу железные скобы, продергивал через них веревку и продвигался вперед, оставляя за собой тоненькую белую полоску, за которую цеплялись теперь жизни тех, кто следовал за ним. Двадцать. Нина Дмитриевна смущенно улыбалась, складывала бантиком пухлые губки и даже головку покаянно опускала вниз, отчего кудряшки падали на чистый лобик, а голос звучал, как у провинившейся гимназистки, которая пытается оправдаться за нечаянную шалость перед строгой классной дамой. Я так виновата, господин Колес, так виновата, даже не надеюсь, что вы меня простите. Понимаете, мы, женщины, особо нервные и не всегда рассчитываем свои силы, простите великодушно. Колес со связанными руками сидел напротив и шумно дышал, раздувая ноздри. Вид у него был, краша в гроб кладут. Огромные темные синяки опоясывали оба глаза, обезобразив лицо до полной неузнаваемости. Голова на ушибленной шее, не поворачиваясь, держалась таким образом, что подбородок прилегал к плечу. Он поворачивался всем корпусом, так, чтобы видеть Нину Дмитриевну, но быстро уставал и начинал ерзать на узком сиденье, словно оно было утыкано острыми гвоздями. Лейтенант Колес, похоже, до сих пор не понимал, что с ним произошло, как он здесь оказался и почему у него связаны руки. Хриплым голосом, обрывая нежное воркование Нины Дмитриевны, спросил на английском. Что это значит? Дайте мне ответ, что это значит. Вам угодно разговаривать на родном языке, господин Колес. Нина Дмитриевна очаровательно улыбнулась ему и кивнула, как бы давая согласие говорить на английском. Это замечательно. Я тоже перехожу на язык божественного Шекспира. Итак, начнем по порядку. Где, когда и от кого вы получили инструкции и средства для организации вашей так называемой экспедиции? Наша экспедиция абсолютно законна, ее маршрут был согласован с вашими властями, а финансировалась она английской торговой компанией. Разве это возбраняется? На каком основании вы меня арестовали и теперь допрашиваете? Я не знаю, какое ведомство вы представляете? И почему я должен отвечать на ваши вопросы? О ведомстве мы еще поговорим, также поговорим и о вашей торговой компании, времени у нас будет много. Сейчас конкретно отвечаем на конкретные вопросы. Где, когда и от кого? Я ничего не скажу. Вы не имеете права. Это нарушение международных норм. Господин Колес, не надо изображать из себя наивного юношу. Вы военный человек, морской офицер великого британского флота. В один прекрасный момент вас пригласили на беседу и сказали, что требуется выполнить в России одно деликатное поручение. И вы согласились это поручение выполнить. Не делайте удивленное лицо, господин Колес, нам известно намного больше, чем вы думаете. В общих чертах, известно практически все, меня интересуют лишь подробности. И вы мне обстоятельно, не торопясь, о них расскажете, а затем еще и напишите собственноручно. Что случится, если я не расскажу? Нина Дмитриевна мило улыбнулась и развела пухлыми ручками. Да всякое может случиться. Места здесь глухие, дикие. Экспедиция может погибнуть, и тогда погибшие будут объявлены героями науки, положившими свои жизни на алтарь просвещения. Другой ответ можно найти в законах Российской империи, поверьте на слово, в этих законах так много разных статей, что вам подберут любую, даже две или три. Вы будете иметь великолепную возможность остаться в Сибири на долгие годы, пребывая на нашей каторге. Нужно объяснять, что такое каторга в Сибири. Ах, не нужно, ну и замечательно, не будем зря тратить время. Какой еще есть вариант? Я уже сказала. Вы пишете подробный отчет, отвечаете в нем на все вопросы, которые я задавала, точно такие же отчеты пишут все члены вашей экспедиции. Мы возвращаем вас в целости и сохранности в Белоярск, там вы будете объявлены героями, пережившими двухнедельное скитание по тайге и по горам, где вы заблудились, но в конце концов вас отыскали, вывели к реке и нашли пароход, который вас ждал все это время. Мы устроим вам пышные проводы на родину, скажем много восхищенных слов, и на этом с любовью расстанемся. Колес с шумом втянул воздух широко раскрытыми ноздрями, хрипло выдохнул. Мне надо подумать. Хорошо, думайте, Нина Дмитриевна улыбнулась ему и сама открыла двери каюты. Колес тяжело выбрался в коридор, но в последний момент обернулся, спросил. Почему наши винтовки не выстрелили? Да, махнула ручкой Нина Дмитриевна, сущая мелочь, знаете ли, бойки у них подточили. Вот и пришли в негодность. Такая жалость. Они ведь больших денег стоят. И куда их теперь? Только выбросить. Два матроса ловко подхватили колеса и повели по узкому коридору. Он шел, послушно переставляя ноги, и металлические подковки добротных зашнурованных ботинок глухо стукали. Нина Дмитриевна, проводив его долгим, внимательным взглядом, вернулась в свою каюту и встала, прислонившись к стене, безвольно опустив ручки, словно отдыхала после тяжелой работы. Но отдыхала недолго. Дверь открылась, и в каюту, вступая мелкими, частыми шажочками, вошел Бориска. Его толстые губы расползались в улыбке, но маленькие глазки смотрели холодно и настороженно. «Здравствуйте, Борис Акимович», – преобразилась Нина Дмитриевна и широко раскинула пухлые ручки, словно желала заключить горбатого старого мужика в нежное объятие, «проходите, присаживайтесь, где вам удобно». Вот даже как, по отчеству меня величаете, губы Бориски расползлись еще шире, и откуда же вы про отчество мое сведали? Человечишка я махонький, незнатный, до седых волос дожил, «а все Бориска, да Бориска». «А вы, Борис Акимович». Прямо сердце от такой уважительности тает. «Как же мне вас не уважать, Борис Акимович?» «Все-таки монашеский сан принимали в свое время, и такое имя красивое у вас имелось, Гидеон». «Помните?» «Правда, растригли после, но всякое бывает. Зато, когда без ряса остались, столь много совершить успели, просто диву даешься». «Но про свои дела, Борис Акимович, вы лучше меня знаете, пересказывать не буду. Вижу, что человек вы умный, а еще вижу, что жить желаете. Поэтому надеюсь, что мы полюбовно договоримся». «И о чем же договариваться будем, милая барышня?» «До осущих пустяках, Борис Акимович». «Пароход вы захватили, поднялись до прохода через кедровый кряж, доставили оружие иностранцев в целости и сохранности». «И что дальше стали делать?» Бориска перестал улыбаться, его толстые губы подобрались, в настороженных глазах засветился злобный огонек, но голос остался прежним, негромким и слащавым. «А вы к каким делам любопытства имеете, барышня?» «Ко всем сразу!» «Не придуривайтесь, Борис Акимович!» «Кто должен сообщить Цезарю, что пароход захвачен?» «Иностранцев собирались вести за кедровый кряж?» «Для какой надобности оружие?» «Воевать пожелали?» «Еще и на победу, наверное, надеялись, а Борис Акимович?» «Это уж как Господь бы дозволил, барышня. А вот не дозволил. Рухнула наша мечта желание. Да только раньше смерти помирать не годится. Глядишь, дело и повернулось иным боком, в жизни всякое случается. Подожду я, барышня, подожду. И ни единого слова пока не скажу. Хоть на ленточке меня режь, я терпеть умею». «Все, закончили разговор». Бориска поджал губы, всем своим видом показывая, что больше он рот не откроет. «Воля ваша, Борис Акимович!» «Теперь вам даже и каторга роскошь, в петле будете болтаться. Слышите меня?» Бориска, не отзываясь, упорно молчал. Нина Дмитриевна, так же, как и Колесу, сама открыла ему дверь каюты и так же внимательно и долго смотрела вслед. Основы, между тем, тревожа своим ходом темную воду, упрямо поднималась вверх по течению. Дедюхин почти не уходил с мостика, сам стоял за штурвалом и почти не стражился на команду. Теперь никого не требовалось подгонять. После случившегося все сами понимали, что дело происходит нешуточное и рот разевать не следует, дорого обойдется. Нина Дмитриевна поднялась на мостик, встала рядом с капитаном и, прикрыв глаза от солнечного света ладошкой, смотрела вперед, словно хотела увидеть и разгадать, что там ожидает, за очередным изгибом талой. На лице ее, обычно улыбчивым и сияющим, лежала серая тень тревоги. 21. Деревня староверов открылась неожиданно, лежала, как на ладони, на краю цветущей долины, и радовала глаз своими ладными, крепкими домами и островерхими крышами. На лугу, недалеко от горной речки, паслись коровы. Сверху они казались совсем маленькими, похожими на пестрых букашек. Тишиной и миром, благополучием, неторопливой жизни незримо веяло от всей этой картины, осиянной ярким полуденным солнцем. Прокопов остановился и залюбовался, затем присел на плоский камень и восхитился. Благодать-то какая! Век бы тут жил! Данила, переводя дух, сел рядом с ним на камень, здесь же, прямо на землю, попадали казаки, все еще не отошедшие от страха, пережитого ими на узкой тропе. У иных до сих пор тряслись руки, а глаза были ошалелыми, словно не верили до конца служивые, что остались живыми. Вышли они на козырек, которым тропа еще не завершалась, дальше она тянулась саженей на 30, но уже не такая опасная. Можно было идти спиной к обрыву, придерживаясь закаменные выступы. Высоко в небе, уронив на серые камни летучую тень, кружил горный орел, нарезая невидимые круги, иногда опускался вниз, словно желал рассмотреть чужих людей, которые пожаловали неожиданно в его владение. А это, кажется, по нашу душу, негромко выговорил Прокопов и прищурился, старательно вглядываясь в сторону деревни. Да за нами давно смотрит, отозвался Данила, и на мушку уже взяли. Ты не оглядывайся, я вижу. Ладно, пошел. Данила поднялся, снял с себя ружье патронтаж, расстегнул ремень, на котором висел в самодельном чехле нож, и тоже положил его на камень. И лишь после этого, налегке, одолел оставшиеся сажени тропы, а затем, размахивая пустыми руками, двинулся навстречу людям, которые быстрым шагом поднимались от деревни. Ясно было, что исход тропы староверы теперь караулит, и проскочить незаметно здесь может разве что ящерица. Едва лишь уселись на козырьке, Данила сразу разглядел, что за кривым уступом, совсем недалеко сторожит каждое их шевеление невидимый человек, обнаруживая себя лишь тенью ружейного ствола. Вниз, под уклон, можно было сбежать одним махом, но Данила себя сдерживал и шел размеренным, неторопким шагом, показывая всем своим видом, что он не прячется и не торопится. Когда между ним и людьми, поднимавшимися от деревни, осталось десяток шагов, Данила остановился и низко в пояс поклонился. Медленно выпрямился, безбоязненно взглянул на мужиков, сказал. Доброго вам здоровья, люди добрые. Не берите в опаску, мы с миром пришли. На поклон его и на приветствие никто не отозвался. Стояли перед ним шесть человек, все с ружьями, глядели недобро и молчали. Не откажите в просьбе, продолжил Данила, стараясь не сбиться с уверенного тона, проведите к Мирону, есть у меня надобность побеседовать. Неужели запамятовал, что сказано было? Отозвался один из мужиков. Сказано тебе было так. Дорогу сюда забыть и больше не появляться. А ты появился и чужих людей с собой притащил. Зачем? А вот проведете меня к Мирону, я ему все расскажу, да донышко. Для вашего блага я сюда пробирался. Староверы переглянулись, и тот, который заговорил первым, коротко обронил. Ступай вперед. Данила пошел. Старовер, следом за ним. Остальные остались на месте, наблюдали за казаками, не спуская с них глаз. Но казаки под началом Прокопова, как и договорились заранее, сидели и лежали, не шелохнувшись, словно уснули пригретые жарким солнышком. И вот, та же самая изба, где разговаривали Данила и Мирон еще недавно. Те же самые черные от старости книги на полке и тот же самый невыветриваемый особый запах. Мирон сидел на широкой лавке, упираясь в нее обеими руками, глядел из-под лобья. Данила встал у порога, снова поклонился, низко, в пояс. Ни одного звука не проронил, молча. Не знал он и угадать не мог, что может произойти и потому молчал, чтобы не оборвать нечаянным и ненужным словом слабую ниточку надежды, что Мирон его выслушает и согласится помочь. Блухая тишина царила в избе, словно здесь покойник лежал. И только скользила беззвучно белая пушинка по широким половицам, переворачивалась, замирала неподвижно и снова продолжала свой путь, пересекая избу из угла в угол. Сказывая, первым нарушил тягостное молчание Мирон, зачем казенных людей привел. Цезарь обратно вернулся, заторопился Данила, боясь, что Мирон оборвет его и не даст договорить до конца. Вот поэтому и казаки, чтоб под корень его извести, чтоб духу не осталось. Да только без твоей помощи не обойтись, помощи прошу. Цезарь изведут, а после за нас примутся, будут давить, как тараканов. Нам с антихристовыми слугами жизни нету, только смерть. Погоди, Мирон, дозволь слово сказать, решение свое принять всегда успеешь. Я здесь не по доброй воле и не по своему желанию, выслушай. И Данила, стараясь говорить ясно и убедительно, пересказал все, что услышал от исправника о Каракова. Староверы пропускают казаков, дают им коней и помогают добраться до лагеря Цезаря. За это получают они полную неприкосновенность от властей и будут проживать так, как жили раньше, никто их не тронет. Если же откажут они в помощи, то Цезаря все равно изведут, только уж в этом случае староверам придется туго. Перепишут их всех в казенные бумаги и будут они под строгим надзором находиться. А чтобы молиться по своей вере, пусть и не мечтают. Все сказал Данила. Замолчал, переводя дыхание. И снова в избе повисла долгая, тягучая тишина. Думал Мирон, продолжая крепко упираться руками в лавку, низко опустив крупную, лобастую голову. Данила терпеливо ждал. Пойдем, Мирон тяжело поднялся с лавки, и они вышли на крыльцо. День, не угасая, по-прежнему сиял теплым солнечным светом, радуя каждую травинку и каждое живое существо. Сиди здесь, жди, Мирон показал Даниле на верхнюю ступеньку крыльца и ушел, не оглядываясь. Данила послушно сел на указанное ему место и увидел скоро, как засновали от дома к дому босоногие ребятишки, как из домов, торопливо подпоясываясь, стали выходить мужики, как все они, быстрым, торопливым шагом направлялись на край деревни. Свой сход собирают, догадался Данила. Какое решение вынесут? Теперь одно оставалось, ждать. Солнце уже покатилось на закат, когда вернулся Мирон, долго длился сход староверов. Данила притомился от ожидания и вспотел на солнцепеке, но место, указанное ему, не покидал, хотя очень хотелось перебраться в тенек. Вскочил со ступеньки и даже вперед подался в нетерпение. О каком решении придется ему сейчас услышать? В деревню не пустим, стоять будете там, где остановились, на козырьке. Коней дадим до цезаря проводим. Сходишь к своим казакам, скажешь и сюда вернешься, рядом будешь. Смотри, Данила, если обманешь, в огне тебе гореть вместе с домочадцами. Не обманул, твердо пообещал Данила, будто обладал властью исправника, а Каракова и знал наперед, что все происходить будет согласно его горячему желанию. Тогда иди, разрешил Мирон, показывая рукой на гору и добавил. Сразу и вертайся. Ждать здесь буду. Ноги упруга несли в гору. Будто на крыльях летел Данила, чтобы сообщить поскорее добрую новость. Прокопов выслушал его, хлопнул Данилу по плечу и скомандовал своим казакам, чтобы они располагались на козырьке. Данила, не задержавшись, спустился в деревню, где сидел на крыльце своей избы Мирон, и голова его снова была низко опущена, словно тяжелая дума клонила ее к земле. Село луга возвращалось в деревню стадо, несло с собой запах парного молока, поднимала вверх пыль, и она, пронизанная солнечными лучами, казалась розовой. Солнце выстилало по земле длинные тени, и белок на вершине горы искрился, похожий на неведомый драгоценный камень. Не верилось, никак не хотелось верить, что и в этот мир, до краев налитый спокойствием и благодатью, проникли человеческие страсти, не ведающие пределов. Слово свое Мирон сдержал. Казаки никаких препятствий не встретили и ушли на следующий день с проводником-старовером на другой край долины к изножию кедрового кряжа, к Цезарю. Никто их не провожал, а деревни, когда проходили мимо, казалось вымершей, одни лишь куры копошились в горячем песке. Начало доброе, радовался Прокопов, оборачиваясь к Даниле, можно сказать, лучше и не надо. Только бы не сглазить. А как мыслишь? Данила не отозвался. Он боялся загадывать будущее. 22. Все сроки, оговоренные с Бориской, миновали, день проходил за днем, а люди, которых Цезарь посылал за кряж, возвращались с одним и тем же известием. Пароход в назначенном месте не появился. Вообще никакого парохода Наталой не маячила. Один лишь раз видели баркас под обвислым в безветрии парусом, да и на нем шли вниз по течению, судя по всему, сбежавшие с дальнего прииска старатели, рвань несусветная, оголодавшая и отощавшая. Измаившись напрасным ожиданием, Цезарь порывался сам выбраться к реке, на всякий раз останавливал себя, словно у невидимой запретной черты, понимая прекрасно, что уходить ему сейчас из-за кедрового кряжа ни в коем случае нельзя. Помощников, на которых можно полностью положиться, у него теперь не имелось, вновь набранных людей требовалось держать в кулаке, да и строительство лагеря еще не удалось закончить. Цезарь наливался тяжелой злобой, она душила его, перехватывая горло, и тогда он, не в силах с ней совладать, брал винтовку с патронами и уходил далеко от лагеря. Выбирал удобное место и палил по деревьям, срезая ветки, смотрел, как они рушатся на землю, вдыхал запах пороха, и ему становилось легче, будто живой воды напился. Возвращался в лагерь и снова не давал себе отдыха, кружась целыми днями в бесконечной череде неотложных забот. Иногда останавливался, оглядывался вокруг, и его охватывала гордость. Да и как не гордиться, если за короткий срок удалось сделать почти немыслимое. Поднялся на голом месте почти неприступный лагерь, в котором можно отсиживаться сколько угодно времени, пока жратвы и патронов хватит. Взять его можно только крупной воинской силой, а как ее протащить сюда в большом количестве? Никак. И снова оживали потаенные замыслы, уже не казались несбыточными, как после пожара, наоборот, верилось, что в самом ближайшем будущем они осуществятся. А пока требовалось работать, выжимая из себя седьмой пот, жестоко требовать такого же рвения от других и снова посылать людей за кряж, в надежде, что на этот раз они принесут доброе известие. Но люди возвращались и докладывали. Парохода Наталой нет. Цезарь выслушивал их, покусывая ноготь мизинца, молчал, а после брал винтовку с патронами и уходил из лагеря. Вернувшись, еще злее хватался за работу. Люди, чувствуя его упрямый напор, старались ему угодить и даже с тяжелыми бревнами на плечах бегали рысцой. Все это время не забывал Цезарь о староверах, будто занесенный нож маячили они за спиной. Чтобы оберечься от них, он выставил скрытный караул возле озерка у старого сгоревшего лагеря. Место там укромное, в зарослях густого кустарника можно хоть конский табун спрятать, а пройти незаметно мимо этого озерка, чтобы выбраться к новому лагерю, никак невозможно. Кажется, все предусмотрел Цезарь, чтобы не застали его врасплох, как в прошлый раз. Одного лишь не мог угадать точно, где задерживаются эти чертовы иностранцы, где Бориска и Ванька петля, где люди, посланные с ними. Неужели? Дальше Цезарь старался не думать, обрывал себя и внушал. Как и задумано, так и произойдет. А иначе зачем столько сил было угроблено? И вот, наконец, тягостное ожидание оборвалось, словно веревка от непосильной тяжести. Вернулись люди, сияющие, как новые полтинники, и доложили, что пароход причалил в назначенном месте, что вся команда заперта в трюме, кроме капитана, который крутит штурвал в ту сторону, в какую ему скажут, что иностранцы сгружают какие-то ящики на берег, которые оставят пока под охраной, и скоро вместе с Борисом Акимычем пожалуют сюда собственными персонами. Цезарь от этого известия даже крутнулся на одной ноге, как мальчишка, хлопнул в ладоши и приказал перебросить через ров возле прохода длиннющую лестницу, которую сколотили специально для того, чтобы не перебираться через ров по веревкам, если возникнет надобность. И вот такая надобность возникла. Все-таки иностранцы, рассудил Цезарь, с уважением нужно обращаться, да и навыка, наверное, у них нет такого, чтобы по узловатой веревке сначала спуститься в ров, а после подняться на верхотуру. Пусть уж по лестнице перейдут, без опаски и без усилий. Он стоял у кромки рва, смотрел в темный зев прохода, и пальцы у него подрагивали от нетерпения. Тогда он их сжал в кулаки и шире, крепче и основательней, расставил ноги на густой, яркой траве. А Бориска, которого так сильно желал увидеть и услышать Цезарь, брел в это время по проходу в неверном свете факелов, то и дело спотыкался и всякий раз приговаривал. Вы, ребятки, шибко не бегите, ноги у вас молодые, а я человек старый с изъяном, кончатся селенки, упаду здесь и потащите дальше на руках. Нужна вам такая поклажа. Ребятки, а это были четверо матросов, принятых в команду основы по приказанию Акаракова, глухо молчали, словно не слышали его просьбы, и подталкивали тычками в горб, заставляя быстрее перебирать ногами. Бориска, не выказывая недовольства, послушно ускорял ход, но скоро начинал мешкать, и снова его настигал крепкий кулак. Так называемые матросы не миндальничали, он это сразу понял, еще с того памятного дня, когда полным пшиком завершилась попытка захватить пароход. Молчаливые, хмурые, крепкие и проворные, как молодые бычки, они столь походили друг на друга, что их можно было принять за близнецов. Бориска не умом даже, а битой горбатой спиной ощущал и понимал ясно, что ребятки эти долгих разговоров разговаривать не будут, пристрелят и не оглянутся, а если оглянутся, лишь для того, чтобы удостовериться. На повал уложили или еще добить требуется. Да, отвернулась удача жизни от растриженного монаха, и отвернулась она, лукавая в тот момент, когда оставалась до желанной этой удачи только протянуть руку. Коротка оказалась рука, цепкая во все прежние годы, не дотянулась. Еще два раза устраивала ему допрос разнаряженная, пудрой пахнувшая бобенка, свалившаяся неизвестно откуда, и выпотрошила она Бориску, словно зарезанного и ощипанного петуха. Вытащила все кишки и внутренности пухлыми ручками, не побрезговав, не выкинула их, а досконально разглядела. Уже на втором допросе понял Бориска, что отнекиваться и голосить заполошно о том, что я не я и хата не моя, дело заведомо дохлая, бобенка почти все знала о путанной, пестрой его жизни. Но по давней своей привычке он еще и репенился, упрямо не сознавался, а на третьем допросе осенило внезапно. Не нужны его признания этой бобенке, список его черных прегрешений давно составлен и казенной печатью заверен. И ничего из этого списка не вычеркнут, даже если он голову расшибет о стенку, доказывая, что невиновен. Так для какой надобности бобенка потрошит его, вытаскивая наружу все тайны. Задал Бориска, осознав свою безнадегу, этот прямой вопрос и ответ на него получил такой же простой и ясный. Если желаешь отделаться каторгой, на которой, как известно, не все помирают, тогда делай, что прикажут. А если желаешь, чтобы шею тебе удавка захлестнула и в штаны моча потекла, как у всех удавленных, тогда и дальше рассказывай бесконечную сказку про белого бычка. Что ему оставалось делать? Пожевал Бориска толстые свои губы и кивнул головой, соглашаясь. Приказывайте. Теперь он шел по проходу через кедровый кряж и жил одной лишь слабой надеждой. Может, удастся выскользнуть? Потому и затягивал свой ход, потому и спотыкался, лихорадочно пытаясь отыскать хоть маломальскую лазейку в крепкой стене беды, огородившей его со всех сторон. В лицо ощутимо потянуло свежим воздухом, пламя факелов затрепыхалось, с треском отбрасывая хлопья сажа, дно прохода круто стало подниматься вверх, и матросы, подталкивая Бориску, ускорили шаг, впереди замаячил выход. Темнота рассеялась, и глаза невольно прищурились от дневного света, который показался, когда они выбрались наружу, по-особенному ярким, даже искрящимся, будто летучие блестки скользили, пересекаясь друг с другом. Цезарь стоял, унизанный этими блестками, и казалось, что от него исходит сияние. Один из матросов безбоязненно шагнул на лестницу и двинулся вперед по ее широким перекладинам, следом за ним другой, после незаметно подтолкнули Бориску, и он пошел, растопырив руки, потому что лестница, хоть и крепко была сколочена, все-таки прогибалась. Перебрались через ров, потянулись тем же гуськом к Цезарю, а он, не сдвинувшись с места, успел их всех оглядеть цепким, настороженным взглядом. Здорово живем, Цезарь, прерывистым голосом, запыхавшись от долгой ходьбы, поприветствовал Бориска, принимая гостей. Прибыли. Пароход разгрузили, теперь надо ящики сюда доставить. Кони потребуются, да и людишек бы не мешало отрядить. Произнося все это быстрой скороговоркой, Бориска продолжал лихорадочно искать лазейку. Знак подать Цезарю. А какой? Бежать? А далеко ли он убежит? Даже малого просвета не маячило перед ним, и он продолжал говорить и говорить, боясь, что, если замолчит, сразу же случится непоправимое. А говорил он о том, что лейтенант Колес остался завершать дела на пароходе, что сюда он прислал своих помощников и что зовут их. Тут Бориска сбился, напрочь запамятовав фамилии, которая заставляла его выучить Нина Дмитриевна. Я немного говорю по-русски, вышагнул вперед один из матросов, я хочу представить. Все, кажется, предусмотрела Нина Дмитриевна, да только одного не учла, что была у мешатки Спирина в тихой усадьбе барыни Остроуховой миссис Дженни и учила она, ветошь зеленая, своего воспитанника не слуха английскому языку нудно и добросовестно, старательно отрабатывая свое жалование. Let us have a lunch and talk, сказав это, Цезарь продолжал стоять на месте, не шелохнувшись, и с ужасом осознавал, что недоброе предчувствие, ворохнувшееся, когда он увидел гостей, не обмануло. Подставные люди явились к нему, да и Бориска моргает глазками беспрестанно, словно в них песка насыпали. Знак подает. What are you waiting for? Продолжал Цезарь, оставаясь на месте. Let us go. Один dished the table up and going to treat you well. Матросы стояли. Они не понимали, что говорит Цезарь. И Бориска не понимал. Вдруг один из матросов шагнул вперед, рука его мгновенно скользнула в карман, и револьверный ствол отопырил серую ткань брюк. В тишине явственно прозвучал глухой щелчок взводимого курка. У Цезаря никакого оружия не было, только голые кулаки, подвела его в этот раз обычная осторожность. И он, опережая выстрел, ударил сразу двумя кулаками в лицо матросу, опрокидывая его в ров. Падая, матрос успел нажать на курок, стукнул выстрел, мимо. Цезарь поскользнулся, пытаясь задержаться на сыпучем краю рва, и тоже полетел вниз. Бориска плашмя рухнул на землю и покатился, словно бревно, заголосил. Трое оставшихся наверху матросов выдернули револьверы, попадали где стояли, и кто-то из них первым же выстрелом оборвал пеструю, извилистую жизнь растриженного монаха, пуля вошла ему точно в горб. Дальше выстрелы застучали как горох, просыпанный на крашеную половицу. Вот и дождались, служивые, негромко, себе под нос, бормотнул Прокопов и крикнул, уже властно и жестко на полный голос. Пошли. Конские копыты дружно ударили в зеленую траву, плотный топот раскатился во все стороны, и быстро вырастая в размерах, стали приближаться строения лагеря. Служивые шли по казаче, рассыпавшись небольшой лавой, визжали, орали единым ором, оглушая самих себя, и белые молнии их сабель со свистом рассекали теплый воздух. Неторопливый и обстоятельно выполнял приказ начальства старой вояка Прокопов. На подходе к лагере наобум не полез, сначала выслал вперед двух проворных казаков, которые, вернувшись, доложили, что возле озера стоит караул. Подобрались неслышно и также неслышно, пикнуть не успели, сняли часовых. Дальше пробирались еще большей опаской, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Когда вышли к самому лагерю, Прокопов приуныл. Голое поле, стены устроений крепкие, с бойницами, ясное дело, по-пластунски не подползешь, только людей напрасно положишь. Тогда решил он в назначенный день выйти к кустарнику у кромки поля, залечь там с утра, затаиться и ждать. А на приступ лагеря идти в конном строю, не таясь с шумом и криком, с шашками наголо, чтобы у лихих людей дрожь в руки ударила, чтобы никто из них толком не смог прицелиться. Так и вышло, как было задумано. Застегнутые врасплох, посреди белого дня, в самый разгар работ, кто с пилой, кто с лопатой, люди Цезаря не смогли толково оборониться, лишь немногие пытались отстреливаться, но сразу же были порублены. Оставшихся в живых нещадно лупили нагайками, били плашмя шашками и, согнав словно овец в стадо, запихали в строение, выставив возле него крепкий караул. Данила, скакавший вместе с казаками, из своего ружья ни разу не выстрелил, хотя курок был взведен. Он словно забыл о ружье, которое крепко жимал за цевье, когда метался по лагерю, искал Цезаря. Ничего иного не хотелось ему в эти минуты, кроме одного, отыскать среди кричащих и мечущихся людей своего мучителя и убить его. Снова оказавшись в долине, снова увидев места, которые запомнились ему до гробовой доски, снова пережив, теперь уже в памяти, страшные дни, он всей душой и сейчас желал возмездия. Найти и выпустить свинец в ненавистное лицо, чтобы оно окрасилось кровью и навсегда позабылось, как забывается утром кошмарный сон, приснившийся ночью. Но Цезаря нигде не было, как сквозь землю провалился. Впрочем, в некотором смысле так оно и было. Когда Данила увидел ничком лежащего Бориску, он кинулся, словно по наитию, кромки рва, куда уже спустились чудом уцелевшие матросы, и услышал приглушенный, отчаянный скрик. Утек, гад. Данила заглянул в ров. Матросы суетились возле своего товарища, лицо у которого было расхлестано в кровяную кашу. На дне рва повдоль валялась опрокинутая лестница. Веревка с противоположного края рва была вздернута наверх, и подняться, чтобы оказаться у прохода, теперь стало невозможно. Не требовалось большого ума, чтобы догадаться, как все произошло. Цезарь оказался проворнее и сильнее, чем его противник, избитый до полусмерти и оставшийся лежать над дне рва. Сам Цезарь, захватив револьвер, забрался по веревке к проходу, веревку потянул следом за собой, спихнул лестницу вниз и ушел в пещеру, пересекая кедровый кряж, чтобы там, на выходе, вырваться на волю. Чего рот разинул? Закричал один из матросов. Спускайся, помогай. Данила спустился в ров, общими усилиями лестницу удалось поднять. Ее уложили поперек рва и перемахнули по ней к проходу, словно по толстой и крепкой половице пробежали. Данила схватил валявшийся на земле факел, обгоревший наполовину, хотел зажечь его, но один из матросов остановил. Не зажигай. Будем на свету, он нас перестреляет. Так пойдем. Пошли в сплошной темноте. Чутко вслушивались в тишину под каменными сводами, до рези напрягали глаза, всматриваясь перед собой, но подземный мрак был непроницаем. Двадцать три. Рассказывал когда-то коврига потешные случаи из нищенской жизни. Был в одной артели слепцов поводырь мальчишка. И так его слепые бродяги зашпыняли, что довели до края, решил он от них сбежать. А как сбежишь? За руку держали, передавая друг другу, или веревкой привязывали. И все-таки нашел выход, ушлый мальчонка. Сказал, что требуется мелкую речушку в брод перейти, хотя никакой реки поблизости не имелось. Слепцы поверили, и чтобы одежду не мочить, решили раздеться. Обувку, штаны, портки стащили, парнишки передали и сказали. Веди. Он одежду здесь же оставил, и повел, предупредив, что возле берега крапива растет, потерпеть придется. Крапива имелось огромное поле. По узкой тропинке, держась друг за друга, забрались слепцы, ведомые мальчонкой, в самую непролазную гущину. А мальчонка отрезал веревку заранее припасенным ножичком, и был таков. Ох, и голосила же слепая артель, тыкаясь без штанов в разные стороны, пытаясь выбраться из крапивного плена. Прошлым летом, вспомнив, Цезарь пересказал эту историю Бориске, просто так, под хорошее настроение. Бориска посмеялся над незадачливыми слепцами, но историю не забыл. Через несколько дней потащил Цезаря через проход, обещая сказать очень важное. Дошли они до самого края и остановились перед водопадом, который стеной рушился с высоты. Я все про твоего мальчонку думал и про слепцов, Бориска, пытаясь перекричать шум падающей воды, наклонялся к самому уху Цезаря, вроде и связки никакой нет, а вот придумалось. Давай изладим. Береженых, говорят, и черти стороной обходят. Бориска и сам, как черт, был, ловкий и изворотливый. До последнего надеялся, что удастся живым выскользнуть, потому и притащил за собой хвост. Да только не удалось уцелеть, пришибли. Выбравшись изо рва, Цезарь мельком глянул еще на свой лагерь, который громили казаки, увидел мертвого Бориску. Но думать сейчас о нем не хотел, даже не злился, самому бы уцелеть. Услышав впереди шум водопада, Цезарь зажег прихваченный с собой факел, укрепил его между камней и быстро выскользнул из шатающегося света в темноту. Дальше шел на ощупь, держась одной рукой за каменную боковину прохода. Только бы не пропустить, не проскочить мимо. Вот она, вот, родимая. Ладонь протиснулась в холодную, неширокую щель. Пальцы ухватились за край плоской плиты. Цезарь потянул на себя, и плита с глухим стуком вывалилась ему под ноги. Из углубления, выдолбленного в боковине прохода, Цезарь выкатил деревянную бочку, опоясанную широкими железными обручами, на ощупь вынул крышку и, не выпуская ее из рук, вполз в мягкое нутро. Изнутри бочка была обшита в несколько рядов толстой кашмой. Лежа на животе, он потянул крышку, вставил на прежнее место и закрутил изнутри железные завертки, которые намертво скрепили крышку с бочкой. Теперь оставалась самая малость. Помогая руками, ногами, переваливаясь сбоку-набок всем телом, Цезарь раскачал бочку, и она медленно покатилась по каменному склону, вниз. Умные люди на пустом месте сказки не сочиняют, словно наяву зазвучал в памяти довольный голос Бориски. В ней, в сказке-то, в бочке по морю-океану плавали, а здесь, в воду упасть. Делов-то. Может и надобности в ней не будет, а пусть стоит, вдруг нужда прижмет. Нужда прижала, и понадобилась бочка. Скатилась она и ухнула в грохочущий водяной пласт, полетела вместе с ним, невесомая, как соринка. Все точно рассчитал Цезарь, пытаясь спасти свою жизнь. Матросы и Данила долго топтались на месте, увидев горящий факел. Опасаясь пули из темноты, вперед не двигались. Пошли, когда факел стал затухать, а желтый свет от его пламени начал съеживаться. Прижимались к боковинам прохода, крались, сторожи каждый свой шаг. Добрались до выхода. Проскользнули по узкой лазейке, вымокнув под летящими водяными струями, выскочили на волю, и в них сразу же нацелились стволы винтовок. Бросая оружие. Последовала грозная команда. Мы свои, сказал один из матросов, но револьвер послушно положил на землю. Отставить, послышался голос Окоракова, пропускайте. Матросов и Данилу пропустили, быстрым шагом к ним уже подходил Окораков, встревоженный и хмурый. Подошел, уронил только одно короткое слово, обращаясь к матросам. Ушел. Матросы потупились, и один из них коротко доложил, что произошло. Окораков сразу же приказал запалить факела, а через считанные минуты вместе с матросами и Данилой он уже был в проходе. Каменные своды озарились зыбким, но ярким светом. Все подземное пространство тщательно осмотрели, но везде их встречала глухая пустота. Навалявшуюся каменную плиту и на углубление, которое она закрывала, глаз ни у кого не упал, проскочили мимо. Скоро встретились с казаками, которые двигались с противоположной стороны, но и те ничем не обрадовали. Никого с ваше благородие. Двинулись обратно. Когда уже подошли к водопаду, Прокопов остановился возле плиты, подсвечивая себе факелом, сунулся в углубление и сразу же закричал, перебивая шум падающей воды. Неладно здесь. Идите гляньте. Не иначе тут у него снаряжение имелось. Подступились с факелами, посмотрели и снова уперлись в тупик, какое такое снаряжение? На этот вопрос даже Прокопов ответить не смог. В голову никому не могло прийти, что человек может ринуться в водяную стену на верную гибель, пусть даже и неизвестное снаряжение у него имеется. А Караков вдыхал горький дым, который источал горящий факел, и от досады, терзавший его, готов был стукнуться головой в тускло поблескивающий камень. Так стукнуться, чтобы бездарная и невезучая голова его раскололась, как гнилой арбуз. Самому себе был сейчас противен исправник и думал с тоской. О чем же я вам докладывать буду, милейшая Нина Дмитриевна? О том, что я круглым дураком оказался. А милейшая Нина Дмитриевна в это время, очаровательно улыбаясь, мило беседовала с лейтенантом Колесом и даже угощала его чаем, как дорогого гостя. Беседовали они очень непринужденно, как старые приятели. Говорили по-английски и со стороны могло показаться, что разговаривают за вечерним чаем благородный сэр и не менее благородная миссис где-нибудь в старинном родовом замке в предместиях Лондона, а не в тесной каюте старого парохода, стоящего на якоре в верховьях глухой и мало кому ведомой реки Талой. Погода в Сибири холодная, ворковала Нина Дмитриевна, подвигая Колесу маленькую стеклянную вазочку с колотым комковым сахаром, и люди, конечно, хотят согреться. Поэтому они много пьют чая. Из-за сложностей доставки его из Китая чаю нас, к сожалению, дорогое, но все равно его покупают и пьют из самоваров, это медные большие такие котлы, я вам обязательно покажу, когда мы вернемся в Белоярск. А когда мы вернемся? Осторожно, Кашлянув, перебил ее воркование Колес. Сколько времени мы будем здесь стоять? Любопытство, это слабость женщин, но никак не суровых мужчин, наберитесь терпения, господин лейтенант. В свой срок мы обязательно окажемся в Белоярске, и вы своими глазами увидите, как благодарные сибиряки будут встречать истинных рыцарей науки. Они будут встречать вас, как героев. Кстати сказать, вы не забыли точную хронологию приключений, которые произошли с нами на реке Талой. Лейтенант Колес помрачнел и после долгой паузы тяжело выдавил из себя. Не позабыл. Вот и прекрасно. Пейте чай, ни о чем печальном не размышляйте, а я, к великому сожалению, вынуждена вас покинуть. Нина Дмитриевна поднялась из-за узкого столика и выпорхнула из каюты, оставив Колеса с полным стаканом чая в серебряном подстаканнике. Широко распахнув дверь, она ее за собой не закрыла, и Колес в светлом проеме хорошо видел угрюмого матроса с винтовкой, стоящего на карауле. Не выскочить. Да и выскакивать некуда. Если даже удастся сбежать с парохода, все равно в глухих и диких местах в одиночку едва ли удастся выжить. Со своими людьми все эти дни Колес был разлучен, но с присущим ему практическим умом, верно предполагал, что этой странной женщине удалось добиться от его подчиненных того же самого результата, какого добилась она и от него, заставив написать подробный отчет о том, как формировалась экспедиция и для каких целей она формировалась. Лейтенант Колес, по здравому размышлению прекрасно осознавая, что масштабная операция, которую готовили несколько лет и в которой отводилась ему не последняя роль, окончательно рухнула, и совсем не желая оказаться после русского суда на сибирской каторге, выложил в своем письменном отчете все, что знал, надеясь, что чистосердечное признание позволит ему выбраться живым из этой глухомании и достигнуть родных берегов. Только бы добраться. Остальное сейчас не имело для него никакого значения. Он взял кусок сахара, раздробил его на крепких зубах и запил крепким, запашистым чаем. Глаза Колеса в ободиях страшных почерневших синяков были неподвижны и светились печально. Наверху, на палубе, нагретой полуденным солнцем, шаркали тяжелые мокрые швабры, Иван Степанович грязи и беспорядка на своем пароходе не допускал, хоть небо разверзнись. И сейчас, пользуясь тем, что основа стояла на якоре, объявил Аврал. Всем, кроме караульных, нашел заделье. Чистили мыль и скребли, наводили лоск и блеск. Сам Иван Степанович прохаживался на мостике, наблюдая сверху за командой, иногда отдавал короткие приказания и строго следил, чтобы исполнялись они неукоснительно и мгновенно. Нина Дмитриевна, поднявшись на мостик, прищурилась и всплеснула ручками. Иван Степанович, вы только поглядите, какая прелесть. Какое буйство природы. Нет, вы посмотрите, Иван Степанович. Слов не хватает, чтобы весь восторг выразить. Иван Степанович огляделся вокруг, ничего неожиданного не обнаружил и недоуменно пожал плечами, искренне не понимая восторгов Нины Дмитриевны. Чего, спрашивается, голосить, по какой причине? Спросил о том, что его действительно волновало. Когда тронемся, Нина Дмитриевна? И куда пойдем? Вниз, вверх. Вниз пойдем, Иван Степанович, в Белоярск пойдем, миленький. Вот еще нужных людей дождемся и сразу тронемся. А Караков с казаками и с уцелевшими людьми Цезаря, которые понуро брели, словно каторжаня на этапе, появился лишь через три дня. Хмурый, злой и неразговорчивый. Двадцать четыре. Была причина у Акаракова злиться и молча ругаться черными словами, Цезаря отыскать не удалось. Исчез он, будто в воздухе растворился или в каменную стену ушел, как в сказке, не оставив даже следов. Но Акараков в сказке не верил и понимал прекрасно, что самую крупную добычу он из своих рук выпустил, и теперь лишь хватал пустоту, заведомо зная, что занятие это напрасное, разве только для очистки совести. Поэтому поиски в округе прекратил, вывел всех людей из долины и рано утром, едва лишь рассвело, тронулся в путь. Данила сидел у потухшего костра, смотрел в спины уходящим и тоскливо завидовал. Сам он уйти отсюда не имел права. Вчера, отозвав его в сторону, Акараков сердито приказал. Ты, парень, здесь останешься. Иди ищи своего старовера, который главный, и передай ему. Слово в слово передай, ничего не забудь. Я своему обещанию хозяин, как обещался, так и сделаю, не буду их тревожить, сколько возможно. До дна закавыка имеется, море народу в проходе и в долине побывало, как в кабаке, и слухи про староверов все равно поползут, а я, человек подневольный, прикажет начальство, никуда не денусь. Вот и передай ему. Желает спокойно жить, пусть проход закрывает, намертво. Так закрывает, чтобы даже мышь не пролезла. Да как его закроешь? Невольно удивился Данила. Не калитка, чтоб захлопнуть. Это уж пусть у старовера твоего голова болит. Если проход оставит, рано или поздно все равно кто-нибудь придет. Понял меня? Данила кивнул. А что ему оставалось делать? Он бы, может, еще и посопротивлялся, попытался бы придумать причину, чтобы отказаться, но вспомнились суровые слова Мирона, которые тот говорил совсем недавно, вспомнились собственные заверения, что староверов никто и пальцем не тронет, если они помогут изловить Цезаря. А еще вспомнилось, кто ему спас жизнь. Все разом вспомнилось, и Данила подчинился. Долго добираться до Мирона не пришлось. Едва лишь Данила вышел из прохода и остановился у рва, где уже не было ни веревок, ни лестницы, как сразу увидел людей, которые ходили между строений. Его тоже заметили, и скоро он стоял перед Мироном. Тот долго вглядывался в него, словно не узнавал, и в глазах светился подозрительный холодок. Наконец разомкнул плотно сжатые губы. Зачем остался? Данила передал ему слова о Каракова. Говорил и тревожился. Поверит ли Мирон, не посчитает ли, что исправник просто-напросто решил посмеяться над староверами, предложив им закрыть проход. Но Мирон выслушал, не перебивая, помолчал и, повернувшись спиной к Даниле, позвал. Ступай за мной. Они вошли в одно из строений, где все было перевернуто вверх тормашками, редком сели на лавку и снова долгое молчание пролегло между ними. В выбитое окно широкой полосой ломился солнечный свет, и в нем металась, отчаянно трепеща крыльями, зеленая бабочка. Мирон поднялся с лавки, открыл дверь и ласково принялся уговаривать. Лети, глупая, чего мечешься, лети на волю, хоть в дверь лети, хоть в окно, все открыто. Но бабочка продолжала метаться в солнечном луче, словно никак не могла насмелиться и вырваться за его границы. Вот так и люди Данила, которые у вас в миру живут. Мечицы знать не знают, что вера истинная и воля вольная всегда рядом. Отринься от греха, вышегни на чистую дорогу. И приведет она тебя прямиком в Царство Небесное. А ради Царства Небесного пострадать, все равно, что живой воды испить, которая нужную силу даст. Я к тому говорю, что ради веры и воли мы все перетерпим. Силы хватит. Закроем проход и от мира отренемся. Старец Ефрем и старец Евлампий помогут нам. Хочу, чтобы знал ты, а при случае и ответил. Нам предела нет, и один у нас Судья, Господь. А власть Антихристова и слуги ее, пустое для нас место. Сами решили проход закрыть, а не потому, что Исправник приказал. Больше, Данила, мы не увидимся. Прощай. Мирон поднялся и первым вышагнул в настежь распахнутые двери. Высоко поднял голову и долго смотрел на кедровый кряж, вершина которого скрывалась, и стаевая в небесной синеве. Данила тоже взглянул и обомлел. На немыслимой высоте снизу, похожей на муравьев, на склоне кряжа передвигались люди. Что они там делали? Данила хотел спросить об этом Мирона, но не насмелился и только уже оказавшись в проходе, по которому шел, освещая путь факелом, понял, что задумали староверы. Догадка его была верной. Ночь не спал и горячо молился Мирон, чтобы наставил его Господь на путь истинный и подсказал, что делать, если царские слуги изловят Цезаря и Варнаков, снова нарушивших тихую и благочестивую жизнь в долине. И зловят, и тогда вместо одной беды сразу же явится иная, все равно, рано или поздно, придут казенные люди и станут требовать отречения от истинной веры, вломятся, табашники, в деревню будут переписывать чистые имена в поганые свои книги, и станет он, Мирон, уже незаботливым пастухом своего послушного стада, который лишь перед одним Богом ответ держит, а робким и всегда виноватым холопом перед неведомым начальником. Нет, не желал такого расклада Мирон, сердце его противилось всей твердостью и силой, и знал он заранее, что не подчинится, но в то же время и выход искал, как оборониться. Сморился под утро, устав от жаркой молитвы. Прикорнул прямо на полу, сунув ладонь под голову, и увидел явственно, как открылась неспешно тяжелая дверь его избы, как вошел, осторожно перешагнув через порог, неведомый ему старец, а следом за ним, опираясь на тонкую палочку, появился Евлампий. Вошли и стояли, не шелохнувшись, уста свои не разомкнули, но слышал их голоса Мирон и внимал им, стараясь не пропустить и не забыть ни одного слова. Два голоса звучали, а слова были одинаковые. Никого не пущай в долину, на лукавые козни не подавайся. Запрись крепко, и злой умысел не доползет до тебя. Закрой проход. Встанешь перед ним, очи поднимешь к небу, и виден будет тебе козырек каменный, а над ним осыпь каменно, а над нею волуны прибольшие. Увидишь когда, сам пойнешь, что тебе совершить потребуется. Вышняя воля да сохранит тебя, раб Божий. И так же неспешно, как и вошли, вышли из избы Евлампий и неведомый старец, и только когда закрылась за ними дверь, понял Мирон, что старец это ему хорошо ведом, Ефрем это, мученик великий, он приходил, чтобы дать наказ. Место обетованное им найденное и обжитое, где истинная православная вера гнездится, не отдавай никому. Не отдам и не пущу никого, думал сейчас Мирон и глядел, не отрывая взгляда на склон кедрового кряжа, где возле огромных волунов шла горячая, а при любой оплошности и смертельная работа. Три волуна, каждый из которых был с хорошую копну, сидели прочно, неколебимо, и казалось, не найдется такой силы, чтобы сдвинуть их с места и даже пошевелить. Но староверы неустанно выгребали из-под волунов мелкую гальку, долбили на стыке по рот углубления и подводили толстые слеги из срубленных здесь же сосен и елей. Под вечер волуны ощетинились слегами, словно ежи колючками. По общей команде люди навалились на конец каждой слеги, дерево выгнулось, отщелкивая кору, и волуны нехотя, лениво чуть шевельнулись, не желая покидать насиженных гнезд. Затем также медленно и лениво, перевернулись набок, замерли на мгновение, словно раздумывая, и неудержимо рухнули вниз, обгоняя друг друга и подчистую сметая все, что попадало на пути. Каменная особь зашевелилась, пришла в движение и тоже обрушилась вниз. Толстые ели и сосны ломались, как хрупкие палочки, иные обломки взлетали вверх, словно невесомые, падали в камнепад, и он перемалывал их в щепки. Грохот стоял такой, что ломило в ушах. Потому что камни сверху летели и летели, не зная, удержу. Теперь не только сам вход, но и староверы, оставшиеся в долине, наглухо и бесповоротно были замурованы, на долгие времена. Горную тропу в расчет принимать не следовало. Эту последнюю ниточку, тянувшуюся из чужого и враждебного мира, тоненькую и ненадежную, Мирон тоже решил оборвать, перекрыть тропу накрепко. Каким образом он это сделает, Мирон еще не решил, но и малого сомнения не испытывал, твердо знал, сделает. Не двигаясь с места, он дождался, когда утихомирится камнепад, дождался, когда спустятся люди со склона кряжа, и, пересчитав их всех, убедившись самолично, что никто с крутизны не сорвался и не покалечился, облегченно вздохнул и широко, вольно, в полный размах руки перекрестился родным ему двуперстием. А мысленно, обращаясь к Ефрему и Евлампию, сказал. Как велели, так и совершил. Вслух неспешно и устало произнес. Пора и домой трогаться. Домой, не зная устали, поспешал и Данила. Каня ему никто не оставил, и он бил ноги, выбираясь по неудобиям из глухих и безлюдных мест. Спал на коротке возле костерка, поднимался, когда на востоке едва-едва начинало синеть, и шел, как и в прошлый раз, безошибочно угадывая охотничьим чутьем верную дорогу. Нигде не сбился. Словно чья-то заботливая рука, невидимая, но явственно ощутимая, вела его и не отпускала даже тогда, когда добрался он до знакомых мест, где ведома были узкие и потаенные тропинки, быстро и легко приближавшие к успенке. Внезапно тропинка кончилась, выкатилась на лесную дорогу, накатанную тележными колесами и оборвалась, уткнувшись в мягкую пыль. До постоялого двора оставалось верст пять-шесть, не больше. Данила пролетел их, будто на крыльях. А вот в ограду постоялого двора входил он, разом обессилив до слабой дрожи в коленях, медленно и тяжело, загребая землю носками сапог. Брел, не давая себе поблажки, не допуская, чтобы слабость одолела и свалила его, и от напряжения глаза, будто промытые живой водой, видели все ярко до последней мелочи. И сруб своего будущего дома, который поднялся за время его отсутствия на добрый десяток венцов, и Никиту с Игнатом, сидевших верхом на этом срубе и весело махавших топорами, и капли смолы на щепках, валявшихся вокруг, и плотно притоптанную, но все равно зеленую траву возле коновязи, и высокое крыльцо, на котором сидел, низко нагнувшись и повернувшись к нему спиной, какой-то мужик. Данила дошаркал до крыльца, оперся рукой о стояк и сразу понял, увидев кудрявую голову, что сидит на крыльце его тесть, Артемий Семенович, неумело держит на вытянутых руках Алешку и разговаривает с ним, жалуется сокрушенно. Соленые пряники у нас, Алёха. Дядька твой в рот ему дышла, в неизвестных местностях обретается, а дом рубить надо, лето короткое, как овечьий хвост. Осенью кровь из носу под крышу требуется подвести, а кто кроме нас родных, поможет. Вот и рубим, дядьки твои рубят. Слышишь, как топорики у них говорят. Клочехинская порода, сразу различишь. Ты не серчай, Алёха, что я про тядьку твоего не шибко ласково говорю, обида старая засохнуть не может, я бы и рад от неё избавиться, а она гложет. Погоди-ка, парень, погоди. Не как крутое дело задумал, ишь, запашок пошёл. Ну тушься давай, тушься. Клочехинская порода, у нас и запах ядрёный. А что про охоту этот каторжный обормот наплёл, так я сразу не поверил. Как и охота, коли исправник приезжал. Это он мордатый, куда-то Данилу отослал. Каторжный-то, похоже, отбоярился, быстренько вернулся, теперь в Белоярску мотал, сказывал, что хозяин к себе призывает, а Данила неизвестно, где горе хлебает. Не я ты, пустой он человечишка, приблудный каторжный, соврать толково не может, не я ты, не ровня он твоему тядьке. Тот мужик сурьёзный, не пустельга какая. Ну опростался, родимый. Опростался. Ваун, как лыбишься, довольнёхонький. Пойдём к мамке, пускай она тебя обиходит. Но Анна в это время сама вышла на крыльцо. Увидев Данилу, она остановилась, обмерла и прислонилась полным плечом к косяку. Стояла, смотрела на своего мужа широко распахнутыми глазами, и они сияли у неё любовью и лаской, как тогда, в медвежьем лагу. Ни капельки не поблёкло это сияние за прошедшее время, вместившее в себя столь много тревог и долгих ожиданий. Данила скинул ружьё в заплечный мешок, присел на нижнюю ступеньку крыльца и стащил сапоги. Размотал сопревшие портянки и с блаженством утвердил на тёплой земле босые, натруженные ноги. Двадцать пять Весело, с лёгким свистом рассекал воздух гибкий берёзовый прутик с тремя необорванными листиками на конце. Шлёпал по голенищу, шибал макушки высоко поднявшейся травы, игриво прилипал к пышному заду, обтянутому пёстрой юбкой, и взвивался вверх, не находя покоя. Шагал Егорка по обочине широкой дороги и забавлялся этим прутиком, как дитя малое. Рядом с ним двигалась лёгкая поступь юдородная, широкой кости, ещё молодая баба в цветастом нарядном платке, из-под которого стреляли острые глазки. Дарья Максимовна, у Егорки даже голос изменился, ласковым стал, как бы зазывным, видишь впереди полянку. Вижу, Егор Иванович, охотно отозвалась его спутница, хорошая полянка, и тенёк от берёзы имеется. А не откушать ли нам с тобой на этой полянке, а после и подремать можно. Знаю я, Егор Иванович, как ты дремешь, знаю, Дарья Максимовна коротко хохотнула, и свернула с дороги к маленькой уютной полянке, на краю которой стояла, свесив ветки до самой земли, отбрасывая неровную тень, раскидистая и высокая берёза. Под ней расположилась весёлая парочка, дружно скинула заплечные мешки и скоро на чистой, аккуратно расстеленной трепице появился хлеб, варёные яйца, кусок вяленого мяса и пучок зелёного, ещё малорослого лука. Закусывали не торопясь, обстоятельно. Да и куда им было, бедовым, теперь торопиться. Егорка прижмуривался от удовольствия, и верилось ему, что нахальный бес, торчавший неотступно за его левым плечом и строивший свои поганые каверзы, навсегда отлетел неведомо куда и прижился за плечом иного бедолаги. Пусть теперь с ним другой мается, а с него хватит, в конце концов, и он, Егор Иванович Костянкин, имеет право вздохнуть по-человечески, что у него рожа кривая, чтобы всю жизнь на него только несчастья сыпались. Думая так и веселее, ещё сильнее от этих дум, словно от хмельного зелья, Егорка снова похвалил себя, такого смышлёного и проворного, что опложки не допустил и вытащил у судьбы большущий выигрыш, словно из колода козырную карту в последний момент выдернул. А ещё недавно и не мечтал о таком выигрыше. Вернулся он, как приказано было Прокоповым, к казачьим лошадям и погнал их к постоялому двору, ругаясь и проклиная всё на свете. Дело-то незнакомое, с лошадями Егорка обращаться не умел, а в седле сидел, как мешок с отрубями. Полдня только проехал, промучился, а умудрился двух коней потерять, отбились и пропали, на погибель свою и волкам на поживу. На второй день ещё одна кобылка исчезла, приметная такая была, рыжая. Егорка задумался. Если и дальше гиблым манером пойдёт, он лишь на своём коне, который под седлом, до постоялого двора доберётся. И что скажет, когда доберётся исправнику Акаракову? Не укараулил, волки животину подрали. А исправник слезу уронит и поверит. Даже смешно помыслить. Егорка выбрал прогал пошире, как сумел, сбытовал лошадей, и оставил их на этом прогале, где густая трава успела вымахнуть почти по колено. Дальше отправился налегке, сам один, на послушном жеребчике. Помнил Егорка, что лежала неподалёку глухая, но довольно богатая деревня Ермилова. Когда в первый раз выбирался от кедрового кряжа, он в неё захаживал, и даже знакомство случайное с одним мужичком свёл. Звали того мужичка Эпатом, жил он на самом краю деревни, и видно было по повадке, непростой мужичок, занозой. Вспомнился он Егорке, конечно, не случайно, с дальним умыслом вспомнился. Умысел этот Эпат сразу понял и заверил, что завтра ответ будет дан, как на подносе. Поинтересовался Егорка и о ночлеге, надеясь, что Эпат приютит его у себя и покормит, но тот лишь ухмыльнулся и махнул рукой в сторону завалящей избёнки. Вступая к Дашке, у неё для всякого прохожего калитка открыта. Егорка отправился к указанной избёнке и нашёл там, на удивление, столь радушный и ласковый приём, о каком и не мечтал. Дарья Максимовна напоила, накормила и спать с собой уложила. А наутро появился Эпат, подмигнул сразу двумя хитрыми глазками, поехали. Добрались они до прогала, где оставались сботованные лошади, и там под ёлками, сторговались. Егорка сильно не упирался. Какую цену дал Эпат, на ту и согласился, по дешёвке, можно сказать, лошадок продал, ещё и совет забесплатно высказал. Тавро новое поставь на коней, а старое вытраве. В ответ ему Эпат только ухмыльнулся. Кого учить взялся? Разом оказавшись при деньгах, Егорка замешкался ещё на два дня в Ермилово. Ох, как не хотелось ему откатываться в сторону от тёплого и мягкого бока Дарьи Максимовны. И она, горькая вдовушка, не желала отлепляться от неожиданного суженого. Поговорили они вечером душевно, прижались друг к другу покрепче, будто век уже в совместной любви прожили, и на третий день, даже не заколотив окна избёнки, ушли из деревни целясь в белый свет, как в копеечку. По дороге заглянул Егорка в Успенку, захватил припрятанные деньжонки и паспорт, наврал, что срочно требуется ему явиться в Белоярск к господину Луканину, и теперь больше уже никакой заботы и не обременённый, продвигался вместе со своей подружкой в сторону большого тракта, стороной огибая Белоярск от греха подальше. Иногда их подвозили на попутных подводах за малую плату, но больше приходилось собственными ногами топтать длинную дорогу. Впрочем, она им была не в тягость. Время летнее, тёплое, ложись под любой куст и ночуй. Вот и в этот раз от обедов, прилегли они в тенёчке, Егорка привалился к Дарье Максимовне, кинул ей руку на высокую грудь, а она привычно подняла подол юбки. Живи да радуйся. И не увидел Егорка, занятый важным и неотложным делом, как проскочила по дороге богатая коляска на мягком ходу, оставив после себя лёгкий пыльный след. А если бы увидел, что сидит в ней Луканин, всё равно бы не испугался и не встревожился. Беззаботная весёлость, в которой пребывал он в последние дни, не омрачалась такими пустяками, как брошенная служба у Захара Евграфовича, с которой Егорка ловко и скоро расплевался, не известив об этом своего хозяина. Уговор, какой был у него с Луканином, Егорка не нарушил, в этом он был искренне уверен, и отработал честно. А горбатиться на исправника и выполнять его приказания, на столь хлопотное занятие подряда не имелось. Вольный он теперь бывший вор и каторжник по прозвищу Таракан, ныне он человек с паспортом, при деньжонках и при мягкой, податливой бабе, куда пожелал, туда и направился. Где захотел, там и лёг. И никто ему не указ, ни Луканин, ни исправник. Ничего большего на сегодняшний день счастливый Егорка не желал и даже в мыслях о будущем не загадывал. А зачем? И так славно. Сам Захар Евграфович, возвращаясь из губернского города в Белоярск, о Егорке не вспоминал. Он покачивался на кожаном сиденье, придерживал на коленях в трубочку свернутую газету и, задумавшись, время от времени ронял её на днище коляски, но сразу же поднимал, словно боялся расстаться с ней даже на малое время. Края её пообтрепались и облохматились, типографская краска смазалась, и напоминала она теперь серую, застиранную тряпочку, не один раз её разворачивал. Затем снова скручивал Захар Евграфович, а статейку под пугающим названием «Мировая трагедия» на реке Талый читал, перечитывал так, что выучил почти наизусть. В статейке этой некий наблюдатель Бойко писал о том, что иностранная экспедиция, отправившаяся с научной целью в верховье реки Талый на пароходе «Основа», принадлежащем известному купцу господину Луканину, потерялась в тайге. В назначенный день никто из экспедиции к пароходу не вышел. Поиски, которые организовал капитан, результатов не принесли, и в настоящее время белоярский исправник господин подполковник Акараков с воинской командой сам отправился в верховье Талый, заявив, что считает делом чести найти иностранцев. Дальше наблюдатель многословно и красноречиво писал о пользе науки и о том, что наука требует жертв от исследователей и что в современном мире еще не перевелись благородные люди, готовые пойти на такие жертвы ради будущего прогресса. Газету «Губернские ведомости» Захар Евграфович купил в гостинице, чтобы скоротать вечер, развернул, и сразу бросилась ему в глаза мировая трагедия. Не веря написанному и напечатанному, он подумал сначала, что все это блажь и выдумки неизвестного наблюдателя, и с утра даже не поленился и съездил в редакцию, желая узнать, откуда сведения. Но редактор «Бородатый господин» в пенсне и с вонючей папиросой, которую не выпускал изо рта, от прямого ответа уклонился, сославшись, что сведения у них сугубо конфиденциальные, и тут же предложил побеседовать на тему для будущей статьи. Что по этому поводу думает владелец парохода «Основы» господин Луканин? Еще он сообщил, раскуривая очередную папиросу, что корреспондент, скрывающийся под псевдонимом наблюдатель, уже отбыл в Белоярск, и редакция с нетерпением ждет его сообщений. Не переставая дымить, как печка, которую топит смольем, редактор присел за стол, подвинул чистый лист бумаги и обмакнул ручку в чернильницу, приготовившись записывать. Но Захар Евграфович, ничего не объясняя и не попрощавшись, вышел из кабинета, только газетной писанины ему теперь для полного счастья не хватало. Но газету не выбросил и теперь, торопясь в Белоярск, держал ее в руках, клал на колени, ронял на днище коляски, поднимал и все думал, пытаясь угадать. Что же на самом деле случилось в Верховьях Талой? Написанному в газете он не поверил, и не покидало его предчувствие, что произошло на реке что-то совсем иное, более страшное. К вечеру коляска весело поднялась по булыжному подъему на вшивую горку, проскочила Александровский проспект, и вот он дом. Приехали. Захар Евграфович легко выскочил из коляски, прошелся, разминая ноги, по ограде и первым делом направился к Агапову, но старика на месте не оказалось. Подоспевший приказчик Евтеев доложил. Вызвал Агапов работников, велел им погрузить себя в пролетку и уехал куда-то, никому не сказав, когда вернется. Развернувшись, Захар Евграфович направился в дом. Он еще не успел умыться с дороги и переодеться, как подбежала к нему Луиза, бросилась на шею, а затем крепко взяла за руку и повела за собой, не сказав ни слова. Захар Евграфович послушно двигался за ней следом, добродушно спрашивал. «Луизонька, что случилось?» Она не отвечала, продолжая быстрым шагом идти по широкому коридору. Распахнула дверь в спальне и, когда вошли, крепко прихлопнула ее за собой. «Луизонька». «Луиза нет, Захар Евграфович, Луиза, это обман. Сядь, пожалуйста, выслушай меня», она показала ему на кресло, обитое красным бархатом, и продолжила. «Конечно, ты удивлен. Будь я на твоем месте, тоже бы удивилась. Почему у француженки акцент пропал, и почему она так чисто по-русски говорит?» «Всего-то за несколько дней, пока тебя не было, такие успехи. Я не Луиза, и не француженка, Захар Евграфович. Нет, ты сиди, выслушай меня до конца, я все хочу рассказать. Если расскажу, мне легче будет с этим светом прощаться. Малчи, Захар Евграфович, не спрашивай ничего, только слушай». Но он и не пытался ничего спрашивать, сидел как оглушенный, и только глаза темнели, наливаясь тусклым свинцовым отцветом, так вода темнеет, когда наползает лохматая громоздкая туча, заслоняя солнце. «Меня зовут Ольга Васильевна Кругликова, из приличной семьи девушка, даже гимназию окончила в свое время. А дальше?» «Пересказывать свою судьбу не буду, ломаная она у меня и запутанная, в содержанках была, в театрах играла, пока в ваш губернский город не залетела. Кавалер мой и воздыхатель, убедивший меня, что он владелец золотого прииска, на самом деле оказался шулером». «Забрали его в полицию, а я осталась без копейки денег и при огромных долгах». «В это время и появился Цезарь Белозеров, да, он самый, не удивляйся, Захар Евграфович». «Цезарь Белозеров. Долги мои погасил. Можно сказать, из долговой ямы вытащил. А затем потребовал эти долги отработать. Правда, и сверху денег пообещал еще немало, если я выполню его требования». «Согласилась Ольга Васильевна, куда ей было деваться, да и деньги обещанные, немалые деньги, головку закружили. А потребовал Цезарь от меня сыграть простенькую роль француженки, которая ехала со своим мужем, Жаком Дювалье, к господину Луканину, но на них напали разбойники, мужу убили, и она осталась, бедная и несчастная, одна». «Правда, убивать их не потребовалось, настоящая Луиза Дювалья просто умерла от страха, знаешь, бывает такое, умирают от страха, а муж ее каким-то образом от людей Цезаря ушел и тоже приставился, на реке замерз. Меня же Василий Перегудов повез к господину Луканину. Но здесь случилось непредвиденное, наткнулся на нас Артемий Семенович со своими сыновьями. Перегудов с дуру стрельбу открыл, а после бросил меня и ускакал. «Я же до конца сыграла свою последнюю роль, неплохо сыграла. Ты не только поверил, но даже полюбил меня и предлагал выйти замуж. Зачем, Захар Евграфович? Неужели тебя не устроила бы простая содержанка, пусть и француженка?» «Господи, что я говорю!» «Я обо всем, что узнавала, докладывала Цезарю через удалых, помощника Акаракова. Я освободила Перегудова, подсунула ему выдергу. Я помогла отравить Савелия, передала яд, и удалых подлил его бедному мужику в чашку, я все сообщила, что удалось подслушать, про постоялый двор. Я. Я все выполнила, что требовал от меня Цезарь. Кроме одного. Нынешней ночью я должна сделать последнее, открыть дом и впустить Цезаря. Сегодня же удалых освободит из участка Перегудова, и они будут здесь втроем. «Они придут по твою душу, Захар Евграфович, сейчас им нужно скрыться, каким угодно образом. А чтобы ты стал сговорчивее и все выполнил, что прикажут, они первым делом захватят Ксению Евграфовну. Цезарь уверен. Для сестры ты все сделаешь, и спрячешь их, и укроешь, а после, когда все утихнет, вывезешь из Белоярска. Забыла сказать, что шайку Цезаря исправника Караков все-таки изловил. Нет ее больше, один Цезарь остался да еще удалых с Перегудовым. Все сказала, Захар Евграфович. Теперь в твоей воле, задушить меня, пристрелить или просто забить до смерти». Во все время длинные своей речи она челноком ходила перед креслом, на котором сидел Захар Евграфович. Три шага в одну сторону, три шага в другую. Замолчав, остановилась, медленно опустилась на колени и склонила голову, обнажив из-под синего воротничка платье тонкую и беззащитную шею, с которой соскользнули, рассыпавшись, длинные и густые волосы. Захар Евграфович смотрел на ее шею, которую так любил целовать, и чувствовал, что не в силах говорить, сухой, шершавый комок застрял в горле. Наконец он справился с ним, глухо спросил. «Почему ты именно сейчас об этом рассказала?» «Они могут тебя убить, могут убить Ксению, а я не хочу, я сроднилась с вами. Я только здесь стала жить человеческой жизнью. Ты можешь не верить, это твое право, но я тебя полюбила. Смешно слышать такие слова от гулящей женщины, но я говорю правду, может быть, впервые за последние годы говорю истинную правду. Прости, Захар, если, конечно, сможешь. Я с тобой была счастлива и...» Она снова замолчала и стояла на коленях, не поднимая головы. Захар Евграфович выбрался из кресла, по-стариковски шаркая ногами добрел до двери, не оборачиваясь, обронил. «Жди здесь, никуда не выходи». За дверями спальни, словно преобразившись, он стремительно кинулся в комнату келью Ксении Евграфовной, увидев сестру живую-здоровой, обнял ее с такой силой, прижимая к себе, что она тихонько охнула, замерла у него на груди, а затем, не отрываясь, прошептала. «Я все знаю», она мне призналась. «Она ребенка носит, твоего, Захарушка, ребенка». «И еще я сказала, что ты сможешь ее простить». 26. На окраине Белоярска, там, где редкие избенки почти вплотную примыкали к темным, разлапистым елем начинавшейся тайги, ползла вдоль опушки узкая дорога, густо поросшая низкой травой и обозначенная только двумя притоптанными полосами от тележных колес. Плавно изгибаясь, она дотягивала до маленькой низины, не желая через нее перебираться, круто поворачивала влево и терялась, нырнув в тайгу. И Цезарь, тоже завернув влево, скрылся под широкими пластами еловых лап, будто канул, даже следа не оставил на траве. Шол он к старой, наполовину сгнившей коряге, лежавшей посреди молодого, ярко-зеленеющего подроста, уставив вверх серые кривые сучья, похожие на ведьмины пальцы. Вроде бы и недалеко от жилья, а место глухое, дикое. В правой руке Цезарь держал старую и ржавую лопату с потрескавшимся черенком, наполовину обломанным. Возле коряги он остановился, настороженно огляделся, и лишь после этого отсчитал восемь шагов от комля. Снова остановился, еще раз огляделся и всадил с размаху тупую ржавую лопату в плотный настил старой хвои. Копал быстро, не останавливаясь. Круглая ямка все ниже опускалась в песок. Скоро Цезарь вытащил из нее кожаный мешок, развязал толстые кожаные завязки и сунул руку. Долго шарил, что-то отыскивая, и, наконец, вытащил маленький стеклянный пузырек, крепко закупоренный деревянной пробкой. Положил пузырек в карман, торопливо завязал мешок, опустил на прежнее место, закопал ямку, а сырой песок густо закидал сухой хвоей. Спрятав лопату, Цезарь присел на корягу и медленно поднял голову вверх. Между темных макушек елей тускло светлело сумрачное небо. Собирался дождик. И эта небесная сумрачность, и темные, разлапистые ели, скрадывающие дневной свет, и сухой хруст прошлогодней опавшей хвои под ногами, все ложилось на душу темной тяжестью, а мысли тянулись мутные и расплывчатые. Чудом уцелевший в водопаде и не утонувший затем в реке, сумевший быстро добраться до Белоярска и уже здесь придумав новый план, Цезарь пока добирался до своего тайника, план этот решил поменять. Времени, потраченного на недолгую дорогу, с лихвой хватило, чтобы утвердиться в одном решении, дальше он будет действовать в одиночку. Разочаровался Цезарь в тех людях, которые были вокруг, ненадежными они оказались, слабыми на испытания. И Перегудов написал записку, и даже Бориско привел полицейских агентов за кряж. Кому верить? Ответ для него был прост и ясен, только самому себе. Сейчас, оставшись у своего тайника, в котором было спрятано немного золота, намытого за кряжем неизвестно куда сгинувшим в прошлое лето старателем, оставшись как у разбитого корыта, Цезарь ясно понимал, что выход у него остался лишь один, подогнуть под себя Луканина. Иначе в нынешнем положении ему никуда не выбраться. Даже обменять золото на деньги сейчас опасно, он знал от удалых, что его уже ищут. И здесь, в Белоярске, и на дороге до тракта, и в губернском городе. Без Луканина не выбраться. Ничего, он заставит его плясать под свою дудочку, и никуда тот не денется. Цезарь упруга вскочил с коряги и почти побежал, не оглядываясь. Глаза зло прищурились, словно он прицеливался, собираясь стрелять. Мутные, расплывчатые мысли соскользнули и растворились, лишними они теперь были, ненужными и даже вредными. Вспомнилось, как мечтали они с Бориской захватить Луканинский пароход, как надеялись пройтись на нем по всем приискам, взять все добытое за лето золото, а после оставить на пароходе иностранцев и уйти, в новое вольное место. И уже там строить свою жизнь или, может быть, свое государство, как мечтал когда-то в молодости Бориска. А построить его, время, проведенное за кряжем, не пропало даром, можно. В этом сейчас Цезарь был убежден, как никогда. Только надеяться надо на самого себя, и больше никому ни в чем не доверяться. Он хотел остаться один. И надеялся теперь лишь на себя. В кабаке у Ваньки Ёлкина, куда он пришел, его уже ждали. В дальнем углу сидели за столом помощник исправника удалых, наряженный в мужичью одежду, да так ловко, что сроду не признаешь, и Перегудов, оброшая огромной, густой бородой. Цезарь присел на лавку за стол, молча разлил водку и выпил первым, не челкаясь. Закусил и также молча оглядел сидящих перед ним удалых и Перегудова, вспоминая, за сколько он купил, быстро и не торгуясь, первого и как подобрал на пустынной дороге, сохранив ему жизнь, второго. Он не жалел сейчас, что это сделал. Он просто хотел сейчас еще раз убедиться, что люди эти, никчемные. Понимал. Попадутся в руки исправника и с легкой душой сдадут его. Ну уж нет, не сдадут, не успеют. Вышли оба и тихонько огляделись. Почти неслышно шепнул он, может, померещилось, но показалось, что крутится какой-то возле телеги. Удалых и Перегудов поднялись и вышли из кабака. Цезарь крикнул половому, чтобы тот принес чаю. Когда три стакана появились на столе, он, оглянувшись, незаметно достал пузырек, откупорил деревянную затычку и щедро плеснул в два стакана бесцветной жидкости. Пустой пузырек сунул в карман и быстро, обжигаясь, выпил чай из своего стакана. Когда удалых и Перегудов вернулись и шепнули, что никого подозрительного возле кабака нет, а телега стоит пустая, потому как у нее колесо сломано, Цезарь успокоенно покивал головой и приказал. Водку больше не пейте, дело сегодня серьезное предстоит, чай вот хлебайте. Я выйду до ветру, а вы меня ждите. Но вышел не сразу, посидел еще, подождал, когда удалых и Перегудов отхлебнуть чаю, и лишь после этого спокойным и неторопливым шагом покинул заведение Ваньки Ёлкина. 27. Вечером, при закатном солнце, на Белоярск просыпался мелкий и короткий дождик. Малосильный, он даже пыль не смог прибить, и неожиданно поднявшийся ветер, налетая злыми, тугими порывами, взметывал над улицами и переулками серые крутящиеся облака, входил в раж и буйствовал в полный размах и силу. Обламывал ветки с деревьев, сдирал подгнившие доски со старых крыш, сорвал у какой-то хозяйки сохнувшее белье с веревки и трепал в воздухе рубаху и подштаники, не давая им упасть на землю. Быстро потемнело, будто разом навалилась глухая полночь. Агапов неторопливо подъехал на своей коляске к окну, прищурился, пытаясь разглядеть, что творится на улице, и тихонько присвистнул. Ночка-то как по заказу будет, в самый раз для разбойных дел. Слышишь меня, Захар Евграфыч? Слышу. Ты дальше рассказывай, что после было. А после ничего и не было. Полюбовался на мертвяков, оба синие, как утопленники, лежат и не дышат. Удал их не при мундире, оказался, в простенькое нарядился, мужик и мужик. И перегудов в такой же одежке, бородищу, правда отпустил, сразу и не признаешь. Ну и лежат на полу, смирные, отбегались. А сидели они за столом втроем, третий-то вышел из кабака, вроде как по нужде, и больше уж не вернулся. А эти чайку похлебали, захрипели, и пузыри изо рта полезли. Третий-то, как мне думается, Цезарь был. Следы он заметает. Один, как волк, желает остаться, так ему сподручней. Вот я и мыслю. Не обманывает твоя девица, сюда он явится, никакой другой дороги ему нету. Захватит Ксению Евграфовну, и будешь ты исполнять, чего он скажет. Умный сволочуга, верно рассчитал. Значит, говоришь, появится, никуда не денется. Появится, Захар Евграфыч, поверь старику, я маленько людишек понимать научился. Агапов отъехал от окна к столу, сложил руки на коленях и безвольно опустил голову, приморился. Не те уже годики, чтобы вот так, без ума по городу мотаться. А помотаться ему сегодня пришлось изрядно. Явился человек от Дубовых и передал, что хозяева ночлежки срочно просят Агапова приехать. Он все дела бросил, помчался. Дубовые сообщили, что у Ваньки Ёлкина двух человек отравили. Может, Агапыч и признает, кого из них, если такая надобность имеется. Хитрые себе на уме, братья больше ничего не сказали, но Агапов их сразу понял. Имеется интерес, езжай, погляди, а если интереса такого нет, тогда домой отправляйся, чай пить. От Дубовых кинулся Агапов прямиком в кабак Ваньки Ёлкина, где и признал в покойниках удалых и Перегудова. Вернулся, доложил Захару Евграфовичу, а у того, оказывается, своя новость имелась. Они еще посидели молча, и Захар Евграфович поднялся. Вышел из коморки Агапова, и тот украдкой перекрестил его во след, а затем той же самой рукой вытер насухо-морщинистую щеку, на которую сбежала нечаянно старческая слеза. Ехал на ярмарку ухарь-купец. Нет, не пелось сегодня старому Агапову. Он поерзал в своей коляске, устраиваясь удобней, и приготовился ждать сколько угодно, хоть до второго пришествия. Ветер не утихал. С прежним свистом и гулом пластался над Белоярском, и даже в доме Луканина, за толстыми стенами кирпичной кладки, слышно было его буйство. Никто в эту ночь в доме не спал, он стоял, погрузившись в темноту, словно неведомый корабль, покинутый матросами и пассажирами. Тяжелая входная дверь была открыта. За время долгого ожидания глаза в темноте обвыклись, и Захар Евграфович сразу же различил, что через дверь не слышно, как тень кто-то проскользнул. Замер, остановившись, и двинулся дальше, также не слышно, направляясь к лестнице, которая вела на второй этаж. Осторожно ступил на первую ступеньку, стал подниматься. Шел верно, комнатка Кельи Ксении Евграфовны была на втором этаже. И как только ночной гость на этот этаж поднялся, внизу стукнула дверь, которую один из луканинских работников наглухо запер, в разных концах коридора чиркнули спички, вспыхнули, разгораясь все ярче, фонари, и Цезарь, кинувшись назад, налетел прямиком на Захара Евграфовича, который заступил ему дорогу. Не раздумывая, Захар Евграфович выстрелил из револьвера, целясь Цезарю в ногу. Тот на бегу рухнул на пол, извиваясь от боли, но и в этом положении пытался, вскинув руку, взвести курок револьвера, чтобы выстрелить. Не успел. Навалились подоспевшие луканинские работники, вышибли из руки револьвер, скрутили Цезаря и поволокли вниз по лестнице, пятная ступеньки разводами темной крови. Захар Евграфович спускался следом, стараясь не наступать на кровяные пятна. Спустившись, коротко приказал. В коморку его к Агапову. И тряпки прихватите, ногу перевязать. Когда Цезаря утащили, он вышел на крыльцо и остановился под ветром, даже не ощущая его. Руки вздрагивали. Гулка бухала в груди сердца, а дыхание обрывалось, как после долгого бега. И еще он ощущал в себе тупую пустоту, никаких чувств не испытывал. Ни радости, ни злорадства, ни удовольствия, ни ненависти, ничего, кроме пугающей пустоты. Перегорел, один пепел остался, а пепел, как известно, заново не вспыхивает. В коморке Агапова-Луканинские работники перетянули жгутом простреленную ногу Цезаря, чистыми тряпицами перебинтовали рану, а заодно, для полного набора, связали руки. Посадили на лавке, как раз в угол, чтобы он не завалился на сторону, и отошли, безмолвно поглядывая на хозяина, что дальше делать. Кивком головы он показал им на дверь. Работники вышли в коморке, стало хорошо слышно, как в стены и в окна бьется ветер. Агапов тронул свою коляску, подкатился ближе к Цезарю, долго его разглядывал, а когда разглядел, спросил сочувственным голоском. Что сизый голубь отлетался. Белое, бескровное лицо Цезаря перекосилось, словно от судороги, он дернул связанными руками, будто хотел разорвать веревки, и четко выговорил, как сплюнул. Отползи, старая гнида, не воняй. Ну, посердись, посердись, добродушно отозвался Агапов, в твоем положении, милок, только и осталось, что сердится. Захар Евграфович молчал. Смотрел на Цезаря и молчал. Как он мечтал об этой встрече. Как представлял бессонными ночами, какой она будет, какие слова придумывал, чтобы сказать, как у него сжимались кулаки, которыми он готов был забить Цезаря до смерти. А теперь стоял, смотрел на него и ничего не хотел говорить. Да и что он мог сказать ему. Лицо Цезаря снова передернулось. И он торопливо заговорил, все громче и быстрее, словно боялся, что ему не дадут выговориться до конца. Но его не обрывали, и он кричал. Ты глупец, Луканин. Безмозглый глупец. Почему ты не пришел ко мне в губернском городе, мы бы договорились. Мы бы здесь уже царями были. Ты хоть понимаешь, какой ты шанс судьбы упустил. Ты же червяк навозный. Деньги — ничто. Власть главнее денег. Я же тебе предлагал. Если бы ты согласился, мы бы сейчас. Как я тебя ненавижу, Луканин. Захар Евграфович толкнул дверь, позвал работников, показал пальцем на Цезаря. В подвал его, под замок, и караул неотступный, чтоб ни один волос с головы не слетел. Ясно. Работники кивнули и бросились исполнять приказания. Цезарь продолжал кричать, срываясь на виск, но этих криков Захар Евграфович уже не слышал, их глушили завывающие порывы ветра. Двадцать восемь. Металл синистовый ветер и над рекой Талой, вздыбив на ней крутые валы с белыми гребнями. Они с разгону, с глухим плеском бились в борт основы, вставшие на якорь, и крупные брызги долетали до палубы. Иван Степанович Дедюхин решил не рисковать и, как только на реке поднялась крутая волна, приказал остановить машины. Теперь прохаживался по пустой палубе, посматривал на кипящую воду Талой и загадывал. Как долго эта завируха свистеть будет? Хотелось, конечно, чтобы поскорее утихомирилась, а еще хотелось как можно быстрее оказаться дома, в Белоярске. Пожалуй, впервые за годы своей речной службы испытывал Иван Степанович неодолимое желание, прикрыть навигацию, которая толком еще не начиналась. Прикрыть, прихлопнуть и сверху плюнуть. Это же сущее безобразие нынче, а не навигация. Вместо тихого, спокойного плавания, стрельба, война, а вместо парохода, черти что и сбоку бантик. Народу теперь на основе было набито, как семечек в шляпке подсолнуха. И больше половины этого народа, в том числе иностранцы, сидели под строгой охраной. А ну как взбунтуются да вырвутся. Оборони и сохрани, думал Иван Степанович, размеренным шагом меряя палубу и покрепче натягивая на голову фуражку, чтобы ее не сдернуло ветром. Прекрасно понимал старый капитан, что история, в которую он невольно попал вместе со своей командой, нешуточная, что каша заварилась крутая, ложкой не провернешь. И хотя сути всей этой истории не знал, да и не любопытствовал, не такой он был человек, чтобы с расспросами приставать, желание имел лишь одно, поскорее из нее выбраться. А как тут выберешься, если волна на реке все круче, а ветер рвет все сильнее? Он уже собирался спускаться вниз, когда увидел, что на палубе появился исправник окороков. Хмурый, сердитый, он тоже поглядел на талую, покачал головой и подошел к капитану, спросил с робкой надеждой. Иван Степанович, как думаешь, надолго? Да кто его знает, сколько он дуть будет? В одночасье не стихнет, это точно. В Белоярск нам нужно, Иван Степанович, скорее нужно. Утешиться ни часа не задержимся. Окороков потоптался еще на палубе и спустился вниз. Над ветром власть свою исправниковскую не употребишь, думал Иван Степанович, глядя ему вслед, тут любой приказ в реке утонет. Об этом же самым думал и Окороков, сознавая свою полную беспомощность. Не прикажешь ведь капитану снять пароход с якоря. Утонуть на бушующей реке, дело нехитрое. Требовалось ждать, а терпение было на исходе. Чтобы хоть чем-то заняться, он еще раз проверил караулы, убедился, что службу они несут исправно, а ворнаки и иностранцы ведут себя тихо и смирно. Больше заняться было нечем, и он осторожно постучался в каюту Нины Дмитриевны. — Входите, господин исправник, — послышался приветливый голос, — слышу шаги и уже знаю, что вы идете, можно и не стучаться. На столике у Нины Дмитриевны были разложены исписанные бумажные листы, она их любовно оглаживала пухлыми ладошками, и на лице у нее цвела счастливая улыбка. Подняла на Окорокова сияющие глаза, спросила. — Чаю не желаете? — Худо-бедно, а жена ваша обязана поить-кормить, но я совсем испортилась. Вы бы постражились на меня, поругали, непутевую. — В следующий раз поругаю, Нина Дмитриевна, а сегодня желания не имею. — И чаю не хочу, благодарствую. А Караков осторожно присел за столик, хотел положить на него большие руки, но столик был занят бумагами, и он опустил широкие ладони на колени. Нина Дмитриевна между тем достала из круглой картонной коробки рулон вощеной бумаги, отмотала от него изрядный кусок, оторвала и принялась наглухо запаковывать исписанные листы. — Запаковала, перевязала суровыми нитками и убрала обратно в коробку. — Если мы, не дай бог, станем тонуть, господин исправник, первым делом спасайте эти бумаги. Обо мне можете не думать, даже если я захлебнусь. Прошу уяснить, это не шутка. — Да какие могут быть у нас шутки, — ответил ей Акараков, — я уже забыл, когда в последний раз смеялся. — Еще будет время повеселиться. — А в бумагах, господин исправник, чтобы вам было ведомо, чистосердечное признание лейтенанта Колеса и такие же признания его подчиненных. Если говорить кратко, замысел был довольно прост. Создать в одном из глухих и недоступных мест Сибири этакое своеобразное поселение с небольшим количеством народа. Затем отправить в это поселение иностранцев под видом научной экспедиции, заодно доставить оружие и динамит. Иностранцы все увиденное подробно записывают, делают фотографические карточки, а после возвращения в родные пенаты поднимают в газетах вселенский вой. Российская империя, захватив огромные пространства, не может управлять на этих пространствах, не может использовать свои богатства, а власть метрополии в диких краях сведена к нулю. Люди, оторгающие центральное правительство, уходят в глухие места, налаживают там самостоятельную жизнь. И согласно этому тезису, наш обычный уголовный элемент объявляется страдальцем, денно и нощно мечтающим лишь об одном, об отделении от метрополии и об устройстве своей жизни по образцу Соединенных Штатов Северной Америки. Наше правительство, само собой разумеется, направляет войска, чтобы навести порядок, начинается стрельба и снова вселенский вой. В России у народа нет права выбора, его лишают возможности жить по демократическим законам. Одним словом, весь просвещенный мир должен вздрогнуть и вступиться за несчастных и гонимых. Английская торговая компания, фальшивая вывеска, работают под этой вывеской очень умные приказчики, не знаю, какие они торговцы, но агенты отменные. Какую роль играл Цезарь? Тот Цезарь свое славное имя почти оправдал. Он ведь не только лагерь построил и людей собрал, он еще повсюду расставил своих человечков, нам еще выяснить предстоит, кто они. Цезарь со своим горбатым растригой прекрасно знали обо всем, что происходило в Белоярске. Но самое главное заключается в том, что они раскусили своих хозяев и решили их надуть чисто по-русски. Не понимаю. Каким образом? Догадались, какая им уготована роль. Догадались, что после отъезда иностранцев о них станет известно, и что против них двинут войска. Воевать они не собирались, и план у них был следующий. Не выпуская иностранцев с парохода, сделав их своеобразным счетом, посетить два-три прииска, коротким налетом забрать золото, а затем сойти в глухом месте на берег и распрощаться с иностранцами, плывите, господа почтенные, куда вам заблагорассудится. А сами бы отправились искать новую благодатную долину, опыт-то у них уже имелся. Лихо, только и сказала Караков. Помолчал и спросил. И куда теперь пойдут эти бумаги? Сие, как понимаете, мне неведомо. Предполагаю, что отправят копии по ведомству иностранных дел, и ни одна шавка за границей не тявкнет. А мы, господина Колеса и его друзей, товарищей с великими почестями проводим из Белоярска, напишем во всех наших газетах о рыцарях науке хвалебные одыи. И будем ждать очередной пакости. На этом они не успокоятся, слишком сладкий пирог лежит в Сибири. Очень им хочется до этого пирога дорваться, очень. Да, свою работу, Нина Дмитриевна, вы лучше меня выполнили. Цезарь это я упустил. Ничем утешить не могу, господин исправник. За Цезаря вы не передо мной и в другом месте отвечать будете. Увы. Она развела пухлыми ручками и замолчала. Отвечу, согласился Акараков и понурил голову. Если бы услышал их кто-нибудь сейчас из знакомых белоярцев, невольно бы поразился. Как говорят между собой муж и жена. Ведь говорят они как два казенных человека, занятых только служебными делами. Да что за отношения у них. И было бы это удивление вполне уместным. Но суть заключалась в том, что не являлись они мужем и женой, а значились в секретных списках Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи особо тайными и особо ценными агентами, которые подчинялись только Александру Васильевичу. В его скромном до аскетичности кабинете они впервые друг друга и увидели. Бухнуло тогда сердце в широкой груди Акаракова, ворохнулось неведомое до сих пор сладкое чувство, и он испуганно отвел взгляд в сторону. Всего лишь секунда длилось это замешательство, но от Александра Васильевича оно не укрылось, и долгую, обстоятельную инструкцию своим агентам он закончил строгими словами. На людях вы должны иметь вид идеальных любящих супругов, а в реальности? В реальности вы – оловянные солдатики. Понимаете меня? Оловянные солдатики. Понимаете? Не слышу ответа. Да, одним коротким словом, но в разнобой ответили ему Акараков и Нина Дмитриевна. И за все время пребывания в Белоярске они не нарушили суровую инструкцию Александра Васильевича ни словом, ни жестом, ни действием. Понимали, что не должно и не может быть между ними личных отношений, которые могут оказаться досадной обузой в критический момент, когда вспыхнет жалость к близкому тебе человеку и бросишься ему безрассудно на помощь, забыв о главном, о своем задании. И будет оно бездарно провалено. Все они знали, все понимали и выполняли неукоснительно. Но когда Акараков вернулся от кедрового кряжа и когда Нина Дмитриевна увидела его живым и невредимым, она не сдержалась. Приникла к нему, едва он вошел в каюту, и даже, кажется, всхлипнула, но сразу же и отпрянула. Отвернулась и сухо потребовала доклада. И ничего, казалось бы, внешне не изменилось после этого, кроме одного. Когда они оказывались наедине и речь не шла о служебном деле, Акараков смотрел на Нину Дмитриевну долгим, тоскливым взглядом, который был красноречивей любых слов. Именно так, подняв голову, он сейчас на нее и посмотрел. — Не надо, господин исправник, — нахмурилась Нина Дмитриевна, и между тонкими дугами выгнутых бровей залегла прямая морщинка, ты сам знаешь. — Мы люди подневольные, государевы мы с тобой люди. — Забыл? — Да нет, ничего он не забыл. Акараков снова низко опустил голову. В это время раздался стук в дверь каюты, и Иван Степанович, не скрывая радости в голосе, доложил. Ветер-то стихает. Дальше какие распоряжения будут? — Домой, Иван Степанович, домой, голубчик. Весело отозвалась ему Нина Дмитриевна. Двадцать девять. И снова в просторном зале серопитательного приюта было торжественное собрание при большом стечении Белоярского общества и при пятерых проворных корреспондентах, которые не отходили от Колеса, следуя за ним по пятам, как привязанное, желая узнать о приключениях иностранных исследователей как можно больше. Киреев вспотел, не успевая переводить. На все вопросы Колес отвечал односложно, в подробности не вдавался, и это обстоятельство еще больше разодоривало корреспондентов, и они наседали еще энергичнее. Но тут в зале появился окороков, все перекинулись к нему, однако исправник был краток до невозможности. Я, уважаемые господа, как человек военный, исполнял свой долг. И очень рад, что смог доставить в Белоярск представителей науки в целости и сохранности. Больше мне сказать нечего. Отстранил от себя огромный ручищий корреспондентов, прошел в передний ряд и сел рядом с Луканиным. Вместо приветствия быстро сказал. Захар Евграфович, когда эта канитель закончится, не откажите в любезности, уделите мне время. Хорошо, согласился Захар Евграфович. Речи оказались долгими и торжественными. Особенно долго и торжественно говорила Нина Дмитриевна, и ей устроили настоящую овацию. Затем были проводы, столь же долгие, и лейтенант Колес, улучив момент, успел по-русски шепнуть Нине Дмитриевне. Мы обязательно вернемся, нам не удалось, внуки, вернуться. А мы вас обязательно встретим, очаровательно улыбнулась ему Нина Дмитриевна, если нам не доведется, наши внуки встретят. Никто, кроме них двоих, не понял истинного смысла этих слов. Наконец, иностранцы с букетами цветов, которые им трогательно вручили воспитанницы серопитательного приюта, расселись в экипажи, и длинный обоз весело потянулся через Александровский проспект к вшивой горке, одолел ее и исчез в бескрайнем пространстве. Слава Богу! А Караков широко перекрестился и обернулся к Луканину. Прогуляемся, Захар Евграфович. Они вышли неторопливо на берег Талой, и река открылась перед ними во всей своей красоте и полноводности. Текла широко и вольно, скатывалась вниз, и белые берега над ней светились, словно умытые. Солнечные блестки наискосок пересекали быстрину, искрились, как цветные стеклышки, и течение не могло утянуть их следом за собой. На самом краешке обрыва Акараков остановился, широко расставил могучие ноги и долго смотрел на быстро текущую воду Талой, словно забыв о Луканине, который стоял у него за спиной. Неожиданно обернулся и сообщил. Предполагаю, что Цезаря уже доставили и определили, куда следует, скоро начнут допрашивать. Я вам чрезвычайно благодарен, Захар Евграфович, но мы же не дети, вы понимаете. Не понимаю, честное слово. Не надо, Захар Евграфович, вы умный человек. Где ваша так называемая француженка? Или как ее по-настоящему? Ольга Васильевна Кругликова, если не ошибаюсь? О Цезаре узнали? От него, родимого. Если он повторит ее имя на следующих допросах, а он его повторит, будьте уверены, с меня спросят. Как же вы, уважаемый исправник, эту дамочку прошляпили? Госпожа Кругликова сбежала, я не знаю, где она. Не желаете вы меня, Захар Евграфович, услышать, не желаете. Что, всю жизнь ее прятать будете? Надоест. А хотя бы и так. Не надоест. Ну, смотрите, вам жить. А Караков еще постоял, полюбовался на реку и, развернувшись, ушел быстрым, широким шагом. Захар Евграфович, оставшись один, стащил с себя фраг, бросил его на траву и лег, крестом раскинув руки. Он был спокоен, дышал на полную грудь и смотрел вверх широко раскрытыми глазами, а там, запредельной выси, скользили в небе перистые, летучие облака, похожие на неведомых белых птиц, сталкивались между собой, срастались и плыли дальше, словно искали и не могли найти для себя надежного пристанища. Птицы небесные, они не знали покоя. И ночью, когда поднялась огромная и круглая луна, они все плыли и плыли по темному небесному бархату и видели сверху одинокого всадника, который торопил своего коня. Направляясь к дальней глухой заимке, где у маленького оконца, по-деревенски закутанная в платок, сидела женщина и смотрела, не отрывая глаз, с тоской и надеждой на широкую поляну, залитую зыбким, холодным светом. Эпилог В кабинете Александра Васильевича царил необычный беспорядок. На столе, на стульях и даже на кресле пластами лежали газеты, и русские, и иностранные. Все газеты им были уже прочитаны, иные по два и по три раза. Прочитанным Александр Васильевич остался чрезвычайно доволен и теперь ходил по кабинету, громко постукивая башмаками и потирая узкие, сухие ладошки. Глаза у него задорно поблескивали, как у молодого. Возле порога, почтительно опустив голову, стояла Нина Дмитриевна и держала в руке шляпку с темной вуалью. Щеки ее горели румянцем, она порывалась что-то сказать, но не могла насмелиться, и пальцы, сжимавшие поле шляпки, заметно вздрагивали. Александр Васильевич между тем продолжал прохаживаться по кабинету, топая башмаками, и не обращал на Нину Дмитриевну внимания, словно ее здесь и не было. Но нет. Остановился неожиданно, крутнулся на каблуках и, по петушиному перебирая ногами, уставился на нее, как будто лишь сейчас разглядел в своем кабинете посетительницу. Милостивый государь Александр Васильевич. Показалось, что она сама вздрогнула от собственного звенящего голоса и вуаль на шляпке трепетно колыхнулась из стороны в сторону. Нет, голубушка, нет и нет. Вскрикнул Александр Васильевич. Но. Я хотела бы. А я не желаю. По-русски ясно выражаюсь. Не желаю. Газеты, перекинутые через спинку кресла, вдруг соскользнули, упали на пол и разъехались, раскидываясь во все стороны. Александр Васильевич подскочил к креслу, ухватился рукой за его спинку и выбил на валяющихся газетах дробь отчаянной плясовой, как воротник у рубахи оторвал. Вот так, голубушка, без пальца и кукиш не покажешь. А ты у меня не палец, ты у меня, рука. И окораков твой, тоже рука. И что же получается? Вы любиться миловаться будете, варенье в садике варить, а я без рук останусь. Никаких отставок. Нет и нет. Внезапно Александр Васильевич осекся, помолчал и продолжил совсем иным тоном. Пойми, коршун ты мой милый, коршуниха ты моя, драгоценная. Мы за государство отвечаем, вот оно, иди сюда, покажу, если забыла. Иди. Из ящика стола выдернул карту, свернутую в рулон, раскатал ее поверх газет и склонился над ней, придерживая края узкими ладонями. Лежала перед ним Российская империя, от моря до моря, как великан. И дух захватывала. Нина Дмитриевна сморгнула слезинку с ресниц, тихо сказала. Я к вашим услугам, Александр Васильевич. Когда явиться? Не к моим услугам, а к государственным. Явиться завтра, теперь ступай. Дверь неслышно закрылась. Александр Васильевич, оставшись один, сердито вздохнул и принялся собирать газеты, раскиданные на полу. Он терпеть не мог беспорядка в своем кабинете. Карта, распрямившись, лежала на столе, и на ней тоненькой, почти неразличимой ниточкой был обозначен кедровый кряж, над которым в эти минуты медленно и величаво закатывалось солнце, окрашивая вершины в розовый, весело играющий цвет, а еще выше, над вершинами, вычерчивал круги горный орел. Вольно разметнув сильные крылья, словно желал закрыть и оберечь землю, которая лежала внизу бескрайне и бесконечно. Примечание. Один. Третье делопроизводство, секретное и важнейшее подразделение Департамента полиции, ведавшее политическим сыском, всей внутренней и заграничной агентурой, охраной царя. Два. Варнаки. СИП. Разбойники. Три. Заплот, забор, сложенный из пластин, наполовину распиленных в длину бревен. Четыре. Сурозенок, сураз, ребенок, рожденный вне брака. Пять. Мордушка, рыболовная снасть, сплетенная из тонких прутьев. Шесть. Елань-поле, пашня посреди леса. СЕМЬ. Не убивайте меня, жальтесь надо мной, ради всего святого. Не убивайте, пожалейте мою молодость. У меня ничего нет, чтобы меня ограбить. Жальтесь, милые господа. Бог не забудет вашего милосердия. ФР. Восемь. Не надо меня убивать. Не надо. ФР. Девять. Шабур, домотканая верхняя одежда. ДЕСЯТЬ. ПЕШНЯ, ОСТРЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОМ С ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ. Одиннадцать. Просковья Федоровна, ТЮРЕМНАЯ БОЧКА ДЛЯ НЕЧИСТОТ. ДВЕНАДЦАТЬ. ВОЛХИТКА, ВЕТЬМА. ТРИНАДЦАТЬ. КОНТАРЬ, ВЕСЫ. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ. ЧАЛКИ, ВЕРЁВОЧНЫЕ КАНАТЫ. ПЯТНАДЦАТЬ. МОРЯНИН, ХОЗЯИН МОРЕХОДНОГО СУДНА. ШЕСТНАДЦАТЬ. КАРАКША, ВИД САМОДЕЛЬНОЙ РЫБАЦКОЙ СНАСТИ, НАПОМИНАЮЩИЙ ПО ФОРМЕ МАЛЕНЬКИЙ ЯКОРЬ С ЗАГНУТЫМИ НАВЕРХ ОСТРЫМИ КРЮЧКАМИ. СЕМНАДЦАТЬ. ПРОМЫШЛЕННИКИ, ОХОТНИКИ, ЖИВУЩИЕ ЗА СЧЁТ ДОБЫЧИ. ВОСЕМНАДЦАТЬ. В 1884 ГОДУ В БЕРЛИНЕ КРУПНЕЙШИЕ ДЕРЖАВЫ ПРИНЯЛИ АКТ БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. Согласно этому акту, страна, неспособная освоить свои природные ресурсы, должна предоставить их другим, более развитым странам. Формально речь шла об Африке. На самом деле, о России. ДЕВЯТНАДЦАТЬ. ПОЛСТЬ, ПОДСТИЛКА ИЗ ВБИТОГО МЕХА ВОЛЧЬЕГО ИЛИ МЕДВЕЖЬЕГО. ДВАДЦАТЬ. КОБЫЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЛАВКА, КОТОРЫЙ ПАЛАЧ ПРИВЯЗЫВАЛ СВОЮ ЖЕРТВУ. ДВАДЦАТЬ-ОДИН. БЕЛОВОДЬЯ, СКАЗОЧНАЯ СТРАНА, КОТОРУЮ ИСКАЛИ ПРИВЕРЖЕНЦЫ СТАРОЙ ВЕРЫ. ДВАДЦАТЬ-ДВА. БАСКОЙ, КРАСИВЫЙ. ДВАДЦАТЬ-ТРИ. ФАРРАГУД, АМЕРИКАНСКИЙ АДМИРАЛ. 1801-1870. ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ В АМЕРИКЕ, В 1866 ГОДУ БЫЛ НАЗНАЧЕН КОМАНДУЮЩИМ ФЛОТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. ДВАДЦАТЬ-ЧЕТЬ-ЧЕРЕ. Я ТОЖЕ НЕМНОГО ЗНАЮ ВАШ ЯЗЫК. ПОЙДЁМТЕ ОТОБЕДАЕМ И ПОДРОБНО ПОГОВОРИМ. АНДУЛ. ДВАДЦАТЬ-ПЯТЬ. ЧТО ЖЕ ВЫ СТОИТЕ? ИДИТЕ. Я ВАМ СТОЛ НАКРЫЛ И ХОРОШО УГОСТИТЬ СОБИРАЮСЬ. АНДУЛ.